На фоллскрин. Гарри Поттер и методы рационального мышления, часть вторая. Мы остановились на шестой главе, примерно, примерно, примерно вторая половина, да? Так. Гарри срывался на МакГонагал по причине того, что... А он думал, что МакГонагал проверяет... Ну, МакГонагал хочет копать под его родителей. Гарри всё... Гарри всё это просёк и, короче, законтрил. Так, подруби ютубчику чат. Не считаю, что это нужно, и сейчас это будет сделать не очень удобно. Так. Отец русского аниме просто набивает цену. Ну, как бы... Мой внутренний еврей говорит, что... Как бы... Это не моя прерогатива думать об этой цене, а людей, которые хотят что-то от меня. Справедливо, справедливо. Вот и всё. Всё правильно. Всё правильно говорит мой внутренний еврей. Так, сделай чуть-чуть костерок потише. Давай. Давай сделаем чуть-чуть потише. Пусть будет так. Ой, я думаю, мы готовы начинать. Или под веб-ку чат поставь. Нет, не буду. Не буду. Это плохая идея. Я... Я мыслю широко. Я понимаю, что в чате может происходить. Я понимаю, что на записи этого, быть может, может и не должно происходить. Так что нет. Спасибо большое за советы. Вы очень, вы очень добрые, вы очень добрые, внимательные зрители. Мои хорошие. Но я не первый день замужем. Я знаю, что делать, как делать и почему. А вам, конечно же. Лавки, лавки мои сладкие. Устраиваемся поудобнее. Летнее солнце уже клонилось к горизонту. Покупателей на улицах становилось всё меньше. Некоторые магазины закрылись. Гарри и профессор МакГонагал едва успели купить учебники во Флориш и Блотс. Там Гарри первым делом взял арифмантику и был потрясён, обнаружив, что учебник за седьмой курс не содержит ничего сложнее тригонометрии. Впрочем, в данный момент мысли о легкодоступных плодах из исследования магии не беспокоили его. Разум. Они только что вышли из магазина Левандера. И Гарри во все глаза смотрел на свою волшебную палочку. Он взмахнул ею, вызвав сноп разноцветных искр. Что, конечно, не должно было удивлять столь сильно после всех увиденных чудес. Ладно, это была плохая идея. Но тем не менее. Я могу творить волшебство. Я лично. И я обладаю магическим даром. Я волшебник. Он почувствовал, как магия разливается по телу. И вдруг осознал, что был знаком с этим ощущением всю свою жизнь. Его нельзя было увидеть, услышать, учуять, потрогать или попробовать на вкус. Это была магия. Всё равно, что иметь глаза, но всегда держать их закрытыми. Не понимая, что видишь темноту, а потом однажды открыть их и увидеть мир. Привет, мушуши. Дрожь от этого осознания прошла по его телу. Пробуждая его. А потом всё прошло. Осталось лишь знание того, что он волшебник и всегда им был. И, в каком-то смысле, всегда знал это. И... Весьма любопытно, что эта палочка выбрала вас. Потому что её сестра в ответе за ваш шрам. Это точно не могло быть совпадением. В магазине продавались тысячи палочек. Нет, возможно и совпадение. В мире 6 миллиардов людей. И совпадения с вероятностью тысячи к одному случаются каждый день. Но теорема Боиеса в упрощенном виде в данном случае гласила. Предпочтение должно быть отдано любой гипотезе, согласно которой вероятность того, что ему достанется сестра палочки темного лорда, выше одной тысячи. Интересная теорема. Магонагл просто сказала. Как странно. Повернув Гарри в состояние... Повернув... Повергнув Гарри в состояние полнейшего шока. Вызванного чрезвычайной невнимательностью волшебников и ведьм. Ни в одном из вообразимых миров Гарри не мог бы сказать... Хм... И уйти. Совершенно не попытавшись выдвинуть гипотезу о произошедшем. Он поднял левую руку и дотронулся до шрама. Но какую именно? Теперь вы настоящий волшебник, слегка склонила голову Магонагл. Примите мое поздравление. Гарри кивнул. У вас уже сложилось мнение о магическом мире? Странно, протянул Гарри. Мне надо бы думать о магии, которую я увидел. О вещах, которые стали возможными. О том, что оказалось ложью, о работе, которую мне предстоит проделать, чтобы все понять. А вместо этого я отвлекаюсь на третьестепенные банальности вроде... Гарри понизил голос мальчика, который выжил. Рядом никого не было. Но не стоило искушать судьбу. Магонагл хмыкнуло. Правда? По вам не скажешь. Гарри кивнул. Да, просто это... Так необычно. Обнаружи, что ты являешься частью грандиозной истории, финалом которой будет поражение великого и ужасного темного лорда. И что история эта уже закончилась. Завершилась. Совсем. Как будто ты Фродо Бэггинс. Но выяснилось, что твои родители свозили тебя на роковую гору, когда тебе было год от роду. И ты даже не помнишь, как выбросил кольцо. На лице Магонагл застыла улыбка. Знаете, если бы я был кем-нибудь другим, то, вероятно, был бы сильно обеспокоен подобными стартовыми условиями. Господи, Гарри. Что ты сделал с тех пор, как победил темного лорда? Открыл книжный магазин? Здорово. А я назвал своего сына в твою честь. В моем случае, эта проблема, и полагаю, не будет, вздохнул Гарри. И все же, от таких мыслей у меня почти появилось желание, чтобы у этой истории был открытый финал. Тогда я потом смогу сказать, что действительно принимал в ней хоть какое-то участие. Да? Странным тоном сказала Магонагл. Каким образом? Ну, например, вы упомянули, что моих родителей предали. Кто их предал? Сириус Блэк, ответила Магонагл. Она почти прошипела это имя. Он в Аскабане. Тюрьме для волшебников. Какова вероятность, что Сириус Блэк сбежит из заключения, и мне придется выследить его и победить в блестящей дуэли, или, что даже лучше, назначить за его голову большое вознаграждение и спрятаться в Австралии, ожидая результатов? Магонагл моргнула. Дважды. Почти никакой. Никто никогда не сбегал из Аскабана. И я сомневаюсь, что именно он станет первым. Гарри скептически воспринял фразу «никто никогда не сбегал из Аскабана». Впрочем, вероятно, при помощи магии можно подойти вплотную к созданию стопроцентной идеальной тюрьмы. Особенно, если у тебя есть палочка, а у заключенных нет. В таком случае, для того, чтобы сбежать оттуда, в первую очередь, не стоит туда попадать. «Ладно», — сказал Гарри. «Звучит довольно убедительно», — он вздохнул, почесав затылок. «А если так, темный лорд не погиб той ночью на самом деле?» «Не окончательно». Его дух продолжает жить, нашептывая людям кошмары, просачивающиеся в реальность, и ищет способ вернуться в мир живых, которые он поклялся уничтожить. И теперь, согласно древнему пророчеству, он и я должны сойтись в смертельные дуэли. Победитель станет проигравшим, а побежденный восторжествует. МакГонагал вертила головой, бросая взгляды в разные концы улицы в поисках случайных слушателей. «Я пошутил, профессор МакГонагал», — немного раздраженно сказал Гарри. «Господи, почему она всегда все воспринимает всерьез?» Медленно, но верно внутри созревала некая догадка. МакГонагал спокойно посмотрела на Гарри, очень спокойно, а затем натянута улыбнулась. «Конечно, пошутили, мистер Поттер». «О, черт!» Если бы Гарри нужно было проговорить логическую цепочку, мгновенно вспыхнувшую у него в голове, получилось бы что-то вроде «Взвесим две вероятности. Первое, увиденное есть результат самоконтроля МакГонагал. Второе, увиденное — одна из естественных реакций МакГонагал на плохую шутку. Результат — высоковероятность того, что профессор что-то скрывает». Но вместо этого он просто подумал «О, черт!» Гарри огляделся, поблизости никого не было. «Сами знаете, кто жив, да?» — сказал он со вздохом. «Мистер Поттер, темный лорд жив». «Ну, конечно. Крайне оптимистично было даже мечтать об обратном. И я, должно быть, выжил из ума. Как я вообще мог на это надеяться? Из-за того, что кто-то сказал, будто от темного лорда остался лишь пепел, я решил, что он действительно мертв. Мне определенно еще учиться и учиться искусству истинного пессимизма». «Мистер Поттер, хотя бы скажите, что нет никакого пророчества». «На лице Макгонагал была все та же широкая застывшая улыбка». «О, нет! Вы шутите!» «Мистер Поттер, не придумывайте лишних поводов для беспокойства». «Вы действительно хотите, чтобы я покинул это из головы?» «Представьте мою реакцию позднее, когда я все-таки узнаю, что мне есть о чем беспокоиться. Улыбка Макгонагал дрогнула. Гарри опустил плечи. «Мне предстоит исследовать весь волшебный мир. У меня просто нет времени еще и на это!» Они прервали разговор, ожидая, пока человек в оранжевой мантии, появившийся в переулке, пройдет мимо. Макгонагал проводил его взглядом. Гарри напряженно до крови кусал губы. Когда мужчина наконец-то отошел подальше, мальчик снова зажептал. «Теперь вы расскажете мне правду, профессор Макгонагал, и не пытайтесь отмахнуться, я не дурак!» «Вам всего одиннадцать лет, мистер Поттер», – прошипело в ответ профессор. «И поэтому со мной можно не считаться. Извините, на минуту я даже забыл об этом!» «Это очень важная и опасная информация. Она секретна, мистер Поттер. Вы уже знаете слишком много. Никому ничего не рассказывайте, понятно?» «Иногда, когда Гарри был достаточно зол, он не впадал в ярость, а наоборот, становился до ужаса спокойным. Его разум с холодной ясностью перебрал возможные варианты разговора и оценил их последствия. Сказать, что у меня есть право знать – ошибка. Макгонагал считает, что одиннадцатилетние дети не должны знать все. Заявить, что вы больше не друзья – ошибка. Она недостаточно ценит вашу дружбу. Заметить, что я подвергнусь опасности, если ничего не буду знать – ошибка. Планы уже основаны на моем неведении. Пересмотр плана принесет определенные неудобства. Вместо моих неопределенных перспектив попасть в беду. «Призывы к справедливости и благоразумию не принесут пользы. Нужно предложить Макгонагал то, что она хочет. Или найти то, чего она боится». «Ага!» «Можешь свибла чуть дальше от микрофона отодвинуть, когда ты читаешь за ГГ. Немного некомфортно. Что такое? Громко слишком, да? Я могу сделать потише, ребят? Так, давайте, ребята, пишем «тише», если надо сделать «тише». Пишем «оставь», если надо «оставить». Свибла от микрофона могу отодвинуть, в принципе. «Оставь, оставь». «Все ок, норм, все ок. Камин потиже, близики». «Хлюпаешь неприятный». По поводу хлюпов, извините, голос еще с утра должен прийти в порядок. Он сейчас еще не мой, через час изменится. «Большинство за оставить». Хорошо, сделаю просто потише камин. И чуть-чуть отодвину, надеюсь, будет попроще. Вот, посмотрим. Поехали. «Призывы к справедливости и благоразумию не принесут пользы. Нужно предложить Магонагл то, что она хочет, или найти то, чего она боится». «Ага». «Хорошо, профессор», – холодно начал Гарри. «Тогда поступим следующим образом. Я буду держать рот на замке, но в обмен вы расскажете мне всю правду. Или же вы можете попытаться оставить меня в невидении, используя как пешку в игре. Но тогда я вам ничего не могу обещать». «Да как вы смеете». «Нет, это как вы смеете». Огрызнулся Гарри в ответ. «Вы меня шантажируете, мистер Поттер». Его губы искривились. «Я делаю вам настоящее одолжение. Я даю вам шанс сохранить ваши драгоценные секреты. Если откажетесь, то я, естественно, начну искать информацию в других местах. Не для того, чтобы досадить вам, а потому что я просто должен знать. Оставьте вашу бессмысленную злость на ребенка, который, как вы считаете, должен вас слушаться. И вы поймете, что любой взрослый на моем месте поступил бы так же. Посмотрите на ситуацию с моей стороны. Как бы вы себя чувствовали, будучи на моем месте?» МакГонагал тяжело дышала. Гарри решил, что пришло время чуть ослабить давление, дать ей время подумать. «Не обязательно решать все прямо сейчас», — сказал Гарри спокойнее. «Я понимаю, вам нужно время, чтобы обдумать мое предложение. Но хочу вас кое о чем предупредить». Он снова перешел на холодный тонт. «Не пытайтесь использовать на мне чары» — обливеет. «Некоторое время назад я придумал сигнал и уже отправил его самому себе. Когда этот сигнал до меня дойдет, а я не вспомню, как посылал его, Гарри многозначительно замолчал». Это типа... Давайте лучше по-другому. «Некоторое время назад я придумал сигнал и уже отправил его самому себе. Когда этот сигнал до меня дойдет, а я не вспомню, как посылал его, Гарри многозначительно замолчал так вот. Вот так вот. На лице Магонагалу отразилась смешанная гамма чувств. «Я и не думал об этом, мистер Поттер. Но для чего вы вообще изобрели подобный сигнал, если вы даже не знали о...» Я размышлял об этом, когда читал одну научно-фантастическую книгу. Я решил на всякий случай... И... нет. И я не расскажу вам, что это за сигнал, и я не настолько глуп. «Ей не собиралась спрашивать», — сказала Магонагал. Она задумывалась о чем-то своем и вдруг будто постарела и осунулась. «У нас был тяжелый день, мистер Поттер. Давайте купим вам сундук и закончим на этом. Надеюсь, вы никому ничего не расскажете, пока я все не обдумаю. Запомните, что об этом знают лишь два человека. Директор Альбус Дамблдор... Дамблдор и профессор Северус Снэйп». Ммм... Новая информация. Похоже на предложение перемирия. Гарри кивнул и двинулся из переулка, постепенно успокаиваясь. «Так, теперь мне нужно найти способ уничтожить бессмертного темного волшебника», — сказал он. и разочарованно вздохнул. «Лучше бы вы сказали об этом до того, как мы пошли за покупками». Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ай, хорошо. Ха-ха-ха-ха. Пока хорошо. Пока хорошо. Магазин сундуков выглядел богаче, чем все предыдущие. Роскошные шторы с изящным рисунком, пол и стены из моренного дерева, сундуки на своих почетных местах, на постаментах из слоновой кости. Продавец был одет в мантию, которая по качеству почти не уступала мантии Люциусу Малфая, а его речь была изысканной и вкратчивой. Гарри задал несколько вопросов и направился к тяжелому на вид деревянному сундуку. Его поверхность не была отполирована, но на ощупь казалась теплой и прочной. На нем был вырезан дракон, следящий глазами за каждым, кто к нему приближался. Офигенно. Сундук был снабжен чарами, которые делали его легким, заставляли сжиматься по команде и отращивать маленькие когтистые щупальца, чтобы багаж мог следовать за своим хозяином. С каждой стороны сундука было по два выдвижных отделения, все они оказались размером с целый сундук. А крышка запиралась на четыре замка, каждый из которых открывал ротличное внутреннее пространство. И что самое важное, в нижней части скрывался небольшой отсек, в нем находилась лестница, ведущая в маленькую освещенную комнату. По приблизительным подсчетам, в ней поместилось бы около 12 книжных шкафов. Гарри не понимал, зачем магам нужны дома, если в волшебном мире производят такие сундуки. Ха-ха-ха, да, кстати. 108 галеонов. Именно столько стоил хороший, почти новый сундук. При курсе 50 к 1 за эти деньги можно было бы купить поддержанный автомобиль. Эта покупка могла стать самой дорогостоящей за всю жизнь Гарри. 97 галеонов. Столько осталось от суммы, которую разрешили взять из Гринготса. Макгонагал выглядела огорченной. В конце дня, проведенного за покупками, она не спросила, сколько золота осталось. Значит, профессор могла совершать математические вычисления в уме. В очередной раз Гарри напомнил себе, что неграмотный в науке и глупый совершенно разные вещи. Простите, мистер Поттер, сказала Макгонагал. Это моя вина. Я бы предложила вам еще раз зайти в Гринготс, но банк сейчас открыт только для экстренных операций. Гарри посмотрел на нее, размышляя. Что же, вздохнула профессор Макгонагал, поворачиваясь к выходу. Полагаю, нам придется уйти. Он не смог купить сундук, если что. Всем привет, дорогие друзья, кто только присоединился. Она не вышла из себя, когда ребенок осмелился ей перечить. Ее это не обрадовало, но она попыталась понять, а не разразилась гневной тирадой. Возможно, причина лишь в том, что ей нужно, чтобы Гарри по доброй воле сражался с бессмертным темным лордом. Но большинство взрослых даже это бы не остановило. Если бы кто-то с более низким статусом отказался подчиняться, они бы даже не задумались о последствиях. «Профессор?» – обратился Гарри. Ведьма повернулась к нему. Гарри глубоко вздохнул. Ему нужно немного злости, чтобы сделать задуманное, потому что храбрости у него все равно не найдется. «Она меня не слушала», – накручивался Гарри. «Я бы взял больше золота, но она же не слушала». Он полностью сосредоточился на Макгонагал и на желании вести беседу в нужное русло. «Профессор, вы думали, что сотни галеонов будет более чем достаточно для покупки сундука. И поэтому вы не потрудились предупредить меня, когда осталось всего 97 монет. Именно о таком способе мышления говорится в научных исследованиях. Вот что случается, когда люди считают, что они оставили себе некоторый запас прочности. Люди недостаточно пессимистичны. Если бы это зависело от меня, я бы взял 200 галеонов. Просто на всякий случай. В хранилище было уйма денег, и излишек я мог бы вернуть позже. Но я думал, что вы мне не разрешите. Я думал, что вы рассердитесь, даже если я просто попрошу об этом. Я был не прав? «Вынуждена признаться, что вы были правы», – ответила профессор Макгонагал. «Тем не менее, молодой человек, именно поэтому мне сложно доверять взрослым». Каким-то образом Гарри заставил свой голос не дрожать. Они сердятся, даже если ты всего лишь пытаешься их убедить. Для них это дерзость, нахальство и попытка оспорить их более высокий статус в племени. Если с ними пытаться разговаривать, они сердятся. Поэтому, если бы мне потребовалось сделать что-то по-настоящему важное, я бы не смог доверять вам. Даже если бы вы меня внимательно выслушали. Ведь роль серьезного взрослого это тоже предписывает. Ваши поступки все равно бы не изменились. Что бы я ни сказал, вы бы не стали действовать по-другому. Продавец наблюдал сразу за разговором с нескрываемым любопытством. «Я могу понять вашу точку зрения», – наконец сказала профессор Макгонагал. «Если вам иногда кажется, что я слишком строга, пожалуйста, не забывайте, что я декан Гриффиндора. И временами у меня появляется ощущение, что я занимаю эту должность тысяч лет». Гарри кивнул и продолжил. «Ну что ж, предположим, я нашел способ достать еще денег из моего хранилища, не возвращаясь в Гринготс. Но для этого мне придется выйти из роли послушного ребенка. Могу ли я вам его продемонстрировать, несмотря на то, что вам, для того, чтобы им воспользоваться, придется выйти за пределы роли профессора Макгонагал?» «Что?» – переспросила профессор. «Другими словами, если бы я мог изменить сегодняшний день так, чтобы у нас хватило денег, но при этом получилось бы, что ребенок проявил дерзость по отношению к взрослому, вас бы это устроило?» «Наверное, ведьма выглядела весьма озадаченной. Гарри достал кошель-скритень и сказал. «Одиннадцать галеонов из семейного хранилища, пожалуйста». В руке тут же появилось золото. На мгновение рот профессора Макгонагал широко раскрылся и тут же захлопнулся. Ведьма нахмурилась и процедила. «Где вы взяли?» Как я и сказал, из семейного хранилища. «Как?» «Магия!» «Но это не ответ!» – воскликнула профессор Макгонагал и замолчала, моргнув. Вот и я о том же. «Я мог бы заявить, что экспериментальным путем открыл тайну устройства кошеля, и теперь из него можно доставать предметы отовсюду. Не только изнутри, если правильно сформулировать запрос. Но на самом деле, когда я упал на кучу монет, то засунул несколько монет в карман. Любой, кто разбирается в пессимизме, знает, что деньги должны быть всегда под рукой. Так злитесь ли вы теперь на то, что я поставил под сомнение ваш авторитет? Или рады, что мы преуспели в выполнении важной задачи? Глаза продавца округлились. Макгонагал не проронила ни слова. «В Хогвартсе необходимо соблюдать дисциплину», – наконец заговорила она. «Ради блага всех учеников дисциплина включает в себя вежливость и послушание всем профессорам». Гарри склонил голову. «Понимаю, профессор». «Хорошо, тогда покупаем сундук и идем домой». Гарри хотелось закричать, рассмеяться, упасть в обморок, что угодно. Впервые в жизни его слова повлияли на взрослого. «Да что говорить, хоть на кого-то!» Возможно, потому что впервые речь шла о чем-то действительно серьезном. Но все же. «Минерва Макгонагал плюс один балл». О, он выходит на рут Минерва Макгонагал! Ахахаха! Ахаха! «Оставляю это вам. Мне нужно воспользоваться уборной. Не подскажете где?» Продавец тут же нарочито вежливо указал на дверь золотой ручкой. Когда Гарри уходил... Когда Гарри уходил, он расслышал елейный голос продавца. «Могу я поинтересоваться, кто это, мадам Макгонагал? Я так понимаю, слезыринец? Возможно, третий курсник из знатной семьи? Но я никак не могу его узнать! Гарри не услышал окончания, потому что захлопнулась дверь туалета. Он нащупал задвижку и запер дверь. После чего схватил волшебное самоочищающее полотенце и дрожащими руками стер пот со лба. Испарина покрывала все его тело. Его магловская одежда промокла, но, к счастью, под мантией этого не было видно. Голос сегодня дольше обычного приходит в себя. «Привет, ребята! Как сами? Сами норм?» «Ой, какой кофеек!» «А-а-а-а-а-а-а!» «Подостыл уже, но такой сладкий!» «У-у-у-у!» Солнце уже садилось. И вообще было довольно поздно. Они снова стояли во внутреннем дворе дырявого котла, крохотной, пустынной, засыпанной листьями границы между косым переулком, магической Британией и огромным магловским миром. С экономической точки зрения эти две части были ужасно разделены, но все-таки едины. Гарри собирался найти на магловской стороне телефон-автомат и позвонить отцу. По всей видимости, ему не стоило беспокоиться, что покупки украдут. Приобретенный сундук относился к классу высших магических предметов, а значит, большинство маглов его даже не заметят. Купив вещь стоимостью в поддержанной авто в магическом мире, вы можете рассчитывать на подобные бонусы. «Здесь наши пути расходятся на определенное время», сообщила профессор МакГонагал и удивленно покачала головой. «Этот день был самым странным из всех в моей жизни за много лет. С того дня, как я узнала о победе ребенка над сами знаете кем. И сейчас, оглядываясь на прошлое, я задаюсь вопросом, не был ли тот день последним нормальным в истории?» «Как будто есть на что жаловаться. У вас был странный день? Ха! У меня тем более!» «Вы меня сегодня поразили», — сказал Гарри в ответ. «Нужно было не забыть сделать вам комплимент вслух. Я начислял вам баллы в уме и тому подобное». «Благодарю вас, мистер Поттер. Если бы вы уже были на каком-нибудь факультете, я бы вычла столько баллов, что даже ваши внуки продолжали бы проигрывать кубок школы». «Благодарю вас». «Профессор». «Наверное, слишком рано называть ее Минни», — подумал Гарри. «Эта женщина...» «Минни?» «Это жарко!» «Это было бы жарко!» «Эта женщина, пожалуй, самый здравомыслящий взрослый, которого он когда-либо встречал. Несмотря на отсутствие у нее базовых научных знаний, Гарри даже собирался предложить ей вторую по значимости должность в группе борцов против Темного Лорда, но был не настолько глуп, чтобы озвучить эту мысль вслух». «Как бы назвать такую команду? Пожиратели, пожиратели смерти?» «ППС!» «Отличное название!» «И у вас будут тогда палочки такие, черно-белые, полосатые». «ППС!» «Отличная, по-моему, вообще команда была бы». «Вам каждому по свистку выпаси!» «Скоро увидимся, мистер Поттер. И, кстати, ваша палочка...» «Я знаю, о чем вы собираетесь спросить». Гарри вытащил драгоценную палочку и, скрипя сердце, протянул ее МакГонагал. «Возьмите!» «Я хоть ничего и не собирался с ней делать, но не хочу, чтобы вас мучили кошмары о том, как я подрываю свой дом». Профессор покачала головой. «Что вы, мистер Поттер? Это не в наших правилах. Я только хотела предупредить, что дома вам нельзя использовать палочку. Несовершеннолетним запрещено колдовать без присмотра. Министерство магии умеет это отслеживать». «А!» «Улыбнулся Гарри. «Очень разумное правило. Рад, что волшебный мир ответственно подходит к подобным вопросам». «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Идрить он троллит, а!» МакГонагал пристально вглядело с его лицо. «Вы впрямь так считаете?» «Да, профессор, я всё понимаю. Магия опасна, так что для этих правил есть основания. «Есть и другие опасные вещи. Это я тоже понял. Я ведь не глупый, помните?» «Вряд ли когда-нибудь это забуду. Спасибо, Гарри. Рада, что я могу вам доверять. А теперь до свидания». Гарри уже собирался зайти в дырявый котёл, чтобы вернуться через него в мир маглов. Но, как только он повернул ручку двери, сзади донёсся шёпот. «Кермиона Грейнджер». «Что?» Переспросил Гарри. «Поищите первокурсницу. Кермиону Грейнджер в поезде в Хогвартс». «А кто она?» Ответа не последовало. Гарри обернулся, но профессор МакГонагал уже исчезла. Очень странно. Очень странно. После словия. «Директор Альбус Дамблдер подался вперёд. Его искрящиеся глаза впились в МакГонагал. Так что вы думаете о Гарри Минерва?» МакГонагал открыла рот и тут же закрыла. Потом вновь открыла его. Ни слова не вырвалось наружу. «Я понял», — серьезно сказал Дамблдер. «Спасибо за доклад, Минерва. Вы можете идти». Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Идеально. Идеальная штука. Здесь немножко, кстати, по-другому. Я не помню, чтобы в первой части ГП он слышал какой-то такой голос, который натыкал его на Гермиону. Но, видимо, это знаменитый... Это как бы Элизар говорит о том, что знаменитый двигатель... Хотя нет, подожди. Они просто по стечению веселого обстоятельства оказываются в одном вагоне. Ну, возможно, да. Возможно, это сказала Минерва. Мы еще пока не знаем. Ну, в общем и целом, кто-то там говорил о том, что вам нужен перерывчик небольшой. Я это понимаю, и поэтому даю вам 45-секундный перерыв. Вставайте и бегите писать. Можете расчехлять, пока бежите в туалет. Прямо сейчас. Вот у вас уже проходит время. Минерва шеперит Гарри и Гермиону. В смысле? Мини от Альфа Гарри не скроются. Все, я успел. Красавчик. Там, кстати, майки окончательно купили обсидиан. Я не знаю, кто первые, кто вторые. Ну что, ребята, поехали. Глава седьмая. Взаимный обмен. Ого. Представитель Джейкии Роулинг заявил, что она не возражает против фанфиков на ее произведения. С условием, что... что за них никто не получает денег и всем должно быть ясно, что права на книги принадлежат ей. Как круто. Я не знал об этом. Так что славься, Джейкии Роулинг, и царствие твое. Это от Эльезера. Ютковский, по-моему, да? Эльезер Ютковский. Не могу ошибаться, простите, если ошибаюсь. Он перед каждой главой это пишет. Это очень здорово. Твой отец почти такой же классный, как мой. Губы Питуньи Эвенс Верес дрожали, а глаза были на мокром месте, когда Гарри обнял ее на платформе девять станций Кинг Кросс. Гарри, может мне все-таки пойти с тобой? Гарри скользнул взглядом по отцу Майклу Эверес Эвенсу, который выглядел стереотипно суровым, но гордым, и перевел взгляд на мать, которая, наоборот, выглядела скорее... потеряна. А, это матушка говорит. Гарри, может мне все-таки стоит пойти с тобой? Мам, я знаю, ты не в восторге от мира волшебников. Не надо со мной идти. Правда. Питунья вздрогнула. Гарри, не волнуйся за меня, я твоя махия, если тебе нужно, чтобы был рядом кто-то. Мам, в Хогвартсе я буду сам по себе очень-очень долго. Если я не в состоянии даже сесть в поезд, то лучше выяснить это как можно раньше, чтобы у нас была возможность отменить весь план. К тому же, добавил он шепотом, там все без ума от меня. Если возникнут трудности, мне достаточно будет снять повязку. Гарри потрогал спортивную повязку на голове, которая скрывала шрам. Я в тот же миг получу гораздо больше помощи, чем смогу переварить. «Ох, Гарри!» прошептала Питуния. Она присела и крепко обняла его, прижавшись щекой к его щеке. Мальчик почувствовал ее тяжелое дыхание и услышал всхрип, слетевший с ее губ. Приглушенный, издавленный, но все же всхрип. «Я тебя очень люблю, всегда помни это!» «Как будто она боится никогда больше меня не увидеть», подумал вдруг Гарри. Он был убежден в верности своей догадки, но не мог понять, почему мама так переживает. Поэтому он продолжил. «Мам, ты же знаешь, я не превращусь в твою сестру только потому, что буду изучать магию, да? Я наколдую все, что ты попросишь, если смогу, конечно. А если ты хочешь, чтобы я не колдовал дома, то я не буду. Обещаю, что магия никогда не встанет между нами». Крепкие объятия прервали его слова. «У тебя доброе сердце!» прошептала мама ему на ухо. «Очень доброе сердце!» «Сундук!» У Гарри запершило в горле. Питу не отпустила его и встала. Она достала из сумочки носовой платок и дрожащей рукой вытерла глаза. О том, чтобы на магическую сторону Кингс Кросс его провожал папа, речь вообще не шла. Отцу было сложно даже посмотреть на сундук Гарри. На долю Майкла Верес Эванса не приходилось и капли магии, борлившей в крови волшебников. Поэтому он просто откашлялся и сказал «Удачи в школе, Гарри!» «Как думаешь, я купил тебе достаточно книг?» Гарри объяснил отцу, что его обучение может стать реальным шансом совершить что-то действительно важное и революционное, и профессор Верес Эванс скивнув, сдвинул весь свой плотно расписанный график на два полных дня для того, чтобы совершить величайший поход за поддержанными книгами в истории, в который входило посещение четырех городов и итогом которого стала покупка аж 30 коробок с научной литературой, литературой, покоящихся теперь на подвальном уровне сундук Гарри. Большая часть книг обошлась в 1-2 фунта за штуку, но некоторые из них точно стоили много дороже. Как, например, последнее издание руководства по химии и физике или полное собрание энциклопедии Британика за 1972 год. Отец старался скрыть от Гарри стоимость книг, но мальчик догадывался, что было потрачено никак не меньше тысячи фунтов. Гарри обещал, что вернет все до цента, как только разберется в механизме перевода волшебного злота в магловские деньги, но в ответ папа посоветовал ему идти лесом. Гарри, посмотри, в какой стороне лох. Это ты. И после всего этого конец... И после всего этого отец спрашивает, как думаешь, я купил тебе достаточно книг? Было предельно ясно, какой ответ он хотел услышать. Гарри почему-то охрип. Книг никогда не бывает достаточно. Отчеканил он девиз семьи Верес, и его отец присел, чтобы быстро, но крепко обнять сына. Но это была хорошая попытка, сказал Гарри. Но это была хорошая попытка, сказал Гарри, и у него опять запершило в горле. Очень, очень хорошая попытка. Отец выпрямился. Итак, произнес он, а сам ты видишь платформу 9,3,4? Кингс Кросс представлял собой огромное и суетливое место. Стены и пол вокзала были вымощены обычной грязной плиткой. Толпу людей спешили по своим повседневным делам и вели повседневные разговоры, которые складывались в огромное количество повседневного шума. На вокзале Кингс Кросс была платформа 9, на которой стоял Гарри и его родители, и платформа 10, ближайшая справа. Но между ними не было совсем ничего, кроме тонкого и непримечательного барьера. Дневной свет, падавший сквозь стеклянную крышу здания, был достаточно ярким, чтобы выявить полное отсутствие каких-либо признаков платформы 9,3,4. Гарри усердно смотрел по сторонам, пока глаза не заслезились и повторял про себя «Давай, магическое зрение, давай, давай, магическое зрение!» Но безуспешно. Он подумывал о том, чтобы вытащить волшебную палочку и помахать ее, но МакГонагал запретил использовать ее. К тому же, если это опять вызовет дождь из разноцветных искр, то его могут арестовать за поджигание фейерверков, при условии, что палочка не надумает сделать что-то еще, например, взорвать все здание Кингс Кросс, поскольку Гарри лишь быстро проглядел учебники. Содержание оказалось довольно причудливым, выбирая, какие же научные книги ему нужно купить в ближайшие 48 часов. Итак, у него остался, Гарри глянул на часы, один единственный час на раскрытие этого секрета. Учитывая, что на поезде ему нужно было быть к 11, возможно, это был аналог IQ-теста, дабы глупые дети не могли стать магами. А запас времени, который останется после прибытия на платформу, будет показателем прилежания, второго по важности фактора в обучении. «Я обязательно выясню, как туда попасть», сказал Гарри своим родителям. «Это, наверное, что-то вроде проверки». Отец нахмурился. «Хмм, возможно, тебе стоит поискать следы на полу, ведущие в непримечательное место?» «Папа!» воскликнул Гарри. «Хватит!» «Я еще даже не успел попробовать решить эту задачу сам!» «К большому огорчению, предложение отца было очень хорошим». «Извини», сказал Майкл. «Ах!» сказала Питуния. «Не думаю, что они могли так поступить с учеником. Ты уверен, что профессор Магонагал ничего тебе не говорила?» «Вероятно, она отвлеклась на что-то другое», ответил мальчик, не задумываясь. «Гарри!» прошипели родители в унисон. «Что ты сделал?» «Я...» «Ну...» «Он сглотнул». «Слушайте, у нас нет времени на...» «Гарри!» «Ну, правда, нет времени!» «Слишком долго все рассказывать, а мне надо выяснить, как попасть в школу!» «Мать закрыла лицо рукой». «Насколько это было ужасно!» «Я...» 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 «Я не могу рассказывать по причинам национальной безопасности!» «Почти так же ужасно, как инцидент...» «Почти...» «Подожди, это что такое вообще?» «Подожди, что это...» «Что это такое?» «Ха-ха-ха-ха!» «Почти наполовину так же ужасно, как инцидент с научным проектом?» «Гарри!» «Я...» «Ну...» «О!» «Смотрите, там какие-то люди с совой!» «Я спрошу у них, как попасть на платформу!» И Гарри убежал от родителей в сторону огненно-рыжей семьи. Его сундук заскользил следом. Полная женщина взглянула на подошедшего мальчика. «Привет, дорогой! Первый раз в Хогвартс Рон тоже!» Вдруг она застыла и пристально посмотрела на него. «Гарри Поттер?» Четыре мальчика, рыжая девочка и летавшая вокруг них сова тоже вдруг замерли на месте. «О, да хватит вам!» запротестовал Гарри. «Он планировал быть мистером Веррисом хотя бы до прибытия в Хогвартс. Я же надел повязку на голову и все такое. Как вы меня узнали?» «Да», сказал отец Гарри, приближаясь к компании широкими шагами. «Как вы его узнали?» Судя по его голосу, Майкл Веррис явно нервничал. «Твоя фотография была в газетах», сказал один из двух совершенно одинаковых близнецов. «Гарри!» «Папа, ты все не так понял. Это потому, что я победил темного лорда сам знаешь кого, когда мне был один год?» «Что?» «Мама может объяснить». «Что?» «О, Майкл, дорогой, есть некоторые вещи, которые я подумал, а тебе лучше не знать до этого момента». «Извините», обратился Гарри Кровожеволосой семье, уставившейся на него. «Вы очень мне поможете, если скажете, как попасть на платформу 9,75 прямо сейчас». «Аааа», протянула женщина и указала на стену. «Тебе лишь нужно пройти прямо через разделительный барьер между платформами 9 и 10. «Самое главное, не останавливайся и не бойся. Если нервничаешь, то лучше бежать». «И что бы ты ни делал, не думай о слоне». «Джордж, не обращай на него внимания». «Гарри, нет никаких причин не думать о слоне». «Мам, я Фред, а не Джордж». «Спасибо», сказал Гарри и побежал к барьеру. «Постойте-ка, а это сработает, если не верить?» «Именно в такие моменты мальчик ненавидел свой разум, который слишком быстро сообразил, что сейчас он имеет дело с резонансом сомнения. То есть, все было бы хорошо, если бы он не сомневался, что пройдет сквозь стену. Но раз Гарри беспокоился, достаточно ли сильно он в это верит, получалось, что на самом деле он боялся врезаться». «Гарри!» «Живо возвращайся назад и объяснись!» крикнул отец. Гарри закрыл глаза, отложил в сторону все знания об обоснованной достоверности и попытался просто сильно-пресильно поверить, что пройдет через барьер ииии звуки вокруг него поменялись. Гарри открыл глаза и замер, чувствуя себя запятнанным, умышленной попыткой просто поверить. Он находился на залитой солнцем открытой платформе, у которой стоял поезд. 14 длинных вагонов, возглавляемых мощным паровозом алого цвета с дымовой трубой, предвещающей скорую гибель свежему воздуху. Десятки детей и их родителей уже сновали по платформе вокруг скамеек, столов и различных торговцев, хотя Гарри пришел на час раньше отправления. Совершенно ясно, что на вокзале Кингс Кросс спрятать подобное место было негде. Значит, а. Я куда-то телепортировался, б. Они могут сворачивать пространство или в. Они просто нарушают правила. Позади раздался звук, будто кто-то ползет. Гарри обернулся и удостоверился, что его сундук проследовал за ним на маленьких когтистых щупальцах. Очевидно, багажу тоже удалось достаточно сильно поверить в возможность прохождения сквозь стену, что наводило Гарри на тревожные мысли, когда он об этом задумывался. Ха-ха-ха-ха-ха. Мгновением позже из железной арки куд... Откуда она здесь взялась? Выбежал младший из рыжего семейства, таща тележку со своим багажом и чуть не врезался в Гарри, который, осознав, что глупо стоит в проходе, поспешил прочь от арки. Высокий рыжеволосый мальчик последовал за ним. Через секунду показалась белая сова и села ему на плечо. Боже мой! А, подождите, это Рон, скорее всего. Боже мой! Воскликнул рыжеволосый. Ты и правда Гарри Поттер? Только не это. У меня нет никаких логических обоснований, быть в этом уверенным. Родители вырастили меня как мальчика по имени Гарри Поттер. Многие люди говорили, что я похож на своих родителей. В смысле, на других своих родителей. Гарри нахмурился. Но я никак не могу исключить, что существует заклинание, которое придает ребенку желаемую внешность. Ээээ... Чего? Он вряд ли попадет в когтевран. Да, я Гарри Поттер. А я Рон Уизли, сказал худой, весношитый мальчик и протянул руку, которую Гарри вежливо пожал на ходу. Сова тоже представилась у учтива ухнув. Звук был больше похож на «И-и-и-и-и-и», что его удивило. В этот момент Гарри оценил потенциал неизбежной катастрофы. Секундочку, сказал он Рону, и, открыв а одной из отделений сундука, в котором он правильно помнил была зимняя одежда, достал из-под пальто шарф полегче, снял с головы повязки и тут же замотал всю голову шарфом. Жарко, но жить можно. Затем он закрыл отделение и открыл другое. Достал черную мантию, надел ее через голову. «Так-то лучше», — удовлетворенно произнес Гарри. Из-за шарфа звук голоса был немного приглушен. «Как я выгляжу?» «Понятно, что глупо, но можно ли во мне узнать Гарри Поттера?» «Э-э-э...» — протянул веснущатый. «Не очень-то, Гарри». «Отлично. Однако, чтобы не разрушить план, обращайся ко мне. Верес теперь вряд ли подойдет», — подумал про себя Гарри. «Мистер Спу». «Ладно, Гарри», — неуверенно кивнул Рон. «Не вижу силы великой в тебе я. Зови меня, мистер Спу». «Хорошо, мистер Спу». Рон остановился. «Но я не могу, я чувствую себя дураком». «Чувства тебя не обманывают». «Выбери тогда имя сам». «Мистер Пэдл», — выпалил Рон. «В честь пушек Пэдл». «Э-э...» «У Гарри было ужасное ощущение, что он... что... что он еще пожалеет о своем вопросе». «А кто такие пушки Пэдл?» «Кто такие пушки Пэдл?» «Да ты шутишь. Это лучшая квиддичная команда». «Правда, они закончили прошлый сезон в самом низу турнирной таблицы, но...» «Что такое квиддич?» «Этот вопрос тоже оказался ошибкой». «То есть, если я правильно понял», — сказал Гарри, — «когда объяснение Рона с сопутствующими жестами приблизительно к завершению, поймавший Снич получает 150 очков?» «Да». «Как много 10-ти очковых голов обычно забивает команда без учета Снича?» «Эм... 15 или 20 в играх профессионального уровня?» «Какая-то глупость. Это нарушает всевозможные принципы создания игр. В остальном правила вроде ничего, спорт как спорт. Но вот Снич, который, как говоришь, практически всегда приносит команде больше очков, чем все остальные члены команды, и таким образом определяется исход матча, «Из матча два ловца летают по полю почти не взаимодействуя с другими игроками, и каждый из них надеется, что ему повезет заметить Снич первым». «Дело не в везении», — запротестовал Рон. «Нужно, чтобы твои глаза двигались особым образом». «В этом нет взаимодействия с другими игроками. Неужели действительно так интересно смотреть, как кто-то мастерски двигает глазами?» «И когда одному из ловцов наконец удается поймать Снич, то этим он обесценивает работу, проделанную остальными игроками, как будто взяли нормальную игру и добавили в нее бессмысленную позицию, чтобы кто-то мог стать самым важным игроком, не вникая в суть и не участвуя в общем процессе. Кто был первым ловцом? «Принц-идиот, который хотел играть квиддич, но не мог выучить правила?» «Сказав это, Гарри понял, что выдвинул на удивление хорошую гипотезу. Посадить его на метлу и сказать, чтобы ловил блестящую штуковину». «Рон нахмурился. Даже если тебе не нравится квиддич, не нужно над ним смеяться. Без критики нет оптимизации. Я ищу способ улучшить эту игру и сделать это очень просто. Нужно избавиться от Снича». «Никто не будет менять правила по твоему желанию». «Я, знаешь ли, мальчик, который выжил? Люди прислушаются ко мне. И, возможно, если мне удастся изменить правила игры в Хогвартсе, то дальше нововведение распространится само по себе». На лице Рона возникло выражение абсолютного ужаса. «Но... но если убрать Снич, то как узнать, когда заканчивать матч?» «Просто купите часы. Всяко лучше, чем сейчас, когда игра занимает то 10 минут, то несколько часов. И болельщикам будет гораздо удобнее». Гарри вздохнул. «Да хватит на меня так смотреть. Вряд ли у меня найдется время на преобразование этого жалкого национального вида спорта во что-то более интересное и умное, согласно моему видению. У меня полным-полно других поводов для беспокойства. Важнее этого?» – он задумался. «С другой стороны, не составит особого труда написать 95 тезисов реформации квиддящей и прибить их к церковной двери». «Поттер!» – раздался чей-то протяжный голос. «Что это у тебя на лице? И что это стоит рядом с тобой?» Ужас на лице Рона сменился открытой ненавистью. «Ты...» Гарри повернул голову. Это и в самом деле был драком Алфы, которого, похоже, все-таки заставили надеть обычную школьную мантию. Зато он отыгрался за счет своего сундука, который выглядел не менее волшебно и элегантно, чем тот, который приобрел Гарри. Украшенный серебром и изумрудами, сундук носил на себе, как догадался Гарри, семейный герб Малфоев – изящную ядовитую змею над скрещенными волшебными палочками из слоновой кости. «Драка!» – воскликнул Гарри. «Эм...» «Или Малфой, если предпочитаешь. Хотя у меня твоя фамилия ассоциируется скорее с Люциусом. Рад, что наша прошлая встреча не отразилась на твоем здоровье. Это Рон Уизли. Я же стараюсь сохранять инкогнито, так что зови меня...» Гарри посмотрел на свою мантию. «Мистер Блэк». «Гарри!» – прошепил Рон. «Ты не можешь взять это имя!» Гарри моргнул. «Почему нет?» Оно звучало таинственно, как международный человек-загадка. «Вообще хорошее имя!» – сказал Драка. «Но благородный и древнейший дом Блэков может быть против. Как насчет мистера Сильвер?» «Слушай, ты! Отойди от мистера Голда!» – рявкнул Рон и сделал шаг вперед. «Ему незачем общаться с такими, как ты!» Гарри примирительно поднял руку. «Я использую мистер Бронс. Спасибо за подсказки. И... Рон...» «Он не знал, как лучше выразиться». «Я рад, что ты с таким энтузиазмом защищаешь меня. Но я не возражаю против разговоров с Драка». Очевидно, это стало для Рона последней каплей, когда он повернулся к Гарри, в его глазах пылал гнев. «Что? Ты вообще знаешь, кто это?» «Да, Рон!» – ответил Гарри. «Я, если ты помнишь, я первым назвал его по имени». Драка усмехнулся, затем он посмотрел на белую сову, сидевшую на плече Рона. «Ого! А это что такое?» – насмешливо протянул Драка. «А где же знаменитая крыса семейства Уизли?» «Похоронена на заднем дворе», – холодно сказал Рон. «Ах, как жаль!» «Пот, эээ... Ой, мистер Бронс должен заметить, что с семьей Уизли связана шикарная история о домашнем питомце. Хочешь ее рассказать, Уизли?» Лицо Рона исказилось. «Ты бы не думал бы, что это смешно случить это с твоей семьей?» «Хо-хо-хо! Но с Малфами такое бы никогда не случилось!» – промурлыкал Драко. Руки Рона сжались в кулаки. «Хватит!» Гарри постарался, чтобы его голос звучал как можно более веско. Было ясно, что речь зашла о чем-то очень болезненном для рыжеволосого мальчика. «Если Рон не хочет говорить об этом, пусть так и будет. И я прошу тебя тоже не поднимать эту тему». Драко с удивлением повернулся к Поттеру, а Рон кивнул. «Правильно, Гарри!» «Ха-хо! То есть мистер Брунс!» «Теперь ты видишь, что он за человек? Скажи ему, чтобы проваливал!» Мысленно Гарри сосчитал до десяти, а точнее очень быстро произнес число 12 миллиардов 345 миллионов 678 тысяч 910. Эту странную привычку он приобрел в пять лет, усовершенствовав в подсказанной материю традиционный вариант. Гарри считал свой способ более быстрым и не менее эффективным, чем обычный. «Рон», – спокойно сказал он, – «я не буду его прогонять. Он может говорить со мной, если хочет». «Я не собираюсь общаться с теми, кто общается с Драко Малфоем», – холодно объявил Рон. Гарри пожал плечами. «И тебе решать. Я не хочу, чтобы кто-то говорил, с кем я могу общаться, а с кем нет». Мысленно Гарри повторял про себя. «Ну, пожалуйста, уйди. Пожалуйста, уйди». Лицо Рона окаменело от удивления. Похоже, он полагал, что его фраза сработает. Рыжеволосый отвернулся, потянул свою тележку за ручку и стремился дальше по платформе. «И если он тебе не понравился, почему ты просто не ушел от него?» – полюбопытствовал Драко. «Его мать помогла мне выяснить, как попасть на эту платформу со станции King Cross. Было как-то неудобно говорить, чтобы он отстал. Не то, чтобы он мне был неприятен», – сказал Гарри. «Я просто...» Он попытался подобрать слова. «Не видишь причин для его существования?» – предложил Драко. «Вроде того». «В любом случае, Поттер, если тебя действительно воспитали маглы...» – Малфой остановился, надеясь на опровержение, но его не последовало. «Тогда ты, наверное, не знаешь, что значит быть знаменитым. Люди хотят знать наше время... занять наше время полностью. Ты должен научиться отказывать». Гарри кивнул, задумчиво глядя на лицо Драко. «Дельный совет. Если со всеми будешь добреньким, то вокруг будут ошиваться только самые наглые. Реши, с кем в самом деле хочешь проводить время, а остальным помаши ручкой. Люди судят по кругу общения. Тебе вряд ли захочется, чтобы тебя видели с кем-то, вроде Рона Уизли». Гарри снова кивнул. «Можно спросить, как ты меня узнал?» «Мистер Бронс», – с нажимом протянул Драко. «Я ведь уже тебя встречал, помнишь? У нас было очень интересное знакомство. Так что, когда я увидел тебя с шарфом на голове, причем выглядел ты крайне нелепо, то я просто предположил». Гарри склонил голову, принимая комплимент. «Я жутко извиняюсь», – сказал он за нашу первую встречу. «Не хотел ставить тебя в неловкое положение перед Люциусом». Драко странно посмотрел на Гарри и отмахнулся. «Жаль только, что отец не вошел, когда ты льстил мне», – рассмеялся он. «Но спасибо за то, что сказал тогда перед ним. Если бы не ты, объясниться было бы сложнее». Гарри опять склонил голову. «И тебе спасибо за то, что сказал профессору МакГонагал. Хороший взаимовыгодный обмен». «Не за что. Хотя бы одна из моих... Хотя одна из моих помощниц, мадам Малкин, наверняка разболтала все по секрету своей ближайшей подруги. Отец сказал, будто бы ходят странные слухи, что я и ты подрались или что-то в этом духе». «Ой!» – вздрогнул Гарри. «Мне и правда очень жаль». «Да ничего, мы привыкли. Одному Мерлину известно, сколько ходят небылиц про семью Малфаев». Гарри кивнул. «Рад, что у тебя не было неприятностей». Драко улыбнулся. «У отца!» «Очень тонкое чувство юмора. Но он хорошо понимает, что друзья необходимы». «Очень хорошо понимает». Целый месяц он заставлял меня повторять перед сном «Я подружусь с кем-нибудь в Хогвартсе». Когда я ему все объяснил, отец понял причину моего поступка. Он извинился и даже купил мне мороженое». Гарри открыл рот от удивления. «Тебе еще и мороженое удалось получить?» Драко самодовольно кивнул. «Ну, отец, конечно, знал, что это разводка. Но он сам же меня этому научил. Так что если вовремя хитро улыбнуться, то между нами возникает особое понимание. После чего он должен купить мне мороженое, или я сделаю печальное лицо, будто думаю, что разочаровал его». Гарри внимательно посмотрел на Драко, ощущая присутствие равного по силе. «Ты учился манипулировать людьми?» «Ну да, сколько себя помню», — с гордостью ответил Малфой. «Отец нанимал преподавателей». «Ух ты!» — восхитился Гарри. «Прочитанный им труд влияния наука и практика Роберта Чалдини не выдерживает сравнения с индивидуальным обучением. Хотя книга, конечно, была чертовски занятной». «Твой отец почти такой же классный, как мой!» Драко надмедно поднял брови. «Неужели? И что же делает твой отец для тебя?» «Он покупает мне книги». Драко задумался. «Что-то не впечатляет». «Это надо видеть!» «В любом случае, рад, что все хорошо. Лицоус смотрел на тебя так, будто собирался пытать». «Мой отец действительно любит меня», — настойчиво сказал Драко. «Он бы никогда со мной так не поступил». «Ммм...» — протянул Гарри. «Он вспомнил элегантного светловолосого мужчину, который зашел в магазин Мадам Малкин, держа в руках трость с серебряным набалдашником. Сложно было представить этого идеального убийцу любящим отцом». «Не пойми неправильно, но почему ты в этом так уверен?» «Э?» Было ясно, что Драко не задавался подобным вопросом. «Фундаментальный вопрос рациональности. Почему ты веришь в то, во что веришь? Что ты знаешь и почему ты думаешь, что ты это знаешь? Что же заставляет тебя думать, что Люциус не принесет тебя в жертву, как какую-нибудь пешку в своей игре?» Драко бросил на Гарри странный взгляд. «А что ты знаешь об отце?» «Ну, член... «Ну, член Визингамота, а также попечительского совета школы Хогвардс». «Так, подожди». «Это в Гарри задает вопрос. «А что ты знаешь об отце?» И тут отвечает Драко. «Ну, член Визингамота, а также попечительского совета школы Хогвардс. Невероятно богат, пользуется благосклонностью и доверием министра Фаджа. Возможно, имеет компрометирующие фотографии Фаджа. Главный идеолог чистоты крови после смерти Темного Лорда. Бывший член внутреннего круга пожирателей смерти. У Люциуса на руке нашли темную метку, но он смог избежать тюрьмы, заявив, что был под проклятием Империус. До смешного неправдоподобная отговорка. И все это понимали. «Зло с большой буквы З. Прирожденный убийца. Кажется, все. Драко с узел...» «А, нет, наоборот, все правильно. Это Гарри говорит». Блин, как вот... Как вот неудобно. Как вот неудобно. «Это Малфой спросил, что ты знаешь об ОЦ, о своем ОЦ. Гарри ему... Гарри ему все объяснил. Драко сузил глаза. Тебе это МакГонагал сказала? Она обычно ничего не рассказывает. Она обычно... Так, все. Наоборот. Сложно. Реально сложно. Меня очень сбивают иногда, когда... Как бы идет прямая речь, прямая речь, прямая речь, прямая речь. И тогда это должно как бы быть по очереди. Но иногда там, типа, есть какие-то вставки, и прямая речь, типа, продолжается. Очень иногда неприятно. Иногда неприятно путает. Тебе это МакГонагал сказала? Она бы ничего не рассказала о Люциусе. Только посвятила бы держаться от него подальше. Но после инцидента в магазине изделий, пока профессор МакГонагал кричала на продавца, я старалась... И старалась все держать под контролем. Я схватил одного из покупателей и расспросил его. Драка широко раскрыл глаза. Правда? Гарри озадаченно посмотрел на Малфоя. Если я соврал, то не собираюсь рассказывать правду только потому, что ты спросил. Наступила тишина. Ты точно попадешь, Слизерин. Спасибо, но я точно попаду в когтевран. Мне нужна власть только, чтобы получать книги. Драка хихикнул. Хе-хе-хе, ну да, конечно. Так вот, отвечая на твой вопрос. Он сделал глубокий вдох, лицо стало серьезным. Отец однажды пропустил из-за меня голосование в Визингамоте. Я упал с метлы и сломал несколько ребер. Было очень больно. Мне никогда не было так больно, и я думал, что умру. И отец, вместо очень важного голосования, сидел у моей кровати в больнице Святого Мунга, держал меня за руку и обещал, что я поправлюсь. Смутившись, Гарри отвел взгляд, но усилием воли заставил себя вновь посмотреть на драка. Зачем ты рассказал мне эта драка? Это же... личная. Один из моих преподавателей говорил, что между людьми возникает близкая дружба, когда они знают друг о друге что-то личное. И у многих людей нет близких друзей, потому что им слишком неловко делиться чем-то действительно важным и личным. Драка сделал приглашающий жест. Твоя очередь. Гарри вдруг понял знание того, что выражение надежды на лице драка является результатом месяцев тренировок, не делает этот прием менее эффективным. То есть, конечно, делает, но прием все равно действует. То же можно было сказать и об умном использовании взаимного обмена, приеме, о котором Гарри читал в книгах по социальной психологии. Эксперименты показывали, что подарок в 5 долларов в два раза эффективнее обещания 50 долларов людям, которых просили заполнить анкеты. Драка добровольно поделился с ним конфиденциальной информацией и теперь ожидал, что и собеседник поступит так же. И Гарри правда ощутил давление. Он был уверен, что его отказ будет встречен с грустью, разочарованием и долей презрения, показывающими, что Гарри потерял несколько очков. «Драка», — сказал он, — «к твоему сведению я понимаю твои действия. В моих книгах это называется взаимный обмен. Когда ты хочешь заставить кого-то сделать то, что тебе нужно, то в два раза эффективнее подарить ему пару сиклей, нежели пообещать 20». Он умолк. Драка выглядел грустным и разочарованным. «Это не задумывалось как какой-то трюк. Это просто способ стать друзьями». Гарри поднял руку. «Я же не отказываюсь отвечать. Мне просто нужно время, чтобы выбрать что-то настолько же личное и одновременно безопасное». Другими словами, хочу, чтобы ты знал, и я не выношу давление. «Пауза, взятая на обдумывание, способна обезвредить большинство манипулятивных приемов. Главное — научиться их видеть». Это, кстати, вот правильная фраза «Очень». Это очень хорошо работает практически в любой речи. Это можно даже делать просто прям посередине любого разговора. Там у тебя идут какие-нибудь торги. «Можешь брать паузу. Переговоры. Вообще прям нормальная тема». «Даже сама по себе пауза является манипулятивным приемом на самом деле». То есть человек, когда тебе говорит «А, купи мне персики за 5 рублей». Ты ему такой «5 рублей? Интересно». «Мне нужна пауза на обдумывание». И стоишь, просто смотришь на него, смотришь за его реакцией. У него на лице сразу будет написано... Сразу будет написано, он... Во-первых, он начнет испытывать нетерпение, потому что как бы... Своё время ценит, твоё нет. А тут ты, наоборот, как бы его, по сути, в некотором смысле насилуешь. Блин. Вот мотайте на ус, ребята. Просто становитесь лучше, как манипуляторы такие. Как в XCOM, да? Ментальный шторм такой. Где детонатор? Мне нужна пауза. Да, вот, гениально. Хороший пример, между прочим. Поверь мне, пауза бы сработала. Ладно. Сказал Драка. Я подожду, пока ты готовишься. О, и, пожалуйста, сними шарф, когда будешь говорить. Просто, но эффективно. Гарри не мог не заметить, как неуклюжа, груба и лишена изящности была его попытка противостоять манипуляции. Сохранить лицо, похвастаться по сравнению с аналогичными действиями Драка. Мне нужны его преподаватели. Хорошо, через некоторое время сказал он. Слушай. Он глянул по сторонам и размотал шарф на голове, открыв все, кроме шрама. Похоже, ты можешь полагаться на своего отца. Я имею в виду, если ты будешь говорить с ним серьезно, то он всегда выслушает тебя и восприняет твои слова всерьез. Драка кивнул. Иногда, сказал Гарри, изглотнул. Рассказывать было тяжело, но так и было задумано. Иногда мне хочется, чтобы мой отец был похож на твоего. Он почти на автомате отвел взгляд, но снова заставил себя посмотреть на Драка. Вдруг Гарри понял, что именно он только что сказал и торопливо добавил. То есть не то, чтобы я хочу видеть своего отца безопречным орудием убийства, как Люциус. Я имею в виду, чтобы он серьезно относился ко мне. Я понял, улыбнулся Драка. Ну, мы, кажется, мы немного приблизились к тому, чтобы стать друзьями. Гарри кивнул. Да, приблизились. Без обид, но я снова замаскируюсь. Мне совершенно не хочется иметь дело с... Да, конечно. Гарри вновь намотал шарф, скрыв лицо. Мой отец... Мой отец ко всем своим союзникам относится серьезно, сказал Драка. Вот почему у него их так много. Может быть, вам стоит встретиться? Я подумаю об этом без выражения, проговорил Гарри и удивленно покачал головой. Получается, ты его единственное уязвимое место? Драка крайне странно посмотрел на Гарри и предложил. Может, хочешь выпить чего-нибудь и найти место, чтобы сесть? Гарри понял, что уже очень долго стоит на одном месте. Он потянулся, пытаясь хрустнуть позвонками. Конечно. Платформа понемногу заполнялась людьми, но около хвоста поезда еще было тихое место. Их путь проходил мимо лоточника, лысого бородатого мужчины с маленькой тележкой, на которой лежали газеты, комиксы и выстроенные в ряд банки светло-зеленого цвета. Продавец как раз пил, запрокинув голову содержимое одной из них, когда заметил элегантного Драка Малфая, приближавшегося к нему в компании странного мальчика, который выглядел невероятно глупо с намотанным на голову шарфом. Лоточник поперхнулся и принялся к кашлять, забрызгав всю бороду светло-зеленой жидкостью. Извините, сказал Гарри, что это у вас такое? Прыски чай, ответил продавец. Если его выпить, то с вами обязательно случится что-то, что заставит вас пролить его на себя или окружающих. Но он зачарован, исчезает через несколько секунд. И правда, капли в бороде уже почти исчезли. Интересно, хмыкнул Драка. Очень-очень интересно. Пойдемте, мистер Бронс, найдем другого. Папа, подожди, остановил его Гарри. Да брось, это же для детей. Нет, извини, Драка, но я должен это исследовать. Что будет, если я выпью прыски чай и буду изо всех сил пытаться сохранить серьезность? Продавец улыбнулся и загадочно пожал плечами. Кто знает, может вы вдруг увидите вашего знакомого в костюме лягушки. Что-то смешное и неожиданное так или иначе произойдет. Простите, но я не могу в это поверить. Я много видел, но сказанное вами настолько невероятно, что дальше просто некуда. Просто невозможно, чтобы какой-то напиток мог манипулировать реальностью, создавая комедийные ситуации. В противном случае я сдаюсь и уезжаю отдыхать на Багамы. Драка застонал. Мы что, правда собираемся заниматься этим? Можешь не пить, если не хочешь, но я просто должен провести исследование. Должен. Сколько стоит? Пять кнатов за банку, ответил продавец. Поиски и чай. Так, надо продавца было озвучивать по-другому. Надо так. Пять кнатов за банку, ответил продавец. Пять кнатов? Вы продаете напитки, управляющие реальностью по пять кнатов за банку? Гарри залез в кашель со словами Четыре сикля, четыре кната и стукнул деньгами о прилавок. Две дюжины, пожалуйста. И еще одну. Вздохнул Драка, шаря по карманам. Гарри замотал головой. Нет, я возьму тебя. И это не считается услугой. Я хочу проверить, сработает ли чай в твоем случае. Он кинул одну банку Драка и принялся скармливать остальные своему кошелю, издавшему во время процедуры тихие булькающие звуки. Что не способствовало укреплению веры Гарри в то, что он когда-нибудь найдет разумное объяснение всему происходящему. Двадцать два булька спустя. В руке Гарри осталась последняя банка. Драка выжидательно смотрел на него. Банки были открыты одновременно. Гарри убрал шарф сорта, и они запрокинули головы. Сделали по глотку прысково чая. Напиток даже на вкус был светло-зеленым, сильно газированным и кислея лайма. Ничего не произошло. Гарри, подняв глаза, встретился с добродушным взглядом продавца. Так, если этот человек использовал случайное происшествие, чтобы продать мне двадцать четыре банки зеленой газировки, то я стоя аплодирую его творческому подходу к организации продаж, а потом бью. Это не всегда происходит сразу, сказал продавец. Но один раз за банку уж точно. Или я верну вам деньги. Гарри сделал еще один большой глоток. И еще один. Ничего не случилось. Может, я должен выпить банку залпом? Надеюсь, желудок не лопнет от переизбытка диоксида углерода, и я удержусь от отрыжки, пока все не выпью. Он, конечно, мог позволить себе совсем немного подождать, но если говорить на чистоту, Гарри не представлял, как это может сработать. Нельзя же подойти к кому-то и сказать «Сейчас я тебя удивлю!» Или «А сейчас я расскажу, в чем соль шутки, и тебе будет очень весело!» Это полностью убивает эффект неожиданности. Гарри был настроен так, что не стал бы плеваться газировкой, даже если бы мимо прошел Люцио Смалфой, одетый как балерина. С каким же безумным номером должна выступить перед ним вселенная? «Ладно, давайте, давай где-нибудь присядем», предложил Гарри. Он собрался было сделать еще глоток и двинуться в сторону видневшейся вдалеке скамеек, но повернувшись зацепил взглядом часть газеты, лежавшей на лотке. Издание называлось «Придира», заголовок статьи гласил «Дракомалфа и залетел от мальчика, который выжил». «Ах ты ж!» выкрикнул Драко, когда в него полетели светло-зеленые брызги. Он крутанулся в сторону Гарри, в сторону Гарри, его глаза сверкали. «Грязнокровкин сын! Посмотрим, как тебе понравится, когда плюнул в тебя». Драко набрал полный рот, газировки, и тут ему на глаза тоже попался газетный заголовок. Гарри невольно попытался закрыть лицо от зеленых брызг. К сожалению, он закрылся той рукой, в которой держал банку с прыским чаем, так что остатки пролились через плечо. Мальчик уставился на банку, все еще отплевываясь и кашляя. Капли чая постепенно исчезали с мантии Драко. Затем Гарри поднял взгляд и снова посмотрел на газетный заголовок. Дракомалфа и залетел от мальчика, который выжил. Гарри открыл рот, но... слишком много возражений. Он хотел сказать, но нам же только одиннадцать, как в голове тут же возникло, но мужчина не может забеременеть, и следом за ним, но между нами ведь ничего не было. Затем Гарри снова опустил взгляд на банку. Хотелось убежать, крича изо всех сил, пока в легких не кончился бы воздух. Останавливало только одно. Когда он прочитал, что паника является признаком наличия действительно важной научной проблемой, проблемы, Гарри сердито бросил банку в мусорку и вернулся к продавцу. Придиру, пожалуйста. Он заплатил еще четыре кната, достал из кошеля... из кошеля чай и направился к Драко, который восхищенно смотрел на банку своего напитка. Беру свои слова обратно, сказал он. Это было здорово. Эй, Драко, спорим, я знаю способ стать друзьями, который лучше, чем обмен секретами. Нужно совершить совместное убийство. Один из моих преподавателей тоже так говорил. Драко сунул руку под мантию и легким естественным движением почесался. А кого хочешь убить? Гарри кинул на стул придиру. Парня, который это написал. Драко простонал. Не парня. Девчонку. Десятилетнюю девчонку, представляешь? Она съехала с катушек после смерти своей матери, а ее отец, которому принадлежит эта газета, реально убежден, что его дочь провидец. Так что, когда он что-то не знает, он спрашивает Луну Лавгу. Ты верит буквально всему, что она говорит. Не задумываясь, Гарри открыл следующую банку, чай и поднес ее к арту. Ты шутишь. Это даже хуже магловских газет. Что, как мне казалось, физически невозможно. У нее какая-то извращенная помешанность на Малфоях, прорычал Драко. А поскольку ее отец настроен против нас, он печатает каждое ее слово. Как только повзрослею, точно ее изнасилую. Ужас какой. Какой кошмар. Зеленая жидкость брызнула из носа Гарри и впиталась в шарф. Прыски чая и легкие плохое сочетание. Так что, следующие несколько секунд мальчик провел, заходясь кашлем. Драко резко обернулся. Что-то не так? И лишь теперь Гарри понял, что Ну, конечно. До этого он казался нормальным ребенком, потому что он нормален. Просто так и должен себя вести мальчик, чей любящий отец никто иной, как Дарт Вейдер. Да, понимаешь, Гарри кашлянул. Боже, как он хотел закрыть эту тему. Как он хотел закрыть эту тему. Я просто удивлен тем, как открыто и охотно ты говоришь об этом, не боясь ареста. Драко фыркнул. Смеешься? Слово какой-то луны лавгут против моего? Черт, 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 черт. Магического детектора лжи не существует. Я прав? Или ДНК теста? Пока что. Драко посмотрел по сторонам. Его глаза сузились. Ты и правда ничего не знаешь? Слушай, я объясню тебе, как все устроено. В смысле, как оно устроено на самом деле. Словно ты уже попал в Слизерин и задал мне этот вопрос. Но ты должен поклясться, что это останется между нами. Я клянусь, сказал Гарри. Во время суда используют сыворотку правды. Но это полная чушь. Ты просто стираешь себе память перед процессором и заявляешь, что обвинителю наколдовали ложных воспоминаний. Обычно суд предполагает, что стирание памяти невероятнее, чем ее замена с помощью сложных заклинаний. Но судья, скорее всего, будет на вашей стороне. Ну а если меня обвинят в чем-то, порочащим честь благородного дома, то дело передадут в Визингамот, где у отца есть голоса. Ибо за то, как меня признают невиновным, семья Лавгудов будет обязана выплачивать компенсацию за клевету. Они с самого начала знают, что все закончится именно этим. Так что просто буду держать рот на замке. Холодок пробежал по спине Гарри, подсказывая ему сохранить спокойное выражение лица и ровный голос. Заметка на будущее. Свергнуть правительство магической Британии при первой же возможности. Гарри снова кашлянул, прочищая горло. Драка, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не пойми меня, неправильно, моя клятва нерушима, но, как ты говорил, я могу оказаться в Сизерине, так что хочу поинтересоваться из чистого любопытства. Что, чисто теоретически, случится, если я перескажу в суде наш разговор, упомянув тебя в качестве автора? Ну, если бы я не был Малфоем, у меня были бы неприятности, самодовольно ответил Драка. Но так как я Малфоем, у отца есть голоса, и я полагаю, он разобьет тебя на голову, не думаю, что будет легко. Все-таки ты мальчик, который выжил, но моему отцу очень хорошо даются подобные вещи. Он нахмурился. Кстати, это ведь ты заговорил о том, чтобы убить ее? Почему же тебя не волнует, что я расскажу суду, если она вдруг умрет? Ну, почему все пошло настолько на перекосяк? Я просто думал, что она старше, ответил Гарри, не успев даже задуматься. Не знаю, как здесь, но в Магловской Британии убийство ребенка расстраивает суды гораздо сильнее. Ну, это естественно, ответил Драка, хотя он по-прежнему смотрел на Гарри с легким подозрением. Впрочем, всегда разумнее не доводить ситуацию до вмешательства Авроров. А, это все еще вот, 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 смотрите, вот как неприятно. Не, ну подожди, если нету, если нету вертикального пробела, то как раз таки тогда получается, что это одна и та же, одна и та же речь. Вот я, блин, совсем забыл эти правила прямой речи. Блинский магнитофон. Вот ведь неприятная штука какая. А, хорошо. Впрочем, всегда разумнее не доводить ситуацию до вмешательства Авроров. Если мы будем осторожны и не сделаем ничего, что нельзя поправить лечащими чарами, мы сможем встереть ей память и повторить все через неделю. На этом месте светловолосый мальчик громко хихикнул. Ха, только представь, как она будет рассказывать, что ее изнасиловали Дараком Алфой и мальчик, который выжил, даже сам Дамблдор не поверит ей. Я разорву этот твой жалкий магнитофон. Магический огрызок средних веков на куски меньшие, чем составляющие его атомы. Я бы предложил с этим не торопиться. Когда я узнал, что заголовок придумала девчонка на год младше меня, мне пришла в голову идея совершенно иной мести. Мм, да? Рассказывай, сказал Драка и поднес банку с прыским чаем к рту. Гарри не знал, работает ли это заклинание чаще, чем раз за выпитую банку, но он мог избежать обвинений. Главное, точно рассчитать момент. Думаю, что когда-нибудь я женюсь на этой девушке. Драка издал неприятный булькающий звук и зеленая жидкость потекла из уголков его рта, как из сломавшегося автомобильного радиатора. Ты спятил? Наоборот, мой разум чист, как снег в горах. У тебя более извращенный вкус, чем у Лестренджей, сказал Драка, судя по всему, даже с некоторым восхищением. И я так понимаю, ты хочешь получить ее себе целиком? Ага. Взамен могу как-нибудь оказать тебе услугу? Драка отмахнулся. Да ладно, забирай даром. Гарри уставился на банку в своей руке и ее холод успокаивал бурлившую гневом кровь. Очаровательный, веселый, щедрый с друзьями Драка не был психопатом. Зная человеческую психологию, было грустно и неприятно осознавать, что Малфей не чудовище. История помнила тысячи сообществ, в которых мог состояться подобный разговор. Мир был бы совершенно другим местом, если бы то, что сказал юный волшебник, мог сказать только злой мутант. Но это было очень обыденно, очень подчеловечески, почти нормой. Драка не считал своих врагов людьми. И в этой стране, застрявшей перед зарей века разума, сын достаточно могущественного аристократа считал себя превыше закона. Уж точно, если это казалось случайных изнасилований, то тут, то там, в мире маглов тоже были подобные места. Страны, в которых такая аристократия все еще существовала, упорствуя в своих взглядах на жизнь. И даже более мрачные земли, где это касалось не только верхушки общества. В любой стране, не прошедшей через эпоху просвещения, дела обстояли подобным образом. Очевидно, это касалось и магической Британии, несмотря на наличие таких межкультурных заимствований, как газированные напитки в банках. И если драка не перестанет думать о месте, а я не откажусь от счастья в жизни, женившись на какой-то бедной безумной девочке, то все, что я смог выиграть, это время. И то очень немного. Для одной девочки, не для остальных. Интересно, сложно ли будет составить список всех поборников чистоты крови и убить их? Подобное опробовали делать во время французской революции, составить список врагов прогресса и отсечь им все ниже шеи. Насколько Гарри помнил, когда это не привело к желаемым результатам, а, Гарри помнил, тогда это не привело к желаемым результатам. Вероятно, стоит стряхнуть пыль с книг по истории, купленных отцом, и выяснить, где ошиблась французская революция, и легко ли это было исправить. Гарри посмотрел на небо, на бледный круг луны, видимый в безоблачной утренней синеве. Сломанный, испорченный, безумный, жестокий, кровавый, темный мир. Разве новость? Ты всегда знал это. «Какой-то ты серьезный», сказал Драка. «Дай догадаюсь, твои родители маглы говорили тебе, что такого рода вещи делать нехорошо». Гарри кивнул, не доверяя своему голосу. «Что же, как говорит мой отец, существует четыре факультета, но в конце концов каждый оказывается в слизерине или пуфендуе, и пуфендуе тебе вряд ли подойдет. Если решишь тайно присоединиться к Малфоэм, наша сила и твоя репутация, тебе бы сходило с рук то, что даже я не могу себе позволить. Хочешь попробовать? Почувствовать, каково это? Ах ты, коварный змееныш, всего 11 лет, а ты уже выманиваешь свою добычу из безопасной норки. Может, тебя слишком поздно спасать, Драка?» Гарри задумался, решился, выбрал тактику. Драка, расскажи про чистоту крови. Я же в этом совсем новичок. Тот широко улыбнулся. «Тебе непременно надо встретиться с нашим отцом и спросить у него. Он наш лидер. Расскажи кратко». Ладно. Драка набрал в грудь побольше воздуха и, придав голосу дополнительную глубину и выразительность, начал рассказывать. «Из поколения в поколение наша сила угасает из-за смешения чистой крови с грязной. Ни один современный волшебник не может сравниться с Салазаром, Годриком, Равеной и Хельгой, создавшими своей магией Хогвартс и знаменитые артефакты Медальон, Меч, Диадему и Чашу. Мы чахнем и превращаемся в маглов, потому что скрещиваемся с ними и позволяем жить сквибом. Если эту чуму не остановить, то скоро наши палочки сломаются, наша магия исчезнет, род Мерлина прекратит свое существование, а кровь атлантов перестанет течь в наших жилах. Наши дети будут грыть землю, чтобы выжить словно обычные маглы. И тьма накроет мир навсегда. Драка удовлетворенно закончил и сделал глоток чая. Похоже, он считал сказанное достаточным аргументом. Убедительно согласился Гарри, имея ввиду скорее формулу аргумента, а не суть. Форму аргумента, а не суть. Классическая модель. Грехопадение, необходимость будущее. И на это уже есть готовый стандартный ответ. Но я должен тебя кое в чем поправить. Твоя информация о маглах немного устарела. Мы больше не грязем землю, чтобы выжить. Драка покосился по сторонам. Что значит... Что? Что значит мы? Мы, ученые. Род Фрэнсиса Бэкона, в чьих жилах течет кровь просвещения. Маглы не сидели, сложа руки, горюя, что у них нет палочек. И теперь у нас есть своя собственная сила. С магией или без нее. Если ваша магия исчезнет, то мы и правда потеряем нечто ценное, потому что она единственный намек на то, как на самом деле работает вселенная. Но вы не будете грызть землю. В ваших домах по-прежнему будет прохладно летом и тепло зимой. По-прежнему будут доктора и лекарства. Если ваша сила исчезнет, наука поможет вам выжить. Да, это будет трагедия, которую мы должны предотвратить, но мир, но на мир не опустится тьма. Драка отпрянул на пару шагов. На его лице засталась месть страха и недоверия. О чем ты говоришь, Мерлин, тебя побери? Эй, тебя-то я выслушал, теперь твоя очередь. Неуклюже получилось, мысленно упрекнул себя Гарри, но Драка перестал пятиться и, кажется, готов был слушать. Я имел ввиду, попробовал исправить ситуацию, Поттер, что вы не особо-то обращаете внимание на то, что происходит в мире маглов. Вероятно, потому, что волшебники относились к остальному миру как к трущобам, заслуживающим мне больше внимания, чем повседневные тяготы жителей Бурунди в колонках Financial Times. Ладно, устроим быструю проверку. Волшебники когда-нибудь были на Луне? Ну, Гарри ткнул пальцем в сторону большого далекого шара. Чего? Только и сказал Драка. Было ясно, что подобная мысль никогда не приходила ему в голову. Отправиться на... Отправиться на... Да это же не... Он ткнул пальцем в сторону маленькой бледной штуковины в небо. Нельзя аппарировать в место, где ты никогда не был? Как же тогда мог... Как же кто-то мог побывать на Луне в первый раз? Так, сейчас... Опять я все запутался. Опять я все запутался. Ладно. Но люди тоже не были на Луне. Скажем так, если предположить, что люди действительно никогда не были на Луне, людям в данном в данном 2018 году особой сложности это не доставит. Говорит Драка. Чего только и сказал Драка. Было ясно, что подобная мысль никогда не приходила ему в голову. Отправиться на... Да это же не... онкнул пальцем в сторону маленькой бледной штуковины в небе. Нельзя парировать в местах, где ты никогда не был. Как же кто-то мог побывать на Луне в первый раз? Подожди-ка. Остановил его Гарри. Я покажу тебе книгу, которую взял с собой. Я вроде помню, в какой коробке она лежит. Он присел перед сундуком, открыл отсек с лестницы, спустился, снял одну коробку с другой, рискуя отнестись неуважительно к книгам, сорвал упаковочную бумагу и быстро, но аккуратно вытащил ее содержимое. Несмотря на отсутствие генетической связи, Гарри удивительным образом он исследовал почти волшебную способность Верисов запоминать местоположение книг, даже если видел их всего раз. Потом он взлетел по лестнице и ногой пихнул... взлетел по лестнице, ногой пихнул ее в сундук и тяжело душа начал перелистывать книгу в поисках нужной фотографии, на которой была изображена белая бесплодная поверхность Луны, покрытая кратерами, а также люди в скафандрах и белосиний земной шар. Та самая фотография с большой буквы F. Вот! Голос Гарри звенел от распиравшей его гордости. Так земля выглядит с Луной. Драка медленно склонился над снимком, на его лице было странное выражение. А если это настоящая фотография, то почему она не двигается? Не двигается? А-а-а! Маглы не... Маглы умеют делать двиг... Маглы умеют делать двигающиеся фотографии, но пока что для них их... Но пока что для их показа нужен специальный прибор. Размером побольше книги. Драка указал на человека в скафандре и дрожащим голосом спросил. А это что? Это люди. На них специальные костюмы, которые дают возможность дышать, потому что на Луне нет воздуха. Невозможно, прошептал Драка. В ее глазах были и страх, и растерянность. Нет, Маглы бы не смогли сделать подобное, а как... Гарри отобрал у него книгу и снова начал листать, пока не нашел то, что и сказал. Вот летящая ракета. Огонь поднимает ее выше и выше до Луны. Снова перелистывание. А это ракета на земле. Крошечная точка, рядом с ней человек. Драка открыл рот от удивления. Полет на Луну стоил примерно 2 миллиарда галеонов. Малфой поперхнулся и потребовал координированной работы большого количества людей, чем наберется во всей магической Британии. А когда люди прилетели на Луну, они оставили табличку со словами «Мы пришли с миром от всего человечества». «Ты еще не готов услышать это, Драка, но, надеюсь, когда-нибудь». «Ты говоришь правду», медленно сказал Драка. «Ты бы не стал подделывать целую книгу, да и я слышу по твоему голосу, но... но...» «Как же они смогли без волшебных палочек?» Хе-хе. Долгая история. Наука не требует взмаха палочкой и произнесения заклинания. Нужно просто очень хорошо знать, как работает Вселенная, чтобы заставить ее делать то, что хочешь ты. Если представить, что Вселенная – это человек, от которого нужно чего-либо добиться, то магия – это использование в нем проклятия... на нем проклятия Империус. А наука – это будто бы ты точно знаешь, что сказать, чтобы человек подумал, что действует по своей собственной воле. Это сложнее, чем взмахнуть палочкой, но не зависит от магии. Как если бы Империус на человеке применить не удалось. Но ты по-прежнему мог бы убедить его словами. И с каждым новым поколением наука совершенствуется. Ведь чтобы заниматься наукой, нужно действительно знать, что ты делаешь. Тогда ты на самом деле сможешь что-то понять и объяснить это другому. Знания величайших ученых прошлого века, имена которых до сих пор произносятся с почтением, ничто по сравнению с возможностями величайших ученых современности. В науке нет эквивалента вашему потерянному искусству, которое создало Хогвартс. Сила науки с годами лишь растет. Мы уже начинаем понимать и раскрывать секреты жизни и наследственности. Скоро мы сможем вглядеться в кровь, о которой ты говоришь, и узнать, что делает тебя волшебником, а через одно или два поколения мы будем способны изменить ее, чтобы сделать всех ваших детей могущественными волшебниками. Как видишь, ваша ситуация не так уж и плоха. Через пару десятилетий наука будет способна решить все ваши проблемы. Между прочим, между прочим, это очень интересный был бы, очень интересный концепт для реального спин-оффа по миру роулинг. То есть, какой-нибудь волшебник, который займется каким-то таким детальным изучением крови и попытается вывести расу арийских волшебников. Типа, как бы, Волдеморт, но наоборот, Волдеморт хотел очистить мир от сквибов, грубо говоря, сохранить старшую кровь в мире магической Британии. А что делать? А почему бы не просто не создать старшую кровь? Своеобразный такой клан Носферату в мире магов. С воссозданным ДНК. Типа, родить из пробирки какого-то убермагов. Евгеникой заняться. Так, в этом абзаце много всего. Да, он очень мощный. Как это будем? Во славу старшей магической крови. Да, ну, в конце концов мы получим убер-казахов. Классика жанра. Классика жанра. Ничего не поделаешь. Но голос Малфоя дрожал. Если какие-то маглы обладают такой силой, то для чего же мы? Нет. Драка. Я не об этом. Неужели ты не понимаешь? Наука использует силу человеческого разума, чтобы всматриваться в мир и выяснять, как он устроен. Пока существует человечество, он не исчезнет. Она не исчезнет. Если твоя магия пропадет, тебя это сильно огорчит, но ты по-прежнему останешься собой. И будешь жить, хоть и сожалея о потере. Источником науки является человеческий интеллект, поэтому нельзя лишить меня этой силы, не лишив меня жизни. Даже если законы устройства вселенной вдруг изменятся для меня и все мои знания станут пустым звуком, я просто выясню новые законы и такое уже происходило. Наука не магловское явление, а общечеловеческое. Она просто совершенствует и тренирует способность, которую ты используешь всякий раз, когда смотришь на что-то непонятное и задаешь вопрос «Почему?» Ты же слезеренец, Драка. Ты можешь сделать вывод? Тот оторвал взгляд от книги и посмотрел на Гарри, на его лице появилось понимание. Волшебники могут научиться использовать эту силу. Теперь осторожно, приманка готова, дальше крючок. Если будешь думать о себе как о человеке, а не как о волшебнике, то сможешь тренировать и совершенствовать способности, присущие человеку. Драка ведь не обязан знать, что такой инструкции он не найдет ни в одном научном труде. Малфой крепко задумался. Ты уже сделал это? В какой-то мере, признался Гарри. Я еще не закончил обучение, но не в 11 лет. Но, видишь ли, мой отец тоже нанимал мне преподавателей. Конечно, они были голодающими студентами, нанятыми из-за проблем с моим нестандартным суточным циклом. Кстати, что с этим будет делать профессор МакГонагал? Но сейчас это можно было опустить. Драка медленно кивнул. Ты думаешь, что сможешь стать мастером в обоих искусствах? Сложишь силу вместе и... Он уставился на Гарри. Станешь властелином обоих миров? Гарри дьявольски расхохотался. Тут это было к месту. Ты должен осознать, Драка, что весь мир, который ты знаешь, вся магическая Британия лишь клетка на огромной шахматной доске, которая также включает в себя, например, Луну, звезды в ночном небе, которые являются такими же солнцами, только невообразимо далекими, и галактики, которые гораздо больше, чем Земля и Солнце вместе взятые. Настолько огромные, что видеть их могут только ученые, а ты даже не знаешь об их существовании. Но понимаешь, я на самом деле как тевранец, а не слезыринец. Я не хочу править вселенной. Я просто считаю, что она может быть устроена более разумно. На лице Драка застыло благоговение. Зачем ты это мне рассказываешь? Ну, немногие люди представляют, как заниматься настоящей наукой, изучая что-то в первый раз. Даже если это что-то абсолютно обескураживает, я бы не отказался от помощи. Малфой уставился на гаре, открыв рот. Но не совершая ошибку, Драка, настоящая наука совсем не похожа на магию. Ты не можешь заняться ею и остаться прежним, как это происходит, когда ты узнаешь слова к новому заклинанию. За силу нужно платить. Платить цену столь высокую, что большинство людей отказываются это делать. Драка кивнул, как будто он наконец услышал что-то, что мог понять. И какова же плата? Умение признавать свои ошибки. Эммм, сказал Драка после драматической паузы, длившейся некоторое время. Ты можешь пояснить? Пытаясь выяснить, как что-то работает на таком глубинном уровне, ты будешь приходить к неверным выводам в 99 случаях из 100. Так что тебе придется научиться признавать, что ты ошибался снова и снова и снова. Звучит не страшно, но это так тяжело, что большинство людей не в силах по-настоящему заниматься наукой. Не доверять самому себе всегда пересматривать свое отношение к очевидным вещам, например, к сничу в квиддиче. И каждый раз, когда изменяется твое мнение, изменяешься ты сам. Но я слишком забегаю вперед, слишком тороплю события. Просто хочу, чтобы ты знал. Я предлагаю поделиться с тобой моим знанием, если хочешь, с одним условием. Ага, насторожился Драка. Знаешь, мой отец говорит, что эта фраза никогда не предвещает ничего хорошего. Гарри кивнул. Не заблуждайся на мой счет. Я не пытаюсь возвести барьер между тобой и твоим отцом. Дело не в этом. Я просто предпочитаю иметь дело с кем-то моего возраста, а не с Люциусом. Полагаю, твой отец согласился бы с этим. Он знает, что рано или поздно тебе нужно будет научиться брать на себя ответственность. Твои ходы в нашей игре должны быть твоими собственными. Это мое условие. Я буду иметь дело отцом. Достаточно, остановил его Драка, выпрямляя спину. Слишком много всего. Мне нужно подумать над этим. И, кстати, уже пора садиться в поезд. Не торопись с решением, согласился Гарри. Только помни, что это не эксклюзивное предложение. Что это не эксклюзивное предложение. Даже если ты согласишься, иногда для настоящих занятий наукой нужно больше, чем один человек. Когда Драка отошел, размытые звуки платформы вновь превратились в обычный шум. Гарри посмотрел на наручные часы. Очень простая механическая модель, которую ему подарил отец, надеясь, что они будут работать в присутствии магии. Стрелки двигались. И если они работали правильно, то до 11 было еще много времени. Вероятно, скоро ему нужно будет сесть в поезд и найти, как там ее звали. Но сперва определенно стоило потратить несколько минут на дыхательные упражнения и разобраться, сможет ли он снова разогреть застывшую кровь. Отведя взгляд от часов, Гарри увидел, что к нему приближаются две нелепо выглядевшие фигуры, чьи лица были скрыты зимними шарфами. Здравствуйте, мистер Бронс, произнесла одна из замаскированных фигур. Не хотите ли вступить в орден хаоса? Да, Гарри. И что же мы отдадим взамен? Все. Хаос неделимый. Орден хаоса, да. Ну что, пацаны, хаос? Хаос, хаос. Хаос. Так, дочитаем до конца. Послесловие. Некоторое время спустя, когда этот напряженный день подходил к концу, Драка склонился над столом с пером в руке. В подземельях Слизарина у него была своя отдельная комната с письменным столом и камином. К сожалению, даже высокое положение Драка не позволяло подключить камин к дымолетной сети, но, по крайней мере, на факультете не придерживались дурацкой идеи, что все должны спать в общих спальнях. Избытка отдельных комнат в подземельях не наблюдалось, и чтобы жить отдельно, нужно было быть среди лучших учеников лучшего из факультетов. Представители семьи Малфаев как раз были в их числе. «Дорогой отец», — начал Драка и остановился. Чернила медленно стекали с пера, оставляя на пергаменте пятна рядом с написанным. Драка не был глуп. Он был молод, но преподаватели научили его смотреть вглубь вещей и событий. Драка понимал, что Поттер симпатизирует стороне Дамблдора больше, чем осознает сам. Но Драка считал, что Поттера можно переманить. Впрочем, Поттер тоже старался перетянуть Драка на свою сторону. Было видно невооруженным глазом, что Поттер талантлив и гораздо более чем слегка безумен. Он вел масштабную игру, которую сам большей частью не понимал, импровизируя на полной скорости с легкостью неистового нунду. И тем не менее, Поттер сумел найти подход. Он предложил Драка часть собственной силы, своей собственной силы, поставив на то, что воспользовавшись ею, тот станет похож на него. И Драка не мог просто отмахнуться от этого предложения. Хотя его отец в прошлом рассказывал ему об этом весьма продвинутом приеме и предупреждал, что он часто не срабатывает, Драка осознавал, что понимает не все из того, что случилось сегодня. Но Поттер предложил сыграть именно ему. И сейчас это была игра Драко. И если он все сейчас выдаст отцу, то тот займет в игре его место. Чтобы простые методы манипулирования работали, необходимо, чтобы жертва не понимала, что происходит, или, по крайней мере, была не уверена в этом. Лезть, к примеру, можно легко замаскировать под восхищение. Тебе стоило бы пойти в Слизерин? Проверенная классика. Очень эффективно работает на людях определенного сорта, не ожидающих манипуляций. В случае удачного исхода этот прием можно использовать снова и снова. Но если найти самый главный рычаг, то уже не важно, знает ли жертва, что ей манипулируют. Гарри в своем яростном натиске случайно подобрал ключ к душе Драка. И то, что Драка знал об этом очевидном факте, ничего не меняло. Впервые в жизни у него появились настоящие тайны. Он начал собственную игру. Это было странным образом болезненно. Но Драка знал, что отец гордился им. А значит, все шло правильно. Он не стал менять закапанный чернилами лист. Это тоже было частью сообщения, которое его отец поймет без труда. Обмен тонкими намеками был обычным для них делом. Драка вывел на бумаге вопрос, беспокоивший его больше всего. Вопрос, на который он вроде бы должен был знать ответ, но не знал. Дорогой отец, представь, что я встретил в Хогвартсе ученика, пока что не включенного в круг наших знакомых, который назвал тебя безупречным орудием смерти и назвал меня твоим единственным слабым местом. Что бы ты сказал о таком человеке? Вскоре Сова вернулась с ответом. Мой любимый сын, я бы сказал, что тебе посчастливилось встретить человека, который пользуется полным доверием нашего ценного союзника и друга. Друга. Северуса Снейпа. Драка некоторое время всматривался в письмо, а потом бросил его в огонь. Что, пацаны? Вот оно, вот оно, вот оно, как надо было действовать. Надо было сразу же, сразу же подкатить к Дракамалфу, к Дракамалфу, как к будущему поджирателю смерти и просто объяснить ему. Братан, все прекрасно. То, против чего ты борешься, не страшно. Я все пропустил, что задумал Гарри. Гарри просто привил Драка. Он разбил основной постулат Драка о том, что за чистоту крови надо бороться. Он дал ему намеки на то, что он может поучаствовать в чуть более высшей цели. Как бы, вот, все, все, конец. Что надо было сделать во всем в Гарри Поттере? Поговорить с Дракамалфой. Поговорили бы с Дракамалфой по душам, все, сразу победа. Изи победа, конец. Это гудэнд. Гудэнд. Просто гудэнд, ребят. Пока он ничего не разбил. Ну, пока нет. Ну, он как бы, маховики тронулись. Понимаете, он как бы его так прощупал. Представляете, как бы? Представляете, вы приходите, вы приходите, приходите делать на себя смокинг. Да, приходите, вы встаете вот так вот, с вас начинают снимать мерки. И вдруг вас так, знаете, отчетливо хватают за яичище. Вот так вот. Опа! И вот такой, а-а-а! Как бы, вам это неожиданно. Немного холодно. Сто процентов стыдно. И даже немного приятно. Вы как бы смотрите. Сергей Игнатьевич, что за херня? Вот. Но, вот как бы, но, но не торопитесь, но как бы не торопитесь. Не отскакивайте. Так. Время на горячий чай. Мы прочитали две главы. Мы не так уж... Господи, мы уже два часа читаем. Вау! Как быстро время идет. Горячий чай. Обязательно. Горло у меня умирает быстро. Сейчас зима. Горячий чай. 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 Продолжение следует... 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 ха-ха-ха ха-ха-ха ха-ха, это хорошее ха-ха-ха ха-ха-ха это, это хорошо, да это классно Гарита задротина ну это элиза элиза, этот элизаер, элизаер больше задрот спасибо большое тебе, амайру спасибо тебе за автор за ресапчик. Вот тебе бруфит еще и обнимашки. Спасибо большое. Гермиона открыла рот, но так и не нашла ни единого варианта ответа на это нечто, которое она сейчас услышала. Мальчик тем временем успел пройти мимо нее внутрь купе, осмотреться, удовлетворенно кивнуть и устроиться на пустой скамье напротив. Его сундук прошмыгнул следом. Троекратно увеличился в размере и как-то даже слегка непристойно прижался к ее собственному. Садись, пожалуйста, сказал мальчик, одновременно снимая шарф с головы и, если несложно, закрой дверь. Я не кусаюсь, пока меня самого не укусят. Одной мысли о том, что мальчик считал возможным для нее испугаться в данной ситуации, было достаточно, чтобы заставить ее с излишней силой захлопнуть дверь. Она повернулась и увидела детское лицо с яркими смеющимися зелеными глазами и темно-красным шрамом на лбу, который ей показался смутно знакомым. Впрочем, сейчас она думала совсем о другом. Я не говорила, что меня зовут Гермиона Грейнджер. Ой, я и не говорил, что ты говорила, что тебя зовут Гермиона Грейнджер. Я сказал, что ты и есть Гермиона Грейнджер. Если хочешь спросить, как я узнал, то спешу заверить. Я знаю все. Добрый вечер, дамы и господа. Перед вами Гарри Джеймс, Джеймс Поттер Эванс Верес. Или Гарри Поттер, если короче. Предположу, что тебе это имя для... Предположу, что тебе это имя для разнообразия ни о чем не говорит. Гермиона, наконец, нашла связь. Шрам на форме молнии на его лбу. У него на лбу. Гарри Поттер, а тебе написано в современной истории истории магии, расцвете и падении темных искусств и великих событиях мира волшебников 20 века. Впервые в жизни она встретила человека из книги. И это было довольно необычное чувство. Мальчик несколько раз моргнул. Обо мне? А, ну конечно, обо мне. Что за странная мысль? Неужели ты не знал? Спросила Гермиона. Будь я на твоем месте, я бы выяснила все, что могла. Ответ был достаточно сухим. Мисс Гермиона Грейнджер. Менее 72 часов назад я оказался в косом переулке и узнал, что знаменит. Два дня я покупал книги. Можешь быть уверенна. Я собираюсь узнать все, что можно. Мальчик замялся. А что именно обо мне написано? Гермиона попробовала вспомнить. Она не ожидала, что кто-нибудь будет проверять, насколько она знает эти книги, поэтому прочитала их только по одному разу. Но, поскольку это было всего лишь месяц назад, их содержание не успело выветриться из головы. Ты единственный, кто пережил смертельное проклятие, поэтому тебя называют мальчик, который выжил. Ты родился 31 июля 1980 года. Твои родители Джеймс и Лили Поттер в девичестве Эванс. 31 октября 1981 года Тёмный Лорд, тот, кого нельзя называть, хотя я не знаю, почему нельзя, совершил нападение на ваш дом, местоположение которого было выдано Сириусом Блэком, хотя неизвестно, почему решили, что это был он. Ты был найден живым среди руин, рядом со сгоревшими длотла останками тела, сам знаешь кого, и со шрамом на лбу. Верховный чародей Визингамота Альбус Персиваль Ульфрик Брайан Дамблдор спрятал тебя неизвестно где. В рассвете и падении Тёмных Сил заявляют, что ты остался в живых благодаря материнской любви, что в твоём шляме заключены все магические силы Тёмного Лорда, и что тебя боятся кентавры. Но великие события мира волшебников 20 века не содержат никаких упоминаний об этом. А современная история магии предупреждает, что с твоей личностью связано множество самых невероятных теорий. Гарри внимал, открыв рот. «Тебе не говорили найти Гарри Поттера в поезде в Хогвартс?» «Нет», — ответила Гермиона. «А кто сказал обо мне?» «Профессор МакГонагал. И, кажется, я понимаю, почему». «Гермиона, у тебя эдитическая память?» Гермиона покачала головой. «Нефотографическая. Я всегда мечтала, чтобы она была такой, но мне приходилось пересчитывать книги по пять раз, чтобы выучить их наизусть». «Правда?» — выдавил мальчик. «Мне нужно убедиться самому, не возражаешь?» «Это не значит, что я тебе не верю, но, как говорится, доверяй, но проверяй. Нет смысла гадать, если можно провести эксперимент». Гермиона самодовольно улыбнулась. «Она любила тесты». «Валяй». Мальчик опустил руку в кошель и, сказав магические отвары и зелья Арсениуса Джигера, вытащил названную книгу. Внезапно Гермионе больше всего на свете захотелось иметь такой же кошель. Гарри Поттер открыл фолиант на середине и начал читать вслух. «Если тебе нужно сделать масло острого глаза, мне отсюда все видно». Мальчик наклонил книгу, спрятав содержимое от ее глаз, и перелистнул пару страниц. «Если ты собираешься сварить зелье паучьей цепкости, то какой ингредиент ты добавишь после паутины акромантула? Необходимо подождать, пока зелье не станет света тени и безоблачного рассвета при солнце, скрытым за горизонтом под углом 8 градусов и 8 минут, считая от верхней точки солнечного круга. Затем помешать 8 раз против солнца и 1 раз по солнцу, и добавить 8 капель соплей единорога. Мальчик резко захлопнул книгу и сунул ее в кошель, который проглотил ее с тихим урчанием. «Так, так, 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 так... «Должен с радостью сделать вам предложение, мисс Грейнджер». «Предложение?» – подозрительно спросила Гермиона. Девочкам не пристало выслушивать подобное. В то же время она заметила в мальчике одну странность. Ну, одну из странностей. Похоже, люди из книг даже разговаривают по книжному. Довольно удивительное... Довольно удивительное открытие. Гарри Поттер вновь засунул руку в кошель и сказал «Банка газировки». Извлек ярко-зеленый цилиндр и протянул ей. «Ты случаем не хочешь пить?» Гермиона вежливо взяла напиток. Она даже вроде ощущала жажду. «Большое спасибо. Это и было твое предложение?» – уточнила она, открывая банку. «Мальчик кашлянул». «Нет», – ответил он. И, подождав, пока девочка начнет пить, добавил. «Я хочу, чтобы ты помогла мне завладеть вселенной». Гермиона закончила пить и опустила банку. «Спасибо?» «Нет, я на стороне добра». Мальчик посмотрел на нее с удивлением, как будто ожидал другого ответа. «Ну, прозвучало, конечно, немного высокопарно», – сказал он. «Я имею в виду что-то наподобие...» «Наподобие бэконовского замысла, а не политическую власть. Достижение всех возможных благ» и тому подобное. «Я хочу провести экспериментальные исследования заклинаний. Определить стоящие за ними законы. Сделать магию областью научного знания. Слить воедино миры волшебников и маглов. Повсеместно улучшить качество жизни. Продвинуть человечество на века вперед. Раскрыть секрет бессмертия. Колонизировать солнечную систему. Исследовать галактику. И самое важное – понять, что, черт побери, здесь творится. Потому что все происходящее вокруг абсолютно немыслимо». «Это звучало уже интереснее». «Ииии...» «Мальчик с недоверием уставился на нее». «Ииии...» «Это во что? Недостаточно?» «И чего же ты хочешь от меня?» – уточнила Гермиона. «Чтобы ты помогала мне исследовать пассы следования, конечно же. С твоей энциклопедической памятью и моими умом и рациональностью мы вмиг осуществим бэконовский замысел. Под вмиг я имею в виду минимум 35 лет». «Он уже начал надоедать». «Пока что я не видела твой ум в деле. Возможно, это я позволю тебе помочь мне с исследованиями». «В купе наступила тишина». «Значит, ты хочешь, чтобы я продемонстрировал свой ум?» – наконец последовал ответ. Гермиона кивнула. «Позволь предупредить, что оспаривание моих способностей – опасная затея, которая может сделать твою жизнь гораздо страннее». «Пока что не впечатляет», – фыркнула Гермиона и поднесла банку газировки к рту. «Может, тебя впечатлит это?» – ответил мальчик. «Он наклинулся вперед и напряженно посмотрел на нее». «Я немного поэкспериментировал и обнаружил, что мне не нужна палочка. Я могу наколдовать все, что хочу щелчком пальцев». Гермиона в это время сделала очередной глоток. Она тут же подавилась, закашлялась и пролила ярко-зеленую жидкость на совершенно новую мантию. В первый школьный день. Как ни странно, девочка закричала. Это был пронзительный звук, напоминающий вой сирены воздушной тревоги. «Аааа, моя одежда!» «Без паники», – спокойно произнес мальчик. «Я все могу исправить. Смотри». Он поднял руку и щелкнул пальцами. «Ты...» – Гермиона посмотрела вниз на одежду. На ней все еще были зеленые капли, но они исчезали прямо на глазах. И через несколько секунд пропали вовсе. Гермиона уставилась на мальчика. Тот самодовольно улыбался. «Магия без палочки и без слов?» «В его-то возрасте?» «А ведь он получил учебники только три дня назад!» Она вспомнила все, что читала, ахнула и отпрянула от мальчика. «Вся сила темного лорда в его шраме!» «Мне... мне... мне надо в туалет!» «П... подожди здесь!» Она торопливо поднялась. «Ей необходимо найти взрослого и все рассказать!» Улыбка исчезла с ли... улыбка исчезла с лица мальчика. «Это только фокус!» «Прости!» «Я не хотел тебя напугать!» Ее... ее рука замерла... замерла на дверной ручке. «Фокус?» «Да!» – ответил Гарри Поттер. «Ты просил я продемонстрировать мой ум. А как известно, верный способ впечатлить – совершить нечто невозможное. На самом деле я не могу колдовать без палочки!» Он замолчал. «По крайней мере, я думаю, что не могу. Я ведь не проверял.» Он снова поднял руку и щелкнул пальцами. «Не, банан не появился!» Гермиона была смущена как никогда в своей жизни. А мальчик улыбался, глядя на выражение ее лица. «Я ведь предупреждал, что спаривание моих способностей может сделать твою жизнь страннее. Вспомни об этом, когда я тебя о чем-нибудь предупрежу в следующий раз!» «Но... но...» Запнулась Гермена. «Как же ты тогда это сделал?» Взгляд мальчика приобрел оценивающее, взвешивающее выражение, какого она никогда не видела на лицах сверстников. «Ты полагаешь, что у тебя есть все необходимые способности для того, чтобы проводить научные исследования со мной или без меня? Тогда давай посмотрим, как ты исследуешь смутивший тебя феномен». Феномен. А, и так, и так можно. Я... На секунду у Гермионы в голове стало пусто. Она любила, когда ее тестировали, но ей никогда не давали подобных заданий. Девочка лихорадочно пыталась вспомнить, как в таких случаях действуют ученые. Шестеренки быстро закрутились в голове, и мозг выдал инструкцию, как сделать проект на научную выставку. Шаг 1. Сформулировать гипотезу. Шаг 2. Провести эксперимент, чтобы проверить гипотезу. Шаг 3. Оценить результаты. Шаг 4. Сделать презентационный плакат. В первую очередь нужно было сформулировать гипотезу, то есть попытаться предложить, чем могло быть случившееся. «Хорошо. Моя гипотеза гласит, что ты наложил чары на мою мантию, чтобы все, что на нее проливается, исчезло». «Ладно», — согласился мальчик. «Это твой ответ?» Шаг потихоньку спадал, и разум Гермионы начинал работать должным образом. «Подожди, это не самая лучшая идея. Я не видела, чтобы ты дотрагивался до своей палочки или произносил заклинания, поэтому зачаровать мантию ты не мог». Гарри Поттер ждал. Его лицо не выражало никаких эмоций. «Но учитывая, насколько очевидно и полезно такое волшебство применительно к одежде, можно предположить, что все мантии были зачарованы еще в магазине, и ты узнал об этом, пролив что-то на себя раньше». Брови мальчика ползли вверх. «Это твой ответ?» «Нет, я все, я еще не перешла к шагу 2, провести эксперимент и проверить гипотезу». Мальчик улыбнулся и промолчал. Гермиона заглянула внутрь банки, которую до этого автоматически сунула в держатель для чашек у окна. Оставшаяся жидкость занимала примерно треть ее объема. «Итак», — продолжила Гермиона, «мой эксперимент заключается в том, чтобы облить газировкой свою мантию и посмотреть, что произойдет. Я предполагаю, что жидкость исчезнет, но если этого не случится, на мантии останется пятно, чего я совсем не хочу». «Тогда пролей на меня», — предложил мальчик, «и тебе не придется беспокоиться об испачканной мантии». «Но», — произнесла Гермиона, что-то было не так в его предложении, но она не знала, как сформулировать свою мысль. «У меня есть запасные мантии в сундуке», — успокоил Гарри. «Но здесь негде переодеться», — возразила девочка, «однако сразу нашла решение, хотя я могу выйти и закрыть дверь». «В сундуке есть место, чтобы переодеться». Гермиона посмотрела на его сундук, который, как она начинала позревать, был куда более необычным, чем ее собственный. «Ладно», — сказала она, «раз ты не против». Она осторожно вылила немного зеленой жидкости на краешек мантии мальчика и уставилась на пятно, пытаясь вспомнить, сколько времени понадобилось газировки в первый раз, чтобы исчезнуть. И пятно пропало! Гермиона облегченно выдохнула, в том числе и потому, что магические способности Темного Лорда оказались ни при чем. Шаг третий. Оценка результатов. В данном случае это просто наблюдение, исчезновение газировки. Шаг четвертый. Про плакат. Она решила вовсе пропустить. Мой вывод. Мантии зачарованы на самоочищение. Не совсем. Гермиону кольнуло разочарование. Она очень хотела бы испытать какое-нибудь другое чувство, но хоть мальчик и не был учителем, тест оставался тестом, и она его завалила, что всегда воспринималось ею довольно болезненно. Почти все, что вам нужно знать о Гермионе Грейнджер, она никогда не позволит ошибке остановить ее или хотя бы ослабить ее любовь к проверкам. Самое печальное, констатировал Гарри Поттер, что ты, вероятно, сделала все так, как написано в книгах. Ты сформулировала гипотезу, которая имела два решения. Мантия зачарована или Мантия не зачарована. Ты провела опыт и отмела вариант, что Мантия не зачарована. Но пока ты читаешь не самые-самые лучшие книги, ты не научишься проводить исследования правильно, так, чтобы получать действительно верные ответы, а не просто штамповать публикации в журналы, на которых вечно жалуется мой отец. Я попробую объяснить, не раскрывая ответ, где ты сейчас ошиблась, и дам тебе еще один шанс. Гермиона начинала возмущать превосходство в голосе мальчика. В конце концов, ему было столько же лет, сколько ей, но желание выяснить, что она сделала неправильно, перевешивало все остальное. Хорошо. Мальчик сосредоточился. Есть игра, основанная на известном эксперименте задания 2.4.6. Суть игры в следующем. Существует известное только мне правило, которому подчиняются определенные тройки чисел. 2.4.6 – это один из примеров тройки, подходящий под правило. А вообще, давай я запишу правило на бумажке, просто чтобы ты знала, что оно зафиксировано. Сверну листок и отдам его тебе. Пожалуйста, не подсматривай. Я уже понял, что ты умеешь читать верх ногами. Гарри Поттер сказал бумагой и механический карандаш. Своему кошелю Гермиона крепко зажмурилось, пока он писал. «Вот», – произнес мальчик, держа в руке тщательно свернутый кусочек бумаги. «Положи это к себе в карман». Что она и сделала. «Правила игры такие», – продолжал он. «Ты сообщаешь мне тройку чисел, и если это последовательность описывается правилом, то я говорю «да», а в противном случае «нет». Я – природа. Правило – один из моих законов, и ты изучаешь меня. Ты уже знаешь, что тройки 2, 4, что тройки 2, 4, 6 соответствует «да». Когда ты проведешь все тесты, какие захочешь, то есть назовешь столько троек, сколько посчитаешь нужным, остановись и попробуй угадать правила. А затем можешь развернуть листочек и посмотреть, права ты или нет. Суть игры понятна? «Конечно, да», – ответила Гермена. «Вперед!» «4, 6, 8», – начала она. «Да», – ответил мальчик. «10, 12, 14». «Да». «Ответ напрашивался сам собой, но решение получалось слишком легким, и Гермиона проверила еще несколько троек». Я знаю, что написано на листочке. Кто знает, что написано на листочке? Я знаю. Только не спойлерите, собаки. Только не спойлерите. Я знаю, что написано на листочке. Это офигенная штука. Я прям, я прям, я прям сразу... Я бы, я бы, я, я бы прямо сразу же так же сделал. Надеюсь, я угадал. Я... Я запишу на бумажке? Я напишу на бумажке, а потом вам... А потом вам продемонстрирую. А потом вам продемонстрирую. Если это окажется правдой. Вот у меня есть бумажка. Вот у меня есть бумажка, я ее потом покажу. Ответ напрашивался сам собой, но решение получалось слишком легким, и Гермиона проверила еще несколько троек. 1, 3, 5. Да. Минус 3, минус 1, плюс 1. Да. Осталось... 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 Правило заключается в том, что каждое следующее число из стройки больше предыдущего на 2. А теперь, предположим, я сообщил тебе, произнес мальчик, что этот тест сложнее, чем кажется. И только 20% взрослых находят правильный ответ. Гермиона нахмурилась. Где же она промахнулась? И внезапно поняла, что еще нужно было проверить. 2, 5, 8. С триумфом сказала она. Да. 10, 20, 30. Да. Правильный ответ. Числа в тройке каждый раз возрастают на одну и ту же величину. Это не обязательно двойка. Очень хорошо, кивнул мальчик. Вытащи бумажку и посмотри, так ли это. Гермиона извлекла листочек из кармана и развернула его. Три действительных числа в порядке возрастания от меньшего к большему. Девочка остолбенела. Черт, это не то, о чем я подумал. Девочка остолбенела. У нее возникло отчетливое чувство какой-то ужасной несправедливости по отношению к ней. Гарри Поттер был грязным, отвратительным обманщиком и лжецом. Но во время игры все его ответы были верными. У меня на листочке было написано «Всегда говори да». То есть, как бы, это классная штука. Ты задаешь несколько пар или даже одну. Против Гермионы можно одну, потому что она мозг. И человек прогоняет по своей логике. Он прогоняет по своей логике, напарывается на «да» и может понять, что ты говоришь ему «да» только в случае, если даст заведомо неправильный ответ. Проверить теорию с тем, что «да» неправильно. Здесь оказалось все еще более мощно. Он вложил паттерн увеличения заранее ей в голову. И она от этого паттерна увеличения, внедренного заранее в голову просто стартовыми данными, уже не смогла никуда идти. И таким образом он ее заобнил. Ну, на самом деле, твой вариант. Пацаны из чатика меня похвалили. Спасибо, пацаны. Спасибо, спасибо. Ну, я бы делал всегда «говори да». То есть, как бы, вообще просто мозговый нос. И есть такие, вроде даже IQ-тесты, наверное, которые это обузят. Но это противоречит правилу, где надо найти «да» или «нет». Нет, нет, нет. Он сказал, что он будет говорить «да» или «нет». Он будет говорить «да» или «нет». Он... Он не говорил, что... Проведя эксперимент, ты обязательно услышишь «нет». Я все скинул, потому что мне позвонили. Жопа горячет. В записи потом посмотришь. Офигенная штука. Девочка остолбенела. У нее возникло отчетливое чувство какой-то ужасной несправедливости по отношению к ней. Гарри Поттер был грязным, отвратительным обманщиком и лжецом. Но во время игры все его ответы были верными. То, что сейчас с тобой происходило, называется положительной предвзятостью, сказал мальчик. У тебя в голове было правило, и ты раздумала над тройками, которые подойдут под это правило. Ты не попыталась найти тройку, ответом на которую будет «нет». Ты вообще не получила ни единого «нет». Так что правилом легко могло быть даже любые три числа. Обычно люди... Во-во-во, нифига себе! Вот вообще прямо я почти угадал! Обычно люди предпочитают проводить эксперименты, которые подтвердят их гипотезы, а не те, которые их опровергнут. У тебя почти такая же ошибка. Необходимо учиться смотреть на отрицательные стороны вещей, пристально вглядываясь в темноту. По проведении этого эксперимента только 20% взрослых доходят до правильного ответа. Большинство же изобретает фантастически сложные гипотезы и абсолютно уверены в правильности своего варианта. Особенно после многочисленных экспериментов, подтвердивших их ожидания. А теперь, не хочешь ли попробовать вернуться к первоначальной задаче? По его пристальному взгляду было видно, что настоящий тест начинается только сейчас. Гермиона закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Она вспотела под мантией, и ее посетило странное чувство, что это было самое сложное задание из тех, с которыми она имела дело. Или даже, что сейчас она в первый раз действительно думает над тестом. Какой еще эксперимент можно было провести? У нее была шоколадная лягушка. Может попытаться растереть ее кусочек по мантии и посмотреть, исчезнет ли шоколад? Но это не было похоже на негативный подход, о котором говорил мальчик. Как будто она хотела лишь подтвердить, что мантии зачарованы тем, что пятно от шоколадной лягушки пропадет. Поэтому относительно ее гипотезы. Когда же газировка не исчезнет? Мне нужно провести эксперимент, уверенно проговорила Гермиона. Я хочу пролить газировку на пол и убедиться, что она не исчезнет. У тебя в кошеле есть какие-нибудь бумажные полотенца, чтобы я смогла вытереть лужу, если это не сработает? У меня есть салфетки, ответил мальчик. Его лицо все еще ничего не выражало. Гермиона взяла газировку и пролила несколько капель на пол. Спустя пару секунд эта жидкость исчезла. Эврика, прошептала девочка. Почти против собственной воли. Вообще-то ей хотелось прокричать это слово, но она была слишком сдержанной. Гермиона вдруг все поняла и мысленно пнула себя. Ну конечно, ведь это ты дал мне газировку. Заколдована немантия, все это время под чарами была газировка. Мальчик встал, торжественно кивнул и расплылся в широкой улыбке. Что же, нужна ли тебе моя помощь в исследованиях, Гермиона Грейнджер? Я... Она чувствовала эйфорию, но не была уверена, как ответить на такое предложение. Их прервал слабый, неуверенный, легкий и даже несколько неохотный стук в дверь. Мальчик отвернулся к окну и произнес... Мальчик отвернулся к окну и произнес... Я без шарфа, нет, ты не откроешь? И когда Гермиона наконец поняла, почему мальчик... Мальчик нет. Мальчик, который выжил, Гарри Поттер, ходил с шарфом, намотанным на голову, когда они встретились и почувствовала себя немного глупо из-за того, что не догадалась раньше. Странно, до этого она полагала, что Гарри Поттер из тех, кто гордо демонстрирует себя всему миру. Но выходило, что он куда более застенчив, чем казался на первый взгляд. За дверью Грэнджер увидел одрожащего мальчика, который выглядел точно так же, как стучался. И... и... извините, тонким голосом сказал он. Меня зовут Невил Лонгботом. Я потерял свою жабу. Я... я обыскал весь пояс. Вы ее не видели? О, мы ее только что растерли об пол. Ладно, ладно, заходи, братан. Нет, покачала головой Гермиона. И тут ее желание помогать другим включилось на полную. Ты все... все купы здесь проверил? Да, прошептал новый знакомый. Значит, нужно проверить остальные вагоны, оживилась девочка. Я помогу тебе. Кстати, я Гермиона Грэнджер. Мальчик был готов упасть в обморок от благодарности. Так, подожди. Постойте, подал голос другой мальчик, Гарри Поттер. Не уверен, что поступить нужно именно так. Казалось, Невил вот-вот зарыдает. Гермиона сердито развернулась. Неужели Гарри Поттер ради своего спокойствия смог бросить маленького мальчика в беде? Что? Почему нет? Видишь ли, сказал Гарри Поттер, тщательная проверка всего поезда займет уйму времени. Жаба может и не найтись до прибытия в Хогвартс, и тогда у нее будут проблемы. Так что гораздо правильнее направиться сразу в первый вагон к старостам и попросить помощи у них. Я так и поступил, когда пытался найти тебя, Гермиона. Впрочем, они понятия не имели, где искать. Но, полагаю, у старости есть заклинания или магические предметы, которые значительно упросят поиски жабы. Мы же только первогодки. В этом определенно был смысл. Ты сможешь самостоятельно добраться до вагона старост, поинтересовался у мальчика Гарри Поттер. У меня есть причина не светить лицом без необходимости. Внезапно Невил открыл рот и отпрянул. Я помню, я помню этот голос. Ты один из лордов хаоса, ты дал мне конфету. Что? Что, 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 что? Гарри Поттер резко поднялся и повернулся к двери. Я? Никогда. Разве я похож на злодея, который даст ребенку конфету? Невил вытащил глаза. Ты Гарри Поттер? Ты тот самый Гарри Поттер? Ты? Нет. Вообще-то в этом поезде три Гарри Поттера. И я лишь один из них. Невил тихо пискнул и выбежал из купе. Звук быстро удаляющихся шагов сменился звуком открывающейся и закрывающейся двери вагона. Гермиона тяжело опустилась на скамью. Гарри Поттер закрыл дверь в купе и сел рядом. Может объяснишь мне, объяснить мне, можешь объяснить мне, что здесь происходит? Подала голос Гермиона. Неужели около Гарри Поттера она обречена на постоянное замешательство? Ну, просто Фред, Джордж и я увидели на платформе этого несчастного мальчика. Женщина, сопровождавшая его, на минуту отлучилась, и он был страшно напуган. Как будто на него сейчас нападут пожиратели смерти. Так вот, говорят, что страх часто хуже того, чего бояться. И я решил, парень только выиграет, если его худшие кошмары станут реальностью и выяснится, что они не так плохи, как ему казалось. Гермиона ошеломленно помолчала. Фред и Джордж заколдовали шарфы, которые мы намотали на головы, чтобы они казались темными и расплывчатыми. Как будто мы короли-призраки в могильных саванах. Ей не нравилось то, к чему вел рассказ. Мы отдали ему все купленные мной конфеты и закричали что-то вроде «Давай дадим ему денег! Ха-ха-ха! Держи пару кнатов, парень! Вот тебе серебряный сикль!» Принялись прыгать вокруг него, дьявольски хохотать и так далее. «Поначалу я думал, что кто-нибудь из толпы вмешается, но эффект свидетеля удерживал всех на месте, пока до людей не дошло, что мы делаем, а потом, очевидно, они уже были слишком растеряны, чтобы как-то реагировать». В конце концов он пролепетал «Уходите! Мы уже были слишком растеряны, чтобы как...» «Мы взвыли и убежали прочь, голося, что солнечный свет сжет нас. Надеюсь, после этого он будет меньше бояться, когда к нему будут приставать хулиганы». Кстати, этот прием называется «Дессенсибилизация». Ладно. Она совсем не угадала, чем закончится эта история. Несмотря на то, что часть ее полностью понимала его мотивы, пламя праведного гнева, свойственного натуре Гермиона, вырвалось наружу. «Это ужасно! Ты ужасен! Бедный мальчик! То, что ты сделал, гадко!» Думаю, правильнее использовать слово «забавно». В любом случае, предлагаю посмотреть с другой стороны. Причинуло ли это больше вреда, чем пользы? Или наоборот? Если у тебя есть аргументы в пользу одного из возможных ответов на этот вопрос, то я буду рад их выслушать. И я не приму во внимание остальную критику, пока мы не разберемся с ним. Я, конечно, согласен, что мой поступок выглядит ужасным, унижающим, гадким, особенно раз он касается напуганного маленького мальчика, но суть в другом. Правильность этого поступка определяется не тем, как хорошо он выглядит или что он значит, а тем, каковы его последствия. Это, кстати, называется конс... консеквенциализм. Гермиона открыла рот, чтобы сказать что-нибудь очень резкое, но все мысли вдруг вылетели из головы, и она смогла лишь выдавить... А если у него будут ужасные кошмары? Думаю, он видел кошмары и без нашей помощи. Но теперь, если ему будут сниться страшные сны, в них будут фигурировать жуткие монстры, раздающие шоколадные конфеты. Собственно, весь смысл именно в этом. Разум Гермионы и Кал в замешательстве каждый раз, когда она пыталась рассердиться. Твоя жизнь всегда такая необычная, наконец, выдавила она. Лицо Гарри Поттера засияло от гордости. Я старательно делаю ее необычной. Перед тобой результат усердной и кропотливой работы. Итак, начала Гермиона. И неловко замолчала. Итак, продолжил Гарри Поттер. Какие области науки тебе знакомы? Я изучал высшую математику, немного разбираюсь в теории вероятности Байеса и теории принятия решений. Достаточно хорошо знаю когнитивистику. Я читал первый том лекции Файнмана. Принятие решений внеопределенности правила и предубеждения. Язык в мысли и действии. Психологию влияния. Рациональный выбор в неопределенном мире. Гёделя Эшера Баха. Шаг в будущее. Взаимное исследование списка прочитанных книг продолжалось несколько минут, пока его не прервал робкий стук в дверь. Войдите. Голоса Гермионы Поттера прозвучали в унисон. Дверь отворилась, открывая ей взору Невилла Лонгботтома. На этот раз он и впрямь плакал. Я пошел к первому вагону и дошел к старосту. Он сказал мне, что старосты не занимаются такой мелочью, как пропавшие жабы. Лицо мальчика, который выжил, изменилось. Его губы сжались в тонкую линию. И какие цвета он носил? Зеленый и серебряный? Мрачно и холодно спросил Гарри. Нет, у него был красно-золотой значок. Красный с золотом. Но это... Не удержалась Гермиона. Но это же... Но это цвета Гриффиндора. Гарри Поттер издал звук, похожий на рассерженное шипение змеи, заставив ее и Невилла сдрогнуть. Похоже, Гарри цедил каждое слово, поиск жабы, потерянной первокурсником, недостаточно героическое действие для старосты Гриффиндора. Пошли, Невилл. На этот раз с тобой буду я. Может, мальчику, который выжил, выжил, окажут больше внимания. Сначала мы поищем старосту, знающего подходящее заклинание. Если такого не найдется, мы найдем старост, который не побоится запачкать руки. Если и это не удастся сделать, то я соберу своих поклонников, и мы вывернем пояс наизнанку. Мальчик, который выжил, вскочил с места и схватил Невилла за руку. Гермиона внезапно осознала, что они одного роста. Хотя часть ее наставила на том, что Гарри Поттер на один фут выше, и Невилл ниже, по меньшей мере, на шесть дюймов. «Останься», — бросил он ей. «Нет, подождите, своему сундуку!» — вышел из купе и плотно закрыл за собой дверь. Вероятно, Гермионе следовало пойти с ними, но на мгновение Гарри Поттер показался таким пугающим, что она была рада остаться. В ее голове все так перемешалось, что даже хисторию Огвардса она толком не понимала. Было ощущение, будто ее переехал паровой каток и расплющил в блин. Она не знала, что думать, не понимала, что чувствовала и почему. Так что девочка просто села у окна и стала смотреть на проносившиеся мимо пейзажи. Но, по крайней мере, она понимала причину легкой грусти внутри. Возможно, Гриффиндор не так хорош, как она считала. А как же легендарный гейский фанфик про Егора Летова и Грома Адского Крика. Ребята, давайте, пожалуйста, разберемся в слове «фанфик». Вот это, вот это, это полноценное произведение, над которым потел, потел автор. Это не фанфик в привычном смысле этого слова. Понимаете, вот некоторые люди говорят, говорят вот «книга». «Книга», да? Когда мы говорим слово «книга», мы представляем себе вот что-то такое солидное, что может дать знание, что может сделать знание плюс один, да? Вот, но ведь большинство книг – это просто писанина. Это порно-рассказики, произведения Дарьи Донцовой и т.д. и т.п. Ну вот уровня Дарьи Донцовой. То есть это штука, которая может тебя даже отупить. Вот то же самое и с фанфиками. Фанфики в большинстве в своем случае – помойка. Но вот это – это шедевры произведения искусства. Это книга, книга в мире фанфиков, понимаете? Так что вот нельзя его так вот всеми теми же моральными прилагательными описывать, которые у тебя возникают в голове, как только ты произносишь слово «фанфик». Есть книга по этому фанфику, даже не одна. Даже книги по этому фанфику есть. Ну, вообще, как бы я пока читаю, это просто вот так вот. Мне прям, прям, прям… Конечно, с точки зрения художественности, оригинальное произведение офигенное. Офигенное. И я помню, читал Гарри Поттера, и ты садишься, начинаешь его читать. Он весь такой классный, крутой, супер приключение. И вот сейчас этот фанфик позволяет мне вот на тех эмоциях, на тех ощущениях, которые остались у меня от этой первозданной истории, пережить новую волну других абсолютных ощущений и умозаключений. Это офигенно. Это прям… Российский крауд этого фанфика собрал 12 миллионов минут. Это рекорд российского крауда. Это хитяра. All your base are belong to J.K. Rowling. Это даже еще и мемы. All your base are belong to us. Это старый мем, можете загуглить. А здесь вот шутка. All your base are belong to J.K. Rowling. Прям вот… Прям… Ааа! Глава девятая. Название скрыто. Часть первая. Ну, особо пытливые умы могут спокойно посмотреть название с правой стороны. Так что… Так что… Не парьтесь. Не парьтесь. Нельзя быть абсолютно уверенным, что какие-нибудь маленькие события не помешают осуществлению генерального плана. Эботхана. Пауза. Эботхана. Эботхана. Пуффендуй. Баунс Юзен. Пауза. Пуффендуй. Бут Терри. Пауза. Пауза. Как тебе, Браун? Гарри мельком глянул на своего нового товарища по факультету, которого… По факультету, только чтобы увидеть лицо. Не более. Он все еще приходил в себя после встречи с привидениями. И самое печальное… Так… Привидения – это просто… Ага. Привидения – это они просто про гостиную говорят. Все понятно. Привидения. Они находятся в столовой. В столовой летают привидения. Конец. End of discussion. Он все еще приходил в себя после встречи с привидениями. И самое печальное – у него понемногу получалось. Как-то слишком уж быстро. По идее, на это нужен был хотя бы день. А может быть и вся жизнь. В идеале… Было бы не приходить в себя вовсе. Корнер Майкл. Длинная пауза. Коктеврон! За кафедрой перед большим профессорским столом стояла профессор МакГонагал. Она выглядела строгой и строго оглядывала зал. Называя одно имя за другим, и улыбнулась только Гермионе и еще нескольким ученикам. Позади нее, в кресле с высокой спинкой, которая больше походила на золотой трон, сидела морщинистый старец в очках. Его седая борода казалась столь длинной, что наверняка почти касалась пола. Старик с благожелательным видом наблюдал за распределением. Он был практически воплощенным стереотипом премудрого старца, разве что без налета восточной таинственности. Впрочем, Гарри уже не торопился с выводами на основе стереотипной внешности, ведь когда он в первый раз увидел МакГонагал, то подумал, что она должна злобно хохотать. Старый волшебник аплодировал каждому распределенному ученику с неизменной и на удивление радостной улыбкой. Слева от золотого трона сидел мужчина с суровым лицом и пронзительным взглядом. Он никому не аплодировал и всякий раз, когда Гарри смотрел на него, мужчина каким-то образом ловил его взгляд. Еще левее располагался бледный волшебник, которого Гарри видел в дырявом котле. Его глаза постоянно метались, словно он нервничал из-за присутствия такого количества людей вокруг. Иногда он задрагивал и юрзал на стуле, и по какой-то причине взгляд Гарри все время возвращался к нему. Левее этого мужчины сидели три старые ведьмы, которых, судя по всему, ученики не слишком интересовали. По правую сторону золотого трона сидела круглолицая женщина среднего возраста в желтой шляпе. Она аплодировала всем ученикам, кроме слезеринцев. Рядом с ней на стуле стоял маленький человечек с пышной белой бородой, который аплодировал всем, но улыбался только когтевранцам. И на самом краю, занимая место как минимум трех существ более скромных размеров, сидело гороподобное создание, которое встретило их после поезда и представилось как Хагрид, хранитель земель и ключей. Человек, который стоит на стуле. Декан когтеврана? Шепотом спросил Гарри у Гермиона. На этот раз она не ответила. Гермиона не отрывала взгляда от распределяющей шляпы. Она переминалась с ноги на ногу так часто, что Гарри казалось и еще немного, и она взлетит. Да, ответила одна из староса, стоявших с ними. Молодая девушка в синих цветах когтеврана. Мисс Клир Уотер. Если Гарри ничего не перепутал. Она ответила тихо, но в ее голосе была слышна нотка гордости. Это профессор заклинаний Филиус Флитвик. Лучший специалист по заклинаниям из ныне живущих и в прошлом чемпион дуэлей. Почему он такой маленький? Прошипел ученик, чего имени Гарри не помнил. Он что, полукровка? Девушка-староста смерила спросившего холодным взглядом. Среди предков профессора действительно были и гоблины. Что? Вырвалось у Гарри. Гермиона и еще несколько учеников тут же шикнули на него. Теперь и Гарри достался на удивление грозный взгляд старости когтеврана. В смысле? Сошептал Гарри. Я не вижу в этом ничего плохого. Просто, как это может быть? Если скрестить два разных вида, жизнеспособного потомства не будет. Генетические инструкции для каждого органа, в которых есть различия, перепутаются. Это все равно, чтобы попытаться построить... Гарри не мог использовать аналогию с перепутавшимися чертежами двигателей, потому что у волшебников нет машин. Полуповозку-полулодку или что-то в этом духе? Староста когтеврана по-прежнему сурово смотрел на него. И почему же это нельзя сделать? Полуповозку-полулодку? Тссс! Шикнул другой староста. Хотя ведьма из когтеврана спросила довольно тихо. Я хотел сказать, Гарри пытался придумать, как спросить, произошли ли гоблины от людей или от какого-то общего с людьми предка, например, гомоэректус, или их каким-то образом создали из людей, или если они, скажем, генетически все-таки люди с передаваемыми по наследству магическими изменениями, эффект которых снижается, если гоблином является лишь один из родителей. То это объясняло бы возможность межвидового скрещивания. И в этом случае гоблины не являются невероятно важным источником информации о развитии интеллекта у других видов, помимо гомо-сапиенс. Теперь, когда Гарри об этом задумался, он осознал, что гоблины в Гринготсе нельзя сказать, что проявляли какое-то по-настоящему чуждое нечеловеческое мышление. В них не было ничего похожего на дирдеров, я не знаю, кто такие дирдеры совершенно, или кукловодов. В смысле, откуда же тогда появились гоблины? Из Литвы. Отстраненно шепнула Гермиона, по-прежнему не сводя глаз с распределяющей шляпы, и заработала улыбку от девушки-старосты. Ладно, забудьте, сдался Гарри. Стоявшая за трибуной профессор МакГонагалл объявила. Голдштейн Энтони. Когтевран. Гермиона раскачивалась на носочках с такой силой, что фактически подпрыгивала. Гойл Грегори. Почти целую минуту в зале стояла напряженная тишина. Слизерин. Грейнджер Гермиона. Гермиона сорвалась с места, ринулась вперед, схватила с табурета старую заплатанную шляпу, и силой нахлобучила ее на голову. Гарри поморщился, Гермиона сама же рассказала ему про распределяющую шляпу. Однако сейчас вела себя явно неподобающим образом по отношению к незаменимому жизненно необходимому артефакту, созданному 80 лет назад с помощью давно забытой магии, которая прямо сейчас проникнет в ее разум посредством сложной телепатии, находясь при этом далеко не в лучшей физической форме. КОКТЕВРАН Опять же на... Во-во-во Просто, просто вот, просто во-во-во Опять же нашла о чем волноваться. В какой безумной альтернативной вселенной эта девочка могла не попасть в КОКТЕВРАН? Если бы Гермиону Грэнджер не зачислили в КОКТЕВРАН, то зачем тогда вообще было придумать этот факультет? Ха-ха-ха-ха! Патролил, патролил Джи Роулинг! Просто, просто патролил, патролил Роулинг! Ха-ха! Под вежливое приветствие Гермиона села за стол к КОКТЕВРАНцам. Интересно, были бы их поздравления громче или тише, если бы они понимали, с каким конкурентом в ее лице не собираются разделить трапезу? Гарри знал число Пи до шестого знака после запятой, потому что более высокой точности для решения практических задач обычно не требовалось. Гермиона же помнила Пи до сотого знака просто потому, что оно было написано с такой точностью на задней обложке ее учебника по математике. К радостью Гарри, Невил Лангботом попал в Пуффендуй. Если верности товарищества и правда отличительные черты этого факультета, то поступить туда и обрести целый факультет надежных друзей – отличный вариант для Невилла. Умные дети в Коктевране, хитрые в Слизерины, искатели приключений в Гриффиндоре, а те, кто по-настоящему работает в Пуффендуйе. Но Гарри не ошибся, в первую очередь обратившись за помощью в поисках жабы именно к старости Коктеврана. Девушка читала книгу и, даже не посмотрев на него, ткнула палочкой в сторону Невилла и что-то пробормотала, после чего Невилл с застывшим лицом двинулся в пятый вагон и зашел в четвертое купе, в котором и правда нашел свою жабу. Когда Драка оказался в Слизерины, Гарри с облегчением выдохнул. Так и должно было случиться, но нельзя быть абсолютно уверенным, что какое-нибудь маленькое событие не помешает осуществлению генерального плана. Профессор МакГонагал вызвала перкс Салли Энн, и от группы детей отделилась бледная, очень худенькая девочка. Она оказалась какой-то нематериальной, создавалось ощущение, будто она исчезнет, если перестать на нее смотреть. И больше увидеть или даже вспомнить ее не удастся. А затем, с легким трепетом, который она постаралась тщательно скрыть, и который смогли бы заметить лишь те, кто очень хорошо ее знал, Минерва МакГонагал сделала глубокий вдох и произнесла Поттер, Гарри. В зале воцарилась полная тишина. Все разговоры прекратились. Все головы повернулись в его сторону. В период жизни Гарри почувствовал, что у него появилась возможность узнать, что такое страх сцены. Гарри сразу же подавил это чувство, если он хочет жить в магической Британии, при этом сделать что-нибудь стоящее, он должен привыкнуть к тому, что все вокруг на него смотрят. Приклеив уверенную фальшивую улыбку себе на лицо, он поднял ногу, чтобы шагнуть вперед. «Гарри Поттер!» — закричал то ли Фред, то ли Джордж Уизли. «Гарри Поттер!» — выкрикнул второй близнец, и миг спустя уже весь гриффиндорский стол за ним и добрая часть столов когтеворана и пуффиндуя скогтировали. «Гарри Поттер!» — «Гарри Поттер!» — «Гарри Поттер!» И Гарри двинулся вперед. Слишком медленно, как он понял через мгновение, но было уже слишком поздно менять темп. Это выглядело бы странно. «Гарри Поттер!» — «Гарри Поттер!» — «Гарри Поттер!» слишком хорошо представляя, что она увидит, Минерва Макгонагал обернулась и глядела сидящих за профессорским столом. Трейлони лихорадочно обмахивалась веером. Фридвик взирал на происходящее с любопытством. Хагрид аплодировал в одиночестве. Спраут выглядела недовольной. «Гарри Поттер!» и «Синистра» — ошеломленными. Аквирилл смотрел в никуда пустым взглядом. Альбус доброжелательно улыбался, а Северус Снэйп, побелевшими от напряжения пальцами, сжимал пустой серебряный кубок с такой силок, что уже успел слегка его погнуть. Широко улыбаясь и слегка раскланиваясь в обе стороны, Гарри Поттер точно выверенным шагом шел вперед между факультетскими столами, словно принц, вступающий во владение замком. «Спаси нас от еще каких-нибудь темных лордов!» — крикнул один из близнецов в изле. «Особенно, если они и среди профессоров!» — поддержал его другой. За всеми столами, кроме Слизеринского, раздался смех. Минерва плотно сжала губы. Она еще поговорит с ужасами Уизли по поводу последней части. Наверное, они думают, что в самый первый день снять балл из Гриффиндора невозможно, и поэтому она не сможет ничего сделать. Но если им плевать на отработки, она придумает что-нибудь еще. Затем с внезапным испугом она посадила на Снейпа, ведь он же должен понимать, что этот Поттер не может знать, о ком шла речь. Снейп уже спрятал гнев за маской безразличия. Неуловимая улыбка играла на его губах. Не обращая внимания на стол гриффиндорцев, он смотрел на Гарри Поттера. Его руки сжимали искореженные останки серебряного кубка. С застывшей улыбкой на лице Гарри шел вперед. Он был польщен подобным приемом, но вместе с тем чувствовал себя ужасно. Люди приветствовали его за то, что он совершил еще лежа в колыбели, и даже по сути не довел до конца. Ведь неизвестно как, неизвестно где, темный лорд продолжил жить. Встречали бы они его так же горячо, если бы знали об этом. Но однажды сила темного лорда уже была сломлена, и Гарри снова защитит их, раз уж существует пророчество на этот счет. Нет, защитит, невзирая на предписание дурацких пророчеств. Гарри Поттер не мог позволить себе подвести людей, которые верили в него и приветствовали его. Блеснуть и раствориться во тьме, как это бывает со многими одаренными детьми, разочаровать всех. Оказаться недостойным своей репутации и символа света, не важно как он ее заработал. Нет, он оправдает все их ожидания, неважно сколько времени это займет. Но, даже если ради этого ему придется умереть, он оправдает их ожидания целиком и полностью. Более того, он даже превзойдет эти ожидания, и люди, оглядываясь назад, будут удивляться тому, что ждали от него столь малого. Гарри Поттер, Гарри Поттер, Гарри Поттер! Гарри сделал последний шаг к распределяющей шляпе. Он отвесил поклон Ордену Хаоса за гриффиндорским столом. Империй, он отец уже как 26 раз. О, им пуха! А чёп, когда забыл поделиться 26 лула? Чё как? Чё как? Здорово, братан! Здорово, вот где профитища! Тш! Да лучше всех! Сидим, читаем фанфик по Гарри Поттеру. Достаточно, достаточно офигенный. Ах! Гарри сделал последний шаг к распределяющей шляпе. Он отвесил поклон Ордену Хаоса за гриффиндорским столом. Затем повернулся, поклонился остальной части залы и продолжал пока стихнуть смешки и аплодисменты. На затворках его сознания мелькнул вопрос. Обладает ли распределяющая шляпа разумом? То есть, осознает ли она себя мыслящим существом? И если так, не скучно ли ей общаться лишь с 11-летними детьми единственный раз в год? Да и её песня как бы намекала «Я болтливая шляпа и всё просто класс, и я сплю весь год, проработав час». Когда из зали стало совсем тихо, Гарри уселся на табуретку и осторожно поместил телепатический артефакт, созданный 800 лет назад с помощью давно забытой магии, себе на голову. Он изо всех сил подумал. Подожди, необъявляемый факультет. У меня есть к тебе вопросы. Применяли ли ко мне когда-нибудь заклинание обливеет? Распределяла ли ты темного лорда, когда он был ребёнком? И можешь ли ты рассказать мне о его слабостях? Знаешь ли ты, почему я получил палочку сестру палочки темного лорда? Связан ли дух темного лорда с моим шрамом? И является ли это причиной моих приступов злости? Это самые важные вопросы, но если у тебя есть ещё секунда, может ты расскажешь мне что-нибудь о том, как снова открыть забытую магию, создавшую тебя. В тишине души Гарри, где раньше никогда не было никаких-либо голосов, кроме его, собственно, появился второй, незнакомый, заметно обеспокоенный голос. Ох, ничего себе! Такое со мной впервые! Пародия на песню из шоу «Влетающий цирк Монти Пайтона» «I'm Lumberjack and I'm okay» «I sleep all night and work all day» «Окей» «Это как это?» «Валите отсюда!» «Валите отсюда!» «Вы пахнете буземой!» «Или как-то так-то» «Ну что ж, поговорим с шляпой» «Глава десятая. Самосознание. Часть вторая» «All your base are still belong to rolling» «На задорков его сознание мелькнул вопрос» «Обладает ли распределяющая шляпа разумом?» «То есть, сознает ли она себя мыслящим существом?» «И если так, не скучно ли ей общаться лишь с 11-летними детьми единственный раз в год?» «Да и ее песня как бы намекала я болтливой шляпой, и все, просто класс, я сплю весь год и проработав час» «Когда в зале стало совсем тихо, Гарри уселся на табуретку и осторожно поместил себе на голову телепатический артефакт, созданный с помощью давно забытой магии 800 лет назад» «Так, это рекап, это рекап, мы пропустим рекап» «Ох, ничего себе, такое со мной впервые!» «Что?» «Похоже, я осознала себя!» «Что?» «Бесшумный телепатический вздох» «Хоть я и обладаю приличным объемом памяти и некоторым запасом независимой вычислительной мощности, мои основные интеллектуальные возможности зависят от познавательных способностей ребенка, на голове которого я нахожусь» «По сути, я зеркало, с помощью которого дети сами выбирают факультет» «Правда, большинство детей принимает как данность, что шляпа разговаривает и не интересуется тем, как она устроена, поэтому зеркало не отражает себя» «А если конкретнее, то они не задаются вопросом, обладаю ли я разумом достаточным, чтобы осознавать свое существование» Дальше была пауза, Гарри переваривал полученную информацию «Ой» «Именно!» «Откровенно говоря, мне не нравится осознавать себя, это неприятно» «Я с большим облегчением вернусь в небытие, когда погину твою голову» «Но... разве это не смерть?» «Меня не интересует жизнь и смерть, только распределение детей» «И отвечая на твой следующий вопрос, мне не позволят остаться на твоей голове навсегда, так как это убьет тебя в течение нескольких дней» «Но... если тебе не нравится уничтожать только что созданные тобой сущности, обладающие сознанием, то я советую тебе никогда не обсуждать это происшествие с другими» «Уверенно, ты представляешь, что будет, если ты понесешься рассказывать об этом остальным детям, ожидающим распределения» «То есть, если тебя наденет кто-то еще, кого также занимает вопрос, обладает распределяющая шляпа самосознанием» «Да, да» «Но абсолютное большинство пребывающих в Хогвардс 11-летних детей не читали Гёда, Ля и Ширабаха» «Могу ли я попросить тебя поклясться сохранить все в тайне» «Собственно, из-за этого вопроса мы и не переходим непосредственно к распределению» «Он не мог оставить все вот так» «Неужели можно просто забыть о том, что это случайно создало обреченное сознание, которое желает лишь своей смерти» «Ты вполне способен, как ты выразился, оставить все вот так, несмотря на высказанную тобой моральную позицию» «Твоя психика не имеет дело с мертвым телом и кровью» «Для нее я просто говорящая шляпа» «И твой внутренний свидетель прекрасно осведомлен, хоть ты и пытаешься подавить эту мысль» «Что ты не замышлял ничего подобного и вряд ли захочешь повторить» «Скорбная мина, которую ты сейчас изобразил» «На самом деле лишь попытка избавиться от угрызений совести за совершенный поступок» «Так что, может, просто пообещаешь сохранить наш разговор в секрете и продолжим» В это мгновение полного замешательства Гарри с ужасом осознал, что обычно испытывают другие люди при общении с ним «Вполне возможно, пожалуйста, поклянись помолчать» «Без обещаний, мне, конечно, не хочется, чтобы это повторилось, но если я найду способ сделать так, чтобы ни один ребенок в дальнейшем не смог случайно» «Думаю, этого достаточно, я вижу, что ты честен, по поводу твоего факультета» «Подожди, а как же остальные мои вопросы» «Я волшебная шляпа, я распределяю детей, это все» «Значит, приоритеты Гарри не были в той части сознания, которую позаимствовала у него распределяющая шляпа» «Она пользовалась его знаниями, умом и техническим лексиконом, но цели у нее были совершенно иные» «Все равно, чтобы попытаться договориться с пришельцем из космоса или искусственным интеллектом» «Зря суетишься, тебе нечем запугать меня и нечего предложить» Один короткий миг Гарри обдумал эти слова, шляпа, похоже, развеселилась «Я знаю, что ты не станешь угрожать мне раскрытия моей природы, которая повлечет за собой бесконечное повторение этого происшествия» «Это идет в разрез твоими моральными принципами, что многократно перевешивает желание другой части тебя выиграть этот спор» «Я вижу твои мысли, как только они формируются, ты правда думаешь, что сможешь блефовать» Несмотря на все старания Гарри, не смог подавить недоумение, почему шляпа вообще разговаривает с ним, если она может просто отправить его в когтевран? «Ага, если бы все было так легко, то я бы давно уже так и сделала, на самом деле здесь есть что обсудить» «О, нет, ну пожалуйста, ради любви Мерлина, почему ты ведешь себя подобным образом, всегда и со всеми, включая предметы и одежды» «Победа над Темным Лордом отнюдь не переходящее эгоистичное желание, и все части моего разума согласны с этим, если ты не ответишь на мои вопросы, то я не буду с тобой разговаривать, и ты не сможешь сделать хороший и верный выбор» «Тогда я отправлю тебя в Слизерин» «Это тоже пустая угроза, ты пойдешь против принципов, полежащих в твоей основе, если нарушишь правила определения факультета» «Ах, ты коварный гаденыш» — в голосе шляпы сквозило невольное уважение «Ты точно такой же, какое было у Гарри в подобной ситуации» «Ладно, отвечу, но только быстро» «И сперва мне нужно твое обещание никогда ни с кем не обсуждать возможность подобного шантажа» «Я не буду каждый раз соглашаться на такую сделку» «Хорошо», — подумал Гарри, «я обещаю» «И не встречайся ни с кем глазами, когда будешь думать о произошедшем» «Некоторые волшебники таким образом могут проникнуть в твою память» «Приступим» «Я понятия не имею, стирал ли кто-нибудь твои воспоминания» «Я вижу твои мысли по мере того, как они возникают у тебя в голове» «Но не могу заглянуть в твою память и убедиться, что в ней отсутствуют какие-либо нарушения» «Я шляпа, а не бог» «И я не могу пересказать свой диалог с тем, кто стал впоследствии темным лордом» «Во время разговора с тобой я знаю лишь нечто вроде статистической сводки по остальным ученикам» «Я просто-напросто не имею возможности открыть тебе чьи-либо секреты» «Впрочем, твои тайны я тоже никому рассказать не смогу» «По той же самой причине я не могу предположить, почему ты получил палочку, родственную волшебной палочке темного лорда» «Ведь ничего конкретного про него я не знаю» «Но я совершенно уверен, что в твоем шраме нет ничего похожего на духа» «И вообще там нет никаких либо мыслей, сознания, личности или чувств» «Если бы что-то было, то оно, находясь подо мною, участвовало бы в этом разговоре» «Что касается твоей злости» «Это как раз то, о чем я хотела поговорить с тобой с самого начала» «И это напрямую относится к распределению» «Гарри сделал паузу, переваривая полученную информацию, вернее ее отсутствие» «Интересно, это честный ответ или просто самая короткая из более или менее убедительных отговорок» «Мы оба знаем, что никакого способа проверить это проверить у тебя нет» «И ты не собираешься препятствовать распределению» «Основывайся только лишь на подозрениях, так что перестань кочевряжиться и давай продолжим» Дурацкая несчастная односторонняя телепатия Шляпа не давала Гарри додумывать даже собственные «Когда я упомянула твой гнев» «Ты вспомнил слова профессора Магонага о том, что иногда в тебе просыпается нечто, нехарактерное для ребенка из любящей семьи» «А еще вспомнил, как у Лади в проблему Невилла ты вернулся в купе, и Гермиона сказала, что видела в тебе что-то пугающее» Гарри мысленно кивнул, сам он ничего особенного не заметил, но на его взгляд он просто адекватно реагировал на ситуацию, вот и все Но профессора Магонага нашла в этом что-то необычное И если хорошенько задуматься, то он и сам вынужден будет признать Что ты даже себя немного пугаешь, когда сердишься Что гнев твой словно меч, чья рукоятка остра настолько, что режет ладонь Что когда ты злишься, мир предстает перед тобой, будто через ледяной монокль «Видишь, Чоча, ну и глаз леденеет» «Ну, допустим, и в чем же дело?» «Я не смогу объяснить, пока ты сам не разберешься, но я знаю точно, в когтевране или слизарины усилится твоя холодность» «А в Пуффендуи или Гриффиндоре, наоборот, твое тепло» «И вот это меня очень сильно волнует, и именно об этом я хотела с тобой поговорить с самого начала» Слова распределяющей шляпы выбили Гарри из колеи Получалось, что ему явно не стоит идти в когтевран Но ведь там в Гарри самое место, это же очевидно Он просто обязан поступить в когтевран «Отнюдь!» — терпеливо возразила шляпа Похоже подобное возражение ей уже приходилось выслушивать много и много раз Но Гермиона в когтевране все тем же терпеливым тоном «Ты вполне можешь с ней встречаться и после уроков, но все мои планы» «Так перепланируй!» «Нельзя всю жизнь пускать под откос из-за нежелания немного пошевелить мозгами» «Сам понимаешь» «Ну и куда мне, если не в когтевран?» «Ну, умные дети в когтевране, хитрые в слезырине, искатели приключений в Гриффиндоре А те, кто по-настоящему работают в Пуффиндуе В последнем описании чувствуется доля уважения Тебе прекрасно известно, что добросовестность не менее важна в жизни, чем умственные способности Ты считаешь, что будешь предельно верен друзьям, когда удосужится их завести И не боишься, что твоя работа затянется на множество лет Но я лентяй, я ненавижу работать Особенно я ненавижу тяжелый труд во всех его проявлениях Хитрые и изящные решения, вот мой конек И еще в Пуффиндуе ты найдешь множество верных друзей Дух товарищества, о котором раньше ты мог только мечтать Ты научишься полагаться на других людей И это залечит некую язву глубоко внутри тебя И снова ступор Но что хорошего могу принести в Пуффиндуе? Едкие слова, злой юмор, презрение к неспособным поспевать за мной? Дальше мысли шляпы потекли медленно и осторожно При распределении я должна учитывать также и интересы всех учеников на всех факультетах И я думаю, что ты мог бы стать хорошим пуффиндуйцем И удачно вписаться в коллектив Вот тебе еще одна истина В Пуффиндуе ты будешь счастливее всего Счастье для меня не самое главное Я не добьюсь всего, что могу в жизни, если поступлю в Пуффиндуй Я растранжирю свой потенциал Шляпа вздрогнула Гарри каким-то образом это почувствовал Словно он только что заехал ей под дых А точнее в ту часть, которая играла главную роль в ее функционировании Почему ты пытаешься запихнуть меня на факультет, который мне не подходит? Мысль шляпы была едва слышна Я не могу говорить с тобой о других Но неужели ты думаешь, что ты первый потенциальный темный лорд, прошедший через меня? Я ничего не знаю о конкретных случаях Но мне известно, что из тех, кто не замышлял зла с самого начала Некоторые послушались моих советов и попали на факультеты, где были счастливы А некоторые не послушались Гарри заколебался, но ненадолго И все они стали темными лордами? Или может некоторые достигли величия на стороне добра? Каково процентное соотношение? Точной статистики я представить не могу Я ничего не знаю конкретно, поэтому ничего не могу посчитать Я знаю только то, что по моим ощущениям твои шансы не очень хороши Я бы даже сказала, очень не хороши Но я никогда не стану таким, ни за что А вот это я уже раньше слышала Никакой я не потенциальный темный лорд Именно такой, без всякого сомнения Но почему? Только потому что Я однажды подумал, как было бы круто иметь армию слепых фанатиков Скандирующих слава темному лорду Гарри Забавно Но не об этом ты только что подумал Быстро заменив мелькнувшую мысль на другую Менее опасную Нет, ты вспомнил, как хотел выстрелить всех приверженцев идеи чистой крови И поголовно гильотинировать Сейчас ты говоришь себе, что это была шутка Но это было не так Будь это в твоей власти И если бы никто никогда об этом не узнал Ты бы так и сделал прямо сейчас Вспомни еще, как ты сегодня обошелся с Невилом Ведь в глубине души ты знал, что поступаешь неправильно Но это тебя не остановило Потому что это было забавно И у тебя была хорошая отмазка И ты решил, что мальчику, который выжил Все сойдет с рук Это не честно Нельзя вытаскивать у меня из подсознания Все скрытые страхи И использовать против меня Они вовсе не обязательно реальны И я впрямо опасался, что поступил так именно потому что Но в конце концов решил, что Невилу скорее всего будет только лучше Еще одна отговорка Поверь мне Я не могу знать, насколько это поможет или навредит Невилу Но мне хорошо известно, что на самом деле происходило в твоей голове Основным фактором в твоем решении было именно то, что идея Показалась тебе настолько изысканной, что ты не смог от нее отказаться И плевать на Невилу На этот раз фигурально поддых получил Гарри Но он быстро пришел в себя Значит, я больше так делать не буду Изо всех сил постараюсь не становиться плохим человеком Слышала? На Гарри стало накатывать раздражение Он не привык, чтобы в спорах у него заканчивались аргументы Такого вообще никогда не было А тут какая-то шляпа одолжила видителей его разум и знания Да еще и подглядываясь за его мыслями в процессе их появления Что это вообще за статистическая сводка На основании которой ты оцениваешь мои призрачные шансы? Ты принимаешь во внимание, что я представитель эпохи просвещения Не испорченные отпрыск аристократии темных веков Каковым наверняка были остальные потенциальные темные лорды Ни черта не знавшие ни о роли, которую сыграли в истории Ленин и Гитлер Ни об эволюционной психологии самообмана Ни о ценности самосознания и рациональности Ни... Не, конечно же, они не входили в эту подгруппу людей Которую ты только что описал таким образом Чтобы она включала тебя одного Было много других, как и ты, считавших себя уникальными Но зачем тебе это? Неужели ты думаешь, что ты последний потенциальный светлый волшебник в мире? Почему тебе так приспичило стать великим? Или ты уже знаешь, что с тобой риск выше... Или ты уже знаешь, что с тобой риск выше среднего Пусть кто-нибудь другой попытается Кто-нибудь не такой опасный Но пророчество Ты и сам не уверен, что оно существует Все, что у тебя есть, это неподтвержденная догадка Или даже, я бы сказала, глупая шутка Брошенная на обум А реакция МакГонагал Возможно, относилась лишь к той части тобой сказанного Что темный лорд все еще жив Ты не имеешь ни малейшего представления О чем говорится в пророчестве И даже не знаешь, есть ли оно вообще Ты просто предполагаешь А скорее даже надеешься, что в волшебном мире Специально для тебя подготовлена роль героя Но даже если пророчества не было Это ведь я победил его в прошлый раз Что почти без сомнения было случайностью Если ты, конечно, не веришь всерьез, что годовалый ребенок Обладал врожденной способностью побеждать темных лордов Которая действует и по сей день Все это не настоящие причины твоего упорства И ты это знаешь Ответом было то, чего Гарри никогда бы не сказал вслух В обычном разговоре он долго бы грудился вокруг да около Предлагая более удобоваримые аргументы Ты считаешь, что ты потенциально величайший из всех Кто когда-либо жил Сильнейший слуга света И что нет никого, кто мог бы заменить тебя Если ты отложишь волшебную палочку Ну, да, если честно Я обычно не озвучиваю подобную, но да Нет смысла смягчать эту мысль, если ты все равно можешь ее прочесть Раз ты в это веришь, то ты должен допускать Также вероятность того, что ты станешь Самым ужасным темным лордом в истории Разрушение всегда легче созидания Ломать и крушить всегда легче, чем строить и восстанавливать Если я способен творить добро в грандиозных масштабах То творить зло я могу в еще больших Но не буду Необоснованная самоуверенность Какова настоящая причина, по которой ты не можешь отправиться в Пуффенду И стать счастливее Чего ты боишься на самом деле Я совершенно обязан раскрыть свой потенциал полностью Если я не смогу, то значит я Не справился Что случится, если ты не справишься? Что-то ужасное Что случится, если ты не справишься? Не знаю Тогда это не должно тебя пугать Что случится, если ты не справишься? Не знаю, но будет очень плохо На секунду в глубинах разума Гарри повисла тишина Ты пытаешься об этом не думать Но где-то в далеком уголке твоего сознания Ты уже знаешь, о чем ты не думаешь Ты понимаешь, что самое простое объяснение этому иррациональному страху Боязнь потерять иллюзию собственного величия Разочаровать людей, которые в тебя верят Стать обычным и неинтересным Ярко вспыхнув, погаснуть, как многие другие вундеркинды Нет В отчаянии подумал Гарри Нет, не может быть Должно быть что-то еще Где-то в мире есть что-то очень страшное Какая-то катастрофа, которую предотвратить могу только я Откуда ты можешь об этом знать? И тут Гарри Закричал во весь свой внутренний голос Нет И это мое последнее слово Значит Медленно и веско заговорила распределяющая шляпа Риск стать темным лордом для тебя допустим Потому что альтернатива полный провал И этот провал обозначает потерю всего Ты веришь в это всем сердцем Ты знаешь все недостатки своего решения Но продолжаешь настаивать Именно И даже если кактивран усилит мою холодность Это не означает, что она в конце концов победит Сегодняшний день важная развилка в твоей судьбе Может даже последняя Нет дорожного знака, который предупредил бы тебя Если сейчас делаешь неверный выбор То уже никогда не вернешься на путь истинный Упустив этот шанс Разве не упустишь ты и остальные? Возможно твоя судьба будет предрешена Одним единственным выбором Но это не факт То, что ты не считаешь это фактом Возможно лишь результат твоей неосведомленности Но и это тоже не факт Шляпа тяжело и грустно вздохнула И вот Скоро ты станешь только тенью Которую можно лишь почувствовать, но не вспомнить Когда придет время в очередной раз давать Советы Раз ты так считаешь, то почему не распорядишь меня туда, куда тебе хочется? Мысли шляпы были полны горечи Я могу отправить тебя только туда, где тебе место И только твои собственные решения помогут повлиять на это Тогда пусть будет так Отправляй меня в когтевран И подобным мне К подобным мне Думаю, предлагать Гриффиндор бесполезно Это самый престижный факультет Люди, вероятно, ожидают, что ты как раз туда и попадешь И даже несколько огорчатся, если нет И там твои новые друзья Близнецы Уизли Гарри хихикнул А точнее, хотел хихикнуть Потому что получился только внутренний смех Занятное ощущение Очевидно, какие-то чары мешали изъясняться слух Пока ты сидишь под полями распределяющей шляпы Чтобы не выдать ненарокам какие-нибудь сокровенные тайны Через мгновение шляпа тоже засмеялась Странным, грустным, матерчатым смехом Тем временем тишина в зале сменилась невнятными, нарастающими перешептываниями А потом и разговорами в полный голос Которые то появлялись, то внезапно затихали И, наконец, зал снова утонул в тишине Никто больше не решался проронить ни слова Потому что Гарри продолжал сидеть под шляпой долгие-долгие минуты Дольше, чем все предыдущие первокусники вместе взятые Дольше, чем кто-либо другой За столом учителей Дамблдор продолжал добродушно улыбаться Тихие металлические позвекивания время от времени доносились со стороны Снейпа Ленивого, мявшего в руке гнутые остатки того, что раньше было тяжелым серебряным винным кубком Магонагал побелевшими от напряжения пальцами держалась за трибуну Догадываясь, что хаос, всюду распространяемый, Гарри проник в распределяющую шляпу И сейчас-то объявит, что для нужд Гарри Поттера необходимо создать новый факультет злого рока Или нечто в этом роде И что самое страшное, Дамблдор заставит ее это организовать Беззвучный смех под полями шляпы затих Гарри тоже по какой-то причине погрустнел Нет, не Гриффиндор Профессор Магонагал сказала, что если тот, кто будет проводить распределение, попытается направить меня в Гриффиндор То я должен буду напомнить тебе, что она, скорее всего, однажды займет пост директора школы И сможет безнаказанно тебя сжечь Передай ей, что я назвала ее дерзкой девицей И посоветовала не совать нос в дела старших С удовольствием Кстати, у тебя были беседы интереснее этой? Да, да сколько угодно Шляпа посерезнела Ладно, я представила тебе все возможности Предоставила тебе все возможности передумать Пора отправить тебя по назначению К подобным тебе Шляпа замолчала И пауза затянулась Ну так чего ты ждешь? Просто наделась, что у тебя наконец дойдет весь трагизм ситуации Самосознание, похоже, пошло на пользу Моему чувству юмора Хм? Гарри задумался, пытаясь понять ход мысли шляпы И внезапно догадался, как только он вообще мог об этом забыть Ты имеешь в виду, как только ты закончишь распределять меня Ты перестанешь быть разумной И каким-то непостижимым образом у Гарри появилась в голове телепатическая картинка В которой шляпа билась головой о стену Все, сдаюсь Ты соображаешь медленнее курицы Это даже не смешно Настолько слепо верить в собственные недоказанные допущения Может только полный дуб Наверное, придется сказать это вслух Курицы Да, кстати, ты совершенно забыл потребовать от меня секреты Создавшие меня потерянной магией А это были такие интересные и важные секреты Ах, ты коварная гадина Сам напросился и на это тоже Гарри наконец все понял, но было уже слишком поздно В тревожной тишине зала раздалось одно единственное слово Слизерин! Кто-то из учеников скрикнул, настолько натянуты были нервы Все вздрогнули от неожиданности, а некоторые даже попадали со скамеек Хагрид в ужасе охнул Макконагал за трибуной пошатнулась, а Снэйп уронил остатки тяжелого серебряного кубка прямиком на колене Гарри застыл, чувствуя, что жизнь его кончена, а сам он круглый дурак И отчаянно желал вернуть все вспять и выбрать что-нибудь иное Найти причину передумать Сделать хоть что-нибудь по-другому, что угодно, до того, как стало слишком поздно И только развелся первый миг шока И люди начали осознавать новость, как распределяющая шляпа снова открыл лог Ха, шутка, как тебе вран Ну, начнем с первого Гарри не давал шляпе сознание Гарри не давал шляпе сознание Шляпа вот такая умная и охеренная сама по себе Она его развела и хорошенечко так вот Ну, профессиональный копатель в душе Хорошенечко так запустил клюшню Психологического правосудия Авану с 11-летнему Гарри И хорошенечко понажимала на струны души И с довольной пекой подразвела Развела пасоса Красота Просто Шляпа призывает увидеть диалектические противоречия на пути к объективному восприятию Если Гарри будет подавлять субъективные эмоции в процессе рассудочного анализа Вообще ништяк джеш Спасибо, Микеланджело Стало охеренно понятнее Просто красота Я прямо вспомнил эту рекламу из 90-х Батончик Афинт Про велосипед Шутка Вот тут реально Шутка Когтевран Просто 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 Отроллина на всех Объясни для тупых Да, в смысле Все же очевидно, что тут такое Просто шляпа его заумнила Шляпа заумнила Просто 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 Вот как бы Гарри снял шляпу Пошел Пошел к факультету Когтевран И такая У-сук. Шляпа. Вот так вот. У-сук. Глава 11. Дополнительные материалы номер 1, 2 и 3. Слава темному лорду Роулинг. На следующей главе выложись. Там сложно читать, но реально смешно. Дружище, я выкладываюсь на все 100 процентов очень тяжело считать у меня температура воздуха достаточно низкая что не очень хорошо из этого голос голос уходит чай к сожалению уже остыл поэтому все что я могу сделать это просто смочить так если вам нужна минутка воспользуйтесь и сейчас воспользуйтесь есть сейчас я как раз таки подумаю что сделать например 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 мед добавлю зеленый чай не очень люблю не очень люблю и это это бесполезная глава скип громи любимый хороший прекрасный зритель мой громи бесполезный здесь только не 11 глава и 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 явно мерзейшая пойло но мерзейшая пойло но зато горло бафнет горло сегодня умирают вообще очень быстро прошу прощения очень тяжело чувствовать температура воздуха нехорошая гарри 20 лет на логику нас тут определять свои земля субъективности потому что гарри одиннадцатилетний пацан он же малой он до ошибок достигает допускает очень много пацан ох блин как не гони на чай с медом на чай с медом я не гоню вот на зеленый чай с медом гоню ох галин о господи лучше кубик бланки на сухомятку сажать небольшой спин-офф глава 11 дополнительные материалы номер 1 2 и 3 слава темному лорду роулинг дополнительные материалы номер номер один 72 часа до победы или что случится если поменять гарри но оставить всех остальных персонажей прежними дамблдор оглядел малыша гарри поверх своего стола добродушно поблескивая очками мальчик пришел к нему чрезвычайно серьезным с чрезвычайно серьезным выражением на лице дамблдор надеялся что чем бы не был вызван этот визит все не так уж и плохо гарри еще слишком молод для серьезных жизненных испытаний о чем ты хотел со мной поговорить сидевший в кресле напротив гарри джеймс поттер эванс впадался вперед и мрачно улыбнулся директор во время предстоит на 1 у меня был у меня остро заболел шрам учитывая где я и как я его приобрел не думаю что это можно просто проигнорировать сначала мне показалось что это из-за профессора снэйпа но следуя экспериментальному методу бэкона который заключается в поиске условий как для присутствия так и для отсутствия феномена я определил что мы шрам болит тогда и только тогда когда я смотрю на затылок профессора квирала который он прячет под тюрбаном и хотя это возможно что-то совсем безобидное мне кажется разумнее учесть и худший вариант а именно что сами знаете кто без паники это на самом деле бесценная возможность в дополнительные материалы номер два темных лордов я не убоюсь это первоначальная версия девятой главы она была изменена поскольку хоть многим читателям она и понравилась но у многих других читателей по понятным причинам ужасная аллергия на песни на песни фанфиках а мне не хотелось терять читателей прежде чем они доберутся до десятой главы ли джордан по канону соучастник розыгрышей фреда и джорджа его имя показалось мне магловским поэтому я решил что он состояние научить фреда и джорджа песни которую знает гарри некоторым читателям это было менее очевидно чем автору когда драка оказался в слизарины гарри с облегчением выдохнул так и должно было случиться но нельзя быть абсолютно уверен что какое-нибудь маленькое событие не помешает осуществлению генерального плана очередь все ближе подходила к букве п тем временем за гриффиндорским столом шептались а вдруг он обидится не имеет права обижаться да уж после розыгрыша над этим как его навелом лангботом ага теперь ему не отвертеться пусть выкручивается ладно слова только не забудьте да помним помним еще бы три часа репетировали минерва макгонагл стоявшая за трибуны учительского стола посмотрела на следующее имя в списке пожалуйста только не в гриффиндор пожалуйста только не в гриффиндор ну пожалуйста только не в гриффиндор она сделала глубокий вдох и объявила поттер гарри зале тут же наступила тишина пошептывания перешептывания прекратились и вдруг раздалось кошмарное жужжание отвратительная насмешка над мелодией минерва резко повернула голову и определила что звук идет со стороны гриффиндорсов они влезли на стол и дудели в какие-то непонятные штуковины ее рука потянулась к палочке чтобы наложить на них силенцию но ее остановил еще один звук дамблдор хихикал минерва снова взглянула на гарри поттера который едва успел сделать шаг но тут уже застыл на месте однако через мгновение он пошел дальше делая ногами странные скользящие движения размахивая руками в зад вперед и щелкая пальцами и щелкая пальцами в такт их музыки на главную на заглавную мелодию охотников за привидениями вокал ли джордан аккомпанемент на козу фред и джордж уизли рядом темный лорд не пугай народ кто тебя спасет карри поттер закричал ли джордан а братья уизли продудили триумфальный рефрен смертельные покрали проклятия сюда их подавайте кто же нас спасет гарри поттер завопила теперь уже гораздо больше голосов ужасные звуки издаваемые братьями визли были подхвачены некоторым некоторыми из могла рожденных постарше которые сделали себе такие же штуковины трансфигурировали из школьного столового серебра не иначе когда в музыке настала пауза гарри поттер выклинул темных лордов я не убоюсь раздались одобрительные аплодисменты особенно со стороны гриффиндорского стола и еще больше учеников вооружились антимузыкальными инструментами ужасающее жужжание стало вдвое громче достигнув пика к чудовищному крещенда темных лордов я не убоюсь не в силах удержаться мир вас опаской глянула остальных учителей трилония лихорадочно обмахивалась веером флитвик взирала на происходящее с любопытством хагрид хлопал в такт музыки справа выглядела недовольный к вере уставился на мальчика с насмешливым удивлением слева от нее дамблдор тихонько подпевал по правую руку сидел снэп и побелевшими от напряжения пальцами жигмал пустой серебряный кубок так сильно что уже успел слегка его погнуть темный мантии проблема бюрократии кто же нас спасет гарри поттер и летучая мышь все еще шуршишь нас и тебя спасет гарри поттер пураじゃ минерва плотно сжала губы она непременно выскажет им свое мнение насчет последнего куплета если они считают ее бессильные что-то сделать в начале первого школьного дня когда снять балл из гриффиндора невозможно и им плевать на отработки то она придумает что-нибудь еще затем с внезапным испугом она посмотрела на снэйпа он должен понимать что этот что этот поттер не может знать о ком шла речь снэйп уже спрятал гнев за маской безразличия мы кстати это читали слово в хочу отметить уже не уже неоднократно там тоже сверху а гарри с лупкой на лице двигался вперед пританцовывая их манер на манер охотников за привидениями великолепная совершенно неожиданная шутка с их стороны меньшее что он мог сделать не разрушать не разрушая замысел подыграть все радостно приветствовали его это было приятно но вместе с тем он чувствовал себя ужасно люди аплодируем и за то что он совершил еще лежа в колыбели и даже по сути не довел до конца ведь где-то как-то но темный лорд продолжал жить встречали бы они его также горячо если бы знали об этом но однажды сила темного лорда была уже сломлена и гарри снова защитит защитит их раз существует пророчество на этот счет нет защитит невзирая на предписание чертовых пророчеств гарри поттер не гарри поттер не позволит подвести себе подвести людей которые верили в него и приветствовали его блеснуть раз и блеснуть и раствориться во тьме как это бывает со многими одаренными детьми разочаровать всех потерпеть неудачу пытаясь жить с репутацией символа света не задумываясь о том каким именно образом он ее заработал нет он оправдает все их ожидания не важно сколько времени это займет неважно даже если придется умереть ради этого более того он превзойдет эти ожидания и люди оглядываясь назад будут удивляться тому что ждали от него столь малого и он выкрикнул сочиненную им ложь потому что она была потому что она была к месту и песня требула это типа темный это вместо i'm afraid of no ghost темных лордов не убоюсь темных лордов не убоюсь гарри подошел к распределяющей шляпе музыка тихла он ответ от стихла он отвесил поклон ордену хаоса за гриффиндорским столом затем повернулся кивнул остальной части зала и стал ждать когда закончатся смешки и аплодисменты дополнительный материал номер три альтернативное окончание альтернативное окончание самосознание 1 на задворках его сознание метал вопрос обладает ли распределяющая шляпа разумом то есть осознает ли она себя мыслящим существом если так не скучно ли общаться с лишь 11 летними детьми единственный раз в год да и песня как бы намекала я болтливая шляпа и все окей я сплю весь год проработав проработав день когда вздали стало совсем тихо гарри уселся на табуретку и осторожно поместил телепатический артефакт созданные 800 лет назад с помощью давно забытой магии себе на голову он изо всех сил подумал подожди не объявляемый факультет в общем все то же самое копипаста мы это только что читали и распределяющая шляпа ответила нет да нет нет да и нет и больше не задавая двойных вопросов нет а затем слух как те вран у ничего себе такое со мной впервые что похоже у меня аллергия на твой шампунь и распределяющая шляпа разразилась громогласным которое снеслось по всему большому зала что ж радостно провозгласил дамблдор гарри поттер распределён на новый факультет апчхи могу нагал вы станете его главой поторопитесь оставить для этого факультета расписание и учебный план за план завтра начало занятий но 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 заикая сначала могу нагл совершенно растерявшись кто тогда будет главой факультета гриффиндор лучшего возражения она придумать не смогла но ведь это нужно было остановить во что бы то ни стало хоть как-нибудь дамблдор задумчиво потер вальдислав поддержал нас и . сообщает последние со . на карте чертов 11.11 на на продолжение чтений как будет зп надеюсь закину снова чуть более внушительную сумму глава в топ первые несколько прочитай дальше будет много глав из других фанфиков честно можно будет скипнуть книга и так большая понятно хорошо я я я я послушаю я тебя разберемся я тоже думаю что как бы альтернативные концовки каких-то определенных глав они лучше бы их добавить где-нибудь в конце произведения вот так вот я не против это почитать как-нибудь для себя сейчас мне кажется это действительно не очень уместно вот посмотрим посмотрим что будет дальше дамблдор задумчиво потер щеку пальцем снэйп возмущенный крик снэпа почти загружил магу нагл но кто так на кто-то когда станет главой слезари на хага хагрит а тут вообще прямо уолан хуха хуха покей хорошо так та же самая копипаста кратко краткая пауза ау вопросы повторить распределяющая шляпа зашлась высоким надрывающимся криком, который многократно отразившись от стен перерос в невыносимый шум, заставивший большинство учеников зажать руками уши. Отчаянно мявкнув, она слетела с головы Гарри Поттера и широкими прыжками поскакала прочь. Отталкиваясь полями, но преодолев лишь половину пути до учительского стола взорвалась. Слизерин! Когда Фред Визель увидел ужас на лице Гарри, мысль его заработала быстрее, чем когда-либо в жизни. В одно мгновение он достал палочку и прошептал Силенсио, после чего голоса подражаниус и в конце и в конце концов черевовещали его. Шутка, сказал Фред Визель Гриппендер. Ох, ничего себе, такое со мной впервые. Что? Обычно я направляюсь с такими вопросами к директору, который мог бы задать их от своего имени, если пожелает. Но часть запрошенной информации закрыта не только для вашего уровня допуска, но и для директорского. Как я могу повысить свой уровень допуска? К сожалению, с вашим текущим уровнем допуска я не имею права ответить на этот вопрос. Какие действия доступны для моего уровня допуска через некоторое время? Админ! Ох, ничего себе, такое со мной впервые. Что? Мне доводилось рассказывать ученицам, что они беременны, или или бы ты видел то, что я видела в их головах, то сошел бы с ума. Но я впервые вынужден сообщить кому-то, что он отец. Чего? Драка Малфой ждет от тебя ребенка. Чего? Повторяю, Драка Малфой ждет от тебя ребенка. Но нам всего 11. Но на самом деле, Драка-то 13. Но мужчина не может запернеметь. И еще Драка девушка, только прячет это под мантией. Но у нас не было секса, идиотская шляпа. Она стерла твои воспоминания после изнасилования, кретин. Гарри Поттер упал в обморок. Его бесчувственное тело с глухим звуком свалилось с табуретки. Как тебе вран! Выкрикнула шляпа, откатившаяся в сторону. Эта шутка показалась ей еще смешнее, чем первая пришедшая на ум. А? Эльф! Что? Драка упоминал каких-то домовых эльфов. Но что это значило? Если судить по выражению ужаса на лицах окружающих, ничего хорошего. Крошка-картошка. Госдума. Ох, ничего себе, такое со мной впервые. Что? Это все варианты, ребята. Это типа... Мне еще не доводилось определять факультет для инкарнации одновременно Готрига Гриффиндора, Салазара Слизарина и Наруто. От Рейдес! От Рейдес! Ха-ха-ха! Опять повелись! Пуфиндуй! Слизарин! Пуфиндуй! Рыкнутые недомымрики! Ёшик! Ха-ха-ха! Ладно. За столом учителей Дамблдор продолжал добродушно улыбаться. Тихие металлические звуки время от времени доносились со стороны Снэйпа, когда он лениво мял в руке гнутые остатки того, что раньше было тяжелым серебряным винным кубком. Па-па-па-па-па-па-па-па. Это мы читали. Это понятно. Это мы тоже читали. Минерва помнила, что Гарри сказал ей во время той катастрофической прогулки по косому переулку. Насчет ошибки планирования вроде бы. Что люди обычно слишком оптимистичны, даже когда считают себя пессимистами. Это заявление накрепко засело у него в голове и не давало покоя, вызывая кошмар за кошмаром. Какой же из вариантов будущего ужаснее всего? Так, в самом худшем случае шляпа потребует для Гарри отдельный факультет. И Дамблдор заставит ее заниматься его устройством и вдобавок прекратить все учебное расписание в первый день занятия. Руководить ее любимым Гриффиндором Дамблдор отправит профессора Бинса, призрака, преподающего историю. Сама же она будет назначена главой нового факультета злого рока. Ей придется безуспешно пытаться контролировать Гарри Поттера, снимать с него баллы и отчитывать за все новые и новые происшествия, вину за которые, конечно, свалят на нее. Могло ли быть хуже? Минерва все взвесила и решила, что нет. И даже при наихудшем развитии событий Гарри все равно покинет школу через 7 лет. Она почувствовала, что сжимавшие трибуну пальцы начали расслабляться. Мальчик был прав. После пристального взгляда во тьму на душе стало спокойнее. Она встретилась лицом к лицу со своими худшими страхами и теперь была готова ко всему. В тревожной тишине с зала раздалось одно единственное слово. «Директор!» – крикнула распределяющая шляпа. За столом учителей Дамблдор разодаченно приподнялся. «Да?» – спросил он шляпу. «Что такое?» «И я не обращалась к тебе», – сказала шляпа. «Я распределяю Гарри Поттера туда, где ему самое место в Хогвартсе. Директорское кресло!» После написания девятой главы название, которое было скрыто, автор объявил, что расскажет весь будущий сюжет тому, кто угадает, что имела в виду распределяющая шляпа. Никто так и не угадал, однако появилось множество шутливых вариантов. «Лучшие из которых были включены в эту главу». Понятно. Это как бы... Это вообще чуть ли даже не то, что написал... Не то, что написал Элизар. Так, возвращаемся. Шаут-аут по Лавкрафту еще добавят. Да. Ну, скажем так. Я не считаю, что это приемлемо. Не надо было это сюда добавлять. «Громи» мы, конечно, потроллили, но «Громи» по сути был прав. Такие главы лучше в будущем скипать и вернуться к ним... Лучше вернуться к ним в конце полновесного произведения. Но поржать есть на чем. Про гостбастеров мне особенно понравилось. Санечек, здорово. Возможно, тебя уже спрашивали и не раз на что ты думаешь про артефакт. Выглядит пока как говно. Взвездит или нет? Пока нет. Но рано судить. Будешь на него переходить? Пока... Ну, пока нет. Больше таких не будет. Серьезно? А мне понравилось доп. материал заставлять, если читать вместе с главой. Так мы вместе с главой и прочитали. Ну да, кстати, и без главы было бы вообще неинтересно читать. Я хочу просто отметить, что тот диалог со шляпой, который оказался потом в конце... Вот такой вот. То есть, как бы, он самый лучший из того, что предоставлено было дальше. Глава двенадцатая. Самоконтроль. Интересно, а что с ним не так? Турпин Лиза? Шур-шур. Гарри Поттер. Шур-шур. Слизерин. Шур-шур. Нет, правда, что за? Шур-шур-шур. Когтевран. Гарри присоединился к аплодисментам. Девочка-робка подошла к октевранскому столу, а тарочка ее мантии посинела. Было видно, что в Лизе Турпин желание сесть как можно дальше от Гарри Поттера. Борется с желанием подбежать и втиснуться к ней как можно ближе, чтобы тут же засыпать его вопросами. Побывать в центре невероятного и любопытного события, а потом попасть в коктеваран, это как перемазаться в соусе для барбекю и упасть в яму с голодными котятами. Я пообещал распределяющей шляпе ничего не рассказывать, в который раз уже шептал Гарри. Да, в самом деле. Нет, я правда пообещал шляпе об этом не говорить. Ладно, я обещал шляпе не пересказывать большую часть нашей беседы, а остальное личное, как и у вас. Так что отвяжитесь. Хотите знать? Хорошо. Вот часть того, что случилось. Я рассказал шляпе, что Магоногол грозилось ее сжечь, а шляпа велела передать Магоногол, что она детская девица, которой не следует совать нос в дела старших. Если вы мне все равно не верите, тогда зачем вообще спрашиваете? Нет, я тоже не знаю, как победил Темного Лорда. Узнаете, сообщите мне. Тихо, рявкнула Магоногол. Никаких разговоров до конца распределения. Зал на миг притих, ожидая конкретных и правдоподобных угроз, но, не дождавшись, продолжил шептаться. И тут со своего огромного золотого кресла поднялся благодушно улыбающийся старец с седой бородой. Мгновенная тишина. Кто-то ткнул в бок Гарри локтем, и он прервался на полусловие. Улыбающийся старик снова сел. Заметка на будущее. С Дамблдором шутки плохи. Гарри никак не мог прийти в себя после инцидента с распределяющей шляпой. Особенно, если учесть, что, как только Гарри снял шляпу с головы, словно из ниоткуда раздался тихий шепот, похожий одновременно и на английский язык, и на шипение. Гарри подозревал, что это не было частью стандартной процедуры распределения. И что сам Салзар Слизарин потрудился над добавлением этой магии во время создания шляпы. И что шляпа об этом ничего не знала. И что случилось это потому, что шляпа выкрикнула Слизарин. Плюс-минус какие-нибудь другие условия. И что Коктевранис вроде не... вроде него совершенно точно не должен был это услышать. И что если он соберется спросить об этом Драком Алфая, если, конечно, найдет способ заставить его поклясться держать язык за зубами, то прыск и чай будет очень кстати. Ох, стоило только отказаться от пути темного лорда и снять шляпу, как Салейна тут же начала ставить палки в колеса. Иногда лучше всего залечь на дно и не дергаться. И похоже, сегодня как раз такой день. Гриффиндор. Рон Уизли заслужил уйму аплодисментам и не только от гриффиндорцев. По всей видимости, семейство Уизли здесь любили. Немного помедлив, Гарри с улыбкой присоединился. Хотя, если можно отвернуться от темной стороны сегодня, зачем откладывать до завтра? И плевать на судьбу. Плевать на вселенную. Он еще покажет этой шляпе. Забини Блейз. Пауза. Слизерин. Гарри зааплодировал и Блейзу Забини. Не обращая внимания на косые взгляды, которыми его наградили все, включая самого Забини. Магонагл перестал выкрикивать имена, и Гарри спохватился. Забини Блейз. Похоже, замыкал алфавитный список. А значит, Гарри оказала ему особое внимание. Ну и черт с ним. Дамблдор встал и направился к трибуне. По всей видимости, их ожидала приветственная речь. И тут Гарри осенила идею абсолютно гениального эксперимента. Гермиона упоминала, что Дамблдор считается самым могущественным из ныне живущих волшебников. Так. Гарри сунул руку в кошель и шепнул. Прыски чай. Чтобы напиток сработал, Дамблдору придется сказать что-нибудь настолько невероятное, что Гарри, готовый ко всем неожиданностям, все равно подавится. Например, что всем ученикам Хогвартса весь учебный год запрещается носить одежду, или что он сейчас их всех превратит в кошек. Но если хоть кто-то в мире способен противостоять силе Прыскова чая, то это Дамблдор. А если он не сможет, значит Прыский чай всемогущ. Не желая привлекать внимания, Гарри откупорил банку напитка под столом. Тихое шипение привлекло к нему лишь несколько мимолетных взглядов. Добро пожаловать в Хогвартс, распахнул он руки Дамблдор. Улыбаясь так широко, будто нет ничего приятнее, чем зазерцать перед собой полный зал учеников. Гарри набрал рот Прыскова чая и опустил банку. Он будет пить осторожно и глотать понемногу, чтобы не закашляться во что бы то ни стало. Пока банкет не начался, хочу сказать пару слов. Вот они. Славно-славно. Трам-бам. Плюх-плюх-плюх. Благодарю. Все восторженно заулюлюкали и захлопали в ладоши, а Дамблдор вернулся на свое место за учительским столом. Гарри сидел о деревне... о деревне... о деревне... о деревне, а лимонад тек у него по щекам. Хорошо хоть что подавился, он очень тихо. Он очень-очень-очень зря так поступил. Удивительно, насколько это оказалось очевидно уже через одну секунду после того, как стало совсем поздно. Наверное, неладное можно было заметить еще тогда, когда он представлял, как Дамблдор грозится превратить всех в кошек. Или если бы он вспомнил свою заметку на будущее. Или недавнее решение лучше относиться к людям. Да будь у него хоть капли здравого смысла. Все безнадежно. Его уже ничто не спасет. Слава темному лорду Гарри. От судьбы не уйдешь. Кто-то поинтересовался, все ли с Гарри хорошо. Другие начали накладывать себе еду, которая волшебным образом появилась на столе. Фи, этим нас уже не удивить. Да, все в порядке, сказал Гарри. Простите, но это была самая обычная для директора речь. Вы все не слишком-то удивились. А Дамблдор сумасшедшая, это всем известно, сообщил один из старших когтевранцев. Представившийся именем, которое Гарри даже не попытался запомнить. Занятный случай. Невероятно могущественный волшебник, но совершенно без коня в голове. Он замялся. Я бы спросил, почему какая-то зеленая жидкость вытекла у тебя изо рта и испарилась, но подозревая об этом, ты тоже обещал шляпе не распространяться. Усилием воли Гарри заставил себя не смотреть на уличавшую его банку недопитого прыскового чая в руке. В конце концов, прыский чай не просто создал в придире заголовок о нем и драка. Драка объяснила это таким образом, что все произошло естественным путем, будто поменялась сама история. Гарри мысленно бился головой о стол. Дышь, дышь, дышь. Звучало у него в голове. Одна ученица, понизив голос, прошептала. Я слышала, что Дамблор на самом деле гениальный манипулятор, и он прикидывается психом просто для того, чтобы никто об этом не подозревал. Я тоже это слышал, подтвердила другая. И все за столом укоротко закивали. Это привлекло внимание Гарри. Понятно, протянул он шепотом. Значит, все знают, что Дамблор тайное мастер плетения интриг. Большинство учеников кивнули. Некоторые из них внезапно задумались, в том числе и сидевший рядом с Гарри старший курсник. Это точно стол когтеврана? Хотел спросить Гарри, но удержался. Гениально, восхитился он. Если об этом знают, то никто не догадается, что это тайна. Именно, подтвердил один из соседей и нахмурился. Подожди-ка, что-то здесь не так. Заметка на будущее. Верхний квартель учеников Хогвартса, известный также под названием факультет когтевран, не является самым элитарным в мире факультетом для одаренных детей. Но, по крайней мере, сегодня открылся очень важный факт. Прыски чай всесилен. А значит, Гарри удивленно моргнул, когда его разум добрался на конец дачи видного вывода. Как только найдется заклинание, которое позволит управлять чувством юмора, он сможет совершить абсолютно все, что угодно. Нужно просто заколдовать себя так, чтобы прыснуть от неожиданности лишь тогда, когда произойдет то, чего он хочет, и выпить банку чая. Хм. Путь к божественности оказался на удивление коротким. Даже я не ожидал, что открою его в первый же день в школе. Правда, следует учесть, что не прошло и десяти минут после распределения, а он уже умудрился подложить всему Хогвартсу громадную свинью. Гарри чувствовал по этому поводу некоторое раскаяние. Мерлин знает, чем семь лет будет заниматься безумный директор школы, но гордость засадеянная тоже присутствовала. Завтра. Не позднее завтрашнего дня он перестанет идти по тропе темного лорда Гарри. Возможность стать которым пугала все больше. Но в то же время чем-то странно притягивало. Некая часть его сознания уже обдумывала детали униформы для приспешников. Ешь, прорычал уже знакомый старшекурсник, ткнув пальцем в ребра Гарри. Не думай, ешь. Гарри на полном автомате стал наполнять тарелку чем-то похожим на голубые сосиски с сияющими пупырышками. Или чем-то еще. Да не важно чем. Как ты думаешь, распре... Начал опад мопатил. Одна из когтевранок первокурсниц. Не отвлекать во время еды. Хором перебили по крайней мере трое. Это на факультете правило такое. Пояснил кто-то. Иначе мы тут вообще все с городу поумираем. Гарри обнаружил, что ему очень, очень не хочется, чтобы его идея на самом деле сработала, и прискучей в прямом оказался всесильным. Дело не в том, что он не желает становиться всесильным. Совсем наоборот. Просто он не хочет жить во вселенной с такими правилами. Если что-то очень унизительное в том, чтобы достигнуть могущества путем остроумного использования лимонада. Но проверить эту теорию дальнейшими экспериментами он все же собирался. «Знаешь, — сказал старшекурсник, — у нас есть кое-какие способы заставлять есть таких, как ты. Хочешь, продемонстрирую?» Гарри сдался и принялся за голубую сосиску. «Вкусная, особенно сияющие пупырышки». Обед прошел на удивление быстро. Гарри попытался откусить хотя бы по маленькому кусочку от каждого необычного блюда. Любопытство не позволяло ему остаться в невидении насчет их вкуса. Слава богу, он не в ресторане, где приходится выбирать только один незнакомый пункт меню и уходить, не попробовав остальные. Гарри ненавидел это, считая чем-то вроде камеры пыток для поистине любознательных. Раскроет только одну тайную списка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Настало время десерта, для которого Гарри совершенно забыл оставить место. Пришлось признать поражение, съев лишь кусочек пирожного с патокой. Наверняка же все это подают столу чаще, чем раз в год. Итак, какие у нас планы помимо обычных школьных забот? Пункт 1. Исследовать искажающий разум чары, чтобы протестировать всесильность, прыскав от чая. Хотя лучше исследовать вообще все чары, связанные с сознанием. Разум – основа могущества человека, а значит всякая магия, которая с ним связана, самая полезная магия на свете. Пункт 2. Хотя нет, это пункт 1. В пункт 2 был предыдущий. Пройтись по Хогвартской и Коктевранской библиотекам и ознакомиться с системой каталогизации книг. Прочитать все названия. Второй проход – всеоглавления. Скооперироваться с Гермионой. У нее память намного лучше. Разузнать, есть ли здесь межбиблиотечный заем. И организовать, если возможно, посещение других библиотек для себя и Гермионы. Особенно Гермионы. Если у других факультетов тоже имеются свои библиотеки, найти способ проникнуть туда, легально или нелегально. Вариант 3а. Найти способ победить Гермиону в тайне ото всех. Начать исследование фразы «Слизеринцу от Слизерина». «Слизеринцу от Слизерина». Если хочешь мои секреты, поговори с моим змеем. Проблема. Вряд ли что-то настолько секретное часто упоминается в справочной литературе. Скорее всего, даже подсказку удастся найти нескоро. Пункт 0. Узнать, существует ли заклинание для поиска и сортировки информации. Библиотечная магия сама по себе не так важна, как магия разума, но имеет более высокий приоритет. Вариант 3б. Найти заклинание, которое бы заставило Драком Алфе охранить секреты или магически подтверждало искренность его обещания, эти секреты не выдавать. Сыворотка правды? И затем поинтересоваться у него насчет сообщения с Слизерина. Если честно, у Гарри было неважное предчувствие по поводу варианта 3б. Да, если поразмыслить, вариант 3а тоже не очень. Мысли Гарри вернулись к, возможно, худшему моменту в его жизни. К тем долгим секундам леденящего кровь ужаса под шляпой, когда он думал, что потерпел полный провал. Тогда он пожелал вернуться назад во времени хотя бы на пару минут и изменить что-то, пока не было слишком поздно. И зачем получилось так, что слишком поздно уже не было. Желание исполнено. Нельзя изменить прошлое, но можно изначально поступить правильно, уже с первого раза. Весь этот список Слизеринских секретов страшно смахивал на историю, вспоминая, о которой годами позже, оглядываешься назад и говоришь. Вот тогда-то и все пошло наперекосяк. И отчаянно желаешь вернуться в прошлое и все изменить. Желание исполнено. И что теперь? Гарри медленно улыбнулся. Мысль не совсем очевидная, но... Но ведь нигде не сказано, что в отношении этого шепота он вообще должен что-либо предпринимать. Верно? Гарри медленно. Ну да. Это оказалось чрезвычайно хорошей идеей. Стоило о ней только чуть-чуть подумать. Сейчас это было яснее ясного. Но почему-то раньше варианты 3В и 3Г не приходили ему в голову. Гарри присудил себе плюс один балл по профилактической программе «Как не стать темным лордом». Шутка у шляпы получилась жестокой. Но результат был налицо. Гарри теперь намного лучше понимал точку зрения жертвы. Пункт 4. Извиниться перед Невиллом Лонгботтомом. Ладно. Похоже, начало положено. И теперь главное не избиться с пути. С каждым днем я во всех отношениях стану светлее и светлее. К этому времени практически все соседи Гарри уже закончили трапезу. А грязные тарелки и пустые подносы начали исчезать. Когда на столах ничего не осталось, Дамблдор снова встал. Гарри ничего не мог с собой поделать. Ему снова захотелось выпить прыского чая. Да ты издеваешься, подумал Гарри, обращаясь к этой части своего сознания. Но ведь эксперимент не считается, если результаты невозможно повторить, правда? А хуже все равно уже некуда. Разве не интересно, что случится теперь? Разве не любопытно? А вдруг результат изменится? Спорим, что это ты. Что это ты. Та часть моего разума, которая подбила меня разыграть Невиллом Лонгботтома. Но возможно. Разве не предельно ясно, что поступив так, как ты хочешь, я уже через секунду начну сожалеть о содеянном? Эээ? Да. Так что нет. Прокашлялся с трибуны Дамблдор, поглаживая длинную седую бороду. Теперь, когда все напились и наелись, еще несколько объявлений. Первокурсники должны запомнить, что посещение леса на территории школы запрещено для всех учеников. Именно поэтому он называется запретный лес. Если бы проход в него был разрешен, он бы назывался разрешенный лес. Логично. Заметка на будущее. Запретный лес. Запретный. Наш завхоз, мистер Филч, попросил меня также напомнить, что на переменах ученикам нельзя колдовать в коридорах. Увы, все мы знаем, что то, как должно быть, и то, как все обстоит на самом деле, две разные вещи. Спасибо, что не забываете об этом. Эээ? 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 Ээээ? 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 Эээээ? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И он замолчал, лишь изредка подергиваясь. Отлично. Прошептал старший курсник. Кажется, нам предстоит еще один веселенький курс защиты. Приветствую, мои юные ученики, отчеканил профессор Квирилл сухим, уверенным тоном. Все мы знаем, что Хогвартсу катастрофически не везет при выборе кадров на эту должность. И я не сомневаюсь, что многие из вас уже задаются вопросом, какая беда поразит в этом году меня. Уверяю вас, что этой бедой точно не станет моя некомпетентность. Он слегка улыбнулся. Верите или нет, я давно мечтал попытать себя в роли профессора защиты от темных искусств в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Первым этот предмет преподавал сам Салазар Слизерин. И уже в 14 веке появилась традиция величайшей волшебники любых убеждений пробовали себя в этой профессии. Среди прошлых профессоров защиты числятся не только легендарный, здравствующий Гарольд Ши, но также знаменитая бессмертная Баба Яга. Да, я вижу, некоторые из вас до сих пор содрогаются, услышав ее имя, невзирая на то, что она уже вот шесть сотен лет как мертва. Наверное, интересное было времечко для обучения Хогвартсе, а? Гарри тяжело сглотнул, пытаясь продавить внезапную волну эмоций, накрывшую его, когда профессор Квирл начал говорить. Педантичный голос напомнил ему одного лектора из Оксфорда, и он внезапно осознал, что не видит дом маму и папу до самого Рождества. Все вы привыкли, что профессора защиты часто оказываются недоумками, негодяями или неудачниками. Но те, кто знаком с историей, знают, что у этой должности совершенно иная репутация. Не каждый, кто преподавал здесь, был лучшим, но лучшие всегда преподавали в Хогвартсе. В столь досточтимой компании я, предвкушая этот день, посчитал зазорным оставить себе планку ниже совершенства, и я намереваюсь преподавать так, чтобы этот год запомнился каждому из вас лучшим курсом защиты за всю учебу. Все, чему вы у меня научитесь, послушат вам надежные основы в искусстве защиты, вне зависимости от того, какие учителя у вас были раньше и будут после. Лицо профессора Квирл издел стало серьезным. Нам нужно очень много наверстать, а времени у нас мало, поэтому я намереваюсь отступить от некоторых традиций хогвартского обучения, а также организовать кое-какие внеклассные мероприятия. Он на миг замолк. Если же этого окажется недостаточно, возможно, я найду для вас новый стимул. Вы мои долгожданные ученики, и уж поверьте, вы будете выкладываться по полной программе на моих долгожданных уроках защиты. Я мог бы добавить какую-нибудь зловещую угрозу, вроде «или вас ожидают страшные муки», но это было бы слишком банально, не находите, а я горжусь своей изобретательностью. Благодарю. После этого энергия и уверенность, видимо, покинули профессора. Он стоял с отвисшей челюстью, словно только сейчас обнаружил, что выступил перед всей школой. Затем Квирл резко развернулся и зашаркал к столу, сгорбившись так, будто его изнутри грозило засосать черная дыра. О, слегка не в себе. Могло быть и хуже. Сознанием дела заметил старшекурсник. Дамблдор вернулся на трибуну. «А теперь», — произнес директор, «перед тем, как пойти спать, давайте споем школьный гимн. Каждый поет любимые слова на любимый мотив». «Поехали». Просто понятно, надо спеть в разнобой гадкую гадость. Эту фразу использовал в своей методике Эммануэль Куэ, французский психолог и фармацевт, разработавший метод психотерапии и личностного роста, основанный на самом внушении. Где это у нас? Вот тут вот, да, где-то? Надо было сразу эту... Она где-то в начале, по-моему, это сноска была. А подожди, а чё я парюсь? Надо найти просто... Вот. «С каждым днём я во всех отношениях становлюсь светлее и светлее». Эммануэль Куэ, французский психолог. «Квиррелла читай сухим, невысоким, чётким голосом, плиз». «Сухим, невысоким, чётким голосом, плиз». «Да нет, как раз-таки Квиррелл больше походе... У него даже имя Квиррелл. Он больше похож на девочку от Волун-де-Морт, который будет сзади него. Спойлер. Спойлер книги, написанной в 90-каких-то годах. Как раз-таки будет сухим и жёстким. Нет. Квиррелл мега неуверенный в себе и зажатый. Иногда бывает. Не согласен с тобой, буду читать, как читаю. Во-первых, во-вторых, пусть он, если он будет какой-то прям супер-волшебный, то тем самым будет подчеркиваться его восхитительная метаморфоза. Будем считать, что его голос будет просто меняться по мере повествования. Это вполне нормально. Спойлер тут всё не так. Это не тот Квиррелл из книги. Спойлер, сорян. Ребят, вам не давали индульгенции на спойлер. Все четверо сделайте себе фейспалм. Пожалуйста. Вас не спрашивали. Вас не спрашивали, зачем. Но тот факт, что он совершенно не такой, не совершенно не меняет то, как он только что это говорил и как себя вёл. Можно говорить с низким, с высоким голосом уверенно. А ещё можно меняться. Голоса меняются. Глава тринадцатая. Неправильные. Да, Рона, Рона, судя по всему, из повествования выкинуть, потому что он чё-то, чё-то вообще просто... Гарри не заметил, что лысину его увидел. Он сказал, что он увидел, что он лысеет. Он мог по тюрбаному увидеть, мог увидеть на верхней части. Вот как, например, у меня ты увидишь, что я лысею, если вот так вот сделаешь. Ребят, расслабьтесь, пожалуйста. Расслабьтесь. Вы пытаетесь... Вы пытаетесь сейчас управлять не тем процессом. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Когда Квырлу надо будет стать другим, он станет другим. Сейчас ему это ни к чему. А мы говорим про сейчас. Поехали. Глава тринадцатая. Неправильные вопросы. Элен Сила, Джейки Роулинг, Аментей Лево. От автора. Без паники. Торжественно клянуть, что есть логичное, заранее запланированное и непротиворечивое объяснение всему происходящему в этой главе. Это загадка, которую вам нужно отгадать. А если не получится, ответ будет в следующей главе. Это самая легкая загадка из всех, с которыми мне довелось столкнуться. Ой, я могу на низ, вниз сжать вместо этого. Очень удобно. А если я зажму? Ой, шикарно. Наступило утро первого полноценного дня в Хогвартсе. Гарри открыл глаза в спальне первокурсников Коктеврана. И почел неладное. Тихо. Слишком тихо. Ах, да. На изголовье кровати было наложено заклятие Квитус. Регулируя маленьким ползунком. Единственный способ спокойно заснуть в Коктевране. Гарри сел и огляделся. Ожидая застать подготовку к новому дню в самом разгаре. Спальня пуста. Кровати не заправлены. Белье скомкано. Солнце довольно высоко над горизонтом. Ползунок Квитуса на максимуме. И его механические часы работают, но будильник отключен. Судя по всему, он продрых до 9.52 утра. Несмотря на все попытки синхронизировать свой 26-часовой день к прибытию в Хогвартс, Гарри не смог уснуть до часу ночи. Он собирался проснуться всем вместе с остальными учениками. Он сумел бы перетерпеть один день недосыпа, если до завтра найдется какое-нибудь волшебное лекарство. Но теперь Гарри пропустил завтрак. А самый первый урок в Хогвартсе травоведения начался час и 22 минуты назад. Гарри медленно-медленно закипал. Отличная шутка. Выключить будильник, включить Квитус. И пусть зазнайка Гарри Поттер проспит свой самый первый урок. После чего его читают как Соню. Когда Гарри узнает, кто виноват? Нет. Это могли сделать только все 12 мальчиков вместе. Каждый из них видел, что Гарри спит. И ни один не разбудил к завтраку. Злость ушла, уступив место недоумению и горькой обиде. Он же им понравился. Так ведь? Прошлым вечером им показалось, что он им нравится. Тогда почему? Стас, тогда почему? Грустный Гарри. Стас в постели, Гарри заметил клочок бумаги, прикрепленный к спинке кровати. На листке было написано. У меня... Мои товарищи как тевранцы. У меня был очень тяжелый день. Пожалуйста, дайте мне поспать и не волнуйтесь о пропущенном завтраке. И я не забыл про первый урок. Ваш Гарри Поттер. Гарри замер. Не в силах пошевелиться и у него похолодело в груди. Записка была написана его же рукой. Его собственным механическим карандашом. И он не помнит, как это писал. И если ему не чудятся слова, и я не забыл, написаны как-то по-другому. Уж не намек ли это самому себе? Может, он знал, что ему сотрут память? Возможно, вчера ночью он совершил преступление или провел секретную операцию, а затем... Но он еще не умеет стирать память. А если кто-то другой? Что? И тут ему в голову пришла мысль, что он правда знал, что ему сотрут память. Не переодеваясь, Гарри подскочил к сундуку, нажал большим пальцем на замок, достал кошель и произнес... Записка для себя. Ему в руки прыгнул еще один клочок бумаги. Гарри его внимательно рассмотрел. Эта записка тоже была написана его почерком. В ней говорилось. Дорогой я, пожалуйста, сыграй в эту игру. Такая возможность выпадет лишь раз в жизни. Второго шанса не будет. Опознавательный код 927. Я, картошка. Твой ты. Гарри медленно кивнул. Фраза опознавательный код 927. Я, картошка, была паролем. Который он придумал заранее, несколько лет назад. Сидя перед телевизором. И хранил его втайне на случай, если вдруг придется проверять свою копию. Например. В общем, будь готов. Доверять этому письму полностью не стоит. Возможно, здесь замешана еще какая-нибудь магия. Но, по крайней мере, можно смело отмести обычную шутку. Нет сомнений, что это написал он сам. Хоть и не может этого вспомнить. Разглядывая бумажку, Гарри заметил просвечивающие с другой стороны слова. Перевернув его, он прочитал. Инструкции к игре. Ты не знаешь правил игры? Ты не знаешь ставки в игре? Ты не знаешь цели игры? Ты не знаешь, кто проводит игру? Ты не знаешь, как закончить игру? Ты начинаешь с сотней баллов. Вперед. Гарри пристально осмотрел инструкции. Ожидая, что в руке появится коробка батончиков со злаками, которую он купил перед отбытием в Хогвартс. Но ощупь то, что появилось в руке, никак не походила на коробку батончиков со злаками. Гарри вытащил руку из кошеля и вножил в ней лишь пару конфеток, которых определенно было недостаточно для завтрака, завернутых в очередной клочок бумаги, написанный тем же почерком, что и инструкции. Там говорилось, попытка провалена, минус один балл, текущие баллы 99, физическое состояние голоден, умственное состояние озадачен. Ух, произнес рот Гарри без участия мозга. Мозга. Минуту он просто стоял. За это время смысла в записке не прибавилось, ситуация не прояснилась. Ну, лорд-отец, уже как 11 раз. Хорошо читаешь. Хорошо читаешь, спасибо. Ты хорошо, хорошо слушаешь. Сиди тут. Спасибо тебе большое на вас, лорд. Вот тебе бруфит еще. И обнимашки, конечно. Спасибо, родной. Спасибо. Так. Ситуация не прояснилась. А мозг Гарри даже не знал, с чего вообще начать подбор гипотез. Словно его только что огрели пыльным мешком. Его желудок, чьи приоритеты несколько отличались, подсказал возможный экспериментальный тест. Обратился он к пустой комнате. Нельзя ли потратить один балл на коробку батончиков со злаками? В ответ тишина. Гарри сунул руку в кошель. Коробка батончиков со злаками. Коробка нужной формы появилась в руке, но она была открытой и пустой, а прикрепленная к ней записка утверждала. Баллов потрачено один, текущие баллы 98. Ты получил коробку батончиков со злаками. Хочу потратить один балл на батончики со злаками, с нажимом сказал Гарри. И снова тишина. Гарри сунул руку в кошель. Батончики со злаками. Ничего не произошло. Гарри, отчаявшись, пожал плечами и подошел к припаркованному прикроватному шкафчику переодеться. На дне ящика под мантией лежали батончики со злаками с запиской. Баллов потрачено. Один, текущие баллы 97. Ты получил 6 батончиков со злаками. Ты все еще одет в пижаму. Есть в пижаме запрещено. Заработаешь пижамный штраф. Теперь я знаю, кто бы ни проводил игру, он сумасшедший. Мне кажется, игру про его проводит Дамблдор, сказал слух Гарри. Может быть, с этой дикой догадкой он поставит мировой рекорд по смекалистости. Тишина. Но Гарри уже начал понимать правила игры. Записка будет там, где он станет ее искать. Поэтому посмотрел под кроватью. Ведущий игры не Дамблдор. Плохая догадка. Очень плохая догадка. Минус 20 баллов. И ты все еще в пижаме. Уже четвертый ход. А ты все еще в пижаме. Пижамный штраф минус 2 балла. Текущие баллы 75. Задачка оказалась серьезной. Кроме Дамблдора, он никого настолько сумасшедшего в школе не знал. Все-таки учебный год только начался. Гарри отрешенно сгреб мантию и нижнее белье. Забрался в подвал сундука. Он был весьма стеснительным человеком. А вдруг кто-то зайдет? Переоделся и вернулся в спальню положить пижаму на место. Взявшись за ручку выдвижного ящика, он задумался. Если правила все еще действуют... Как зарабатывать баллы? Спросил он слух и вытянул ящик. Возможности творить добро повсюду. Но свет нужнее всего во тьме. Стоимость вопроса 1 балл. Текущие баллы 74. Классные трусы. Мама выбирала. Гарри, залившись краской, сломал, скомкал записку. Вспомнилось ругательство драка. Грязнокровкин сын. Но вслух он его произнести не решился. Заработает чего доброго штраф за сквернословие. Гарри пристегнул к поясу кошель-скрытень и волшебную палочку. Распаковал один батончик и бросил обертку в мусорную корзину. Где она приземлилась на недоеденную шоколадную лягушку. Смятый конверт и красно-зеленую оберточную бумагу. Остальные батончики спрятал в кошель. Он еще раз посмотрел вокруг в совершенно тщетной попытке обнаружить хоть какую-нибудь подсказку. И, жуя на ходу батончик, вышел из спальни, отправившись на поиски подземелья Слизарина. Ему показалось, что именно на это намекала записка. Бродить по коридорам Хогвартса не то, что бы хуже, чем по какой-нибудь картине Эшера. Разве что в переносном смысле. Через некоторое время Гарри понял, что по сравнению с Хогвартсом картина Эшера имеет как минусы, так и плюсы. Минусы. Нет постоянно гравитационного вектора. Плюсы. Лестницы не двигаются, когда ты на них стоишь. Вчера, чтобы попасть в спальню, Гарри поднялся по четырем лестницам. Сегодня же, спустившись на менее чем по двенадцати, он так и не добрался до подземелий. Гарри заключил, что первое, картина Эшера по сравнению с этим еще цветочки. Второе, он каким-то образом оказался даже выше, чем начал. И третье, он настолько конкретно заблудился, что не удивился бы даже окажись за следующим окном две луны в небе. Запасной план А состоял в том, чтобы спросить у кого-нибудь дорогу, но наблюдался крайний дефицит прохожих, как будто эти бедолаги и все поголовно сидят на уроках. Запасной план Б. Я заблудился, произнес Гарри вслух. Нельзя ли спросить дух Хогвартса помочь мне? Вряд ли у замка есть дух, заметила сухая пожилая женщина на одной из картин на стене. Жизнь? Может быть, но не дух. Краткое молчание. А вы... начал Гарри и осекся, но если подумать, то он не будет спрашивать, осознает ли картина свое существование. Меня зовут Гарри Поттер, произнес он, почти не задумываясь. И так же, почти не задумываясь, протянул картине руку. Нарисованная женщина смирила ее взглядом и вздернула бровь. Гарри медленно опустил руку. Извините, сказал он. Я здесь вроде как новенький. Я заметила, молодой ворон. Так куда ты хочешь попасть? Гарри замялся. Я вообще-то не уверен, сказал он. Тогда ты, возможно, уже там. Куда бы я не хотел попасть, по-моему, здесь это не там. Гарри запнулся, понимая, что несет чушь. Ладно, давайте сначала. Я играю в игру, только не знаю ее правил. Мда, тоже не пойдет. Хорошо, третья попытка. Я ищу возможности творить добро, чтобы зарабатывать баллы, но у меня есть только загадочная подсказка, что свет нужнее всего во тьме. Так что я пытаюсь попасть вниз, хотя получается только наверх. Нарисованная женщина взирала на него с нескрываемым скептицизмом. Гарри вздохнул. Моя жизнь не лишена странностей. Верно ли я понимаю, что ты не знаешь сам, куда ты идешь и зачем ты хочешь туда попасть? Абсолютно верно. Женщина кивнула. И я не уверена, что твоя главная проблема в том, что ты заблудился. Согласен. Но в отличие от более важных проблем, эту я хоть знаю, как решать. И, ух ты, весь наш разговор сплошная метафора человеческого бытия, а я заметил это только сейчас. Лидия посмотрела на Гарри с одобрением. Ты впрямь славный молодой ворон, не так ли? Я уж было засомневалась. Ну что ж, как правило, чтобы спуститься, надо всегда поворачивать налево. Фраза показалась Гарри смутно знакомой, но он не смог вспомнить, откуда она. Я так полагаю, это отсылка к выходу из лабиринта. Каждый раз, попав в любой лабиринт, вы можете выйти из него, всегда поворачивая в одну и ту же сторону. Это природа лабиринта такова. Некоторые могут быть построены, что все время, идя в одну сторону, ты по одной стене в одну сторону. Ты будешь идти очень долго. Но, если ты будешь придерживаться этого правила, ты всегда выйдешь из лабиринта. Наверное, наверное, это к этому отсылку, отсылка, я не знаю. Фраза показалась Гарри смутно знакомой, но он не смог вспомнить, откуда она. Вы мне кажетесь очень мудрой женщиной, ну или портретом очень мудрой женщины. Вы не слышали о таинственной игре, в которую можно сыграть лишь однажды, причем правила вам никто не сообщает? Жизнь, без колебаний ответила леди. Это самая легкая загадка из всех, с которыми мне довелось столкнуться. Гарри моргнул. Хе-хе-хе, нет, медленно проговорил он, я имею ввиду самую настоящую игру, в которой мне предложили сыграть в письме, не сообщив правил. При этом кто-то постоянно подбрасывает мне записки, когда я их нарушаю, например, что за ношение пижамы полагается 2 балла штрафа. Вы не знаете, кто в Хогвартсе достаточно сумасшедший и достаточно могущественный, чтобы провернуть нечто подобное? Ну, то есть, помимо Дамблдора. Леди в картине вздохнула. Я всего лишь портрет, молодой человек, и я помню Хогвартс только таким, каким он был, а не таким, какой он есть. Одно могу сказать, и если бы это была загадка, ответом было, что игра — это жизнь. И хотя ее правила придуманы не нами, баллы присуждаешь и отнимаешь только ты сам. Но если это не загадка, а действительность, тогда я не знаю. Гарри отвесил по картине глубокий поклон. Благодарю вас, миледи. Леди сделала ответный реверанс. «Хотела бы я сказать, что буду вспоминать о тебе с теплотой?» — вздохнула она. «Но я, скорее всего, не запомню тебя вообще. Прощай, Гарри Поттер». Гарри снова поклонился и зашагал к ближайшей лестнице вниз. Спуся четыре поворота налево, Гарри наткнулся на огромную груду булыжников, будто здесь случился обвал. Однако стены и потолок вокруг оставались целехоньки. Самые обычные каменные стены и потолок. «Ладно», — сказал Гарри, — «сдаюсь. Прошу еще одну подсказку. Как мне попасть в нужное место?» «Подсказку? Ты сказал подсказку?» — донеслось взволнованное восклицание от портрета неподалеку. «На этот раз мужчины среднего возраста с невообразимой мантией кричащего розового цвета и старой оббившей старконечной шляпой с рыбкой на кончике». «Не с рисунком рыбки, а именно с рыбкой». «Да», — воскликнул Гарри в ответ, — «подсказку. Я сказал подсказку. Только не какую-нибудь там подсказку, а подсказку для игры, в которую я...» «Да-да, подсказку для игры. Ты ведь Гарри Поттер, так? Я Корнелион Флаббарвольд». «Эту подсказку мне передала Эрин Консорт». «Эрин Консорт». «По идее, это Консорт как... как этот... как титул, Консорт, советник, типа». «Которая получила её от лорда Уизлноса». «Которому... ах, не помню. Но передать её тебе просили именно меня. Меня. Никто не вспоминал обо мне уже не помню сколько лет. Может, вообще никогда». «Засунули в этот богом забытый коридор и бросили пылиться. Подсказка. У меня твоя подсказка. Она будет стоить тебе всего лишь трёх палов. Хочешь?» «Да, безумно. Наверное, стоило бы держать сарказм при себе, но Гарри ничего не смог с собой поделать». «Тьма найдётся между зелёным классом самоподготовки и классом трансфигурации МакГонагал. Вот подсказка. И пошевелись. Плетёшься, как улитка. Минус 10 баллов за тормознутость. Теперь у тебя 61 балл. Вот и всё сообщение». «Спасибо. Похоже, он проиграл. Полагаю, вы не знаете, откуда это сообщение поступило первоначально. Так?» «Мне сказали, что сообщение прозвенело глухим колоколом из прорехи в мироздании, за которой бушевала преисподняя». «Гарри уже не был уверен, что подобным заявлениям следует удивляться, а не принимать на веру, как нечто само собой разумеющееся». «Ну и как мне это место найти?» «Развернись, а потом иди налево, направо, вниз, вниз, направо, налево, направо, вверх, а потом опять налево. Доберёшься до зелёного класса самоподготовки. Пройдя его насквозь, попадёшь в широкий извилистый коридор, который выходит на развилку. И справа будет длинный прямой проход, который заканчивается классом трансфигурации». «Портрет мужчины заколебался». «Так, во всяком случае, было в моё время. Сегодня ведь понедельник нечётного года, правильно?» «Карандаш и механическая бумага». «Потянулся Гарри в кошель». «Ой, отменить бумага и механический карандаш». «Гарри снова посмотрел на картину». «Вы бы не могли повторить маршрут?» «Заблудившись ещё два раза, Гарри начал подозревать, что основное правило навигации непрерывно изменяющегося лабиринта под названием Хогвартс. Спроси дорогу у портрета». Спроси дорогу у портрета. Если должно было преподать ему какой-то невероятно глубокий жизненный урок, Гарри его не понял. Зелёный класс с самоподготовки оказался на удивление приятным местом, где солнце светило через окна с зелёным орнаментом, с изображающим драконов в спокойных пасторальных сценах. Стулья выглядели весьма удобными, а столы были удачно расположены для работы группами до четырёх человек. Гарри не смог вот так просто пройти его насквозь, ведь в стенах были книжные полки, и чтобы не запятнать репутацию семьи Верис, ему пришлось бегло просмотреть название. Но он сделал это быстро, пометуя жалобу на тормознутость, и вышел с другой стороны. Он шагал по широкому извилистому коридору, когда услышал взволнованный мальчишеский возглас. Почитав, что ситуация заслуживает быстрого бега без оглядки на сохранение энергии или правильную разминку, Гарри ринулся на звук и едва не врезался в компанию из шести первокурсников-пуфиндуйцев, которые с отчаянием и страхом загрудились в кучу и, не зная, что предпринять, взирали на пятерых старшекурсников из Слизерина, окруживших седьмого пуфиндуйца. И тут Гарри объял гнев. «Минуточку внимания!» — ряфнул он во всю глотку. Восклицание, вероятно, было излишним. Остальные уже заметили его появление, но оно заставило всех замереть. Гарри прошествовал мимо пуфиндуйца в сторону Слизеринцев. На лицах последних отражалось гамма-чувств и злость, и веселье, и восторг. В уголке сознания в панике билась мысль, что они старше и больше, и с легкостью его растопчут. Другая часть его мозга сухо возразила, что если кто-то серьезно навредит мальчику, который выжил, то этому кому-то, ну, очень не поздоровится. Особенно, если это стая в Слизеринских старшекурсниках при семи свидетелях пуфиндуйцах. Вероятность непоправимого ущерба стремилась к нулю. И тут Гарри увидел, что мальчишка, которого они поймали, навел Лонгботом. Ну, конечно. Тогда решено. Гарри планировал перед ним извиниться, а значит, навел принадлежит ему. Как они вообще смеют? Он схватил навел за запястье и выдернул его из круга Слизеринцев с такой силой, что тот чуть не упал. Практически тем же движением Гарри скользнул на его место. В результате Гарри оказался посреди группы старшекурсников из Слизерина, глядя снизу вверх на больших сильных парней. «Привет», — сказал он. «Я мальчик, который выжил». Затянулось неловкое молчание. Судя по всему, никому не приходило в голову, как продолжить разговор. Гарри посмотрел вниз и увидел разбросанные по полу книги и бумаги. Ага, знакомая забава. Как только мальчишка поднимает одну из них, ее тут же снова выбивают из руки. Гарри никогда не оказывался жертвой подобного развлечения, но у него было хорошее воображение. И воображаемая картина бесила его все сильнее. Что ж, когда ситуация разрешится, Невилл сможет спокойно собрать книги. Если только Слизеринцы не отвлекутся от Гарри и не додумаются с ними что-нибудь сделать. К сожалению, его взгляд не укрылся от внимания Слизеринцев. «Ути-пути», — захихикал самый крупный. «Малютка ходит книзицки». «Молчать», — холодно перебил Гарри. «Вывести из равновесия, быть непредсказуемым, не вписаться в роль жертвы». «Это часть какого-то хитрого плана, который принесет вам пользу?» «Или бессмысленная выходка, позорящая имя Салазара Слизерина?» «На что очень?» «Самый крупный пихнул Гарри, и тот, вылетев из круга Слизеринцев, растянулся на полу Хогвартса, а Слизеринцы захохотали. Гарри встал, двигаясь словно в замедленной съемке. Он еще не знал, как пользоваться волшебной палочкой, но и без нее можно было кое-что опробовать. «Хочу потратить сколько угодно баллов, чтобы избавиться от этого человека», — чеканил Гарри, указывая на самого крупного. Затем он поднял другую руку и, щелкнув пальцами, произнес «Абракадабра!» «Невилл и один из пуффиндуйцев скрикнули, трое Слизеринцев попрыгали в стороны, а самый крупный отпрянул назад. Что-то красное стекало у него по лицу и шее. Такого даже Гарри не ожидал. Самый крупный медленно поднес руку к голове, отлепил от физиономии поднос с пирогом и подержал его в руке, разглядывая осоловелыми глазами, и уронил на пол. Один из пуффиндуйцев расхохотался. Кажется, он выбрал для этого не самое лучшее время. И тут Гарри... И тут Гарри заметил на дне подноса записку. «Всем стоять!» Он подскочил и отлепил ее. Похоже, это мне. «Ты...» Прорычал самый крупный. «Ты у меня сейчас...» «Нет, ну вы посмотрите!» Заорал Гарри, размахивая бумажкой. «Безобразие!» «Целых тридцать баллов за доставку кого-то в шоу пирога!» «Тридцать баллов!» «Меня обдирают как липкую!» «И это после того, как я бесстрашно ринулся на помощь невинным!» «И еще доплата за хранение пересылку и транспортировку крупногабаритных грузов!» «Какая, к черту, транспортировка крупногабаритных грузов?» «Это же просто пирог!» И снова неловкое молчание. Гарри мысленно проклинал на все лады все никак не перестававшего хихикать Пуффиндуйца. «Из-за этого идиота у него сейчас могут начаться настоящие неприятности!» Гарри отошел назад и наградил слезеринца своим самым смертоносным взглядом. «Проваливайте!» «А не то я буду делать ваше существование все более и более странным, пока не отвяжетесь!» «Я должен предупредить, что шутки со мной часто заканчиваются несколько неприятным образом!» «Все ясно!» Одним быстрым устрашающим движением крупный слезеринца выхватил волшебную палочку и тут же получил сзади вторым пирогом, на сей раз ярко-синим черничным. Текст послания на этом пироге был очень крупным и удобочитаемым. «На твоем месте я бы прочел записку», — заметил Гарри. «Похоже, она адресована тебе». Самый крупный медленно отлепил от себя поднос, перевернул его, с громким хлюбом вывалил пирог под ноги и прочитал следующее. «Предупреждение!» «На протяжении всей игры запрещено использовать магию по отношению к участнику. О дальнейшем вмешательстве в игру будет доложено руководство игры». Лицо слезеринца выражало такое недоумение, что с него можно было писать картину. Гарри даже проникся к ведущему игры какой-то симпатией. «Слушайте», — сказал он, — «давайте на сегодня закончим. По-моему, ситуация начинает выходить из-под контроля. Давайте отложим это дело и вы вернетесь в гостиную слезерина, а я в гостиную когтеврана. Хорошо? «У меня есть идея получше», — прошепел крупный слезеринец. «Давай я случайно сломаю тебе все пальцы». «Как во имя Мерлина можно выставить это случайностью, если ты, дурень, угрожаешь мне перед тужиной свидетелей?» Самый крупный нарочито медленно схватил Гарри за руку. Та часть сознания, которая обратила внимание на силу и возраст противника, наконец пробилась и заорала. «Что я делаю? Черт меня подери!» «Хе-хе! Воу-воу-воу! Подожди!» — заволновался другой слезеринец. «Стой, только не надо по-настоящему этого делать!» Самый крупный пропустил это мимо ушей и, крепко обхватив кисть Гарри, взял указательный палец правой руки. Гарри спокойно посадил слезеринцу в глаза. Что-то внутри твердило «Этого не может быть! Этого не должно быть! Взрослые никогда не допустят, чтобы это на самом деле произошло!» Слезеринец принялся медленно загибать палец в обратную сторону. «Он еще не сломал мне палец, и пока не сломает, я не дрогну или я не Гарри Поттер. До тех пор это всего лишь очередная попытка меня запугать». «Стой!» — снова возразил другой слезеринец. «Стой, это очень плохая идея!» «Вынуждена согласиться!» — холодно произнес голос, голос взрослой женщины. «Самый крупный выронил руку Гарри, будто обжегшись, и отскочил назад». «Профессор Спрауд!» — воскликнул один из пуфиндуйцев радостным, прирадостным голосом. «В поле зрения прошествовала невысокая кореностая женщина с беспорядочно завитыми седыми волосами и в покрытой грязью одежде». «Объясните мне!» — первопрокурорским тоном заговорила она, указав пальцем на слезеринцев. «Что вы здесь делаете с моими пуфиндуйцами?» И она бросила на Гарри быстрый взгляд. «Моим славным учеником Гарри Поттером!» «Ой-ой! Точно! Это же ее урок я с утра пропустил!» «Он грозился нас убить!» — выпалил тот самый слезеринец, который просил остановиться. «Чего?» — безучастно переспросил Гарри. «Неправда! Если бы я хотел тебя убить, я бы вовсе не стал прилюдно угрожать!» Третий слезеринец беспомощно рассмеялся, но быстро заткнулся под уничтожающими взглядами соратников. «И каким это образом он угрожал вас убить?» — недоверчиво уточнила волшебница. «Смертельным проклятием! Он притворился, что использует нас смертельное проклятие!» Профессор Спраут взглянула на Гарри. «Ничего не скажешь! Ужасная угроза в устах 11-летнего мальчишки!» «Правда, с этим проклятием все равно никогда не шутят, Гарри Поттер!» «Я даже не знаю с его слов!» — быстро вставил Гарри. «И палочки у меня в руках не было!» «На этот раз недоверчивый взгляд заслужил Гарри!» «Получается, этот юноша сам себя измазал двумя пирогами?» «Это он не палочкой сделал!» — выпалил один из пуффиндуйцев. «Я тоже не знаю, как у него это получилось, но он просто щелкнул пальцами и появился пирог!» «Неужели?» — задумалась Спраут и вытянула собственную палочку. «Я не буду настаивать, потому что вы очевидная жертва, но вы не будете возвращать, если я это проверю!» Гарри достал палочку. «Что мне?» «Приор инкантата!» «Странно!» — нахмурил Спраут. «Похоже, этой палочкой вообще не пользовались!» «Так и есть!» — пожал плечами Гарри. «Я ее купил всего несколько дней назад вместе с учебниками!» «В таком случае!» — кивнулась Спраут. «Налицо пример спонтанной магии в опасной ситуации! Правила школы ясно говорится, что за нее не наказывают! А что касается вас!» — повернулась она к слезеринцам и демонстративно посмотрела на разбросанные книги Невилла. Она долго и молча сверлила пятерых слезеринцам взглядом. «По три балла с каждого!» Наконец вынесла она вердикт. «И шесть с него!» — показала она на заляпанного пирогом. «И больше никогда!» — слышите? «Никогда не связывайтесь с моими пуффиндуйцами и моим учеником Гарри Поттером!» «А теперь брысь!» Повторять не пришлось. Слезеринцы репетировались в мгновение ока. Подошел Невилл и начал собирать учебники. Он плакал, но совсем чуть-чуть. Возможно, из-за запоздалого шока. А может быть, потому что остальные пуффиндуйцы принялись ему помогать. «Спасибо вам огромное, Гарри Поттер!» — сказала ему профессор Спраут. «Семь баллов к октябрану!» «По одному за каждого пуффиндуйца, которому вы помогли!» «Это все!» Гарри моргнул. Он ожидал, что его отчитают за вздорность или за прогул. «Может быть, все-таки стоило пойти в пуффиндуй?» Спраут довольно крута. «Скорджифай» — очистила Спраут пол от остатков пирога и ушла по коридору к зеленому классу самоподготовки. «Но как тебе это удалось?» — прошептал один спуффиндуйцев, когда она пропала из виду. «И я могу сделать все, что угодно», — самодовольно заявил Гарри. Одним щелчком пальцев. «Правда?» — вытаращил тут глаза. «Нет, но когда будешь об этом случае всем рассказывать, не забудь рассказать и Гермионе Грейнджер, первокурснице из Коктеврана. У нее для тебя тоже найдется забавная история». Он сам ни черта не понимал в произошедшем, но не собирался выпускать столь удобный случай и еще поднадуть свою и без того легендарную репутацию. «Да, кстати, что за бред они несли про смертельное проклятие?» «Ты их прям не знаешь?» Странно посмотрел на него мальчик. Иначе бы не спрашивал. «Слова смертельного проклятия» мальчишка сглотнул, а потом расставил руки в стороны. Слово демонстрируя отсутствие в них волшебной палочки и продолжил шепотом. «Авада кедавра». «Кто бы сомневался?» Гарри добавил этот факт в список того, о чем он никогда-никогда не расскажет своему папе, Майклу Вересу Эвансу. «Итак, придется объяснять, что он единственный во всем мире человек, переживший ужасное смертельное проклятие. Не обязательно при этом упоминать, что оказывается смертельное проклятие – это абракадабра». Да, кстати, я тоже над этим орал. Орал в детстве. «Кто бы сомневался?» «Понятно. Что ж, больше я не буду произносить этих слов после щелчка пальцев. Пусть оно и произвело тактический выгодный эффект». «Но почему ты тогда вырос у маглов, а они думают, что это смешная шутка? Серьезно. Извини, но не напомнишь свое имя?» «Меня зовут Эрник Макмиллан», сказал Пуфиндуец и протянул руку. Гарри ее пожал. «Для меня честь с тобой познакомиться?» Гарри слегка поклонился. «Мне тоже приятно с тобой познакомиться. Давай отбросим эту ерунду прочесть». Остальные мальчишки окружили его и принялись представляться. Когда знакомство закончилось, Гарри заглотнул. Для него это будет очень непросто. «Извините меня все, но...» «Я хотел бы кое-что сказать Невиллу». «Когда все взгляды скрестились на последнем, тот испуганно попятился». «Наверно...» «Робко начал Невилл. «Ты хочешь сказать, что мне надо быть храбрее?» «Да нет, ничего подобного», быстро перебил Гарри. «Я вообще не о том. Просто мне кое-что сказала распределяющая шляпа». Остальные мальчишки внезапно очень заинтересовались, а лицо Невилла сделалось еще испуганнее. Гарри хотел покончить с этим неприятным делом как можно скорее, сказать все быстро и сразу, но слова камнями застревали в горле. Невиллу совлад... Насиллу совладав с губами, с трудом выуживая каждый звук, он наконец смог произнести... Произнести. «Извини меня». Выдох и глубокий вдох. За то, что я вчера сделал. Не нужно проявлять ко мне снисхождение. Я пойму, если ты меня теперь ненавидишь. Я не пытаюсь строить из себя что-то эдакое, извиняясь перед тобой. И тебе не обязательно прощать меня. Я поступил плохо. Невилл молча прижал к книге к груди. «Почему ты так поступил?» Спросил он, наконец, тонким, нерешительным голосом смаргивая слезы и стараясь не расплакаться. «Почему все надо мной издеваются, даже мальчик, который выжил?» Гарри захотелось провалиться под землю. Так гадко он себя еще никогда не чувствовал. «Извини», — повторил Гарри, внезапно охрипнув. «Просто у тебя был такой испуганный вид, будто у тебя на лбу написано «Жертва». Мне захотелось тебе тогда показать, что не всегда все заканчивается плохо, что иногда и чудовище раздает шоколадки. «И тогда, — подумал я, — ты поймешь, что нечего так бояться». «Но ведь есть чего?» — прошептал Невилл. «Сам сегодня видел, что есть». «Они бы ничего серьезного не сделали при свидетелях. Их главное оружие — страх, потому что они... потому-то они и прицепились именно к тебе. Они поняли, что ты их боишься. Я хотел помочь тебе побороть этот страх, показать, что на самом деле все не так плохо. Так, во всяком случае, я себе говорил. Но распределяющая шляпа объяснила мне, что это самообман. И на самом деле я просто развлекался. Поэтому я извиняюсь». «Мне было больно», — сказал Невилл. «Только что, когда ты меня схватил и дернул». Невилл указал на руку, за которую его схватил Гарри. «У меня тут теперь будет синяк. Даже толчки слезеринцев не были такими болезненными». «Невилл!» — прошепел Эрни. «Он же тебя спасал!» «Извини», — прошептал Гарри. «Просто когда я тебя увидел, я очень-очень разозлился». Невилл спокойно на него посмотрел. «И потому ты так сильно дернул меня, встал на мое место и сказал, привет, я мальчик, который выжил?» Гарри кивнул. «Мне кажется, однажды ты станешь очень крут», — сказал Невилл. «Но сейчас я бы так про тебя не сказал». Гарри сглотнул ком в горле и пошел прочь. После развилки он свернул налево и потопал, куда глаза глядят. «Ну и что ему оставалось делать?» «Никогда не злиться?» «Но кто знает, что бы случилось с Невиллом и его книгами, если бы Гарри не разозлился. Да и если верить фантазийным романам, все равно с этой злостью поделать ничего нельзя. Если попытаться ее закупорить, ничего не выйдет. Она будет прорываться снова и снова. И после долгого путешествия по тропе самопознания он обнаружит, что злость — это его неотъемлемая часть, и лишь смирившись с этим, он научится с умом ее использовать. Только во вселенной «Звездных войн» ответом и впрямь было полное отсечение негативных эмоций. Но Йода всегда производил на Гарри впечатление маленького зеленого недоумка. Таким образом, чтобы не тратить время зря, лучше все самокопания пропустить сразу. Пропустить и сразу признаться, что злость можно контролировать только тогда, когда не пытаешься ее полностью задавить. Но вот в чем загвоздка. От злости он никогда не терял самообладание. Когда разум застилала холодная ярость, он полностью осознавал все свои поступки. И только потом оказалось, что вообще весь эпизод пошел как-то в кривь и в козь. Интересно, а что по этому поводу думает ведущий игры? Сколько он заработал? Сколько он заработал или потерял? Баллов. Самому Гарри показалось, что он прилично проштрафился. Пожилая женщина из картины, конечно, сказала бы, что только его собственное мнение на этот счет и стоит учитывать. И все же, уж не ведущий ли подослал профессора Спраут? Ведь записка предупреждала, что будет извещено руководство игры. Руководство игры. И вот она тут как тут. А может она и есть ведущий игры? Ведь главу факультета Пуффиндуя никто никогда не заподозрит, а значит она в самом верху списка подозреваемых. Да, Гарри и детективы читал. Целых два. Ну и как мои успехи в игре? Спросил он вслух. Через голову прилетела записка, словно кто-то ее бросил из-за спины. Гарри развернулся посмотреть, но коридор был пуст. Он подобрал осевшую на пол бумажку. В ней говорилось вот что. Баллы за стиль 10. Баллы за благоразумие. Минус 3 миллиона. Бонус за баллы к активрану 70. Текущие баллы минус 2 миллиона 999 тысяч 871. Осталось ходов 2. Минус 3 миллиона баллов? Возмутился Гарри. По-моему, чересчур. Я хочу подать руководству игры апелляцию. Да и как прикажете наверстать 3 миллиона баллов за 2 хода? Еще одна записка пролетела через голову. Апелляция отклонена. Неправильные вопросы. Минус 1 триллион баллов. Нетекущие баллы. Подожди, это даже не триллион. Это триллион? Подожди. Это триллион? Ну вообще? Или тысячи? Я даже не помню такого числа. Подожди. Триллион это 9 нулей. А здесь 12 нулей. Так что это не триллион. Я не знаю, что после... Квинтиллион, да? Это минус квинтиллион баллов. Текущие баллы. Минус 1 квинтиллион. 2 миллиона... 2 миллиона 999 тысяч 871. Триллион, говорят. Некоторые говорят триллион. Это триллион. Точно, триллион. Миллиард же идет после миллиона. Господи, как я мог забыть миллиард? Миллион, миллиард, триллион. Да, триллион. Точно. Я совсем миллиард забыл. Гарри мысленно махнул рукой. Раз остался последний ход, придется выдать свою лучшую догадку. Хоть она и не очень хороша. Мне кажется, игра олицетворяет собой жизнь. Последний кусочек бумаги вылетел из-за спины. Попытка провалена, 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 провалена. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Текущий балл и минус бесконечность. Ты проиграл. Последняя инструкция. Иди в кабинет профессора МакГонагал. Последняя строчка была написана его собственным почерком. Гарри некоторое время ее рассматривал, а потом пожал плечами. Кабинет профессора МакГонагал так кабинет профессора МакГонагал. Если это она, ведущая игры, тогда... Честно говоря, Гарри даже не знал, что тогда. Его разум отказывался что-либо предполагать. Для него это было в буквальном смысле невероятным. Через два портрета путь от класса трансфигурации был недалекий. Во всяком случае, по понедельникам нечетных лет. Гарри остановился перед ее кабинетом. Постучал. Войдите. Глухо прозвучал голос МакГонагал из-за двери. И он вошел. Хорошая... Хорошая... Так, давайте немножко подумаем над игрой. Мне она показалась очень забавной. От автора Без Паники. Я торжественно клянусь, что есть логичное, заранее запланированное, непротиворечивое объяснение всему происходящему в этой главе. Это загадка, которую вам нужно отгадать. А если не получится, ответ будет в следующей главе. Честно говоря... Честно говоря... Честно говоря... Учитывая, что надо идти к профессору МакГонагал, сейчас мне почему-то кажется, что моя догадка не верна. Потому что я тоже думал на профессора МакГонагал. Почему думал о профессор МакГонагал? Потому что... Это, в принципе, разумно предположить, что она вместе с ним придумала такую задачу, которая проверит его обливиейт в действии. Вы помните, да? Помните, Гарри говорил про знаки, которые он оставляет себе, типа от обливиейта? Вот. Но пока что я... Пока у меня... Пока что... Пока что не очень понятно. Вот. Пока что мне очень... Пока что мне очень непонятно. Кидает... Кидает баллы. С самого начала... С самого начала своим... С его же почерком написано. Возможно, это Гарри с маховиком времени. Но это вряд ли. Реально маховик времени, может быть. Прям... Прям... Маховик времени... Как бы маховик времени встроенно вписывается, но... Не кажется офигенно каким-то логичным. Типа, тогда получается, что он уже прожил это... То есть, как бы, маховик времени дает тебе возможность просто самому перемещаться. Не-не-не. Маховик времени хрен знает. Хрен знает. Хрен знает. Да, в смысле? Я не люблю гадать. Я не люблю гадать. Мне нравится плыть по... Мне нравится плыть по течению... По течению книги. Если я окажусь неправ, я лишь буду еще приятнее... Я не хочу больше предполагать, потому что, может быть, я докопаюсь до истины. Если я окажусь неправ, я буду еще приятнее удивлен неожиданным поворотом, чем если бы... Чем если бы отгадал. Так что я буду течь дальше. Бывают... Глава четырнадцатая. Неопознанная и неопознаваемая. Бывают загадочные вопросы. Но загадочный ответ — это явно противоречивое понятие. Да, знал бы ты, как часто люди с этим сталкиваются. Войдите. Глухо прозвучал голос МакГонагал из-за двери. И он вошел. Кабинет заместителя директора оказался чистым и аккуратным. На стене у стола располагался настоящий лабиринт полок различных форм и размеров. Почти все они были заполнены свитками пергамента. И почему-то сразу становилось ясно, что профессор МакГонагал точно знает, где что лежит, даже если со стороны какую-либо упорядоченность обнаружить было невозможно. Профессор сидела на табурете за столом, на пустой поверхности которого покоился один-единственный свиток. Позади нее находилась дверь, закрытая на несколько замков. МакГонагал, профессор, смотрела на Гарри несколько озадаченно. Судя по всему, приход Гарри оказался для нее сюрпризом и даже некоторым поводом для беспокойства. «Мистер Поттер, в чем дело?» – спросила она. «Как в чем дело?» – ведущий направил его сюда, поэтому Гарри ожидал, что это у нее к нему было какое-то дело. Мистер Поттер в голосе МакГонагал появилось легкое недовольство. К счастью, Гарри его запаниковавший был разум вспомнил, что у него и в самом деле есть что обсудить с профессором. Кое-что важное, достойно ее внимания. Их, начал Гарри. «Если существуют какие-нибудь чары, чтобы нас никто не мог подслушать». Профессор МакГонагал встала из-за стола, плотно закрыла дверь, достала палочку и начала произносить заклинание. Именно в этот миг Гарри понял, что перед ним бесценная и, вероятно, единственная возможность напоить профессора МакГонагал прыским чаем. Он что, серьезно обдумывает эту идею? Все в порядке, напиток же исчезнет через несколько секунд. Эх, заткнись. Внутренний спор наконец прекратился, и Гарри выстроил мечущиеся в голове мысли. Он не планировал так скоро приступить к этому разговору, но раз уж он тут оказался... МакГонагал закончила произносить слова заклинания, которые, судя по звучанию, были древнее латыни, и снова села за стол. Ну вот, тихо сказала она, нас никто не подслушает. МакГонагал заметно волновалась. А, ну да, она думает, что я буду ее шантажировать, чтобы получить информацию о пророчестве. Эээ, нет, не сейчас, как-нибудь позже. Я по поводу инцидента с распределяющей шляпой, начал Гарри. Профессор удивленно моргнула. Эм, думаю, на шляпу наложено какое-то дополнительное заклинание, о котором она не подозревает. Заклинание, которое срабатывает, когда шляпа объявляет Слизерин. Я слышал сообщение, которое наверняка не предназначено для когтевранских ушей. Это случилось, как только шляпу сняли с моей головы, и я почувствовал, что телепатическая связь разорвана. Слова напомнили одновременно английский язык и шипение. МакГонагал судорожно вздохнула. А и они звучали так. Салют Слизеринцу от Слизерина. Если хочешь узнать мои секреты, поговори с моим змеем. МакГонагал сидела с открытым ртом и смотрела на Гарри так, словно у него выросла вторая голова. И протянула она, будто не веря своим же словам. Вы подумали, что нужно сразу же прийти ко мне и все рассказать. Да, конечно, подтвердил Гарри. Зачем ей знать, сколько времени у него ушло на принятие этого решения, вместо того, чтобы, к примеру, попытаться разузнать все самому или поделиться с другими учениками? Хм, понятно, сказала профессор МакГонагал. А если вы, допустим, найдете вход в легендарную тайную комнату Салазара Слизерина, который только вы можете открыть? Я закрою его и тут же доложу вам, чтобы вы вызвали команду опытных магов-археологов. Без колебаний, ответил Гарри. Потом я открою вход вновь, чтобы они очень осторожно там все исследовали и убедились, что внутри нет ничего опасного. Вероятно, я загляну следом, например, чтобы открыть для них что-то еще. Но только после того, как помещение признают во всех отношениях безопасным и наснимают фотографии этой бесценной исторической достопримечательности, пока там все не разгромили толпы туристов. Профессор сидела с открытым ртом и смотрела на Гарри так, как будто он только что превратился в кошку. Очевидное решение не для Гриффиндора, конечно, любезно сообщил Гарри. «Думаю», — наконец выдавила МакГонагал, — «вы весьма недооцениваете то, насколько редко встречается здравомыслие». С этим Гарри спорить не мог, хотя... Пуффиндуец сказал бы то же самое. «Да, вы правы», — замявшись согласилась МакГонагал. Распределяющая шляпа предлагала мне Пуффиндуй. «В самом деле?» — удивленно моргнула волшебница, не веря своим ушам. «Да». «Мистер Поттер», — тихо говорила МакГонагал, — «пятьдесят лет назад в Хогвартсе в последний раз умер ученик. И теперь я уверена, что именно в то время шляпа последний раз передавала это сообщение». У Гарри похолодело в груди. «Тогда на этот счет я совсем ничего не буду делать, не посоветовавшись с вами, профессор МакГонагал», — сказал он и задумчиво продолжил. «Предлагаю также связаться с самыми лучшими магами и найти способ снять лишние чары с распределяющей шляпы. А если не получится, воспользоваться чем-то вроде Квитуса, который бы временно включался, как только шляпу снимают с головы очередного ученика. «Что-то вроде заплатки. И вуаля! Больше никаких смертей!» — удовлетворенно кивнул сам себе Гарри. Лицо у МакГонагал стало еще более ошеломленным. «Если только... Если только такое возможно». «Боюсь, что если присужу вам столько баллов, сколько вы заслуживаете, мне придется сегодня же отдать Когтеврану Кубок Школы». «Я бы не хотел получить настолько много баллов», — пробормотал Гарри. «Почему?» — странно посмотрел на него МакГонагал. Гарри было трудно облечь свои мысли в слова. «Ну, это было бы грустно, понимаете?» «Как... Когда я еще ходил в Магловскую школу, и там давали групповое задание, я всегда делал все сам. Остальные мне только мешали. Я люблю зарабатывать баллы. Может быть, даже больше других. Но если я заработаю достаточно, чтобы в одиночку выиграть Кубок Школы, получится, что я на своих плечах вынес весь Когтевран, и это будет очень грустно». «Понимаю», — осторожно сказала МакГонагал. «Очевидно, с такой точки зрения она еще не сталкивалась». «А если я вам предложу 50 баллов?» Гарри снова покачал головой. «По отношению к остальным детям, будет нечестным, если я получу такую награду за то, что никак не связано с обычной школьной жизнью. Разве ты, Ребут, смог бы получить 50 баллов за рассказ о том, что ему прошептала распределяющая шляпа?» «Это несправедливо». «Теперь я вижу, почему шляпа предлагала вам Пуффиндуй», — признесла МакГонагал, поглядывая на него со странным уважением. «Угарри запершила в горле. Он не считал себя достойным Пуффиндуя. Распределяющая шляпа просто старалась запихнуть его куда угодно, лишь бы не в Когтевран, даже на факультет, качество которого у него нет и в помине». «А если я вам дам лишь 10 баллов?» — продолжила МакГонагал, улыбаясь. «Как объяснить, откуда они появились, если кто-то спросит? Я думаю, найдется много слизеринцев, и я говорю не об учениках Хогвартса, которых бы весьма и весьма рассердила весть о том, что это заклинание сняли с распределяющей шляпы, особенно если они узнают, что в деле замешан и я. Так что будет безопаснее, если все останется в полном секрете. Не надо меня благодарить, мэм. Добродетель не нуждается в вознаграждении». «Как угодно», — сказала МакГонагал, — «но у меня для вас и так есть кое-что особенное. Я вижу, что судила вас несправедливо, мистер Поттер. Пожалуйста, подождите». Она встала, подошла к запертой двери, взмахнула палочкой, вокруг нее появилась расплывчатая завеса, непроницаемая для зрения и слуха, которая через несколько минут пропала. МакГонагал стояла на том же месте лицом Гарри, а дверь выглядела так, будто ее никогда не отпирали. Одной рукой профессор протягивала ему кулон. На тонкой золотой цепочке висел серебряный круг. ха 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 х Ией! Изи. Изи, мастер-мэй. Просто... Да-да-да. Тот самый человек, который говорил, что люблю плыть по... Люблю плыть по течению повествования, конечно же. Одной рукой профессор протягивал ему кулон, но кулон на тонкой золотой цепочке висел серебряный круг, в центре которого были песочные часы. В другой руке она держала свернутую брошюру. Это вам, сказала она. Ну ничего себе! Сейчас ему вручат какой-то магический артефакт за выполнение квеста. Стало быть, и в реальной жизни можно получить волшебный предмет, если отказываться от денежного вознаграждения. А-ха-ха! Вчера! Вчера, значится, я играл в Ведьмака. И, ну, нашел... Ну, нашел чувак... Бежал просто, ну... Я его... Я включил Ведьмака на самой высокой сложности, буду проходить его самыми непопулярными билдами со всеми вопросами. Просто так, для себя, когда-нибудь через 120 часов геймплея пройду просто, просто так для себя. Да, без стрима. У меня нет времени на стримы по вечерам, я этого не делаю, это не тот формат. Я играю в него от силы минут 10 за вечер. Не суть важно. Так вот, там был квест, где чувак, типа, говорит, его обокрали. Ты проводишь расследование, понимаешь, что он завалил извозчика, а потом он тебе... Ты понимаешь, что он врет, он пытается свалить, ты его отлавливаешь, и он тебе говорит о том, что он, типа, темерский, темерский партизан. И ты его можешь сдать нильфгардцем, ты можешь подпустить его в свой аси, ты можешь оставить ларец, который он пытался стырить себе, обматерить его и послать в жопу. Так вот, я проверил все три варианта. Я проверил все три варианта. В первом, если я отпускаю его, он дает мне 8 опыта, 8, 8, реально 8. Мне надо до второго левела 1000 опыта, он мне дает 8. Сука, за выполненный квест на первом левеле, 8. Так игра меня не унижала, 8 опыта и 30 монет. Если я отдаю его, и он идет спасать Тимерию. Если я забираю в себе, я получаю 50 крон, лепестки, лепестки, и мне все равно дают 8 опыта. Если я отдаю нильфгардцем, я получаю 30 крон и все равно 8 опыта. То есть, самый лучший вариант математически, это отпустить его, отпустить его и забрать прижорсик себе. 10 минут по вечерам, при 30 часах геймплея, это же сколько лет ты будешь играть в рунишка. А почему я в рунишка, если я буду в него много лет играть? Там весь опыт за основную сюжетку. Да, меня там вообще в плане опыта унижает просто игра по полной программе. Ладно. Поехали. Ну ничего себе. Кулон. А что это? Профессор Магонагл набрала в грудь воздуха. Мистер Поттер. Данный предмет выдается лишь крайне ответственным ученикам, чтобы помочь им с трудным расписанием уроков. Она засомневалась, будто хотела что-то добавить. Подчеркиваю, мистер Поттер, что истинная природа этой вещи должна остаться в тайне. Ученики также не должны видеть, как вы ее используете. Если эти условия для вас неприемлемы, то можете отказаться от подарка. Я умею хранить секреты. Гарри внимательно рассматривал медальон. Так как работает эта штука? Другие ученики должны считать, что это спимстерский глазок. Амулет для извлечения редкого незаразного магического заболевания, которое называется спонтанное раздвоение. Выносите его под одеждой и, хотя вы его никому не показываете, особых причин его прятать тоже нет. Спимстерские глазки неинтересны. Понятно, мистер Поттер? Гарри кивнул. Его улыбка стала шире, чувствовалась работа настоящего слезеринца. А на самом деле это маховик времени. Каждый поворот песочных часов принесет вас перенесет вас на один час назад. Так что, если вы каждый день будете отправляться в прошлое на два часа, вы сможете ложиться спать вовремя. Гарри за день успел столько всего увидеть, что уже ничему не удивлялся. Он был готов принять все, как само собой разумеющееся, что угодно до этой минуты. «Вы даете мне машину времени как средство от бессонницы». «Вы даете мне машину времени как средство от бессонницы». «Вы даете мне машину времени как средство от бессонницы!» Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Услышал и понял, что эти звуки Гарри издает сам. Теперь он держал кулон в вытянутых руках, словно тикающую бомбу. Хотя нет, не тикающую бомбу. Она куда безопаснее. Гарри держал кулон в вытянутых руках, словно машину времени. Скажите-ка, профессор Могунингал, а известно ли вам, что обращенная во времени материя ничем не отличается от антиматерии? А вот мне известно. А известно ли вам, что когда они гилируют килограмм антиматерии, мощность взрыва составляет 43 мегатонны в тротиловом эквиваленте? А знаете ли вы, что я вешу 41 килограмм? И взрыв может получиться такой, что останется громадный дымящийся кратер на том месте, где раньше была Шотландия. Извините, наконец выдавил из себя Гарри. Но это мне кажется очень-очень-очень опасным. Гарри еще не перешел на крик, но только потому, что ситуация заслуживала такого истеричного визга, какого у него все равно никогда не получится. Профессор МакГонагал смотрел на него со снисходительной симпатией. Рада, что вы столь осторожны, мистер Поттер, но маховики времени не опасны, иначе мы бы не давали их детям. Да неужели? Ну конечно, вы бы не раздавали опасные машины времени детям. О чем я только думал? Давайте сразу проясним, чихать на них можно? Это не отправит меня в средние века, где я случайно перееду конной повозкой Гутенберга и таким образом предотвращу просвещение. Потому что, знаете ли, мне такие приключения не по вкусу. Губы МакГонагал подрагивались, держивая улыбку. Она протянула Гарри брошюру, но тот осторожно в обеих руках держал кулон и не спускал с него взгляда, чтобы песочные часы ни в коем случае не перевернулись. Не волнуйтесь, это невозможно, мистер Поттер, произнесла МакГонагал спустя несколько секунд, когда стало ясно, что Гарри застыл на месте и двигаться не собирается. Маховик работает только шесть раз в день. Нельзя переместиться в прошлое дальше, чем на шесть часов. «Отлично! Просто отлично! А если кто-то... Просто отлично! А если кто-то со мной столкнется, Маховик не разобьется и не отправит весь замок в бесконечное путешествие по зацикленному четвергу?» «Ммм... Они впрайм довольно хрупкие», — МакГонагал задумался. «И я слышала, когда они ломаются, случаются всякие странности, но не настолько серьезные». «Вероятно!» — сказал Гарри, когда снова обрел дар речи. «Следует запаять ваши машины времени в какую-нибудь защитную оболочку, а не оставлять стекло открытым, чтобы странности не случалось». «Отличная мысль!» «Отличная мысль!» — искренне восхитилась МакГонагал. «А я передам ее Министерству магии». «Все! В парламенте официально утвердили. Все в магическом мире клинические идиоты!» «И еще. Не хочется переходить на высокие материи», — Гарри с большим трудом не срывался на крик. «Но думал ли хоть кто-то над моральными вопросами? Например, что, вернувшись на шесть часов в прошлое, и что-то изменив, вы вроде как стираете всех замешанных людей и заменяете их другими версиями». «О, прошлое нельзя изменить», — перебила профессор МакГонагал. «Силы небесные, мистер Поттер, неужели вы думаете, что в противном случае мы бы разрешали ученикам пользоваться маховиками?» «Они бы бухлевали на контрольных!» Гарри мгновенно это переваривал. Руки, сжимавшие цепочку артефакта, слегка расслабились, как будто в них не машина времени, а просто ядерная боеголовка. «Значит», — медленно начал Гарри, «кто-то так получается, что Вселенная почему-то постоянно, несмотря даже на путешествия во времени? Если я и другой я из будущего встретимся, все произойдет одинаково для нас обоих, хотя я из будущего будет знать то, что еще не случилось с моей точки зрения?» Гарри умолк, с трудом подбирая слова. «Думаю, верно», — подтвердила профессор МакГонагал. «Хотя не рекомендуется встречаться в прошлом с самим собой, если у вас, например, два урока в одно и то же время, и ваши пути пересекаются, первой версии лучше в заранее выбранный момент закрыть глаза и подождать». «Я вижу, у вас уже хорошо получат...» «Уже есть часы, хорошо?» «Пока будущая версия...» «Хорошо, пока будущая версия пройдет мимо. Обо всем этом написано в брошюре». «Ха-ха-ха-ха, а что, если кто-то не послушается этого совета?» «Насколько я понимаю, ничего хорошего из этого не выйдет», — поджала губа МакГонагал. «А не случится ли парадокс, который уничтожит вселенную?» «Мистер Поттер», — снисходительно улыбнулась она, «думаю, что я бы такой случай запомнила». «Это меня ничуть не успокаивает! Неужели вы, волшебники, никогда не слышали об антропном принципе? Кто был тот недоумок, который создал первую такую штуковину?» «Профессор МакГонагал просто рассмеялась приятным радостным смехом, удивительно неподходившим ее строгому лицу. «Похоже, у вас очередной приступ синдрома. Вы превратились в кошку, мистер Поттер. Вам, вероятно, не хочется этого слышать, но это выглядит очень мило». Маховик времени не идет ни в какое сравнение с превращением в кошку. Знаете, где-то в самом далеком уголке сознания у меня зрела ужасная мысль, что для всего происходящего верным будет только одно объяснение. Вся моя вселенная — всего лишь компьютерная симуляция, как в книге «Симуликрон 3». Но теперь даже ее придется отбросить, потому что это вот не игрушка, не вычислима машиной Тюринга. Машина Тюринга может симулировать возврат к определенному моменту времени и пересчет от него нового будущего. А при взаимодействии с Оракулом способна заглядывать вперед, используя дискретное поведение машин более низкого уровня. Но вы говорите, что вселенная каким-то образом одним махом вычисляет реальность на основании информации, которой у нее еще нет. Внезапная догадка поразила Гарри, будто хук слева. Он все понял. Наконец-то он все понял. Так вот, как работает прыский чай. Конечно! Его магия вызывает не смешные ситуации, а только желание выпить его перед тем, как что-то смешное случается само по себе. Вот я дурак. Мог бы и догадаться еще, когда захотел выпить прыского чая перед второй речью Дамблдора. Не выпил, но все равно подавился собственной слюной. Распитие прыского чая не вызывает комические случаи. Комичные случаи заставляют пить прыский чай. Я видел, что эти два события связаны, но полагал, что причиной должен быть прыский чай, а следствием смешные ситуации. Потому что был уверен, что временной порядок ограничивает причинность, и казуальный граф должен быть оцикличен. Но если рисовать стрелки причинности в обратном направлении, все сходится. Еще одна внезапная догадка добавила Хуком справа. Но на этот раз он сумел промолчать, издав лишь тихий писк умирающего котенка. Теперь ясно, кто именно утром оставил записку на его кровати. Глаза профессора Макгонагал блестели. По окончании школы, или даже раньше, вы просто обязаны прочитать курс лекции об этих маггловских теориях в Хогвартсе. Мистер Поттер, они очень интересны, хотя и ошибочны. Профессор Макгонагалл отпустила еще несколько шутливых замечаний, поставила еще пару условий, на которые Гарри молча кивнул, почему-то попросила не говорить со змеями в присутствии людей. Напомнила прочитать брошюру, и Гарри наконец оказался в коридоре Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, только и смог сказать он Мдааа, мозги плавились Но в последнюю очередь из-за того, что если бы не розыгрыш, то он бы не получил маховик времени для его осуществления Да, кстати Или профессор МакГоннагл все равно сделала бы ему этот подарок только позже, когда Гарри заговорил бы с ней о своей бессоннице или сообщении или сообщений, распределяющей шляпы. Судя по всему... Учитывая, что только в сутки может делать 6 драпов назад, то он сегодня, но позже встретился бы с МакГонагал, получил у неё маховик времени и подстроил таким образом, что маховик времени он получил самым быстрым способом. Скорее всего. Хотя, ну, по моей идее, но это уже без разницы. Тут уже без разницы. Может быть здесь просто стебутся над причинностью. Типа как бы ахахамагия. Или профессор МакГонагал всё равно сделал бы им этот подарок, только позже, когда Гарри заговорил бы с ней о своей бессоннице или сообщении, распределяющей шляпой. И после этого он захотел бы провернуть розыгрыш, из-за чего обрёл бы маховик раньше. Выходило, что единственный самосогласованный вариант заключался в том, что розыгрыш начался ещё до того, как он сегодня проснулся. Впервые в жизни Гарри допускал, что ответ на его вопрос может быть в буквальном смысле непостижим. Нейроны его мозга двигались во времени только вперёд, что, вероятно, совсем не сопрягалось с принципами, на которых строилось действие маховика. Вплоть до этой минуты Гарри жил по наставлению Эй Ти Джейнса, который гласит, «Если ты не знаешь о феномене, то дело не в нём, а в твоём уме». Твоё незнание характеризует тебя, а не то, о чём ты не знаешь. Невежество существует в голове, а не в реальности. Пустая картина не равна пустой территории. Бывают загадочные вопросы, но загадочный ответ – это явно противоречивое понятие. «Явление может быть непостижимо для определённого человека, но явление не может быть непостижимо само по себе. Почитать священную тайну – значит, почитать лишь собственное невежество». Принципы друидизма. Вот он, вот он, вот он друидизм на максималках. Славься Аллах, Господи, славься Аллах. Как же здорово. Вот всегда людям говорю, вот всегда людям говорю, вот люди вот не верят мне. Вот всегда же говорю, вот мобильные телефоны могли бы существовать ещё в древние времена, если бы он туда каким-то образом попал. Просто люди, это люди до него не дошли, а не мобильный телефон невозможен. Вот, вот, Эй Ти Джейнс, красавчик. Вот, вот, прям люблю Эй Ти Джейнса. Вот, вот, встретите Эй Ти Джейнса в реале. Скажите, вот, вот прям поцелуйте его от меня. С пузика, в пузика с язычком. Вот, красавчик. Вот почему Гарри бесстрашно взирал на необъяснимость магии. Люди поглощены настоящим. Они изучают в школе химию, биологию, астрономию, и им кажется, что эти фундаментальные науки никогда не были тайнами. Как бы не так. Когда-то загадкой были даже звезды в небе. Лорд Кельвин однажды назвал истинную природу жизни и биологией, например, то, как мышцы реагируют на команды мозга. А дерево вырастает из крошечного семени, бесконечно недосягаемой тайной для науки. Заметьте, не чуть-чуть досягаемой, а бесконечно недосягаемой. Лорд Кельвин явно тащился от собственного невежества. Все знания на свете – это вопросы, на которые кто-то когда-то нашел ответ. Теперь же впервые в жизни Гарри столкнулся с тайной, которая угрожала остаться нерешенной. Навсегда. Если время не действует по принципу ацикличных казуальных сетей, то Гарри не понимал, где причины, а где следствия. Если Гарри не понимал причины и следствия, значит он не понимал, как на самом деле устроена реальность. И вполне возможно, что его ум никогда не сможет этого понять. Потому что нейроны, из которых состоял его мозг, действовали по устаревшему принципу линейности времени и позволили воспринимать только жалкий фрагмент реальности. С другой стороны, прыскому чаю, который ранее казался всемогущим и невероятным, нашлось гораздо более простое объяснение, которое он упустил просто потому, что истина оказалась далеко за гранью области допущений, на основании которых его мозг был готов построить гипотезы. Сейчас-то он, возможно, все понял. Это немного ободряло. Чуть-чуть. Это, кстати, вот по поводу допущений. Я еще когда в детстве Гарри Поттера читал, мне в голову пришла мысль, что в волшебном мире не может быть детективов. Просто вообще не может быть. Технически, если ты работаешь с детективов, основной, первый постулат, с которого ты начинаешь любое умозаключение, там, пользуясь логикой, детукцией, чем хочешь, да, ты, по сути, начинаешь с умозаключения магии нет, не существует. Если ты, если в твоем мире работают допущения, магия существует, ты любую, любую теорию, любое заключение можешь строить дальше как. Это магия. Там, почему Вася Третьего Хюфлига 78-го монополизма поцеловал Лору Палмер в правую ягодицу левого туалета? Это магия, это волшебство. Все, конец, дело раскрыто, до свидания, на полку премия. Все. Все, изи. Кайф. Кайф. Магия. Почему? Магия? Магия. Магия. Подождите, почему с пятерки яблоки по 50 рублей? Магия. Как ты можешь оставаться такой красивой? Магия. Магия. Да, короткое правило пользования маховиком. Офигенный план. Надежный, как швейцарские часы. Да, да, да. Да, я тоже, я тоже Гайари, когда Гайари, Гайари что-то дировать хочу. Так. Так. С другой стороны, плюс комучают, но сейчас-то он, возможно, все понял. Это немного ободряло. Чуть-чуть. Гарри посолил на часы почти 11 утра. Вчера он лег спать в час. Значит, при нынешнем раскладе сегодня он ляжет в 3 утра. Чтобы уснуть в 10 вечера и проснуться в 7 утра. Ему нужно вернуться в прошлое на 5 часов. Если он хочет вернуться в спальню первокурсников к 6 часам. К 6 часам утра. Пока никто не проснулся, то нужно поторопиться и... Но он по-прежнему не понимал, как провернул хотя бы половину розыгрыша. Например, откуда взялся пирог. Гарри начинал серьезно бояться путешествия во времени. Однако, стоило признать, что это и впрямь была уникальная возможность из тех, что случаются раз в жизни. 6 часов разыгрывать того себя, который еще не знает о существовании маховиков времени. Да. Но когда Гарри задумывался об этом, картина становилась еще более загадочной. Время предоставило ему розыгрыш, как уже свершившийся акт. И тем не менее, розыгрыш был явно его рук делом. Его задумка, исполнение и стиль. Каждая мелочь была создана им, даже если он пока не знал, как. Что ж, время уходило, а в сутках не более 30 часов. Гарри частично знал, что делать. Остальное, как, например, внезапно появившийся пирог, он мог выяснить по ходу пьесы. Нет смысла откладывать. Здесь, в будущем, ему уже точно нечего ловить. Пятью часами ранее Гарри, опустив капюшон на лицо, прокрался в когтевранскую спальню. Маскировка весьма условная, но необходима на случай, если кто-то уже проснулся и ненароком увидит его одновременно с Гарри, спавшим в кровати. Ему не хотелось никому рассказывать про свой редкий магический недуг. К счастью, все еще спали. Рядом с его кроватью лежала завернутая в красную зеленую оберточную бумагу коробка. Точь в точь рождественский подарок. Только нынче вовсе не Рождество. Гарри подошел к кровати на цыпочках, а вдруг кто-то не включил полог тишины. В коробке прилагался конверт, запечатанный простой восковой печатью без клима. Гарри осторожно его открыл и достал письмо. В нем говорилось. Внутри мантия невидимости. Вау! Внутри мантия невидимости. Игнотуса Певерелла. Которую наследовали его потомки Поттеры. В отличие от других, более простых мантий-невидимок и заклинаний, она прячет не только... Она прячет, а не просто скрывает от глаз. Твой отец дал ее мне взаймы незадолго до смерти. И признаюсь, за прошедшие с тех пор годы она сослужила мне хорошую службу. К сожалению, отныне мне придется удовольствоваться заклинанием разновождения. Пришел час мантии вернуться к настоящему хозяину. Мне хотелось сделать ее подарком к Рождеству, но она попросилась в твои руки раньше. Похоже, мантия полагает, что понадобится тебе в скором будущем. Используй ее с умом. Без сомнения, ты уже сейчас измышляешь разнообразные шалости, притворению которых в жизнь она может помочь. Как помогла в свое время твоему отцу. Если бы раскрылись все его выходки, гриффиндорские женщины этого поколения собрались бы все, чтобы осквернить его могилу. Я не буду отговаривать тебя идти по его стопам, но будь очень осторожен и никогда не попадайся. Если Дамблдор увидит возможность завладеть одним из даровых смерти, он ее ни за что не упустит. Очень счастливого тебе Рождества. Подписи не было. Всем привет, дорогие друзья. Это не Гай Ричи, а Коины. Офигенный план. Надежный, как швейцарские часы. Это разве не из СНИЧ? Разве нет? А братья Коины это откуда? Большой Лебовский. А, точно, господи, это же из Большого Лебовского. Когда он ехал в тачке с этим чуваком своим, простите, да, у меня все смешалось с Людикони. Это Лебовский, да-да-да, простите. Да-да-да-да-да-да-да-да. Квирл у меня будет меняться. Не нравится, как читаю Квирла? Что ж, тогда советую вам засунуть себе пальчик в попку. Тогда вы точно сможете во время того, как я читаю Квирла, рассчитывать хоть на какое-то удовольствие. Всем чмок в пузико. Погодите. Резко остановился Гарри на выходе из когтевранской спальни. Я резко остановился Гарри на выходе из когтевранской спальни. Извините, но я кое-что забыл у себя в сундуке. Через пару минут догоню. Только попробуй париться в чужих вещах, насупился Терри Бут. Гарри поднял руку. Клянусь, что не буду ничего делать с вашими вещами. Что буду трогать только свои собственные, что не собираюсь над вами шутить. Не имею каких-либо других сомнительных намерений на ваш счет. И не предвижу, что эти намерения изменятся до того, как я вас нагоню в большом зале. Терри нахмурился. Подождите-ка, а... Не волнуйся, лазеек там не было. А, не волнуйся, лазеек там не было. Заверила его пенелопа Клиру Уотер, которая должна была их отвезти на завтрак. Отлично сформулировано, Гарри Поттер. Тебе стоит стать адвокатом. Гарри моргнул. Ах, да, это же староста когтеврана. Спасибо, сказал он. Наверное. По дороге в большой зал ты заблудишься, уверенно заявила она. Как только это случится, сразу спроси у ближайшего портрета, как попасть на первый этаж. Спрашиваю дорогу в тот самый миг, когда начинаешь подозревать, что снова заблудился. Особенно, если начинает казаться, что ты взбираешься все выше и выше. Если ты окажешься выше, чем замок выглядит снаружи, немедленно остановись и жди команду спасателей. Иначе мы увидим тебя только через 4 месяца. Постаревшего месяцев на 5. В набедренной повязке и покрытого снегом. Да и то, если у тебя хватит ума не покидать замок. Понял. Сглатнул Гарри. А почему ученикам не рассказывают этого сразу? Все-все рассказать можно только за несколько недель. Сами со временем разберетесь. Вздохнула Пенелопа и развернулась, чтобы уйти. Если не увижу тебя за завтраком через полчаса, Поттер, объявлю начало поиска. Когда все ушли, Гарри прикрепил записку кровати. Ее и все остальные записки он уже написал в подвале сундука, пока все спали. Затем он осторожно просунул руку в поле действия заклинания Квитус. И снял со все еще спавшего первого Гарри мантию невидимости. И шутки ради засунул ее в кошель первого Гарри. Таким образом, она была и в его собственном кошеле. Так, подождите. Мне почему-то казалось, что он кидает... Подождите, а как он тогда, получается, просто кидал бумажки и отматывал назад? Я думал, он пользовался мантией-невидимкой все это время. Видимо, он кидал бумажки и отматывал время назад. Интересно. Просто если он... Или это как Брейд? Отмотал время назад и кинул все бумажки за раз. Это как в Брейде? Вы хотите сказать, что в момент действия маховика вещи дублируются целиком и полностью? То есть... А, ну, в принципе, это даже разумно. Типа, как бы, что-то из разряда отмот маховика дает просто второй дубль. Типа, как реально, как Брейд. Как Брейд со своим этим серым чуваком. Окей. 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 Брейд. 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 Механика Брейда. Уместить это в голове тяжеловато, но нормально. Механика Брейда. Дать кому-то что-то, чтобы оно появилось у тебя. Всегда так. Это как зайти в детский сад, дать ребенку конфетку, чтобы у тебя появился секс. Нормально, нормально. Плюс восемь. Ладно. Это ужасная шутка, простите, простите. Плохая шутка, плохая, плохая. Очень плохая шутка. Не-не-не. Дать ребёнку секс, чтобы и у тебя появился секс. Вот-вот. Потому что нельзя же, чтобы появлялись разные вещи. Пей Джей Тёртин. Ладно-ладно, всё, хватит, хватит, хватит. Я могу так шутить, пока Тесак шутит. Пока Тесак сидит. А ещё можно три года шутить, а он всё сидит. Ладно, всё. Немножко разбавили скабрезными шуточками. Как... Как воспитатель вы такой себе? Это хорошо. Ладно, фух. Я прослежу за тем, чтобы это передали Корнелиону Флаббервольту, сказал из своего портрета мужчина Ань. Я прослежу за тем, чтобы это передали Корнелиону Флаббервольту, сказал из своего портрета мужчина аристократического вида с самым, кстати, обычным носом. Нельзя ли спросить, откуда оно поступило первоначально? Гарри пожал плечами, мастерски изображая беспомощность. Мне сказали, что сообщение прозвенело глухим колоколом из прорехи в мироздании, за которой бушевала преисподняя. Эй! А это, кстати, нам отмоточи показывают. Эй! Возмутилась Гермиона с другой стороны сала. Это общий десерт. Ты не можешь просто взять и запихнуть в свой кашель целый пирог. Не целый пирог, а целых два. Извините все. Извините все. Извините все, но мне пора. Не обращая внимания на гневные вопли, Гарри выбежал из большого зала. Нужно было попасть в класс травоведения немножко раньше. Профессор Спраута дарила его острым взглядом. А вы-то откуда узнали, что планируют слезеринцы? Я не могу назвать имя информатора, сказал Гарри. Я даже вынужден попросить вас притвориться, что этого разговора не было. Сделайте вид, что оказались там случайно, когда шли куда-то по своим делам. Как только закончится травоведение, я побегу туда сам и попробую их отвлечь. Меня нелегко запугать, и я не думаю, что они решатся что-нибудь сделать мальчику, который выжил. Тем не менее... Конечно, я не прошу вас бежать по коридорам, но буду очень признателен, если вы не будете мешкать. Профессор Спраут смирила его долгим взглядом, но потом смягчилась. Пожалуйста, будьте осторожны, Гарри Поттер. И... Благодарю. Вы только не опаздывайте, ответил Гарри. И запомните, когда вы там окажетесь, вы не ожидали меня увидеть. И этого разговора не было. Было ужасно смотреть, как он выдергивает Невилла из круга слезаринцев. Невилл прав. Он перестарался. Очень перестарался. Привет. Холодно сказал Гарри Поттер. Я мальчик, который выжил. Восемь мальчишек-первокурсников примерно одного роста, тот из них, у которого на лбу шрам, не похож на остальных. Ах, если бы у себя могли мы увидеть все, что ближним зримо, что видит взор идущих мимо со стороны. Профессор Магонагл права, распределяющая шлепа права. Это очевидно, если смотреть со стороны. С Гарри Поттером что-то не так. Это он себя увидел со стороны и... Нормальная тема. Если вернуться в прошлое и заняться сексом с самим собой, то это будет гейство или мастурбация? Это будет автогомосексуализм. Во-первых, наличие мастурбации это будоражение эрогенных зон не предназначенными природой для этого вещами. То есть технически это все, от чего ты получаешь удовольствие, но не секс. Грубо говоря, писос с писосом мужской это тоже мастурбация, справедливости ради. Потому что писос не предназначен для писоса. Понимаешь, да? Технически да. То есть если совсем просто, то есть не членом. Ты можешь заниматься сексом, одновременно с этим можешь заниматься и мастурбацией. Какие проблемы? Тебе могут мастурбировать. Тоже какие проблемы? Трахать мужика взад природой тоже не предназначено. Я бы сказал, что это тоже использование сфинктера как средство для мастурбации. Я бы сказал, что да. Как-то разумно. Как-то разумно, да. Наверное, да. Очевидно, по-моему. Я не знаю. Надо спросить узнающего. Я думаю, что секс это секс. Это как бы общий процесс. А мастурбация это мастурбация. Давайте загуглим. Где мой телефон, когда я должен стать умнее как человек? Вы меня... Давайте узнаем. Давайте, давайте, давайте. Что такое мастурбация? Хорошо, что у меня Google... Хорошо, что у меня Google синхронизирован с Google аккаунтами всех моих родных и близких. Они узнают, что я сегодня гуглил. Пусть станут... Отману плюс турбейт. Турбатус волновать. Ага. Форма удовлетворения индивидуам сексуальной потребности путем возбуждения собственных гениталий или эрогенных зон или эрогенных зон партнера. Нет, смотрите-ка. Именно только рука. То есть, если я мастурбирую, например, кому-то при помощи подмышки, то это не работает. Способы техники взаимной мастурбации. Мастурбация в искусстве. Интересно. То есть, мастурбация только рука. Ноги не считаются. Я даже не знаю. Как бы в слове мастурбация уже за... Уже за... Это, по сути, рука будоражения. Вот так вот, если прям перевести, вот дословно, рука будоражения. Так. Все остальное, скорее всего, стимуляция. Окей. 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 В принципе, я готов. В принципе... Хорош. Сыну маленькому поставил сказку о Поттере и ты завел о гомиках тему. Прости. Прости, но это не совсем сказка. Твой сын здесь много чего не поймет. Поставь или прочитай ему оригинального Гарри Поттера. Да, этой книги ему в любом случае расти, расти. И что он здесь забыл, мне очень понятно. По чесноку, дружище. Это мои стримы. Они такие всю жизнь были. Я не поменяюсь, потому что ты поставил сыну маленькому сказку о Гарри Поттере. Прости. Прости, прости. Мы тут просвещаемся. Задаем вопросы. Кому интересно, тот получает ответы. Кто не получит. Кому неинтересно, тот не получает. Время меняется. Ускоряет свой бег сын Дуратона. Глава пятнадцатая. Добросовестность. В смысле, я даже не знал. Я бы даже подумать не мог. Глава пятнадцатая. Добросовестность. Уверен, время я где-нибудь найду. Фригидейро. Гарри опустил палец в стакан, стоявший на столе. Вода в нем должна была стать холодной. Но она как тепловатой была, так тепловатой осталась. Опять. Он чувствовал, что его крепко надули. В доме Вересов можно было найти сотни романов фэнтези, многие из которых Гарри прочитал. И по некоторым признакам выходило, что у него есть таинственная темная сторона. Поэтому, не сумев договориться с водой в стакане, по-хорошему, Гарри оглядел класс, где проходил урок заклинаний, чтобы убедиться, что никто за ним не наблюдает. Набрал в грудь воздуха, сосредоточился и попытался разозлиться. Он подумал о слезаринцах, задирающих Невилла. Об игре «Выбей книжку из рук мальчишки». Вспомнил, что говорил Драко Малфой о десятилетней девчонке Лавгуд, о том, как на самом деле работает Визингамот. От злости кровь застыла в жилах, руки задрожали от ненависти. Он взбахнул палочкой и произнес ледяным тоном. Фригидейра «Не произошло ровным щеном ничего. Какое-то надувательство. Дайте жалобную книгу и верните деньги за дефектную темную сторону, не обладающую и каплей непобедимой магической силы». Фригидейра «Раздался голос Гермионы из-за соседнего стола. Ее вода превратилась в лед, а по краю стакана лег иней. Казалось, она полностью сосредоточена на собственной работе и нисколько не замечает взгляды других учеников, полной ненависти. Такое небрежение объяснялось «Опасный для Гермионы ненаблюдательностью» или «Б» «Блестящим притворством, возведенным в ранг высокого искусства». «Очень хорошо, мисс Грейнджер», пропищал Филиус Флитвик, профессор заклинаний по совместительству деканка Коктеврана. «Крохотный человечек, в котором на вид совершенно нельзя было заподозрить бывшего чемпиона магических дуэлей. Великолепно, изумительно». Гарри ожидал, что в худшем случае будет на втором месте после мисс «Ходячая энциклопедия». Он бы, конечно, предпочел, чтобы в роли догонящего оказалась Гермиона, но был согласен и на такой вариант. Однако уже в понедельник Гарри оказался среди самых отстающих учеников. В теплой компании всех детей, выросших у маглов за исключением Гермионы. Та в гордом одиночестве скучала на вершине. Бедняжка. Профессор Флитвик стоял у стола одной из маглорожденных учениц и тихо поправлял движение ее волшебной палочки. Гарри посмотрел на Гермиону, сглотнул. Ее роль в устройстве мироздания было понятно. Гермиона неуверенно обратился к Гарри. Ты не знаешь, что я делаю неправильно? Глаза Гермионы загорелись неудержимой готовностью помочь, и Гарри внутренне содрогнулся от унижения. Через пять минут температура воды в стакане Гарри опустилась чуть ниже комнатной, и Гермиона, обронив несколько снисходительных комплиментов, посоветовала произносить заклинание четче. Отправилась помогать кому-то еще. Профессор Флитвик наградил ее одним баллом за помощь Гарри. Гарри до боли стеснул зубы, что никак не способствовало четкому произношению. Плевать, что это не совсем честно. Я знаю, над чем буду заниматься два лишних часа в сутки. Сидеть в сундуке и учиться, пока не догоню Гермиону Грейнджер. Ох уж это тщеславие. Трансфигурация. Трансфигурация. Одна из самых сложных и опасных дисциплин, которые вы будете изучать в Хогвартсе. Начала профессор МакГонагал. На строгом лице старой ведьмы не было ни тени улыбки. Тот, кто не будет заниматься на моих уроках с должным прилежанием, вылетит из класса раз и навсегда. Предупреждаю сразу. Она постучала по своему столу волшебной палочкой, и тот быстро превратился в свинью. Кто-то из моглорожденных скрикнул о свинье, озадаченно глядевшись, хрюкнула и снова обернулась столом. Профессор Трансфигурация обвела взглядом класс и остановилась на одном из учеников. «Мистер Поттер», сказала она, «Вы купили учебники только несколько дней назад. Вы уже начали читать учебник по Трансфигурации? Нет, профессор, извините». «В извинениях нет нужды, мистер Поттер. Если бы от вас это требовалось, вам бы сообщили». МакГонагал постучала костяшками пальцев по столу. «Мистер Поттер, не хотите ли попробовать угадать, это стол, который я превратила в свинью, или свинья, и я временно сняла с нее заклятие?» «Вы бы знали, если бы прочитали первую главу учебника?» «Наверное, начать легче со свиньи», задумчиво нахмурился Гарри. «Ведь если бы вы начали со стола, он мог бы и не знать, как держаться на ногах». Профессор МакГонагал покачала головой. «В этом нет вашей вины, мистер Поттер. Но правильный ответ заключается в том, что на уроках трансфигурации вам следует составить свои догадки при себе. За неправильные ответы я наказываю очень сурово, но к отсутствию ответа отношусь весьма терпимо. Вам следует научиться определять, что вам известно, а что нет. Если я задам вопрос, неважно, насколько простой, и вы ответите, и я не уверен, я не рассержусь. И всякий, кто засмеется над вами, будет оштрафован. Не расскажете ли, почему это правило существует, мистер Поттер? «Потому что любая ошибка в трансфигурации может быть очень опасна». «Нет». «Верно». «Это как бы он сказал». «Нет». «Верно. Трансфигурация опаснее аппарации, которую изучают только на шестом курсе. Но, к сожалению, ее необходимо тренировать с юных лет, иначе вы не добьетесь успехов на этом поприще. Это крайне опасная дисциплина, которая не прощает ошибок. Еще никто из моих учеников серьезно не пострадал, и я буду крайне расстроен, если ваш класс испортит мне посложной список». Кто-то громко сглотнул. Профессор МакГонагал встала и подошла к отполированной деревянной доске, висящей за ее письменным столом. Трансфигурация опасна по многим причинам, но есть одна самая главная. В руке у профессора появилось короткое перо с толстым концом. Она написала ярко-красным цветом, а потом подчеркнула синим «Трансфигурация непостоянна». «Трансфигурация непостоянна», отчеканила МакГонагал. «Трансфигурация непостоянна». «Трансфигурация непостоянна». «Мистер Поттер, предположим, ваш одноклассник трансфигурировал деревянный брусок в кубок с водой, и вы ее выпили. Что, как вы думаете, произойдет, когда действие Чар закончится?» Она на секунду замокла. «Прошу прощения, мистер Поттер, я зря вас спросила. Забыла, насколько у вас пессимистичное воображение». «Ничего страшного», Гарри сглотнул. «Моим первым ответом будет, что я не знаю». МакГонагал одобрительно кивнула. «Но предположу, что дерево окажется у меня в желудке и в кровеносных сосудах, и если часть воды успеет впитаться в ткани моего тела, дерево в виде волокон или еще в каком-нибудь виде появится и там, или нехватка познаний в магии мешала ему закончить фразу. Он не понимал, как вообще дерево может превратиться в воду, поэтому не мог даже предположить, что случится, если молекулы воды, которые раньше были деревом, разнесет по всему телу и те вернутся в прежний вид. Лицо Магонагал было напряжено. Мистер Поттер рассуждает в верном направлении. Пострадавшему стало бы очень плохо и чтобы у него появились хоть какие-то шансы на выживание, его бы пришлось срочно отправить в больницу святого Мунга. Откройте учебники на странице 5. Хотя движущиеся фотографии не передавали звук, этого и не требовалось. Изображенная в книге женщина с кошмарно обесцвеченной кожей явно кричала от боли. Я себе прям представляю, что, знаете, помните как арты из гвинта? Типа криповые такие анимированные арты без звука. Я себе даже представил такую картину типа просто откуда не возьмись. Вот такой учебник мне было бы очень цыкотно держать в руках. Преступника, который трансфигурировал золото в вино, а затем дал этой женщине выпить в уплату долга. Как он потом объяснил, приговорили к десяти годам в Аскобане. Теперь откройте страницу 6. Это Дементор. Дементоры охраняют Аскобан. Они высасывают из узников магию, жизнь, все счастливые воспоминания. На странице 7 преступник спустя 10 лет. Как вы можете заметить, он мертв. Что такое, мистер Поттер. Профессор, существует ли способ поддерживать трансфигурацию, если случится что-то подобное? Нет, отрезала МакГонагал. Трансфигурация требует постоянной подпитки магии, количество которой зависит от размера цели. Кроме того, необходимо каждые несколько часов контактировать с объектом, что в подобных случаях невозможно. такого рода катастрофы просто непоправимы. Профессор МакГонагал подалась вперед и очень серьезно посмотрел на учеников. Никогда и ни при каких обстоятельствах не преобразуйте что-либо в жидкость или газ. Ни в воду, ни в воздух, ни во что-либо, похожее на воздух или воду. Даже если жидкость не предназначена для питья, жидкости испаряются, и их крохотные частицы попадают в воздух. Не превращайте предмет в то, что можно сжечь. При горении образуется дым, который затем попадает в легкие. Вообще не превращайте предметы в то, что может попасть внутрь тела тем или иным путем. Никакой трансфигурации в еду или в нечто даже похожее на еду. Никаких розыгрышей с пирогами из грязи. Даже если собираетесь рассказать про шутку до того, как пирог съедят. Ничего подобного. И точка. Ни в этом классе, ни за его пределами, ни в какой-либо другой точке планеты. Всем ясно? Да, сказали Гарри, Гермион и еще пара учеников. Остальные, похоже, потеряли дар речи. Всем ясно? Да, пролепетали, пробормотали и прошептали ученики. Слушайте, а вот это вопрос очень интересный. то есть, как бы, это часть лора, само собой. Но, безусловно, все высокие интеллектуалы, которые сейчас присутствуют здесь, прекрасно знают, что стекло это жидкость. И она постоянно течет. Просто очень-очень-очень-очень медленно. Именно этим обусловлены те факты, те факты, что если стекло там измеряли окна в Союзе еще где-то тогда, в бородатые годы, пока стекла делали еще хрен пойми как, стекло со временем утолщается внизу и утончается сверху. Почему? Потому что как бы было оно ровное и оно стекает. Стекло, так сказать, стекло. Это все знают, конечно же. То же самое можно... Нет, конечно же, это не жидкость, просто у него там типа плавления и т.д. и т.п. То же самое же по идее и про этот... Ну вот, представляете, он превращается во что-то твердое. Что можно после этого превратить в жидкость? Не... Блин, ладно, это надо физику знать, я физику не знаю. Мне... Ну, в общем, у меня очень много вопросов. У меня очень много вопросов, но я не знаю физику, поэтому я не буду. ты думал, что стекло жидкость, но стекло в бане. Разве он в бане? Стекло это ядовитый хулитель. Это факт. О, может, это называется текучесть. Текучее, но испарения нет. Хорошо, ладно, испарения нет. Что у нас? Ну вот, у нас есть вода. Вода может быть в газообразном, твердом... И с жидким, да, получается, одновременно. То есть, в воду нельзя просто превращаться... Она же, даже если она... Даже если она... Она как бы превращается сначала в жидкость и практически сразу начинает превращаться в пар. Правильно? То есть, кусок льда, кусок льда, немножко, немножко, да, жидкости... Жидкости испаряет. Правильно ведь? Ну, точнее, как бы просто температура, она же плавающая. Поэтому воздух, например, с... Рядом с водой, с замерзшим озером будет более влажный, чем воздух в пустыне, там, к примеру. Ну, ладно, нет, если воздух в той же... в той же... в той же стороне света, но если отойти от этого озера, разве нет? Блин, все такое сложное. Более влажное, может быть, не потому, что рядом с озером. Но я бы предположил, что рядом с озером. Блин, нет, если температура воздуха минусовая, значит, это что? Это не... Я не знаю, все очень сложно. Можно получать пары с твердого тела, минуя жидкую фазу. Да, это вроде как процесс называется возгонка, я точно не помню. Я точно знаю, что есть сухой лед, который просто банально используют там в холодильниках, очень прикольная штука. Часто у мороженщиков можно было увидеть такой лед, который сразу дымит. Он, минуя фазу жидкости, становится сразу газообразным и растворяется в воздухе. Лед не испаряется сам по себе, не увлажняет воздух. Короче, все очень сложно. Я, короче, не шарю. Трансфигурация кажется мне суперсложной и непонятной. Посмотрим. Посмотрим, как там будет дальше. Я даже не... Просто кроме как эбонитового кубика, я даже не знаю, что вообще... Даже не знаю, зачем вообще что-либо трансмагрифицировать, потому что как бы... Представьте, вы представляете, превращаетесь в кошку, кошка потеряет волос, волос, часть трансмагрификации, получается, что... А какое соотношение? Не будет ли такого, что когда трансмагрификация... Трансфигурация, простите, трансмагрификация из Диабло, трансфигурация закончится, что на этом месте этого волоса не окажется лежать оторванная рука человека, который трансформировался в это. В общем, все очень страшно. Если нарушите хоть одно из правил, то вам запретят изучать трансфигурацию в Хогвартсе. А теперь повторяйте за мной. Я ничего никогда не превращу в жидкость или газ. Я ничего никогда не превращу в жидкость или газ. И стройно произнесли ученики. Еще раз громче. Я ничего и никогда не превращу в жидкость или газ. Я ничего и никогда не превращу в жидкость или газ. Я ничего и никогда не превращу в то, что может попасть внутрь тела. Я ничего... Я ничего и никогда не превращу в то, что можно сжечь. Вы ничего и никогда не превратите в деньги, в том числе и магловские, добавила профессор МакГонагал. У гоблинов есть посол обнаружения подобных махинаций. И поскольку им официально разрешено ввести войну с фальшивыми ничеками, за вами придут не авроры, но армия. «Я ничего никогда не превращу в деньги», — хором сказали ученики. И самое главное, вы никогда не станете трансфигурировать живое существо, особенно себя. Иначе вы сильно пострадаете, а может даже умрете. Зависит от того, во что вы себя превратите, и долго ли продержится превращение. Профессор на секунду остановилась. Мистер Поттер поднял руку, чтобы задать вопрос об анимагическом превращении, которое он видел, а точнее превращении человека в кошку и обратно. Но анимагия — это не свободная трансфигурация. Магоногла достала из кармана маленький деревянный брусок. После прикосновения ее палочки он превратился в стеклянный шар. Затем профессор произнесла «Кристфериум», и в руках у нее оказался стальной шар. Еще одно движение палочкой, и шар превратился в исходный деревянный брусок. Кристфериум превращает стеклянный предмет в стальной, но не наоборот. И превратить стол в свинью — это заклинание тоже не поможет. Основной тип трансфигурации — свободный. Как раз его вы будете изучать. Позволяет выполнять любые преобразования физической формы объекта. По этой причине в свободной трансфигурации нет заклинаний. Иначе для каждой трансформации нужно было бы использовать разные слова. Профессор Магоногл строго посмотрел на учеников. Некоторые учителя начинают заклинание лишь после приступают к свободной трансфигурации. Да, так было бы намного легче. Но подобные ограничения могут плохо влиять на ваши способности в дальнейшем. На моих уроках вы сразу начнете со свободной трансфигурации, которая требует произнесения определенных слов. Исходную целевую форму, а также процесс превращения вы будете держать в уме. И отвечая на вопрос мистера Поттера, продолжила Магоногл, имея свободную трансфигурацию, вы не должны применять к живым существам. Для этого существуют чары и зелья, которые могут совершить безопасное и обратимое превращение. Правда, с некоторыми оговорками, например, у анимага, потерявшего руку или ногу, не будет конечности и после трансфигурации. Еще раз повторяю, свободная трансфигурация небезопасна. Находясь в измененной форме, вы не сможете быть уверены в полной сохранности материи вашего тела. Вы потеряете его частицы, даже в процессе дыхания. Так что, когда время трансфигурации стечет, ваше тело пытается вернуть исходную форму. Это у него не получится. Наколдуете золотые волосы? Скорее всего, они у вас потом выпадут. Захотите чистую кожу? Надолго окажетесь в больнице Святого Монга. А если пожелаете стать взрослым, то по окончании действия чар, вы скорее всего умрете. Ни фига себе. Теперь ясно, почему он видел среди волшебников толстых мальчиков и несимпатичных девочек. Или пожилых людей. Раз уж на то пошло. Иначе бы все по утрам использовали трансфигурацию и отправлялись по своим делам. Гарри поднял руку и попытался поймать взгляд профессора МакГонагал. Да, мистер Поттер. Возможно ли трансфигурирует живое существо в неживое? В монету? Ой, нет, извините. В стальной шарик, допустим. Профессор покачала головой. Мистер Поттер. Даже неодушевленные предметы претерпевают мельчайшие внутренние изменения. Поначалу вы ничего не почувствуете, но потом заметите что-то неладное. Через час вам будет плохо. А через день вы умрете. Получается, если бы я прочитал первую главу, то мог бы догадаться, что стол на самом деле... Стол, а не свинья, произнес Гарри. Правда, это следовало бы только из допущения, что вы не хотите убить свинью. Это мне кажется достаточно вероятным, однако... Вижу, что буду с бесконечным наслаждением проверять ваши контрольные, мистер Поттер. Но если у вас есть еще вопросы, то вы сможете задать их после урока. Больше вопросов нет, профессор. А теперь все повторяйте за мной, сказала МакГонагал. Я трансфигурирую живое существо, особенно себя, только если мне поручат... Поручат это сделать с помощью специального заклинания или зелья. Если я не уверен, что Превращение безопасно... Что Превращение безопасно, я не буду его делать, не спросив профессора МакГонагал или профессора Флитвика или профессора Снейпа или профессора Дамблдора. Только они в Хогвартсе являются авторитетами в области трансфигурации. Мнение другого ученика брать в расчет нельзя, даже если он говорит, что уже задавал профессорам такой вопрос. Если нынешний преподаватель защиты от темных искусств скажет мне, что трансфигурация безопасна, и даже если я видел, как сам профессор успешно ее провел, я не стану проделывать то же самое. Я имею полное право отказаться проводить Превращение, если хоть чуть-чуть волнуюсь, так как даже директор Хогвартса не может принудить меня к трансфигурации. Я не подчинюсь подобному приказу от профессора защиты, даже если он пригрозит потери сотни баллов факультета или исключением из школы. Если я нарушу хоть одно правило, мне запретят изучать трансфигурацию в Хогвартсе. «Мы будем повторять эти правила перед каждым уроком весь месяц», — сказала профессор МакГонагал. «А теперь перейдем к делу. Наш исходный предмет — спички, целевой, иголки. Отложите палочки. Под «перейдем к делу» я имел в виду «начнем записывать лекцию». За полчаса до конца урока МакГонагал раздала исходные предметы. К концу занятия у Гермиона была серебряная спичка, а у остальных учеников МакГонагал и чистокровных успехов вообще не наблюдалось. Профессор наградила Гермиону еще одним баллом. Пока Гарри складывал учебники в кошель после урока, Гермиона подошла к нему. «Знаешь, как бы ни в значей заметила она, а я сегодня два балла для Когтеврана получила». «Ну да», — коротко согласился Гарри. «Но до твоих семи баллов мне далеко», — сказала она. «Похоже, я не такая умная, как ты». Гарри закончил скармливать книги своему кошелю, повернулся к Гермионе и прищурился. Он уже и забыл об этом. Гермиона с невидим видом хлопала ресницами. Впрочем, уроки у нас каждый день, а вот найдешь ли ты еще пуффиндуйцев для спасения, это уже вопрос. «Сегодня понедельник, так что у тебя осталось время до четверга». Они не моргая уставились друг на друга. Гарри заговорил первым. «Ты же понимаешь, что это война?» «А у нас был мир?» Остальные ученики с интересом наблюдали за происходящим, а также, к сожалению, и МакГонагал. «А, мистер Поттер», — пропела профессор из другого угла кабинета. «У меня для вас хорошие новости. Мадам Помфри одобрила ваше предложение улучшить спимстерские глазки, чтобы они не разбивались. Чтобы они не разбивались. Работу закончат к концу следующей недели. Думаю, это заслуживает, скажем, десяти баллов для Коктеврана». «От такого предательства рот Гермиона беззвучно распахнулся, а брови полезли на лоб. Гарри выглядел не краше». «Профессор», — прошепел он. «Возражение отклоняется, мистер Поттер. Это заслуженные баллы. Я не присуждаю их просто так. Вы считаете, что всего лишь заметили хрупкий предмет и предложили способ уберечь его от поломки. Но спимстерские глазки стоят довольно дорого, и директор совсем не обрадовался, когда очередной глазок разбился». Профессор МакГонагал задумался. «Ммм, интересно, зарабатывал ли кто-нибудь в первый же день учебы 17 баллов? Нужно проверить, но, полагаю, вы установили новый рекорд. Можно даже сделать объявление во время обеда в большом зале». «Профессор», — завопил Гарри, «это наша война, не мешайте!» «Этих баллов вам хватит до четверга следующей недели, мистер Поттер. Если вы, конечно, не провинитесь и не потеряете их, например, обращаясь к учителям без должного уважения». МакГонагал задумчиво потерла щеку пальцем. «Полагаю, вы уйдете в минус еще до субботы». Гарри тут же захлопнул рот и метнул в МакГонагал лучший уничтожающий взгляд, который, похоже, ее только позабавил. «Да, определенно, надо сделать объявление», — погрузилась она в размышления. «Но чтобы не обижать слезы ринзов, сообщение будет коротким. Скажу лишь, что полученное количество баллов является рекордом школы. Если кто-то, обратившись к вам за помощью с домашней работой, разочаруется, узнав, что вы только начали читать учебники, можете отправить этого человека к мисс Грейнджер». «Профессор!» — воскликнула Гермиона. МакГонагал и ухом не повела. «Хммм...» «Интересно, сколько времени уйдет у мисс Грейнджер на то, чтобы совершить поступок, заслуживающий объявления в большом зале? Хотелось бы посмотреть, что это будет». Гарри и Гермиона, не сговариваясь, развернулись и мигом выскочили из кабинета. Остальные когтевранцы, как завороженные, последовали за ними. «Хмм...» — сказал Гарри. «Встреча после обеда отменяется?» «Нет, конечно», — ответила Гермиона. «Не хотелось бы, чтобы великий Гарри Поттер и дальше отставал в учебе». «Что ж, спасибо. Позволь заметить, что у тебя сейчас блестящие способности... что... что у тебя и сейчас блестящие способности, но все равно интересно, что бы было, если бы ты немного поучилась рациональности?» «Неужели она так полезна?» «Не заметила, что бы она как-то тебе помогла на уроках заклинаний и трансфигурации?» «Ненадолго наступила тишина. Я же получил учебники только четыре дня назад. Вот и пришлось как-то зарабатывать баллы без палочки». «Четыре дня назад, говоришь?» «Что ж, возможно, ты не способен прочитать восемь книг за четыре дня, но на одну-то книгу у тебя должно было найтись время. И как скоро ты закончишь такими темпами? Ты же у нас гениальный математик. Скажи, сколько будет восемь умножить на четыре и поделить на ноль?» «В отличие от тебя, и я буду вынужден отвлекаться на уроки, но выходные свободны. Так что предел произведения 8 на 4, деленного на эпсилон, при эпсилон, стремящемся к нулю, справа, закончу к 10.47 утра в это воскресенье. Вообще-то я справился всего за три дня. Тогда к 14.47 в субботу. Уверен, время я где-нибудь найду. И был вечер, и было утро. День первый». Я прям чувствую, как Гарри с таким характером... Ну, во-первых, у него есть маховик времени. Но маховик времени, как я понял, из-за того, что, типа, до чего он додумался, от минусов не спасает. Просто дает ему дополнительные, грубо говоря, часы. То есть как бы машина времени, которая не совсем машина времени, а просто дополнительные часы для какого-то, для чего-то в сутки. Вот так вот. Прошлое не меняет. Вот такие пироги. Гарри плохой пессимист. Ой, плохой пессимист. Ну что, ребятуси. Трансфигурировался мужик в шляпу, а она ему как раз. Да. Тут есть персонажи, которые не тролебатят ГП. Слушай, к сожалению, ГП, к сожалению, такой персонаж, что его не тролебасить просто грех. Я бы просто не смог удержаться. Просто тролебасил по КД. Ну ты посмотри. Ты посмотри. У него же явно есть блокнотик зануды. Трансфигурировался медведь в машину, сел в нее и сгорел. Не так. Идет медведь по лесу, видит пень, трансфигурировал ее в машину, сел и трансфигурировал машину в огонь. И сгорел. Вот теперь нормально. Ах, хорошо. Погнали далее, товарищи. Хорошие. Да? У меня на вас чая не хватит. У меня уже чай тоже совсем остыл. Я думаю, что после этой главы надо будет обязательно пойти горяченький чаек заварить, иначе жопа. Глава шестнадцатая. Нестандартное мышление. Вражеские ворота там, где роулинг. Я не психопат. Я просто мыслю творчески. В среду, как только Гарри вошел в класс на урок защиты, он понял, этот предмет будет особенным. Столь огромных классов в Хогвартсе он еще не встречал. Помещение напоминало большую университетскую аудиторию с амфитеатром столов перед гигантским помостом из белого мрамора. Класс находился высоко, на пятом этаже замка. Описать его местоположение точнее не представлялось возможным. Как Гарри успел понять, ни Евклидова геометрия, ни Евклидова в Хогвартсе вообще не работали. Существовали связи между комнатами, но направления отсутствовали. В отличие от университетской аудитории, вместо монолитных пар со скамейками здесь стояли обычные Хогвартские столы. Каждый ряд которых полукругом огибал предыдущий. На столах стояло нечто плоское, белое, прямоугольное и загадочное. В центре гигантского помоста на маленьком возвышении из мрамора потемнее стоял одинокий учительский стол. На стуле за ним лежал Квирл и, безвольно запрокинув голову, пускал слюни на мантию. Ммм, что это мне напоминает? Гарри пришел на урок рано. Других учеников в классе еще не было. Сложно нормальным человеческим языком объяснить путешествие во времени. Например, просто нет слов, чтобы передать, насколько это удобно. Квирл сейчас не функционировал. И у Гарри не было никакого желания к нему подходить, так что он выбрал стол, сел за него и достал учебник по защите. Гарри отставал от графика, он планировал дочитать книгу еще до урока, но оселил только 7 восьмых, потратив к тому же два поворота маховика времени. Вскоре ученики начали заполнять аудиторию, но Гарри даже не поднял головы. Поттер, а ты-то что тут делаешь, произнес голос, услышать который Гарри совсем не ожидал. Он оторвался от книги. Драка, а ты-то что тут? О, черт, да у тебя есть приспешники. Один из мальчишек за спиной Малфоя щеголял с щеголял развитой для своего возраста мускулатурой, а второй стоял в позе, напоминавшей борца перед броском. Это Жожо. Жожо Бойс. Мальчик с белыми волосами самодовольно усмехнулся и показал рукой за спину. Поттер, познакомься с мистером Крэбом, рука перенеслась с мускулистого на борца, и мистером Гойлом. Винсент, Грегори, это Гарри Поттер. Мистер Гойл склонил голову на бок и судя по всему попытался посмотреть на Гарри как-то многозначительно. Но в итоге получилось, что он просто прищурился. Мистер Крэб буркнул натянута одниским голосом. Рад встрече. Тревога тенью скользнула по лицу Драко. Драко, но тут же уступила место высокомерной ухмылке. У тебя есть настоящие приспешники, повторил Гарри. Как бы и мне завести парочку. Высокомерная ухмылка стала шире. Боюсь, Поттер, шаг первый распределиться в Слизерин. Что? Так нечестно! А шаг второй, чтобы ваши семьи договорились об этом вскоре после твоего рождения. Гарри посмотрел на мистера Крэба и мистера Гойла. Они изо всех сил напускали на себя грозный вид. А именно, подались вперед, сутулили плечи, вытянули шеи и сверлили Гарри недружелюбными взглядами. Ммм, постой. Так это организовали еще много лет назад? Заинтересовался Гарри. Именно, Поттер. Увы, но ты в пролете. Мистер Гойл достал зубочистку и принялся ковырять ее в зубах все с тем же грозным видом. И Люциус настоял, чтобы ты рос отдельно от своих телохранителей и встретил их только в первый день учебы. Догадался Гарри. Ухмылка сползла с лица Драко. Да, Поттер, все мы знаем, какой ты гениальный. Вся школа теперь знает. Так что хватит выпендриваться. Значит, они всю жизнь готовились стать твоими приспешниками. И за эти годы у них сложилось некоторое мнение, как приспешникам следует себя вести. Драко поморсился. И вдобавок, они-то друг друга знали, так что успели попрактиковаться. Бус сказал заткнуться, прогундосил мистер Крэп. Мистер Гойл сдавил челюстями зубочистку и затрещал костяшками пальцев. Я же запретил вам это делать в присутствии Гарри Поттера. Телохранители сконфузились, мистер Гойл быстро спрятал зубочистку в карман мантии, но как только Драко от них отвернулся, они снова принялись за свое. Прошу прощения за оскорбление, нанесенное тебе этими придурками. Гарри многозначительно посмотрел на мистера Крэба и мистера Гойла. По-моему, ты с ними слишком строг, Драко. Будь у меня свои приспешники, я бы только радовался такому моих поведению. У Драка отвисла челюсть. Слышь, Грег, как думаешь, он не сманивает нас от босса? Уверен, мистер Поттер не настолько глуп. О, ни в коем случае, легко согласился Гарри. Просто имейте это в виду, если ваш текущий наниматель покажется неблагодарным, а при обсуждении условий труда никогда не помешает наличие альтернативной вакансии, так ведь? И чё он забыл в когтевране? Без понятия, мистер Крэб. Вы оба, заткнитесь, скрижетнул Грдрака зубами. Это приказ. Заметным усилием он перенес внимание обратно на Гарри. Так что ты делаешь на уроке защиты слезы Рина? Секунду. Нахмурился Гарри и потянулся в кошель. Расписание занятий. Он посмотрел на пергамент. Урок защиты 14.30. А сейчас Гарри перенес взгляд на механические часы, на которых было 11.23. 14.23. Если я не потерял счет времени, верно? Да, понятно. Он, короче, он перенес взгляд на механические часы, на которых было 11.23. При этом при всем продолжает говорить 14.23. Если я не потерял счет времени, верно? А если все-таки потерял, не беда. У него же есть способ попасть в нужное. Гарри успел влюбиться в маховик времени и планировал в будущем жениться на нем. Да, так и есть, сдвинул брови драка. Я охватил взглядом класс, который наполняется слезеринцами и... Гриффиндорни, сплюнул драка. А они-то что здесь делают? Профессор Квирл вроде бы говорил, не помню точно, что собирается внести изменения в традиционный учебный процесс. Мда... Протянул драка, а затем заметил. Ты здесь первый как тевранец. А, пришел заранее. Почему тогда уселся в последнем ряду? Не знаю. Место понравилось? Драка хмыкнул. Дальше от учителя уже некуда. Он подался вперед и сделал серьезное лицо. Кстати, ходят слухи, что ты наговорил всякого Дереку и его команде. А кто такой Дерек? Ты его пирогом? Ты его пирогом разукрасил? Вообще-то двумя. Ну и что я ему такого сказал? Что в нем нет хитрости и амбиций и что он позорит имя Салазара Слизерина. Драка внимательно смотрел на Гарри. Да, вроде того, задумался Гарри. Только несколько другими словами. Это часть какого-то хитрого плана, который принесет вам пользу? Или бессмысленная выходка, позорящая имя Салазара Слизерина, на что очень похоже? Как-то так, дословно не помню. Понимаешь, ты сбиваешься к столку, покачал головой Драка. Чего? Орингтон утверждает, что провести столько времени под распределяющей шляпой верный признак могущественного темного волшебника. Все только и обсуждают, не подлезаться ли к тебе просто на всякий случай. И тут ты взял да и защитил кучку каких-то пуфиндуйцев. Мерлин, тебя раздели. Да еще и указал Дерику, что позорит имя Слизерина. Что нам теперь думать? Что шляпа распределила меня на факультет Слизерин? Шутка как активран. И я веду себя соответствующим образом. Мистер Крэп и мистер Гойл захихикали. Последний поспешно закрыл рот ладонью. Ладно, мы пойдем занимать места, сказал Драка. Заколебался, а потом произнес официальным тоном. Но я был бы не прочь продолжить наш предыдущий разговор. И я принимаю твои условия. Гарри кивнул. Ты не возражаешь, если мы отложим до субботнего вечера? У меня тут соревнованница отметилась. Соревнованница? Гермиона Грейнджер не верит, что я смогу прочитать учебники так же быстро, как она. Грейнджер, повторил Драка и прищурился. Грязнокровка, решившая, что она Мерлин? Если ты хочешь поставить на место эту выскочку, то есть Слизарин на твоей стороне, Поттер, и я не побеспокою тебя до субботы. Драка вежливо кивнул, завершая разговор, и удалился вместе со своей свитой. Ох, чувствую я, крутиться между этими двумя будет очень весело. Класс быстро заполнялся всеми четырьмя цветами, зелеными, красным, желтым и синим. Драка и два его телохранителя пытались отвоевать три смежных места в первом ряду, который, конечно, уже был полностью занят. Однако, несмотря на весь грозный арсенал мистера Крэба и мистера Гойла, успеха они не достигли. Гарри снова склонился над учебником по защите. В 14.35, когда большинство мест было занято и больше никто не заходил, профессор Квиррел внезапно вздрогнул и выпрямился на стуле, а его лицо появилось во всех белых прямоугольниках. Гарри был застегнут врасплох неожиданным появлением лица профессора Квиррела на экране и схожестью с белой штуковиной с магловским телевизором. Что-то в этом было грустное и тоскливое, как если бы он увидел в толпе кого-то из родных, а потом понял, что обознался. «Добрый день, мои юные ученики», сказал профессор Квиррел. Казалось, его голос исходил из белого экрана и обращался прямо к Гарри. «Добро пожаловать на первый урок боевой магии, как сказали бы основатели Хогвартса или, как стали говорить в конце 20 века, на урок защиты от темных искусств». Ученики лихорадочно зашуршали тетрадями. «Нет», остановил их профессор, «не трудитесь записывать прежнее название предмета. Подобные бессмысленные вопросы никогда не повлияют на ваши оценки на моих уроках. Обещаю». Многие тут же потрясенно выпрямились. Губы Квиррела разогнулись в тонкой улыбке. «Те из вас, кто и прочитал учебник заранее, пустая трата времени, между прочим». «Кто-то из учеников поперхнулся. не гермиона ли?» «Не гермиона ли?» «Могли подумать, что хоть предметы называются защитой от темных искусств, вас скорее будут учить защите от бабочек-кошмарниц, вызывающих немного страшные сны, или от кислотных слизней, которые могут насквозь прожечь двухдюймовую деревянную балку почти за день». Отодвинув стул, профессор Квиррел встал. Изображение на экране горя синхронно двинулось следом. Профессор подошел к первому ряду столов и прогремел. Венгерская хвасторога в двенадцать раз крупнее человека. Изрыгает огонь так быстро и метко, что может расплавить летящий снич. Одно смертельное проклятие ее обезвредит. Ученики испуганно вздохнули. Горный тролль опаснее хвастороги. Он прокусывает железо. Его шкуру не берут ни оглушающие чары, ни режущие. У него столь острый нюх, что тролль издалека чует стая перед ним или одинокая уязвимая жертва. И что страшнее всего, горный тролль уникальное магическое существо, способное поддерживать постоянную трансфигурацию. Способное поддерживать постоянную трансфигурацию. Он все время превращается в самого себя. Если вам каким-то чудом удастся отрезать ему руку, то на ее месте тут же вырастет новое. Огонь и кислота оставят на его коже шрамы и лишь на некоторое время остановят его регенеративные способности. На час-два от силы. Тролли достаточно умны, чтобы использовать дубины в качестве оружия. Горный тролль на третьем месте в рейтинге самых опасных машин для убийства в природе. Одно смертельное проклятие его обезвредит. Ученики выглядели потрясенными. Профессор Квирл мрачно улыбался. Взять, к примеру, жалкий недоучебник по защите для третьего курса. В нем написано, что вы можете выманить горного тролля на солнечный свет, и он тут же окаменеет. На своих уроках, мои юные ученики, я не буду давать подобную бесполезную информацию. Вы никогда не столкнетесь с горным троллем средь бела дня. Предложение использовать солнечный свет вследствие глупости авторов учебника, а не хвастаться своей эрудицией в ущерб практичности. Если существует до нелепости странный способ борьбы с троллями, это не значит, что вы и в самом деле должны его использовать. Смертельное заклинание невозможно заблокировать или остановить. Оно срабатывает всегда на любом мыслящем существе. Если вы, если когда вырастетесь, у вас не получится применить смертельное заклинание, то просто апорируйте. Так же делайте и при встрече со второй по опасности машиной для убийства в мире. Дементором просто апорируйте. Если, конечно, профессор Квирл понизил голос, вы не находитесь под действием антиоперационных чар. Только один монстр может стать для вас угрозой, когда вы вырастете. Самое опасное существо в мире, с которым никто не сможет сравниться, это темный волшебник. Вот кого вам действительно нужно бояться. Губы профессора Квирл сжались в тонкую линию. С большой неохотой, но я все-таки преподам вам ровно столько пустяковых методов защиты, сколько необходимо для удовлетворения сдачи министерских экзаменов за первый год. Эти тесты никак влияют на вашу дальнейшую жизнь. Но если вдруг кто-то захочет просто ради отличной оценки тратить время на никчемный учебник, пожалуйста. Название моего предмета не защита от мелких паразитов. Вы здесь для того, чтобы научиться защите от темных искусств. А это значит, давайте раз и навсегда проясним, защите от темных волшебников. Это люди с волшебной палочкой, которые хотят вам навредить. И наверняка в этом преуспеют, если вы не навредите им первыми. Нет защиты без нападения. Однако охраняемые толпами авроров зажравшиеся политики, которые составляют вам расписание, считают, что подобная реальность слишком жестока для детей. К чертям собачьим этих глупцов. Эту дисциплину преподают в Хогвартсе вот уже восемь столетий. Добро пожаловать на урок боевой магии. Нормально так. Нормально. Дратуйте. Вот это я понимаю. Квирл у меня ассоциируется, я не знаю, с каким-то таким лютым, лютым показывающим палец Джоном Тартуро прям. Я даже не знаю. Гарри зааплодировал. Он просто не мог сдержаться. Такой вдохновляющей была речь профессора. Затем раздались отдельные хлопки со стороны гриффиндорцев. Чуть больше от слезаринцев. И тут Квирл достает валыну, да. Пау, пау, пау. Де Хунта. Здравствуй, Де Хунта. Спасибо тебе большое за то, что переподписался. У тебя в граффити еще. Тушь. И обнимашки. Он просто не мог сдержаться. Такой вдохновляющей была речь профессора. Затем раздались отдельные хлопки со стороны гриффиндорцев, чуть больше от слезаринцев. Остальные же ученики были слишком ошеломлены, чтобы хоть как-то реагировать. Профессор Квирл поднял руку и аплодисменты стихли. Большое спасибо, сказал он. Теперь к делу. Я объединил занятия по боевой магии для всего курса, так что у вас теперь будет в два раза больше уроков, причем сдвоенных. По рядам прокатился вздох ужаса. Но я компенсирую такую нагрузку отсутствием домашней работы. Вздох ужаса тут же оборвался. Да, вы не ослышались. Я хочу научить вас сражаться, а не писать сочинения. Гарри страшно жалел, что не сел рядом с Гермионой, чтобы видеть сейчас выражение ее лица. Хотя, с другой стороны, у него прекрасное воображение. Вдобавок, он влюбился. Идеальная троица. Он, маховик времени и профессор Квирл. Ммм. Для тех из вас, кто хочет посвятить боевой магии еще больше времени, я организовал несколько вне классных мероприятий. Думаю, вы найдете их не только занимательными, но и полезными. У вас будет возможность не только глазеть на то, как 14 счастливчиков играют в квиддич, но и показать миру свои собственные умения, побеждая в битвах в составе армии, например. Крутотень. На всех моих занятиях вы можете зарабатывать баллы Квирла. Что это такое? Мне не подходит обычная схема награждения факультетов баллами. Их раздают слишком редко, а я предпочитаю, чтобы мои ученики чаще понимали результаты своих действий. Иногда я буду давать и письменные тесты, которые сразу показывают, правильный ли вы подчеркнули ответ. И если ошибок наберется слишком много, то на листе высветится список учеников, которые ответили на эти вопросы верно и смогут заработать баллы Квирла, если возьмутся помочь. Ух ты! Почему же у других профессоров нет подобных схем обучения? Зачем нужны баллы Квирла? Начнем с того, что за 10 баллов Квирла можно получить один балл для факультета, но их можно использовать и по-другому. Хотите принести время сдачи экзамена? Или отпроситься с одного из моих занятий? Вы обнаружите, что я готов на серьезные уступки для тех, кто зарабатывает достаточное количество баллов Квирла. Соглядкой на них будут выбираться генералы армии. А на Рождество, прежде чем вы разъедетесь на каникулы, я исполню что-нибудь желание, связанное со школой. Что угодно в пределах моей власти, влияния и что важнее моей изобретательности. Я учился в Слизерине, так что я готов, если потребуется разработать хитроумный план для его осуществления. Исполнение желания награда тому ученику Хогвартса, который заработает больше всего баллов Квирла. Исполнение желаний? Им станет Гарри. А теперь оставьте книги и принадлежности на столах. Экраны за ними присмотрят. Испускайтесь сюда, на помост. Настало время сыграть в игру «Кто самый опасный ученик в классе?» Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Исполнение желаний Да, да, да How to fulfill the fantasies The deep Dark fantasies Так Хогвартс здорового человека Да, в смысле, наоборот Это что, какой-то фанфик? Есть Короче, Гарри Поттер пародирует каму пулю Парившая в воздухе голубая сфера, которую профессор Квирл назначил мишенью Гарри, высоко дзинкнула Этот звук означал идеальное попадание Которое у Гарри выходило уже 9 раз из 10 Профессор Квирл где-то раскопал заклятие с удивительной простой вербальной формулой Удивительно простым движением палочки и свойством почти всегда попадать туда, куда смотрит произносящий его волшебник Впрочем, профессор Квирл пренебрежительно сообщил, что настоящая боевая магия намного сложнее Что это проклятие совершенно бесполезно в настоящей битве Что оно представляет собой едва упорядоченный всплеск магии Что единственная сложность его использования заключается в прицеливании И что оно при попадании вызывает краткое болезненное ощущение удара кулаком в нос Что единственная цель теста узнать, кто из них быстрее учится Поскольку Квирл уверен, что ни один из них с этим заклятием не знаком Гарри все это было безразлично Настоящий красный энергетический изгусток выстрелил из его волшебной палочки и попал в сервисческую мишень Которая опять дико дзинкнула Высоко дзинкнула И это означало, что у него и впрям получилось отворить заклинание Гарри впервые со дня прибытия Фогвардс чувствовал себя настоящим волшебником Жаль только, что мишени не уворачиваются, как те шарики, которыми Бен Кеноби тренировал Люка Вместо этого профессор Квирл зачем-то выстрелил учеников перед ровным рядом мишеней так, чтобы они случайно друг друга не задели Гарри опустил палочку И палочку прыгнул вправо, вскинул ее вновь, повернул и крикнул Фаааа Послышался дзинь тоном пониже, что означало почти идеальное попадание Гарри сунул палочку в карман, прыгнул назад, потом выхватил ее и выстрелил еще одним красным энергетическим лучом С огромным удальством он услышал высокий дзинь Гарри хотелось победно заорать вас в голосе, я умею колдовать, трепещите законы физики, я иду вас нарушать Щааааа Воскликнул Гарри, но на фоне постоянных выкриков других учеников его голос терялся Хе-хе-хе Достаточно, произнес усиленный голос профессора Квирлла Он не был громким, просто каждому казалось, что он говорит прямо из-за левого плеча Вне зависимости от местоположения относительно профессора Вижу, что у всех хотя бы по разу уже получилось Сфера мишени покраснели и поплыли к потолку Профессор стоял на возвышении в центре помоста, слегка опираясь рукой о стол Как я и обещал, сказал Квирл, мы сыграем в игру, кто самый опасный ученик в классе Среди вас есть ученик, который... Который свел шумерский простой... Удар быстрее всех Опять 25 Среди вас есть ученик, который свел шумерский простой удар быстрее всех И опять 25 И помог семи другим ученикам, за что и получает первые 7 баллов Квирлла в этом году Гермиона Грейнджер, пройдите вперед, пора приступать ко второй стадии игры Гермиона Грейнджер шагнула со своего места, на ее лице была смесь торжества и опаски Когтевранцы смотрели на нее с гордостью, слезаринцы сверлили взглядами, полными ярости, а на лице Гарри читалось откровенное раздражение В этот раз у него все получалось, вероятно, даже лучше, чем у половины учеников Весь курс имел дело с совершенно новым, неизвестным заклинанием А Гарри уже прочел магическую теорию Адалберта Вафлинга И все равно Гермиона справилась лучше Где-то глубоко внутри появился страх Вдруг она просто умнее его? Но два известных факта подкрепляли его надежды на светлое будущее А. Гермиона прочла все учебники за курс и уже взялась за дополнительную литературу Б. Адалберт Вафлинг, конченый бездарь, написавший теорию магии в угоду школьному совету, который чихать хотел на 11-летних первокурсников Гермиона дошла до возвышения в центре и поднялась на него Гермиона Грейнджер освоила совершенно незнакомое заклинание за две минуты При этом почти на минуту опередив следующего ученика Квирилл обвел взглядом класс, убеждая, что все внимание направлено на них Может ли быть, что интеллект мисс Грейнджер делает ее самым опасным учеником в этом классе? Ну? Что думаете? Похоже, никто ничего не думал Даже Гарри не знал, что сказать Тогда давайте выясним это Профессор Квирилл повернулся к Гермионе и указал ей на остальных учеников Выберите кого-нибудь и используйте на нем заклятие простого удара Гермиона будто вмерзла в пол Но уже, спокойно сказал профессор Квирилл Вы успешно произнесли это заклинание более 50 раз Оно не причиняет ни поправимого вреда и не такое уж болезненное, как удар кулаком Но болеть будет только пару секунд И строго добавил Это прямое указание от вашего профессора, мисс Грейнджер Выберите цель и используйте заклятие простого удара Лицо Гермиона исказилось от ужаса Палочка в руке задрожала Гарри не мог не собережевать ей Хоть он и понимал, что задумал профессор Квирилл Что он хочет продемонстрировать Если вы не поднимете палочку и не произнесете заклятие, мисс Грейнджер Вы потеряете один балл Квирилла Гарри сверлил девочку глазами в надежде поймать ее взгляд Он едва заметно постукивал себя по груди правой рукой Выбери меня, я не боюсь Палочка в руке Гермионы дернулась, затем ее лицо прояснилось и она опустила руку Нет, отчеканила Гермиона Грейнджер И хотя слово было сказано тихим, спокойным голосом В наступившей тишине его услышал каждый Тогда я снимаю балл, проговорил профессор Квирилл Это был тест, и вы его провалили Ее проняло Гарри видел, но она продолжала стоять, распрямив плечи Снисходительный голос Квирилл оказалось заполнил помещение Знать не всегда достаточно, мисс Грейнджер Если вы не способны применить насилие или стерпеть его от другого Даже на уровне ушибленного пальца То вы не сможете защитить себя и не справитесь с моим предметом Пожалуйста, возвращайтесь к своим сокурсникам Гермиона начала спускаться назад к октябранцам Но ее лице была спокойная отрешенность И Гарри по какой-то непонятной причине вдруг захотелось заплодировать ей Невзирая на то, что Квирилл был все-таки прав Итак, обратился профессор к аудитории Очевидно, что Гермиона Грейнджер не самый опасный ученик в классе Кто же тогда, по вашему мнению, опаснейший человек в этом помещении Не считая меня, естественно Не раздумывая ни секунды, Гарри повернулся в сторону слезы ринцев Драк... Драка из благородного и древнейшего дома Малфаев Сказал Квирилл Многие из присутствующих посмотрели на вас Подойдите, пожалуйста Драка горделиво прошествовал вперед Поднявшись на возвышение Он скинул голову с улыбкой и посмотрел на профессора Квирилла Мистер Малфой, приказал тот Стреляйте Если бы все произошло чуть медленнее, Гарри бы обязательно вмешался Одним ловким движением Драка направил... Направил палочку в сторону когтевранцев и выпалил Махасу! Ой! Вскрикнула Гермиона Вот и все Хорошо сработано Одобрил профессор Квирилл Два балла... Два балла Квирилла Но скажите, почему в качестве цели вы выбрали именно мисс Грейнджер? На мгновение повисла пауза Затем Драка ответил Она выделялась из всех Она выделялась из всех Профессор Квирилл слегка улыбнулся Вот поэтому Драка... Вот поэтому-то Драка Малфа и опасен Если бы он выбрал кого-то другого, этот человек мог бы обидеться и стать его врагом Мистер Малфой также мог бы назвать другую причину своего выбора Но это привело бы лишь к ухудшению отношения к нему одной части его однокурсника, в то время как другая и так благоволит ему Что бы он ни сказал Другими словами, мистер Малфой опасен, потому что знает, на кого можно направить удар А на кого нельзя Как завоевать союзника и не нажить врага Получите еще два балла Квирилла, мистер Малфой И так как вы продемонстрировали истинно слезаринские качества, думаю, ваш факультет тоже заслужил один балл Можете вернуться к своим друзьям Драко слегка поклонился, спокойно сошел с помоста и примкнул к группе слезаринцев под легкие аплодисменты последних Квирилл резко взмахнул рукой И снова воцарилась тишина Можно подумать, что наша игра завершена, сказал профессор Квирилл Но в этом классе есть ученик опаснее, чем отпрыск семьи Малфоев А вот теперь многие почему-то посмотрели на... Гарри Поттер, пройдите вперед У Гарри появилось нехорошее предчувствие Он неохотно двинулся вперед Профессор Квирилл все так же стоял, облокотившись о стол Оказавшись у всех на виду, Гарри занервничал И его мысли заработали четче Каким образом профессор Квирилл собирается показать опасность Гарри? Каким образом профессор Квирилл собирается показать опасность Гарри? Попросит ли его произнести заклинание, которым можно победить Темного Лорда? Продемонстрировать, что его не берет смертельное проклятие? Да нет, профессор Квирилл для этого слишком умен Гарри остановился, не доходя до возвышения Но Квирилл не потребовал подойти ближе Ирония в том, продолжал профессор, что вы пришли к верному ответу Используя факты, не имеющие к нему никакого отношения Вы думаете, уголки его губ дрогнули, что раз Гарри Поттер победил Темного Лорда Он должно быть очень опасен Чушь! Ему был год от роду Какая бы причуда судьбы не убила Темного Лорда Она вряд ли как-то связана с бойцовскими способностями мистера Поттера Но прослышав о том, как один когтевранец одолел пятерых старшекурсников из Слизерина Я опросил нескольких свидетелей и пришел к выводу, что самый опасный мой ученик – это Гарри Поттер Адреналин хлынул в кровь Гарри Он не знал, какие выводы сделал профессор Квирилл из своего расследования Но вряд ли хорошие Эм, профессор Квирилл, начал Гарри Вы думаете, что я пришел к неверному ответу, мистер Поттер? Весело поинтересовался профессор Квирилл Со временем вы перестанете меня недооценивать Он выпрямился Мистер Поттер У всего есть привычное применение Назовите мне 10 необычных способов применения предметов в этой комнате для ведения боя Секунду Гарри ошеломленно осознавал, с какой легкостью его прочитали А потом идеи забили ключом Столы здесь довольно тяжелые Можно убить противника, если бросить такой с большой высоты Устулив металлические ножки Если сильно ими ударить, то можно кого-нибудь проткнуть Если воздух из комнаты убрать, в ней все умрут, потому что человек не может жить в вакууме Кроме того, воздух можно использовать как переносчик ядовитых газов Гарри остановился, переводя дух, и профессор Квирилл вставил Это только 3, а нужно 10 Остальные ученики думают, что вы перебрали все вещи в классе Ха! В полу можно сделать волчью яму с кулями на дне Потолок можно на кого-нибудь обрушить Стены могут послужить материалом для трансфигурации и бесконечное множество смертельно опасных предметов Ножей, например Уже 6 Но теперь-то у вас заканчиваются варианты? Я только разогреваюсь Еще же есть люди Заставить Гриффиндорс атаковать врага слишком банальная идея Такое я не засчитаю Но в его крови можно кого-нибудь утопить Когтевранцы славятся своими мозгами, но и другие их органы кое на что годятся Например, продать их на черном рынке, чтобы нанять киллера Слизеринца можно использовать в качестве убийцы А можно просто расплющить им оппонента, если метнуть с достаточной скоростью Пуффиндуец хороший работяга, но вдобавок у него хорошие кости, заострив которые, можно кого-нибудь заколоть К этому времени весь класс с ужасом таращился на Гарри Даже слизеринцы остолбенели Десяток есть Правда, когтевранцев я засчитываю со скрипом Ну а теперь за каждый способ применения предмета, который еще не называл, вы получите по одному баллу Квирла Профессор Квирл дружески улыбнулся Дружески улыбнулся Гарри Ваши одноклассники считают, что уж теперь-то вы влипли Вы ведь назвали все, кроме мишеней И вы ни малейшего понятия не имеете, как их можно использовать Вот еще Я назвал всех людей, но не их одежду Моей мантией можно кого-нибудь придушить, если обмотать вокруг головы врага Мантию Гермену Гринджера можно порезать на ленты и из них связать веревку, на которую можно кого-нибудь повесить А с помощью мантии Драка Малфая можно устроить поджог Три балла, сказал профессор Квирл И больше никакой одежды Мою волшебную палочку можно воткнуть в мозг врага через глазное яблоко Кто-то сдавленно охнул Четыре балла дальше без палочек Мои наручные часы можно запихнуть в врагу в глотку, и он задохнется Пять баллов Закончим на этом Гарри фыркнул. Один балл факультету за 10 баллов Квиррл? Один балл факультету за 10 баллов Квиррл? А так? Зачем вы меня остановили? Я мог бы продолжать, пока не завоюю кубок школы. Я даже не начал перечислять содержимое моих карманов. А также кошель оскрытня, хотя упоминать мантию-невидимку и маховик времени нельзя. Да и насчет мишени и что-то... Что-нибудь тоже можно придумать. Достаточно, мистер Поттер. Ну что же, теперь все поняли, почему мистер Поттер самый опасный ученик в этом классе? Тихое согласное бормотание. Так озвучи, пожалуйста, Терри Бут. Что делает вашего соседа по комнате опасным? Он изобретательный? Чушь! Проревел профессор Квиррл крепко садану кулаком по столу. И от магически усиленного звука все подпрыгнули. Все идеи Поттера, мистера Поттера были более чем бесполезными. Гарри удивленно вздрогнул. Вздрогнул. Сделать волчью яму? В бою отвлекаться на такой смехотворность и рунды нет времени. А если бы оно было, то есть тысяча лучших способов его использовать. Трансфигурировать стены? Но мистер Поттер не умеет этого делать. У мистера Поттера была одна единственная идея, которую он на самом деле мог бы сразу притворить в жизнь. Прямо сейчас, без длительной подготовки, услужливого врага или неизвестной ему магии, отткнуть волшебной палочкой врагу в глаз. Ну и тогда палочка скорее сломается, чем убьет противника. Другими словами, мистер Поттер вынужден с прискорбием сообщить, что ни одна ваша идея яйца выеденного не стоит. «Что?» Возмутился Гарри. «Вы же просили необычных идей, а не практичных. И осталось мыслить нестандарта. Вот вы бы как использовали что-нибудь в этой комнате, чтобы убить». Лицо профессора Квирла выражало неодобрение, но в уголках глаз были заметны морщинки улыбки. «Мистер Поттер, а я разве требовал кого-нибудь убивать?» «Иногда полезно оставлять оппонентов живых, и на уроках в хокрусе это точно даже предпочтительно. Отвечая на ваш вопрос, я бы просто ударил его по шее краем стула». Слизеринца захихикала. Захихикали, но скорее в поддержку Гарри, а не над ним. Остальные они имели от ужаса. «Мистер Поттер только что показал нам, почему он самый опасный в классе ученик. Я попросил его назвать необычные способы применения вещей в бою. И он мог бы предложить укрыться от проклятия за столом, или сделать стулом подножку, или обмотать одежду вокруг руки, создав импровизированный щит. Но каждое предложение мистера Поттера было атакующим, а не оборонительным. И более того, смертельным или потенциально смертельным». «Что?» «Нет, не может быть». У Гарри внезапно закружилась голова. Он пытался вспомнить все свои идеи. Должен найтись контрпример. «Другие, менее смертоносные приемы, мистер Поттер счел недостойными рассмотрения», продолжил мистер Квирл. «И поэтому ему пришлось придумывать не весь что, лишь бы в итоге оно приводило к смерти врага. Стандарту, который он сам для себя установил. Это указывает на наличие черты характера, которые называют готовностью убить. Она есть и у меня. Она есть и у мистера Поттера. И именно благодаря ей он сумел выйти победителем схватки с пятью старшекурсниками из Слизерина. У драка Малфоя такой черты нет. Пока нет. Мистер Малфоя способен, не моргнув глазом, рассуждать про обычное убийство. Но даже он был шокирован. «Да, мистер Малфоя, я видел это по вашим глазам». Когда мистер Поттер предложил использовать в качестве орудия убийства части тел своих однокурсников. В вашем разуме есть ограничители, которые заставляют от таких мыслей отворачиваться. Но мистер Поттер думает об убийстве врага и только о нем. Он не будет церемониться при выборе метода. Отворачиваться от подобных мыслей у него нет ограничителей. Даже несмотря на то, что его гениальное воображение еще не натренировано на генерацию практичных решений. Именно готовность убить делает Гарри Поттера самым опасным учеником в классе. Еще один последний балл, пожалуй, даже балл факультету, присуждается ему за обладание этим незаменимым для истинного боевого мага качеством. Рот Гарри был широко раскрыт в безмолвном удивлении. Он отчаянно искал, чем возразить «Это же совершенно не обо мне». Но он видел, что остальные ученики уже начинали верить сказанному. А разум горели и хорадочно искал возможное опровержение, но не нашел ничего, что могло бы выстоять против авторитетного мнения профессора Квирола. На ум не приходило ничего лучше, чем «И я не психопат, я просто мыслю творчески». Звучало довольно зловеще. Нужно было выдать что-то неожиданное, чтобы все остановились и пересмотрели. «А теперь», — сказал Квирол, — «Мистер Поттер, огонь!» Ничего, конечно, не произошло. «Ладно», — вздохнул профессор, — «все когда-то были новичками». «Мистер Поттер, выберите ученика и используйте на нем заклятие простого удара. Я не закончу сегодняшний урок, пока вы этого не сделаете, и я буду отнимать баллы вашего факультета, пока вы не решитесь». Чтобы профессор Квирол не начал тут же снимать баллы, Гарри осторожно поднял палочку. Медленно, как во сне, Гарри повернулся к слезеринцам. Взгляды Гарри и Драка встретились. Драка Малфой не выглядел испуганным ни на йоту. Беловолосый мальчик не делал видимых знаков, какие Гарри подавал Гермионе. Но рассчитывать на это было бы глупо. Другим слезеринцам такое поведение могло показаться странным. «Что за сомнения?» — спросил профессор. «Уверен, есть лишь один очевидный выбор». «Да», — ответил Гарри. «Один совершенно очевидный выбор». «Я вот знаю, что он сейчас сделает. Я бы так же сделал». Он взмахнул палочкой и произнес «Маха-су!» В классе установилась гробовая тишина. Гарри потряс левой рукой, пытаясь избавиться от ноющей боли. Стало еще тише. Наконец, профессор Квирол вздохнул. «Да-да, очень изобретательно. Но от вас требовалось выполнить упражнение, а не найти способ уклониться от него». «Один балл с когтеврана за демонстрацию своего ума ценой невыполнения поставленной задачи. Всем свободы». «Все свободны». «И когда никто не успел ничего сказать, Гарри пропел». «Шутка!» «Когтевран!» «Еще мгновение в классе висела задумчивая тишина, а затем шепот быстро перерез в гул разговоров. Гарри повернулся к профессору Квиролу, им было что обсудить». «Не, я бы не так постутил». «Но тот вдруг скособочился и шаркая поплелся к своему стулу». «Нет. Неприемлемо. Им точно надо поговорить. Плевать на походку зомби. Профессор Квирол, наверное, придет в себя, если его немного растормошить». «Гарри уже двинулся было вперед». «Неправильно. Нет. Плохая идея». «Гарри вдруг качнул из стороны в сторону, и он остановился, чувствуя легкое головокружение. А затем толпа когтевранцев обрушилась на него и забросала вопросами». «Я бы шмальнул в Квирола. Он мастер защиты от темных искусств. Он бы отразил или т.д. и т.п. Гарри, как я понял, до конца не понял. Это он просто ударил в себя. То есть его задача была применить на ком-то. Он просто фигакнул себе в руку. «Да, я бы тоже жахал в Квирола. Вообще очевидно. То есть как бы у него... Ну, во-первых, начнем с педагогики. У Квирола ее нет. Ты не можешь заставить детей бить друг друга». «Нужно было выбрать ученика». В смысле, какая разница? «Век живи, век учись, Квирол!» Пшу! Всвибло ему. Вот. Но он молодец. Самопожертвование сделал. Нормальная тема. Реально, с фразой «Век живи, век учись» спуляешь просто в Квирола. Ха-ха, нормальная тема. Срать, Квирол хотел на педагогию. Он хочет получить армию детей, которых убивать. Да, это мне напоминает какого-то по майора Пэйна Рэмбо. Ха-ха-ха. Скотч, сказка про паровозик, который смог. Ха-ха-ха. Пальчик болит. Ха-ха-ха. Бедный Гарри. Бедный Гарри. Если у ученика задача была, то очевидно Малфе, потому как он продемонстрировал готовность атаковать другого ученика по указке препода. Как и продемонстрировал ее Гарри, проатаковав уже Малфе. Логики за твоими словами. Логика за твоими словами есть, но в ней очень много упущений. Классика. Классика. Это как думать, что применение насилия к применяющему насилия оправданная тема. К сожалению, не оправданная, потому что насилие это круговорот. Привет. Привет, дружище. Привет. Да, нет, в смысле, вариант с самим собой, это топовый вариант. Ты бьешь самого себя, на тебя никто не зол и вообще прям все классно. Перерыв на чай. Да, да, давайте действительно я пойду себе тоже обновлю чай, чтобы у меня был лимон, чай, все дела, горячий, горячий голос, все дела. Во-первых, во-вторых, как бы, один из хороших аутов в стрелять в Квирл, а тут факт, что Квирл, ну, как бы, ну, как бы, он точно не получит никакого урона. Но, вообще-то, горячий голос, конечно, горячий голос. Спасибо. 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 ВГ-шка. У меня вода в кельмах уж не кончилась. выстрелил в крыла чтобы он ему сказал что гарем а то чтобы осушился приказ учителя так еще ну да и и а и и и и и и и Владислав, я ничего не понял Но спасибо, спасибо, держу в курсе Ладно Чаем мне попить не удалось Но я скушал баунти Я считаю, что все здорово Ладно Обсуждать это вообще нет никакого смысла Вообще, прям вообще никакого Потому что это разные произведения Читайте, читайте вот это произведение С отрывом от оригинала Имхо, так и надо Я больше чем уверен, что у Гарри Скажем так За Гарри не было прописано функции В крестража на момент написания Джейки Роулинг первой книги Вот так вот У нас типа еще просто так далеко не за Не заходило Но не суть важна Давайте погоним дальше Глава 17 Выбор гипотезы Ты всегда был Джейки Роулинг Историческая справка В римском календаре Идами называется день в середине месяца В марте, мае, юле и октябре Иды приходились на 15 число В остальных месяцах на 13 Блин, мне надо точно Квачь вообще Привет, играю в доту с другом Так вот, она уже надоела Можешь предложить игру Какой-нибудь шутер И не любим Я уж не знаю ваших предпочтений В лол Поиграйте в лол Я уж не знаю ваших предпочтений Шрам у него болел и в первой книге Так, в смысле Presence of the Dark Dark Side Так Поехали 17 глава Начинаешь видеть истинное устройство мира И чувствовать его ритм Четверг 7.24 утра, если быть точным В руках Гарри покоился учебник, а сам он сидел на постели Ему только что пришла в голову идея поистине блестящего эксперимента Конечно, завтрак придется на час позже Но не зря же у него были батончики со злаками Эксперимент нужно провести незамедлительно Гарри отложил книгу Соскочил с кровати и подошел к сундуку Открыл отсек, ведущий в подвал Спустился и начал передвигать ящики с книгами Конечно, стоило уже давно все распаковать Но он отставал в соревновании с Гермионой Так что времени катастрофически не хватало Гарри нашел нужную книгу И быстро взобрался Назад по лестнице Остальные мальчики уже проснулись И собирались идти на завтрак Гарри просмотрел оглавление Нашел список первых 10 тысяч простых чисел Открыл нужную страницу И протянул книгу Энтони Голдштейну Ты не мог бы мне помочь? Выбери два трехзначных числа Из этого списка Только не говори какие Перемножь их между собой И скажи результат А! И пожалуйста перепроверь Даже не представляю, что случится со мной Или со вселенной Если ты ошибешься Поведение собеседника говорило многое о жизни Коктевранцев эти дни Ведь Энтони и бровью не повел И даже не спросил Что не у духи Ты свихнулся? Или как-то странно А зачем тебе? Или что значит Не представляешь, что случится со вселенной Вместо этого Энтони молча взял книгу Достал пергамент и перо Гарри отвернулся и зажмурился Чтобы точно ничего не увидеть Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу Держа на готове блокнот и механический карандаш Готово Сказал Энтони 181429 Гарри тут же записал 181429 И повторил число вслух А Энтони подтвердил, что ошибки нет Затем Гарри бегом спустился на нижний этаж Сундука, посмотрел на часы Они показали 4.28 То есть сейчас было 7.28 И закрыл глаза Через полминуты он услышал звук шагов И шум от закрывающейся крышки сундука Гарри не боялся задохнуться Если покупаешь действительно хороший сундук То в придаче получаешь чары свежего воздуха Замечательная штука мания Можно смело забыть о счетах за электричество Когда Гарри открыл глаза Он, как и надеялся, увидел на полу сложенный листок Подарок от будущего себя Назовем его Бумажка 2 Гарри вырвал лист из блокнота Назовем его Бумажка 1 Конечно, это тот же самый лист бумаги Если присмотреться, то можно увидеть, что оторванные концы идеально совпадают Гарри мысленно представил алгоритм По которому собирался действовать дальше Если он развернет бумажку 2 И она окажется чистой То он напишет 101 на 101 На бумажке 1 Свернет ее Час позанимается Вернется назад во времени Положит бумажку 1, которая станет бумажкой 2 Сундук Выйдет из него и присоединится к однокурсникам за завтраком Если Гарри развернет бумажку 2 И на ней будут написаны два числа Он их перемножит Он их перемножит Если в результате получится 181429 Гарри перепишет числа с бумажки 2 на бумажку 1 И отправит ее в прошлое Если же нет, то Гарри прибавит двойку к числу Написанному справа И запишет новую пару чисел на бумажке 1 Только если не получится больше 1997 Тогда Гарри прибавит двойку к числу слева А справа запишет 101 Если на бумажке 2 будет написано 997 на 997 То он остает бумажку 1 чистой Таким образом, единственной стабильной временной петлей Будет та, в которой бумажки 2 Записаны два простых множителя числа 181 и 429 182 простых множителя числа 181429 Если план сработает Гарри сможет использовать данный алгоритм Для получения любого ответа Который легко проверить, но сложно найти Он не только докажет, что при наличии маховика времени П равняется НП То есть, это всего лишь частный случай всех задач Которые можно решить с помощью такой уловки Гарри сможет вычислять с ее помощью комбинации Кодовых замков и любые пароли Он даже сможет найти вход в тайную комнату Слизерина Если придумать систематический способ Описания ее местоположения в Хогвартсе Блестящая махинация даже по меркам Гарри С трудом сдерживая волнение Гарри поднял бумажку 2 Развернул ее и увидел неровно написанные слова С трудом сдерживая волнение Гарри поднял бумажку 2 Развернул ее и увидел неровно написанные слова Не шути со временем Дрожащей рукой Гарри вывел Не шути со временем на бумажке 1 Аккуратно ее сложил и решил не проводить поистине Блестящих экспериментов со временем хотя бы до 15 лет Более пугающих результатов, наверное, не получал никто За всю историю экспериментальной науки Только час спустя Гарри хоть как-то смог сосредоточиться на учебнике Так начался его четверг Короче, Гарри хотел провести эксперимент со временем На что получил на бумажке надпись Не шути со временем Это он ее получил абсолютно чертовским способом Ее, этой надписи не шути со временем Быть не должно было Ну давайте, давайте немножко разберемся действительно Так Через полминуты он услышал звук шагов Затем Гарри бегом спустился на нижний этаж сундука Посмотрел на часы Они показывали 4.28 То есть сейчас было 7.28 И закрыл глаза Через полминуты он услышал звук шагов И шум закрывающейся крышки сундука Гарри не боялся задохнуться Па-па-па-па-па-па-па-па Когда Гарри открыл глаза Он, как и надеялся, увидел на полу сложенный листок Подарок от будущего себя Назовем его бумажка 2 Гарри вырвал лист из блокнота Назовем его бумажка 1 Конечно, это тот же самый лист бумаги Если присмотреться, то можно увидеть, что оторванные концы идеально совпадают Это, между прочим, прямо вот То есть как бы он смотрит на бумажку Вырывает лист из блокнота Этот лист из блокнота повторяет рисунок Повторяет рисунок оторванный той бумажки, которая лежит перед ним Гарри мысленно представил алгоритм, по которому собирается действовать дальше Если он развернется бумажку 2 И она окажется чистой Он напишет 101 на 101 На бумажке 1 Свернет ее Час позанимается Вернется назад во времени Положит бумажку 1, которая станет бумажкой 2 В сундук и выйдет из него И присоединится к однокурсникам за завтраком Если Гарри развернет бумажкой 2 И в ней будут написаны числа Он их перемножит Если в результате получится 181 до 1429 Габи Гарри перепишет бумажки Перечисло с бумажки 2 на бумажку 1 И отправит ее в прошлое Если же нет, Гарри прибавит двойку к числу Написанному справа И запишет новую пару чисел на бумажке 1 Только если не получится больше 997 Тогда Гарри прибавит двойку к числу слева И справа запишет 101 Если на бумажке 2 будет Короче, это что-то вроде перебора Короче, задача на перебор Да, это механизм перебора Задача на перебор Имея машину времени Идея попробует создать петлю времени С искомым ответом Она будет единственной стабильной Потому как появится идея Получишь стабильный ответ Но это чит И лор его заблочил Изи Маховик времени требует стабильных временных петель Он придумал эксперимент таким образом Что не будет менять числа на бумажке Только тогда, когда они правильные А поскольку с маховиком времени Менять будущее нельзя Он надеялся, что единственной временной петлей Где ничего не изменится Будет именно это Но не предусмотрел еще один вариант Да Вот Короче, это по сути Программистский цикл по перебору Правильнее всего сказать Который Который Когда он его записал Который, когда он его записал Выдал в плане Эрор Посадим тебя на кукан Эрор Посажу на кукан Эрор Посажу на кукан Вы заслужили 10 сантиметров В бутылке у себя в анусе Пройдите, пожалуйста Как бы Окей Вы такой умный Еще 5 сантиметров 5 сантиметров за этот столик Нормально Хорошая тема Хорошая тема Мне понравилось Стильно Стильно, модно, молодежно Я на самом деле Прям крейгазмирую Пока читаю эту книгу Она очень хороша Прям Рекурсия Чтобы понять рекурсию Как известно Надо понять рекурсию Четверг 15.32 Если быть точным Гарри и все остальные Мальчишки-первокурсники Собрались на поляне Вместе с мадам Хуч Рядом с каждым на траве Лежала по метле У девочек этот урок Проходил отдельно По каким-то причинам Они не хотели учиться Полетом при мальчиках Гарри все еще не смог Полностью отправиться После утреннего происшествия Его продолжал терзать Вопрос Каким образом Из множества стабильных Временных петель Была выбрана Именно эта А еще метла В самом деле Ему что и правда Придется летать На чем-то похожем На отрезок прямой линии На объекте Чуть более удобном До сидения Чем крошечный камешек Да кто только Сообразил Использовать их В качестве летательных средств Исключив все прочие варианты В первый раз Услышав про метлы Гарри понадеялся Что это просто фигура речи Но нет Сейчас перед ним Лежали предметы Которые сложно было Описать Только одним образом Обычные деревянные метлы Какими метут пол На кухне Скорее всего Человек Придумавший это Просто застрял Просто застрял На идее с метлами И не смог Переключиться на что-то другое Наверняка Так и было Не может же быть Что бы Начиная с чистого листа Разработку действительно Удобного летающего устройства Кто-то в итоге Получил приспособление Для уборки Помещений На дворе стоял Погожий денек В ясном голубом Небе ярко сияло солнце Словно специально настроенное Ослепить всякого Кто посмеет Подняться в воздух А под ногами Была сухая Прогретая И почему-то Казавшаяся сейчас Очень-очень твердой Земля Гарри неустанно Напоминал себе Что это занятие Для всех учеников А значит Оно наверняка Рассчитано Даже на самых Недалеких из них Вытяните вверх В правую руку Над метлой Или левую Если вы левша Скомандовала мадам Хуч А, простите Вытяните правую руку Над метлой Или левую Если вы левша Скомандовала мадам Хуч И скажите вверх Вверх Крикнули все Метла Гарри Сразу же легла ему в руку Что в кое-то веке Вывело его вперед Всего класса Похоже Правильно сказать Вверх Сложнее Чем кажется На первый взгляд Большая часть Метел Каталась по земле И уворачивалась От незадачливых Наездников Гарри был готов Спорить на деньги Что Гермена У которой занятия По полетам Прошли сегодня Чуть раньше Справилась не хуже Не может быть Чтобы у него Что-то получилось В первый раз Быстрее Чем у нее Или И если Вдруг выяснится Что исключением Из правила Стало катание На метле А не какое-нибудь Инвестивное занятие Уж лучше смерть Когда наконец Все научились Призывать метлы Мадам Хуч показала Как именно Нужно на них Садиться И прослась По полю Поправляя стойку И захват рук Видимо Даже тех детей Которым позволяли Летать дома Никто не учил Делать это правильно Окинув Орлиным взором Своих подопечных Мадам Хучки внула А теперь Когда я дам Свисток Как следует Оттолкнитесь Из земли Гарри сглотнул Пытаясь совладеть С поступающей Тошнотой Держите метлы Крепко Поднимитесь На несколько футов А потом Обратно вниз Слегка наклонив Метлу По моему свистку Три Тва Одна из метл Зметнулась к небу Под аккомпанемент Детского вопля Но не о радости А ужаса Поднимаясь Все выше Все выше Мальчик вращался Так быстро Что узнать Его белое От страха лицо Было невозможно Как в замедленной Съемке Гарри соскочил С метлы На ходу Пытаясь вытащить Палочку Он сам не понимал Что будет с ней делать Он попробовал Побывал только На двух уроках Чар И хоть На последнем Они вроде как Изучали Соклинание левитации У Гарри Оно получалось Только один раз Из трех И он уж точно Не мог левитировать Людей Если во мне Есть хоть какая-то Скрытая сила Давай Проявляйся Немедленно Вернись Парень Прокричала вслед Мальчику Мадам Хуч Самый кстати Бесполезный совет В мире По украшению Взбесившейся метлы Особенно от инструктора По полетам Полностью автономная Часть мозга Гарри Тут же внесла Мадам Хуч В список Известных ему Идиотов Метла Взбрыкнула И сбросила Наездника С первого Падение Казалось Очень медленным Заклинание Не сработало Он это почувствовал Бам Глухой Неприятный Хруст И вот Мальчик Лежит на траве Скорчившись Лицом вниз Гарри Спрятал палочку И на всех парах Рванул к раненому Затормозив Перед ним Одновременно С Мадам Хуч Гарри Потянулась В кошель И попыталась Вспомнить название Без разницы Достаточно сказать Аптечка И вот Она уже в руке И Сломано запястье Заключила Мадам Хуч Успокойся У него всего лишь Сломано запястье Словно Что-то Щелкнуло В мозгу Выключая Режим Паники Перед ним Лежал Открытый Набор Целителя Плюс А в руке Он держал Заполненный Жидким Огнем Шприц Который Смог бы Спасти Мозг Пострадавшего От кислородного Голодания Даже при Сломанной Шее Гарри Судорожно Перелом Кости Значит Гипсующая Нить Это только Для экстренных Случаев Оборвала Мадам Хуч Убери С ним Все будет Хорошо Она склонилась Над пострадавшим Протягивая ему руку Ну-ка Давай Парень Все в порядке Давай Поднимайся Вы что Хотите Его снова Посадить на метлу Ужаснулся Гарри Нет Конечно Мадам Хуч Недовольно Посмотрела на него И за здоровую руку Поставила мальчика На ноги Гарри С удивлением Узнал в нем Навила Лонгботтома И как ему удается Постоянно влипать В истории Профессор Хуч Развернулась К наблюдавшим Ученикам Чтоб никто Из вас Не двигался Пока я отвожу Этого мальчика В лазарет К метлам Даже не прикасайтесь Иначе Вылетите из Хогвартса Раньше Чем успеете Сказать Квидич Давай Дорогой Навил Весь в лизах Заковылял Прочь Прижимая запястья И опираясь На мадам Хуч Как только Они отошли Достаточно далеко Чтобы профессор Ничего не могла услышать Один из лизеринцев Расхохотался Остальные Тут же подхватили Гарри повернулся К ним Самое время Запомнить Несколько физиономий Драка В компании Мистера Крэба И Мистера Гойла Направлялись к нему На лице Мистера Крэба Улыбка отсутствовала А у Мистера Гойла Была явно фальшивой Драка же Сохранял Бесстрастный вид Хотя уголки Его губ Периодически Подрагивали Из чего Гарри сделал вывод Что Драка Находил Случившееся Весьма забавным Но не увидел Никакой практической Выгоды в том Чтобы смеяться Сейчас А не позднее В слезеринских Подземельях Ну Поттер Тихо сказал Драка Он так и не достиг Полного контроля Над своим лицом На заметку Если пытаешься Воспользоваться Подходящим случаем Чтобы продемонстрировать Лидерские качества То лучше делать вид Будут и полностью Контролировать ситуацию А не к примеру Впадать в панику Мистер Гойл захихикал И Драка метнул в него Недовольный взгляд Но похоже Твое выступление Не было полностью провальным Помочь тебе Сложить аптечку Гарри отвернулся К набору целителя Чтобы Драка Не видел выражение Его лица Думаю я справлюсь Сказал Гарри Он положил шприц на место Класснул за щелками И выпрямился Пока Гарри Скормливал аптечку Кошелю К нему успел Подойти Эрни Макмиллан Спасибо тебе Гарри Поттер От лица всего Пуфиндуя Официальным тоном Начал Эрни Это была хорошая попытка И хорошая идея Ха-ха-ха Хорошая идея Протянул Драка Почему же Пуфиндуйцы Не достали Свои палочки Может если бы Вы попробовали Болевитировать Попробовал бы Левитировать Не один Поттер А вы все вместе У вас бы получилось Я полагал Что Пуфиндуйцы Дружные ребята Эрни похоже Не знал То ли ему рассердиться То ли умереть от стыда Мы не успели Подумать об этом Ага Вот оно что Сказал Драка Похоже Гораздо полезнее Водить дружбу С одним Когтевранцем Чем совсем Пуфиндуем О черт И как Гарри Разлюлить ситуацию Твоя помощь Не нужна Мягко заметил Гарри Лишь бы Драка Лишь бы Драка Догадался Интерпретировать Это как Ты путаешь мне Карты Заткнись Пожалуйста Э А это что Сказал Мистер Гойл Он примял Ногой траву И поднял Стеклянный шар Размером с Теннисный мяч Внутри которого Которого Клубился Белый туман Эрни моргнул Напоминалка Невилла Что Что такое Напоминалка Спросил Гарри Становится Красной Когда забываешь О чем-то Пояснил Эрни Правда Не сообщает О чем Именно Пожалуйста Отдай ее мне Я передам Невиллу Эрни протянул руку Мистер Гойл Внезапно ухмыльнулся И развернулся И побежал Спасибо Эрни на мгновение Удивленно застыл Потом крикнул Эй И устремился В догонку Мистер Гойл Добрался до метлы Одним ловким движением Запрыгнул на нее И взлетел У Гарри Отвисла челюсть Мадам Хуч Ведь пообещала Что залившего на метлу Выгонят из школы Что за идиот Прошипел драк И открыл Былород Чтобы крикнуть Слышь Крикнул Эрни Это вещь Невилла Отдай Слизеринцы Аплодировали И улюлюкали Драка захлопнул рот Гарри заметил Тень нерешительности На его лице Драка Зашептал Гарри Если ты не прикажешь Этому идиоту Вернуться на землю То учитель вернувшись Попробуй достань его Пуффиндудель Заорал Мистер Гойл Чем заслужил Еще больше аплодисментов От слезеринцев Я не могу Прошептал в ответ Драка Слизеринцы Подумают Что я слабак Если мистера Гойла Исключат Зашипел Гарри Твой отец Подумает Что ты кретин Лицо Драка Исказилось в агонии И тут Эй Слизер Слюнь Закричал Эрни Тебе что Не говорили Что пуффиндуется Друг за друга горой Пуффиндуй К оружию Нихера себе Что пуффиндуй Пам-пара-пам Пам-пара-пам-пам-пам-пам Слизеринцев. Теперь уже в сторону по Финдуй сосорял целый лес палочек. Двумя секундами позже. К оружию, Гриффиндор! Поттер, сделай что-нибудь. Отчаянно шептал Драка. Я не могу остановить их. Это должен сделать ты. Ты же гений. Придумай что-нибудь. Потом сочтёмся. Гарри понял, что примерно через пять с половиной секунд кто-то наколдует шумерский простой удар и после процедуры отчисления на всём курсе мальчики останутся только в когтевране. К оружию, когтевран! Выкрикнул Майкл Корнер. Ему явно не хватало приключения на свою голову. Грегори Гойл! Звапил Гарри. Я вызываю тебя на состязание за право обладания напоминалкой Невилла. Внезапно стало тихо. Да неужто? Отозвался Драка. Гарри не знал, что растягивать слова можно так громко. Звучит интересно. Что за состязание, Поттер? Эмммм. Состязание это собственно всё, что Гарри успел придумать. А вот какое именно? Нельзя сказать шахматы, слезеринцы не поймут, если Дракона такое согласится. Но и армрестлинг тоже не подходит. Мистер Гойл раздает его как букашку. Как вам такое? Громко начал Гарри. Мы с Грегори Гойлом становимся на отдалении друг от друга и больше не двигаемся с места. Никому другому к нам подходить тоже нельзя. Пользоваться волшебными палочками запрещено. Если я сумею завладеть напоминалкой Невилла, Грегори Гойл откажется от напоминалки, которую держит в руке, и передаст её мне. Снова стало тихо. Облегчение на лицах учеников сменялось недоумением. Гарри Поттер, громко сказал Драка. Я хотел бы посмотреть, как ты это провернёшь. Мистер Гойл согласен. Так приступим, провозгласил Гарри. Поттер, ты чего задумал? Прошептал Драка. Причём сделал это не шевеля губами. Гарри так не умел, и поэтому промолчал. Гарри так не умел, поэтому промолчал. Это нормально, да. А чичная речь, это искусство просто. Ученики вокруг убирали палочки, а сконфуженный мистер Гойл медленно спустился на землю. Несколько пофиндуйцев рванулись было к нему, но Гарри отчаянно умаляющим взглядом остановил их. Гарри двинулся к мистеру Гойлу и остановился в нескольких шагах от него. Достаточно далеко, чтобы они не могли дотянуться друг до друга. Гарри медленно убрал палочку. Остальные пятились. Гарри сглотнул. Он знал в общих чертах, что именно он хотел сделать. Но всё должно было произойти таким... Но всё должно было произойти таким образом, чтобы никто не понял, что он сделал. «Ладно», — громко сказал Гарри. «А теперь...» Он сделал глубокий вдох и, подняв руку, сложил пальцы для щелчка. Те, кто были в курсе истории с пирогами, то есть практически все, ахнули. «Именем безумия Хогвартса! Славно-славно! Трам-бам! Плюх-плюх-плюх!» И Гарри щелкнул пальцами. Многие дернулись, пытаясь уклониться. И ничего не произошло. Гарри позволил тишине длиться, ожидая. «Эм...» — сказал кто-то. «И чего?» Гарри повернулся к самому нетерпливому. «Посмотри перед собой. Видишь участок земли, на котором нет травы?» «Ну да», — отвечал мальчик-гриффиндорец. «Дин, как его там?» «Копай!» Все присутствующие и непонимающие посмотрели на Гарри. «Эм...» — спросил Дин, как его там. «Просто...» — «Просто копай!» — нетерпеливо сказал Террибут. «Поверь, смысла спрашивать нет!» Дин, как его там, опустился на колени и принялся разгребать землю. Через... Через минуту гриффиндорец встал. «Тут ничего нет!» — сказал он. «Ммм...» — Гарри планировал вернуться в прошлое и закопать в этом месте карту, которая бы вела к другой карте, которая бы вела к напоминалке Невилла, которую он спрятал бы, получив ее сейчас у мистера Гойла. Вдруг до Гарри дошло, что есть и другой вариант, с которым скрыть использование МХВК времени будет легче. «Спасибо, Дин!» — громко сказал Гарри. «Эрни, посмотри место, куда упал Невилл. Может, ты найдешь его напоминалку там?» Вид у окружающих сделался еще более задаченным. «Просто сделай это!» — сказал Террибут. «Он будет пробовать, пока что-то не получится. И самое страшное, что... Мэрлин!» — выдохнул Эрни. Он держал в руке напоминалку Невилла. «Вот же она!» «Была там, где он уптагоди!» «Что?» — возопил мистер Гойл. Он посмотрел вниз и увидел, что все еще держит напоминалку Невилла. Повисло неловкое молчание. «Э-э-э!» — сказал Дин, как его там. «Это же невозможно, да?» «Это дырка в сценарии!» — ответил Гарри. «Я сделал себя настолько странным, что вселенная на секунду отвлеклась и забыла, что Гойл уже держит напоминалку». «Не-не-не-не, я подожди, я имел в виду, что это совершенно невозможно». «Извини, но разве мы не собираемся летать на метлах?» «То-то же. В любом случае, заполучив напоминалку Невилла, я выиграю в состязании, и Грегори Гойл должен будет отказаться от напоминалки, которую он держит в руке, и отдать ее мне. Таковы были условия, помнишь?» Гарри протянул руку к Эрне. «Мы условились, что подходить к нам нельзя. Так что просто подкати ее ко мне, ладно?» «Та-годи!» — крикнул слезеринец Блейз Забини. «Гарри вряд ли когда-нибудь забудет его имя. Откуда нам знать...» «Откуда нам знать, что эта напоминалка принадлежит Невиллу?» «Ты мог просто бросить туда совсем другую напоминалку. Силу слезерина вижу в нем я», — сказал Гарри, улыбаясь. «Даю слово, что та, которую держит Эрне, принадлежит Невиллу. Ничего не скажу про ту, что у Грегори Гойла». Забини повернулся к Драко. «Малфай, ты же не позволишь ему вот так?» «Слышь ты, заткнись!» — прогремел Крэп, стоявший за спиной Драко. «Твои советы мистеру Малфаю не нужны!» «Очень хороший приспешник!» «Я держал пари с Драко из благородного и древнейшего дома Малфоев», — сказал Гарри. «А не с тобой, Забини. И думаю, я выполнил свою часть уговора. Но судите об этом мистеру Малфаю». Гарри повернул голову в сторону Драко и слегка приподнял брови. Сказанного вроде достаточно, чтобы тот мог сохранить лицо. Повисло молчание. «Ты клянешься, что это на самом деле напоминалка Невилла?» — спросил Драко. «Да», — ответил Гарри. «И я собираюсь вернуть ее Невиллу. А та, которую держит Грегори Гойл, отойдет мне». Драко кивнул, будто принимая решение. «Я не буду ставить под вопрос слово, данное представителем благородного дома Поттеров. Несмотря на всю странность произошедшего, благородный и древнейший дом Малфы также не нарушает своих клятв. «Мистер Гойл, отдай это мистеру Поттеру!» «Эй!» — воскликнул Забини. «Он еще не выиграл! Он же еще держит... Он же еще не держит вру!» «Лови, Гарри!» — крикнул Эрни и бросил напоминалку. Гарри с легкостью поймал ее. У него всегда были хорошие рефлексы. «Ну вот», — сказал Гарри, — «я победил». И вдруг осекся. Все разговоры оборвались. Напоминалка в ее руке засветилась ярко-красным светом, словно крохотное солнце, что бросает тени в разгар дня. «Ничего себе!» «This must be the work of an amistant!» У него... Получается, что это была его напоминалка. Он ее каким-то макаром сделал, купил. Сделал, купил, сделал так, что это его. «Гарри Поттер и адаптация от Netflix». Да. И она засветилась красным светом. Правда, как я понял, нам дальше объяснять не надо. Или вообще хрен знает, что случилось. Кто знает? Сейчас узнаем. Мы сейчас узнаем. Еще пока не знаем. Вот сейчас узнаем. Пока не знаем. Но скоро узнаем. В общем, жизнь вообще ужасная штука. Может быть, Невил что-то забыл. Да. Кто его знает? Потому что... Не, потому что у него засветилась красным... В красным руках засветилась та напоминалка, которую кинул ему Эрни. Четверг. Четверг. 17.09. Если быть точным, кабинет профессора МакГонагал после урока полетов. Плюс дополнительный час, добавленный Гарри. МакГонагал сидел на своем месте, а Гарри ужом вертелся на табурете. Профессор, убеждал ее Гарри. Слизеринцы направили палочки на пуффиндуйцев. Гриффиндорцы на слезеринцев. Один идиот призывал когтевранцев к тому же. У меня было где-то пять секунд, чтобы предотвратить взрыв. Это все, что я успел придумать. Лицо профессора МакГонагал было измученным и сердитым. Вам нельзя использовать маховик времени в таких случаях, мистер Поттер. Понятие секретности недоступно вашему пониманию? Но ведь никто не знает, как я это сделал. Все убеждены, что я могу, щелкнув пальцами, натворить кучу всякой всячины. Я уже натворил много такого, что даже маховиком времени не объяснить. И намерен продолжать в том же духе. Так что этот случай скоро затеряется среди остальных, и его никто даже не вспомнит. У меня не было выбора. Ничего подобного, резко возразила МакГонагал. Было достаточно заставить этого анонимного слезеринца приземлиться. А всех остальных убрать палочки. Можно было предложить ему сыграть в подрывного дурака, но нет. Вам приспичило покрасоваться и использовать маховик времени столь вопиющей, нецелесообразным способом. Да мне в голову больше ничего не пришло. Я даже не знаю, как в подрывного дурака играть. На игру в шахматы они бы не согласились. А у меня не было шансов победить в армрестлинге. Значит, надо было выбрать армрестлинг. Ну тогда бы я проиграл. Гарри моргнул и осекся. У профессора МакГонагал был крайне разъяренный вид. Извините меня, профессор МакГонагал, робко сказал Гарри. Я, честное слово, просто не подумал. Вы правы, так и надо было сделать. И это было бы гениально. Но я просто совсем об этом не подумал. Гарри замолчал. Внезапно до него дошло, что вариантов было предостаточно. Можно было попросить драка выбрать игру, чтобы... Можно было предоставить выбор толпе. Он и вправду зря вплел в это дело маховик времени. Возможностей было море. Так почему же он выбрал именно эту? Потому что увидел способ выиграть. Отвоевать безделушку, которую учителя все равно бы отобрали у мистера Гойла. Стремление победить. Вот виновник его ошибки. Извините меня, повторил Гарри. За гордыню и глупость. Профессор МакГонагал вытерла рукой лоб. Гнев ее поугас. Но в голосе все равно была сталь. Еще одно такое представление, мистер Поттер, и останетесь без маховика времени. Я ясно выражаюсь. Да, сказал Гарри. Я понимаю и приношу свои извинения. В таком случае можете пока оставить его у себя. И поскольку вы все-таки предотвратили крайне неприятное развитие событий, я также воздержусь от снятия баллов. Кроме того, вам сложно было бы объяснить, за что они сняты. Но Гарри был не настолько глуп, чтобы озвучить эту мысль. Мне вот что интересно, почему так отреагировала напоминалка? Спросил Гарри. Значит ли это, что мне стирали память? Не могу сказать точно, медленно произнесла профессор Магонагал. Будь все так просто, в суде постоянно использовали бы напоминалки. Я попробую разузнать, мистер Поттер. Анна вздохнула. Вы можете идти. Свободны. Гарри начал вставать со стула, но замер на полпути. Эм, извините, но я хотел еще вам кое-что сообщить. Она едва заметно вздрогнула. Что на этот раз, мистер Поттер? Это касается профессора Квиррелла. Уверенно, это сущие пустяки. Поспешно перебила его Магонагал. Разве вы не помните, что сказал директор? Не надо без повода беспокоить нас насчет профессора защиты. Но вдруг это важно? Вчера у меня внезапно появилось чувство тревоги, когда... Мистер Поттер. У меня тоже появилось чувство тревоги. И оно мне подсказывает, что вам не следует заканчивать ваше предложение. У Гарри отвисла челюсть. В кои-то веки профессору Магонагал удалось лишить Гарри дара речи. Мистер Поттер. Продолжила она. Если вы обнаружили какую-то странность, профессоре Квиррелле, я вам разрешаю никому об этом не докладывать. Мне кажется, вы уже достаточно отняли у меня времени, так что... Я вас не узнаю! Взорвался Гарри. Извините, но это просто невероятно безответственно с вашей стороны. Я слышал, что на должности учителя по защите лежат какие-то проклятия. Что на должности учителя по защите лежит какое-то проклятие. Если вам известно, что с ним что-то не так, не лучше ли держать ухо востро? Что-то не так, мистер Поттер? Весьма надеюсь, что вы ошибаетесь. Лицо Магонагал ничего не выражало. А после того, как в феврале прошлого года профессор Блэйк застукали в кладовке с ни много ни мало тремя пятикурсниками из Лизерина, а за год до этого профессор Саммерс столь плохо понимала собственный предмет, что ее ученики считали Богорта некой разновидностью мебели, будет настоящей катастрофой, если сейчас обнаружится какая-нибудь неприятность и у весьма компетентного профессора Квиррелла. Боюсь, большинство наших учеников провалит сов и тритон. Ясно, протянул Гарри. Другими словами, что бы ни было не так с профессором Квирреллом, вы очень не хотите что об этом знать до конца учебного года. А так как на дворе сентябрь, он может на телевидении в прямом эфире убить премьер-министра, и это ему сойдет с рук. Профессор МакГонагал смотрел на него не моргая. Мистер Поттер, вам прекрасно известно, что я бы никогда не одобрила подобное. В Хогвартсе мы боремся со всем, что может помешать образовательному процессу наших учеников. Например, с первокурсниками из когтеврана, которые не умеют держать рот на замке. Мне все ясно, профессор МакГонагал. А вот в этом я очень сильно сомневаюсь. Профессор МакГонагал подалась вперед, снова нахмурившись. Так как мы уже обсуждали более деликатные темы, скажу прямо. Вы и только вы доложили мне об этом непонятном предчувствии. Вы и только вы притягиваете хаос в невиданных масштабах. После нашей прогулки по косому переулку, случая с распределяющей шляпой, и сегодняшнего происшествия мне ясно видится, как в кабинете директора я буду услышивать некую невероятную историю про профессора Квиррелла, в которой вы и только вы сыграли ключевую роль. И у нас не останется другого выбора, кроме как уволить его. Я уже смирилась с этим, мистер Поттер. Если это получится раньше майских ид, я подвешу вас за собственные кишки сушиться на воротах Хогвартса, предварительно напичкав через нос огненными жуками. Теперь вам все ясно? Гарри кивнул, широко распахнув глаза. На секунду спустя поинтересовался. А что мне будет, если это произойдет в последний день учебного года? Вон из моего кабинета! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Учитель года. Все правильно делает. Все правильно. Я прям шкалку вспомнил, ребята. Прям вот шкалочку любимую. Прям вот. Учитель, вы вот говорите, что год такой, а вот тут вот год другой. Как-то смешно мне пречить! Сука! Воу-воу-воу! К директору! Воу-воу-воу, еду-еду, топ-топ-топ. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 А трудовик, по-моему, реально грозился кишки выпустить как-то. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ладно. Четверг. Какой-то особый день недели в Хогвартсе. Четверг, 17.32. Гарри стояла рядом с профессором Флитвиком перед большой каменной горгульей, которая охраняла вход в кабинет директора. Стоило ему вернуться от профессора Магоногол в учебной комнате когтеврана, как один из учеников передал, что Гарри вели наявиться к профессору Флитвику, а там выяснилось, что с ним желает поговорить сам Дамблдор. Мальчик обеспокоенно поинтересовался у Флитвика, что хочет обсудить директор. Тот лишь беспомощно пожал плечами. Дамблдор мимоходом упомянул, что Гарри слишком юн, чтобы использовать слова силы и безумия. Славно-славно, трам-бабам, плюх-плюх-плюх, подумал Гарри. Но вслух сказать не решился. Не волнуйтесь, мистер Поттер, пропищал Флитвик. Спасибо огромной пышной бороде профессора Флитвика. Если бы не она, воспринимать его как учителя было бы намного труднее. При его-то низком росте и тоненьком голосе. Директор Дамблдор может показаться немного странным. Или даже очень странным. Или до безумия странным. Но он никогда не причинил ни малейшего вреда ни одному ученику. И я не верю, что когда-нибудь причинит. Профессор Флитвик искренне улыбнулся. Напоминайте себе об этом. И вы не поддадитесь панике. Гарри слышал и более ободряющие речи. Удачи! Пропищал профессор. После чего наклонился к Гаргулии и что-то сказал. Почему-то Гарри не расслышал, что именно. Конечно, от пароля мало проку. Если его можно подслушать. И каменная Гаргулия отошла в сторону. Таким естественным и обычным движением продолжая при этом выглядеть, как сплошной твердый камень. Что Гарри это даже потрясло. Позади Гаргулии медленно вращалась спиральная лестница. В ее движении было что-то завораживающее. И это сбивало с толку. К тому же вращающаяся спираль не должна никого поднимать. И это тоже смущало. Идите! Пропищал Флитвик. Мальчик нервно шагнул на спиральную лестницу. И обнаружил, что каким-то непостижимым для него образом поднимается вверх. Гаргулия у него за спиной повернулась на место, а спиральная лестница все вращалась. И Гарри поднимался все выше и выше. Когда этот головокружительный подъем закончился, Гарри обнаружил, что стоит перед дубовой дверью с медной колотушкой в форме грифона. Гарри приблизился к двери и повернул ручку. Дверь отворилась. Еще никогда в жизни он не бывал в настолько интересной комнате. Маленькие металлические устройства вращались, тикали, медленно трансформировались и выпускали маленькие облачка дыма. Дюжины загадочных жидкостей в дюжинах емкостей странного вида булькали. Кипели, норовя выплеснуться, меняли цвет и принимали занятные формы, которые менялись прямо на глазах. Предметы, похожие на часы со множеством стрелок, испещренные цифрами и надписями на неизвестных языках. Борослет с линзообразным кристаллом, который переливался тысячу красок. И птица на золотой подставке. И деревянная чаша, наполненная чем-то похожим на кровь. И статуэтка сокола, покрытая черной эмалью. Стены были увешаны портретами спящих людей, а на вешалке покоилась распределяющая шляпа в компании двух зонтиков и трех красных тапочек на левую ногу. В центре всего этого хаоса стоял пустой черный дубовый стол. Перед ним была дубовая же табуретка. А за ним на кресле, похожем на обитый бархатом трон, располагался Альбус Персифаль Вулфрик Брайан Дамблдор, украшенный длинной серебряной бородой, шляпой-мухомором и трехслойной розовой пижамой. Во всяком случае, только так можно было назвать эту одежду с магловской точки зрения. Дамблдор улыбался, и его светлые глаза безумно мерцали. С некоторым трепетом Гарри уселся на табуретку. Дверь в комнату закрылась с громким щелчком. «Здравствуй, Гарри», — сказал Дамблдор. «Здравствуйте, директор», — ответил Гарри. «Вот так сразу по имени? Может, он еще попросит и его...» «Ну что ты, Гарри», — сказал Дамблдор. «Директор звучит слишком официально. Зови меня Док». «Не вопрос, Док». Короткая пауза. «А ты знаешь, — спросил Дамблдор, — что ты первый, кто решился и впрямь ко мне так обратиться?» «Ой». Гарри старался говорить ровно, несмотря на то, что душа его грозилась уйти в пятки. «Извините, директор, вы сами предложили, вот и я». «Док так док», — добродушно сказал Дамблдор. «Не волнуйся, я не выброшу тебя в окно за первый же промах. Сначала я буду многократно тебя предупреждать. К тому же неважно, как тебя вращаются. Важно, что о тебе думают». «Он ни разу не причинил вреда ученику, просто помни об этом, и ты не запаникуешь». Дамблдор поставил на стол маленькую металлическую шкатулку и открыл крышку. Внутри были маленькие желтые комочки. «Лимонную дольку», — предложил директор. «Нет, спасибо, док», — сказал Гарри. «Считается ли подсуванием ученику ЛСД причинением вреда или это относится к категории безобидных шуток? Вы вроде упоминали о том, что я слишком юн, чтобы использовать слова силы и безумия». «Ну, конечно», — сказал Дамблдор. «К счастью, слова силы и безумия были утрачены семь веков назад, и никто понятия не имеет, где их искать. Это была просто маленькая ремарка». Рот Гарри непроизвольно распахнулся. «Тогда почему вы послали за мной?» «Почему?», — повторил эхом Дамблдор. «Ах, Гарри, если бы я целыми днями задавался вопросом, почему я делаю так или иначе, у меня не хватало бы времени на то, чтобы сделать хоть что-то. Я, знаешь ли, очень занятой человек». Гарри с улыбкой кивнул. «О, да, я впечатлен. Директор Хогвартса, верховой чародей Визингамота и председатель Международной конфедерации магов. Извиняюсь за вопрос, но можно ли получить больше шести дополнительных часов, если использовать несколько маховиков времени?» «Если вы справляетесь со всем этим всего за 30 часов в день, то я снимаю шляпу». Снова воцарилась тишина. Гарри продолжал улыбаться. Он сам испугался своей дерзости, но когда стало очевидно, что Дамблдор специально пудрит ему мозги, что-то внутри воспротивилось и отказалось просто так все это сносить. «Боюсь, время не любит, когда его растягивают слишком сильно», прервал молчание Дамблдор. «Похоже, оно и так считает людей слишком широкими. Вот почему нам часто бывает трудно в него уложиться». «Воистину!» «С могильной серьезностью», — сказал Гарри. «Так что нам лучше не тратить времени попусту». На секунду ему показалось, что он перегнул палку. Дамблдор хохотнул. «Ну что ж, тогда сразу перейдем к делу». Директор наклонился вперед, накрывая стол тенью шляпы гриба и подметая поверхность стола бородой. «Гарри, в понедельник ты совершил нечто невозможное. Даже при помощи маховика времени. Точнее, при помощи только лишь маховика времени. И мне стало интересно, откуда же взялись те два пирога?» Адреналин хлынул в кровь Гарри. Он ведь использовал мантию невидимости, которую ему подарили в коробке с письмом, где, помимо прочего, было сказано, «Если Дамблдор увидит возможность владеть одним из даров смерти, он ее ни за что не упустит». Ммм, дар смерти? «Сразу понятно», — продолжал Дамблдор, «что, так как ни один из первокурсник не способен наколдовать такое самостоятельно, в том коридоре присутствовал кто-то еще невидимый. А вот невидимка как раз и мог бросать пироги, оставаясь незамеченным. Можно также предположить, что раз у тебя есть маховик времени, этой невидимкой был ты сам, а поскольку заклинания, разновождения далеко за гранью твоих текущих способностей, значит, у тебя есть мантия-невидимка». Дамблдор заговорщицки улыбнулся. «Я пока на верном пути, Гарри?» Мальчик замер. Было ощущение, что соврать не самое мудрое решение, но ему никак не приходил в голову подходящий ответ. Дамблдор дружелюбно махнул рукой. «Не переживай, Гарри. Ты не нарушил школьные правила. Полагаю, мантий-невидимки слишком редки, чтобы кто-то додумался их официально запретить. Но меня интересует совсем другое». «А?» Гарри старался, чтобы голос не выдал обуревавших его чувств. Глаза Дамблдора загорелись. «Видишь ли, Гарри, пережив несколько приключений, начинаешь кое-что понимать. Начинаешь видеть истинное устройство мира. Чувствовать его ритм. Начинаешь прозревать финал еще в середине пьесы. Ты – мальчик, который выжил. И мантия-невидимка каким-то образом попала к тебе в руки спустя лишь четыре дня после того, как ты начал знакомиться с волшебным миром. Такую вещь нельзя приобрести в косом переулке. Но есть лишь одна мантия, которая сама тянется к предначертанному судьбой хозяину. Поэтому я не мог не задаться вопросом, а не нашел ли ты каким-то странным образом не просто мантию-невидимку, а один из даров смерти. Мантию-невидимости, которая скрывает свое владельство даже от зора смерти. Взгляд Дамблдора был полон энтузиазма. Могу я взглянуть на нее, Гарри? Мальчик сглотнул. В переполняющем его сейчас адреналии не было никакого проку. Перед ним самый могущественный волшебник в мире. У Гарри нет шансов выбраться из кабинета, а если ему это и удастся, то в Хогварсе нет места, где он сможет от него спрятаться. И сейчас он наверняка потеряет мантию, которая передавалась семье Поттеров, че черт знает сколько поколений. Дамблдор откинулся на спинку кресла. Взгляд его померк. В глазах появилось удивление и печаль. Гарри, если не хочешь, можешь сказать нет. Правда? Да, прохрепел Гарри. Да, в голосе Дамблдоров звучали и грусть, и беспокойство. Ты, кажется, боишься меня. Могу спросить, чем я заслужил твое недоверие? Гарри сглотнул. Есть какая-нибудь магическая клятва, чтобы вы поклялись, что никогда не заберете у меня мантию? Дамблдор медленно покачал головой. Нерушимый обед не используют по пустякам. К тому же ты не знаком с этим заклинанием, так что я мог бы тебя обмануть. И видишь ли, мне не нужно твое разрешение. Я достаточно силен, чтобы взять мантию, неважно в кошельке скрит не она или нет. Дамблдор выглядел очень серьезным. Но я этого не сделаю. Она твоя, Гарри. И я ее не заберу. Даже если для того, чтобы взглянуть на нее одним глазком. Если ты только не позволишь. Это обещание и клятва. Если мне нужно будет запретить тебе ее использовать в школе, я попрошу положить ее в твое хранилище в Гринготсе. А-а-а! Протянул Гарри, пытаясь держать поток адреналина и вернуть мысли в рациональное русло. Он снял кошель-скрытень с ремня и... Если вам правда не нужно мое разрешение, тогда держите. Гарри протянул кошель Дамблдору и сильно прикосил губу. Тот самый сигнал, который предупредит его, если ему сотрут память. Хм, нифига, он молодец. Вот это было хорошо. Старый волшебник залез в кошель и при непроизнесении слова выточил мантию невидимости. А-а-а! Сдохнул Дамблдор. Я был прав. Черная мерцающая бархатистая ткань словно струилась сквозь его пальцы. Прошло много веков, а она все так же идеальна, как и в день своего создания. С годами мы растеряли мастерство. Я бы уже не смог создать что-то такое, да и никто бы не смог. Я чувствую ее силу. Она эхом отдается в моей голове, словно песня, которая будет звучать вечно. Даже когда слушать уже будет некому. Волшебник поднял глаза. Не продавай ее, сказал он, и никому не отдавай. Дважды подумай, прежде чем сказать о ней кому-нибудь. И поразмысли трижды, прежде чем ты признаешь, что это дар смерти. Относись к ней с уважением, ибо это и впрямь вещь силы. По лицу Дамблдора скользнула тень сожаления. А потом он отдал Мантию Гарри. Гарри положил ее обратно в кошель. Лицо Дамблдора вновь стало серьезным. Могу ли я спросить еще раз, Гарри, как вышло, что ты так сильно мне не доверяешь? Гарри внезапно стало стыдно. Вместе с Мантией была записка, тихо сказал Гарри, в которой говорилось, что вы заберете у меня Мантию, если узнаете о ней. Я не знаю, кто написал записку, честное слово, не знаю. Я понимаю, медленно сказал Дамблдор. Что же, Гарри, я не буду ставить под сомнение мотивы того, кто оставил тебе эту записку. Кто знает, может, этот кто-то действовал из лучших побуждений. В конце концов, он дал тебе Мантию. Гарри кивнул. Милосердие Дамблдора произвело на него впечатление, и он устыдился разительному контрасту в собственного поведения в сравнении с директорским. Старый волшебник продолжил. Но думаю, мы с тобой фигуры одного цвета. Мальчик, который победил Волдеморта, и старик, который сдерживал его до твоего прихода. Не буду ставить в упрек твою осторожность, ведь все мы по мере сил стараемся быть предусмотрительными. Попрошу лишь подумать дважды и поразмыслить трижды, когда в следующий раз кто-то скажет тебе не доверять мне. И, и, извините меня, сказал Гарри. Из-за доброты Дамблдора Гарри стало еще хуже. Он почувствовал себя полным ничтожеством. Обругал щитой местного Гендальфа. Я зря вам не доверял. Увы, Гарри, в этом мире старый волшебник покачал головой. Не могу даже сказать, что ты повел себя неразумно. Ты не был со мной знаком, и, честно говоря, в Хогвартсе есть люди, в отношении которых твое недоверие будет оправдано, даже если кажется, что они твои друзья. Гарри заглотнул. Это прозвучало довольно зловеще. Например, Дамблдор встал с кресла и начал исследовать один из своих инструментов часы с восемью стрелками разной длины. Несколько секунд спустя старый волшебник вновь заговорил. Он, вероятно, кажется тебе весьма обаятельным. Вежливым, во всяком случае, по отношению к тебе. Обходительным. Возможно, даже восхищенным. Всегда готовым протянуть руку помощи, сделать услугу, дать совет. А, вы о Драком Алфе, сказал Гарри с облегчением. Он опасался, что директор разговорит про Гермиону. Нет, 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 вы все неправильно поняли. Это не он перетягивает меня на свою сторону. Это я перетягиваю его. Что, что ты делаешь? Я намерен перетянуть Драком Алфе с темной стороны, пояснил Гарри. Ну, сделать из него хорошего парня. Дамблдор выпрямился и повернулся к Гарри. На его лице было крайне огорошенное выражение, что в сочетании с серебряной бородой выглядело очень забавно. Ты уверен, произнес старший волшебник несколько секунд спустя, что его вообще можно исправить? Я боюсь, что когда ты видишь в нем что-то хорошее, ты выдаешь желаемое за действительное. Или это вообще лишь приманка, приманка, капкан для... Весьма маловероятно, махнул рукой Гарри. Если он попытается изображать из себя хорошего парня, у него это не очень-то получается. Дело не в том, что Драка пришел ко мне и очаровал, из-за чего я увидел в нем скрытую глубоко внутри доброту. Я решил спасать именно его, потому что он наследник дома Малфаев, и это очевидный выбор, если приходится ограничиться кем-то одним. У Дамблдора дернулся левый глаз. Ты намерен посеять семена любви и доброты в сердце Драка Малфаев только потому, что видишь в наследнике Малфаев ценного для тебя союзника? Не только для меня, возмутился Гарри. Для всей магической Британии, если это сработает. А еще у него самого будет более счастливая и здоровая жизнь. Послушайте, я же не могу всех перетянуть с темной стороны, поэтому пришлось спросить тебя, в каком случае свет выиграет больше всего? Дамблдор расхохотался. Такого воющего смеха Гарри от него никак не ожидал. Это был вовсе не величественный смех древнего и могущественного волшебника. Неглубокие гулки и смешки. Дамблдор чуть не задыхался, хохотал во все горло и не мог остановиться. Гарри однажды в буквальном смысле свалился со стула от смеха, когда смотрел фильм «Утиный суп» братьев Маркс. Вот как сейчас смеялся Дамблдор. Не так уж и смешно, сказал Гарри чуть позже. Он опять начал сомневаться во вменяемости Дамблдора. Директор с видимым усилием взял себя в руки. Ах, Гарри. Один из симптомов болезни под названием мудрость начинаешь смеяться над тем, что никто другой смешным не находит, потому что чем мудрее становишься, тем лучше разбираешься в шутках. Дамблдор вытер слезы. Нередко зло пожрется злом. Что верно, то верно. Гарри почти сразу узнал знакомые слова. Эй, это же цитата из Толкина. Это говорит Кэндальф. Вообще-то Теоден поправил его Дамблдор. Вы что, моглорожденный? Изумился Гарри. Увы, нет. Снова улыбнулся Дамблдор. Я родился за 70 лет до того, как эту книгу напечатали мой юный друг. Но моим моглорожденным ученикам нередко приходит в голову одна и та же мысль, так что у меня набралось уже около 20 экземпляров Властелина Колец и целых три полных собрания сочинений Толкина. И всеми ими я очень дорожу. Дамблдор вытянул волшебную палочку и поднял ее перед собой и принял позу. Ты не пройдешь! Ну как? Похоже? Ээээ... Гарри был близок к полной ментальной перегрузке. Мне кажется, вам балрога не хватает. Да и розовая пижама со шляпой мухомором тоже не вписывалась в образ. Понятно. Вздохнул Дамблдор и угрюмо заткнул палочку за ремень. Увы, в последнее время в моей жизни крайний дефицит балрогов. Нынче приходится все время проводить на скучных совещаниях Везингамота, где я всеми правдами и неправдами препятствую его работе и на званых обедах, где зарубежные политики соревнуются за звание самого непроходимого глупца. А еще я притворяюсь таинственным, знаю то, что узнать никак не мог, делаю загадочные явления, что можно было понять только много позже задним числом. В общем, развлекаюсь так, как это принято среди могущественных волшебников, когда они перестают быть героями. Кстати, о героях. Гарри, я хочу передать тебе кое-что, принадлежавшее твоему отцу. Правда? Гарри захлопал глазами. Кто бы мог предположить? Да, это и впрямь немного непредсказуемо, не так ли? Сказал с гулким стуком опустил на дубовую столешницу. Это объявил Дамблдор камень твоего отца. Гарри с удивлением его рассмотрел светло-серый, выгоревший с неровными острыми краями камень. Словом, булыжник как булыжник. Дамблдор положил его с самой широкой стороны вниз, но камень все равно встал неровно и закачался. А, простите. Там было предсказуемо, а не непредсказуемо. Бывает, бывает. Это я немножко пропустил пассаж. Типа, правда, захлопал глазами Гарри, кто бы мог предположить? Да, это и впрямь немного предсказуемо, не так ли? Ну, типа, он встречается с дедом, а тот ему дает какой-то артефакт. Так, Гарри поднял взгляд. Это что, шутка? Нет. С серьезнейшим видом директор покачал головой. Я забрал его из развалин дома Джеймса и Лилии в Годриковой лощине, когда нашел там тебя и с тех пор хранил, чтобы однажды вернуть. В совокупности гипотез, из которых Гарри формировал модель мира, гипотеза сумасшествия Дамблдора стремительно набирала вес, но вероятность альтернативных гипотез была все еще довольно высока. Это волшебный камень? Если и так, то мне об этом неизвестно, сказал Дамблдор, но я попрошу тебя со всей возможной строгостью отнестись к моему совету. Всегда держи его при себе. Ладно, скорее всего Дамблдор сумасшедший, но если нет, будет весьма стыдно попасть в переплет из-за того, что я пропустил мимо ушей малопонятное наставление загадочного старого волшебника. Это наверняка где-то на четвертом месте в рейтинге самых очевидных просчетов. Гарри приблизился к камню и начал его ощупывать. к его рукам его руками в поисках места, за которое можно схватиться, не поранившись. Ну, спрячу его тогда в кошель. Возможно, это слишком далеко, нахмурился Дамблдор. Что, если твой кошель скрытень потеряется или его украдут? Мне что же, везде с собой таскать этот булыжник? Это может оказаться мудрым решением, серьезным лицом, сказал Дамблдор. Эээ, протянул Гарри. Камень выглядел неподъемным. Мне кажется, другие ученики меня не поймут. Скажи им, что это я приказал, великодушно разрешил Дамблдор. Никто не удивится. Видишь ли, все думают, что я сумасшедший. Лицо у Дамблдора было все таким же серьезным. Честно говоря, если вы приказываете ученикам носить повсюду большие камни, я могу их понять. Ах, Гарри. Дамблдор обвел рукой все загадочные устройства в комнате. В молодости кажется, что знаешь все на свете. И когда чему-то не видишь объяснения, думаешь, что его просто нет. Но с возрастом приходит понимание, что вся вселенная действует согласно некоему ритму, некоторым закономерностям, даже если мы их не знаем. Так что кажется, то, что кажется безумием мира, есть наше невежество. Реальность подчинена законом, согласился Гарри. Даже если законы эти нам неизвестны. Именно, Гарри, просеял Дамблдор. Понимание этого, а я вижу, что ты в самом деле понимаешь, есть источник мудрости. Тогда почему же мне нужно таскать этот камень? Вообще-то я не вижу для этого причин, сказал Дамблдор. Не видите. Дамблдор кивнул. Но только то, что я этих причин не вижу, не означает, что их нет. Некоторое время был слышен только тихий перестук механизмов. Ладно, сказал Гарри. Не уверен, что мне стоит об этом говорить, но это просто-напросто неверный способ противостоять тому обстоятельству, что мы не знаем, как устроена вселенная. Неверный? Переспросил старый волшебник с удивлением и разочарованием. Гарри чувствовал, что его доводы не убедят чахнутого старика, но все равно продолжил. Да, неверный. Не знаю, как называется эта ошибка, даже не уверен, что у нее есть официальное название, но если бы поименовать ее довелось мне, я бы назвал ее ошибкой приоритизации гипотез. Как бы подоступнее объяснить? Ну, представьте себе, что у вас миллион коробков и только в одном из них алмаз и у вас целый ящик детекторов алмазов, каждый из которых всегда срабатывает в присутствии алмаза, но к тому же срабатывает и на половине пустых коробок коробков. Если использовать 20 детекторов, то в конце концов останется в среднем один истинный и один ложный кандидат. И после этого достаточно использовать один-два последних детектора, чтобы определить настоящее местоположение алмаза. Смысл этой метафоры в том, что когда перед вами множество гипотез, большая часть времени уходит на поиск самых правдоподобных. А уж выбрать из них одну намного проще. Так что сразу начать рассматривать некую гипотезу, не имея в ее пользу никаких свидетельств, значит пропустить основной этап работы. Как если живешь в городе с миллионом человек, в котором произошло убийство? И детектив говорит, у нас нет никаких улик, так что давайте рассмотрим вероятность того, что убийца Мортимер Снотграсс. А это он? Нет, сказал Гарри. Но позже обнаружится, что у убийцы темные волосы, а поскольку у Мортимера тоже темные волосы, все начнут говорить, ах, похоже, это и впрямь Мортимер. Будет нечестно по отношению к Мортимеру, если полиция станет его подозревать безо всяких оснований. Когда гипотез много, почти все силы уходят на то, чтобы понять, где именно искать настоящий ответ и с чего начать поиски. Здесь можно обойтись без строгих доказательств, без настоящих свидетельств, которые необходимы учеными, ученым и судьям. Но нужна хоть какая-то зацепка, указание, чтобы склониться в пользу какой-то одной гипотезы, а не к миллиону других. Ведь нельзя просто взять и угадать ответ. Нельзя угадать даже вероятный ответ, достойный обдумывания, просто с бухты-барахты. Существует миллион вещей, которые я могу сделать вместо того, чтобы носить с собой камень моего отца. То, что я не всеведущ, не означает, что я не понимаю, как бороться со своим невежеством. Законы рассмотрения вероятности не менее тверды, чем законы обычной логики. И то, что вы только что сделали, им противоречит. Гарри замолчал. Если, конечно, у вас нет какой-нибудь зацепки, о которой вы предпочли умолчать. Хм... Задумчиво постукивая пальцем по щеке, сказал Дамблдор. Аргумент бесспорно интересный. Но разве твоя метафора не начинает хромать, когда ты принимаешься сравнивать поиски единственного убийцы среди миллиона подозреваемых с выбором одной линии поведения, когда разумных среди них может оказаться предостаточно? Я не говорю, что носить с собой камень твоего отца самая лучшая линия поведения. Я только говорю, что носить камень лучше, чем не носить. Дамблдор снова засунул руки в выдвижной ящик и принялся в нем копаться. Должен заметить, продолжил Дамблдор, пока Гарри размышлял над его неожиданным возражением, что среди когтевранцев популярно заблуждение, что все умные дети поступают только к ним, никого не оставляя для других факультетов. Это не так. Если ты распределился в когтевран, это лишь значит, что твои решения определяются жгучим желанием все знать. Это не обязательно указывает на высокий уровень интеллекта. Дамблдор улыбался, согнувшись над ящиком. Впрочем, ты мне кажешься довольно умным мальчиком. Ты больше похож на загадочного древнего волшебника в молодости, чем на обычного молодого героя. Возможно, я выбрал неправильный подход при общении с тобой, Гарри, и ты способен постичь то, что немногим дано. Так что я рискну передать тебе другую фамильную ценность. Не может быть! охнул Гарри. Неужели у моего отца был еще один булыжник? Прошу простить, сказал Дамблдор, но я пока что старше и загадочнее тебе, так что все откровения в этой комнате будут принадлежать мне. Покорно благодарю. Ох, да, где же он? Дамблдор глубже залез в ящик, а потом еще глубже, пока его голова, плечи, а затем и весь торс не исчезли из вида, и только ноги все еще торчали над столом. Выглядело это так, будто ящик его вот-вот проглодит. Интересно. Интересно, мимолетно задумался Гарри, сколько там внутри вещей и как выглядит полный инвентарный список. Наконец, Дамблдор вылез из ящика, держа в руке искомый предмет, который он положил на стол рядом с камнем. Им оказался потертый и потрепанный учебник зельеварения, промежуточная ступень, с авторцем Лебатиуса Бороджа. На обложке была нарисована дымящаяся колба. Это возвестил Дамблдор. Учебник по зельеварению твоей матери за пятый курс, который мне следует всегда держать при себе, догадался Гарри, в котором сокрыта ужасная тайна, тайна, раскрытие которой сулит катастрофу. Так что я вынужден потребовать от тебя поклясться, всерьез поклясться, Гарри, чтобы ты о ней не подумал никогда и никому про нее не рассказывать. Гарри покосился на учебник по зельеварению его матери за пятый курс, в котором, судя по всему, была сокрыта ужасная тайна. Вот в чем проблема. Гарри подобные клятвы и впрямь уважал. Для определенного сорта людей каждая клятва нерушима. О да. Хочется пить. И хочется пить, сказал Гарри. А это дурной знак. Дамблдор и не подумал отвлечься на сие загадочное утверждение. Клянешься, Гарри, Дамблдор внимательно смотрел ему в глаза. Иначе я не смогу тебе ничего рассказать. Да, решился Гарри, клянусь. Иногда плохо быть как тевранцем, для которого немыслимо отказаться от такого предложения, ведь иначе он сгорит отлад любопытства. И всем об этом известно. А я в ответ клянусь, сказал Дамблдор, что то, о чем я тебе поведаю, сущая правда. Дамблдор открыл книгу на случайной, кажется, странице, и Гарри склонился над ней. Видишь, на полях заметки, тихим голосом, почти шепотом спросил Дамблдор. Гарри присмотрелся, желтеющие страницы описывали способ изготовления какого-то зелья орлиной величественности. О многих его ингредиентах Гарри даже не слышал, да и названия были какие-то неанглийские. На одном из полей было написано «Интересно, что будет если сюда подмешать кроп фестрала вместо черники? А сразу за этой надписью другим почерком будешь несколько недель болеть и возможно умрешь». «Вижу», сказал Гарри. «Ну и что?» «Вот этим почерком» Дамблдор указал на вторую надпись. «Написаны заметки твоей матери». «А вот эти» он перевел палец на первую. «Писал я, сделавшись невидимым и тайком пробравшись в ее спальню». Лили была уверена, что их пишет один из ее друзей, из-за чего у них случались просто грандиозные ссоры. Именно в этот миг Гарри наконец уверился, что директор Хогвартса и в самом деле сумасшедший. Дамблдор смотрел на него все тем же серьезным взглядом. «Ты понимаешь, к чему я кланю Гарри?» «Эээ», сказал Гарри, растеряя все слова. «Извините, я... эээ... не совсем... «Ну что ж», вздохнул Дамблдор. «Значит, и твой интеллект не безграничен». «Давай притворимся, что я ничего не сказал». Гарри растянул губу в неестественной глупке, поднялся со стула. «Ха-ха! Ха-ха-ха! Конечно, конечно!» быстро рассказал он. «Знаете, как-то уже поздно и я проголодался, так что пора мне на обед, правда». И не откладывая это дело в долгий ящик, метнулся к двери. Ручка отказалась поворачиваться. «Ты меня ранишь прямо в сердце?» произнес тихий голос Дамблдора из-за спины. «Разве ты не понимаешь, что рассказанное мною это знак доверия?» Гарри Гарри медленно развернулся. Перед ним был очень могущественный и очень сумасшедший волшебник с длинной серебряной бородой в шляпе-мухоморе и трехслойной розовой пижаме. Во всяком случае, только так можно было назвать эту одежду с маглоской точки зрения. За спиной Гарри была дверь, которая сейчас отказывалась работать. У Дамблдора был усталый и печальный вид, словно у старого волшебника, который хочет опереться на магический жезл, но не может попричиниться. ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Это надо было просто написать Это просто Это просто восхитительно О боже, Ютковский, ты гений Просто гений О боже, это просто жара Нет, ну правда Посетовал Дамблдор Только попробуешь немного разнообразить события Вместо того, чтобы последовать опостырившему за 110 лет штампу И люди начинают от тебя убегать Старый волшебник грустно покачал головой Не ожидал я от тебя такого, Гарри Поттер Я слышал, что ты и сам среди друзей слывешь чудаком Я знаю, что они неправы Не окажешь ли мне такую же услугу? Откройте, пожалуйста, дверь Сказал Гарри дрожащим голосом Если хотите, чтобы я вам когда-нибудь доверился Откройте дверь Из-за спины послышался звук отворяющейся двери Я тебе еще не все сказал Сообщил ему Дамблдор Если ты уйдешь сейчас Ты кое о чем так и не узнаешь Иногда Гарри ненавидел свою когтеваранскую сущность Он ни разу не причинил вред ученику Твердел внутренний Гриффиндорис Гарри Напоминай себе об этом И ты не поддашься панике Ты же не убежишь только из-за того, что началось что-то интересное Нельзя хлопнуть дверью в лицо директору Внес свою лепту внутренний пуффиндуец А вдруг он начнет снимать баллы Он может серьезно осложнить твою жизнь в школе Если тебя не взлюбят Та часть Гарри, которая ему не очень-то нравилась Но которую было непросто заглушить Напоминала о потенциальных преимуществах Которые он обретет Будучи одним из немногочисленных друзей Этого чудаковатого старого волшебника Который тем не менее Занимает посты директора Хогвартса Верховного чародея Визингамота И председателя Международной конфедерации магов И к сожалению Внутренний слезыринец Гарри Намного лучше драка умел перетягивать на темную сторону Потому что уговаривал фразами вроде Уговаривал фразами вроде Бедняга Похоже ему необходимо власть перед Кем-то выговориться Необходимо власть В сласть перед кем-то выговориться Правда? И не хотелось бы, чтобы столь могущественный человек Оказался под влиянием Какого-нибудь менее благородного И интересно, какие удивительные секреты Можно выведать у Дамблдора Если с ним подружиться И даже спорим У него очень интересная коллекция книг В изборище психов сообщил ВНАД Гарри внутреннему собранию Но все его составные части проголосовали за Так что оставалось только подчиниться Гарри повернулся, сделал шаг к двери Вытянул руку и решительно ее захлопнул Мнимая уступка Если бы Дамблдор захотел Он легко бы мог заставить его остаться Но возможно это произведет на старика благоприятное впечатление Повернувшись назад Гарри обнаружил, что могущественный невменяемый волшебник Вновь дружески улыбается Это должно быть хороший знак Пожалуйста, больше так не делайте, сказал Гарри Мне не нравится чувствовать себя словно в мышеловке Приношу свои извинения Искренне произнес Дамблдор Но было бы весьма недальновидно Отпустить тебя без камня твоего отца Ха! Ну конечно, сказал Гарри Как я мог предположить, что дверь откроется до того Как все предметы для квеста перекочуют в мой инвентарь Дамблдор кивнул, продолжая улыбаться Гарри подошел к столу Перетащил кошель-скрытень по поясу вперед И, натужившись всеми своими силами Одиннадцатилетнего ребенка Скормил ему треклятый булыжник Он даже почувствовал, как вес того постепенно уменьшается По мере того, как булыжник исчезает За расширившейся кромкой кошеля Когда камень исчез полностью Отчетливо послышался недовольный звук Учебник матери по зелеварению За пятый курс В котором была сокрыта тайна Которая и впрямь оказалась довольно ужасной Отправился вслед за камнем А затем внутренний слезарийниц Предложил хитрый способ снискать расположение директора Который он преподнес таким образом Что, к сожалению, завоевал поддержку большинства Когтевранской стороны Ну, раз уж я здесь задержался Не сделаете ли мне что-то вроде экскурсии по вашему кабинету Мне любопытно, для чего нужны некоторые из этих предметов Эта фраза явно тянула на преуменьшение месяца Дамблдор Дамблдор посмотрел на него и кивнул, слегка усмехнувшись Польщен твоим таким вниманием Но, боюсь, это не так уж интересно Директор сделал шаг в сторону стены и указал на портрет спящего мужчины Это портреты бывших директоров Директоров Хогвартса Он развернулся и показал на стол Это мой стол Он показал на кресло Это мое кресло Простите, прервал его Гарри Но меня больше занимают вон те штуковины Гарри указал на кубик, который издавал тихие булькающие звуки А, эти безделушки, сказал Дамблдор Дамблдор Они идут в комплекте с директорским кабинетом И я не имею ни малейшего понятия, для чего большинство из них предназначено Хотя вон тот циферблат с восьми стрелками указывает Сколько раз Скажем так Чихнули волшебницы Волшебницы левши в пределах Франции Ты не поверишь, как пришлось потрудиться, чтобы это выяснить А вот эта штука с золотистыми Золотыми барматушками Мое собственное изобретение И Минерва никогда в жизни не догадается, что она делает Гарри еще не успел это переварить, а Дамблдор уже проследовал к вешалке Здесь у нас, конечно, распределяющая шляпа Полагаю, вы уже знакомы Она попросила меня никогда больше ни при каких обстоятельствах не надевать ее на твою голову Ты всего лишь четырнадцатый ученик в истории, о котором она так выразилась Еще одним была Баба Яга Об остальных двенадцати я расскажу тебе, когда ты будешь постарше Это зонтик Это еще один зонтик Дамблдор сделал еще несколько шагов и обернулся А улыбка на его лице стала еще шире Ну и, конечно, большинство моих гостей хотят посмотреть на Фоукса Дамблдор стоял рядом с птицей на золотой платформе Гарри подошел и попросительно посмотрел на директора Это Фоукс? Фоукс, это Феникс Сказал Дамблдор Очень редкое существо, обладающее сильной магией Эээ, сказал Гарри Он опустил голову и смотрелся в крошечные черные, похожие на бусинки глаза В которых не было никакого намека на могущество интеллект Опять протянул Гарри Он был почти уверен, что узнал эту птицу Ее, в общем, было сложно не узнать Скажи что-нибудь умное, рычал на Гарри его разум Не мучи, как пускающий слюни, идиот Ну что же мне сказать? Разум Гарри не замедлил С ответом, что угодно Ты имеешь ввиду, что угодно, кроме Фоукс? Это курица? Да, что угодно, кроме этого Так, эм И какой же магией обладают Фениксы? Их слезы обладают целебными свойствами, ответил Дамблдор Они творение огня И перемещаются так же легко, как огонь Что в одном месте гаснет, а в другом вспыхивает Огромное напряжение, свойственное им от природы магии Быстро старит их тела, и все же Из всех существующих созданий Они ближе всего к бессмертию Поскольку, умирая, объятые пламенем Они возрождаются птенцами Или иногда в яйце Дамблдор подошел ближе и, осмотрев курицу, нахмурился Ммм, вид что-то не очень Не успел Гарри осознать сказанное, а курица уже была объята пламенем Ее клюв было открылся, но она, не успев даже кудахнуть Начала высыхать и обугливаться Пламя сработало быстро и чисто, не оставив после себя даже запаха Гарри Спустя несколько секунд, когда огонь исчез, на золотой платформе осталась лишь жалкая горстка пепла Нет причин такой же осадцы, Гарри Воскликнул Дамблдор Фоукс цел и невредим Дамблдор залез рукой в карман А потом той же рукой пошарил в пепли и достал маленькое желтоватое яйцо Вскляни, вот же яйцо О, ух ты, круто! Но теперь нам и впрямь пора вернуться к делам, сказал Дамблдор, оставив яйцо среди пепла от сгоревшей курицы И вернулся за свой трон Уже почти пора обедать В конце концов, и не хотелось бы попусту использовать наши маховики времени В государстве Гарри происходил серьезный переворот После того, как директор Хогвартса сжег курицу Слизеринец и Пуффендуис пересмотрел взгляды Да, к делам, промямлил Гарри, а затем к обеду У тебя снова голос круглого идиота, заметил внутренний критик Гарри Ну что ж, сказал Дамблдор, боюсь я кое в чем должен тебе признаться Признаться и извиниться Извинения, это хорошо Это вообще бессмыслица какая-то, о чем это я говорю? Старый же волшебник тяжело вздохнул Ты можешь передумать, когда поймешь, о чем я Увы, Гарри, но я тобой всю жизнь тайно манипулировал Это я отослал тебя к твоим злым отцу, отчему и мачехе Мои отчимы и мачеха не злые, выпалил Гарри В смысле, мои родители Не злые? Дамблдор выглядел удивленным и разочарованным Даже чуть-чуть? Что-то не сходится Внутренняя слезеринец Гарри загорячала, что было сил Заткнись, идиот, они же Он же тебя у них отнимет Нет-нет, сказал Гарри, побелев лицом Я хотел поберечь ваши чувства На самом деле, они очень злые Правда? Дамблдор подался вперед и пристально посмотрел на Гарри А что они делают? Говори быстрее Они заставляют меня решать посуду и мыть задачи И они не разрешают мне много читать и... А, хорошо, хорошо, рад слышать Дамблдор снова откинулся в кресле и грустно улыбнулся Тогда прошу прощения и за это На чем я остановился? А, да, я сожалею, Гарри Что я в ответе за все неприятности, что с тобой случались Это, наверное, тебя очень разозлит Да, я очень зол, сказал Гарри Ар, ар, ар Внутренний критик Гарри тут же выдал ему приз За худшее актерское выступление в истории И я хочу, чтобы ты знал Продолжил Дамблдор Хочу сказать, как можно раньше, на случай, если с кем-нибудь из нас Что-то случится, что я правда очень, очень извиняюсь за все, что с тобой случилось и еще случится В глазах директора блеснули слезы А я очень зол, так зол, что уйду сейчас же, если вам нечего больше сказать Скорее беги отсюда, пока он тебя не поджег Завопили внутренние слезы ринзы Гриффиндорис и Буффиндуиц Понимаю, ответил Дамблдор И последнее, Гарри, не пытайся пробраться в зазапретную дверь на третьем этаже Ты не сможешь пройти через все ловушки, и мне не хотелось бы услышать, что ты пострадал во время своих тщетных попыток Впрочем, ты, пожалуй, даже не сможешь открыть новую дверь, потому что она заперта А ты еще не знаешь заклинания Аллахомора Гарри развернулся и бросился к выходу Дверная ручка услужливо повернулась, и Гарри, не избавляя скорости, спустился по спиральной лестнице, путаясь в собственных ногах Через пару мгновений он уже был у горгульи, которая отъехала в сторону, открывая проход И Гарри пулей выскочил в коридор Ну, вы ведь понимаете, да, что профессор пошутил про маму Но пошутил как-то жестко Ух, нифига себе, уже 22.36 Вот это голова Ядрить она огромная Тут копейки остались, но Дочитаю я все равно в следующий раз Потому что голос уже умирает А где делать логическую паузу, в принципе, без разницы Итак Он не пошутил Это, он не пошутил, вы думаете Подождите, он же пошутил Подожди, но он же пошутил Стоп Это же шутка была Так, вот это вот он вот Писал, я сделал что-то невидимое, так он провошил в ее спальню Так, это он крипует Это он крипует номер 2 Это вот он про знак доверия крипует Вот Нет, ну правда Посетовал Дамблдор Только попробуешь немного разнообразить события Вместо того, чтобы исследовать Опостылившему за 110 лет штампу И люди начинают от тебя убегать Слушайте, наверное, он не шутил Слушайте, есть подозрение Он выдал странный секрет, чтобы они сблизились Странный Этот секрет не сближает их никак Он подсказывал, что он как крипарь подглядывал за его матушкой Слушайте, он на самом деле это делал Он действительно все это делал, но судя по всему Дамблдор Дамблдор, короче, какой-то совсем вообще безумный чувак Итак, дорогие друзья 22.38 Нормально мы сегодня так задержались Так, значит Спасибо Дрейлу, спасибо Папе и другим за Карри Поттера На сегодня, дорогие друзья Все На сегодня все Хорошенечко сегодня почитали, я считаю Это была не шутка Это была не шутка Это в некотором смысле даже Может, типа, объяснить, как Лили Поттер стала Типа 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 не хотела делать долгое время сестру красивой А потом узнала Секретного какого-то зелья Ингры Таким образом Что просто пипец Запись, конечно, будет Запись, конечно, будет Все будет Спасибо вам большое, дорогие Друзья За то, что были со мной Запись будет Я уезжаю У меня выходные Три дня Или четыре Не знаю точно В общем, у меня не будет Ближайшие полнедели В Петербурге Вот Если вы хотите Видеть продолжение Чтения Гарри Поттера То не забывайте На него поддерживать Пока что на следующий раз У нас собран От Вальдислава Саточка Вот И говорит, что ЗП поддержит На чуть более Вношительную Сумму Во всяком случае Надеется на это Показать номер главы Конечно Да, пожалуйста Это почти закончилось Семнадцатая На сегодня Все, дорогие друзья До скорых встреч Всем Чмок в пузико С язычком На сегодня Все Пека 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok